Звезды сжалились. Мальчишка поверил. Вот он шанс, которым я просто обязан воспользоваться. Все, что нужно, это попасть к Сердолику раньше, чем до него дойдут новости об убийстве Афанасия Волкова. Не успеем, и глава душегубов может не клюнуть. То, что главный враг Саболевских умрет, только в плюс. Но вот личность убийцы... Сердолик не поймет, почему его человек, так внезапно пропавший после визита Милоша, пошел на дело без его разрешения. Это будет выглядеть сговором за спиной у главы гильдии. Такое он не оценит и не простит. Но мы успеем, ведь с места убийства я мгновенно перенесусь в Земград. Китар выяснил, что глава рода Волковых очень редко бывает в столице, проводя время в основном в своих землях, в окрестностях родовой цитадели. Это несколько дней пути. Быстрой связи здесь нет. Эти варвары не додумались даже до глубины почты. Также, зная расписание отправления кораблей на порог, я имею возможность подгадать удобный момент. Убиваю князя, умираю сам в этом теле, переношусь в Китара. Тот по несколько раз в сутки постоянно будет пытаться вызвать меня. Мальчишка идет к Сердолику, я вселяюсь в голову душегубов, и следующим же утром мы уплываем. План хороший и в целом простой, а вот дальше... Дальше самое главное. Если барьер не прикончит меня, я свободен. Китар так загорелся идеей отправить меня путем тише, что упустил самый важный момент. Пройди я в теле, лишенном от мера на землю, и любой другой пояс для меня открыт тоже. Никаких долгих сборов семян, никакого тяжелого накопления лет. Даже если мой истинный возраст не зачтется программой, носитель-источник послужит мне пропуском. Маивный мальчишка. Я опять его переиграл. И что лучше всего, Китар даже не поймет, что его обманули. Мы разделимся. Я отправлюсь якобы на поиски его сестры, и надолго исчезну. Кто сказал, что все получится быстро? Не срастется с дорогой к вершине, по какой-то причине погибну. Возвращаюсь к Китару и каюсь. Не вышло, потерял след. Мальчишка повеет. Поводов для обратного нет. Получаю новое тело и вторую попытку. Там уже решу, что мне выгоднее. Двигаться дальше вместе или опять разделиться. Беспроигрышный вариант, с какой стороны ни взгляни. Но это все уже дела будущего. Сейчас мне для начал необходимо разобраться с князем. Полученных у Китара денег хватает с запасом на покупку коня, новой одежды, оружия. Не хочу нанимать извозчика. Это лишние следы. Гильдия однозначно будет искать своего пропавшего члена, ведь человек, чье тело я занял, не рядовой исполнитель. Выезжаю из города. Документы у убийцы в порядке. И специально сворачиваю на главную островную дорогу, соединяющую Земград и Проливный. У меня есть подробная карта, так что дальше спокойно перееду проселками на восходный тракт, который на самом деле мне нужен. Заметаю следы. Если не ночевать на постоялых дворах и вообще по возможности объезжать поселение, в пункт моего назначения, в главный город подвластных Волковым территорий, холмы, доберусь дней за пять. Уложился в четыре. Один вечер в трактире за общим столом, и вся интересующая меня информация собрана. Все будет даже проще, чем я думал. Послезавтра в холмах пройдут празднования дня последнего снега, знаменующего завершение некалендарной зимы. На главной площади города разобьют ярмарку, где свершится ритуальное сожжение какого-то чучела. Представления, песни, пляски, гуляния. Но сначала официальная часть, на которой к холмчанам и гостям города обратится с речью сам правитель здешних земель. Тот самый, князь Волков. В общем, день смерти моей жертвы определен, место тоже. Китару и его семье повезло. Окажись, мое задание слишком сложным, я мог бы лишь сделать вид, что убил Афанасия. План, который мы согласовали с мальчишкой, не включает в себя обязательную проверку положительного результата моей миссии. Захват тела Сердолика производится сразу же по моему возвращению, и наутро мы уплываем на землю. Мне в теории ничего не мешает оставить князю Волкову жизнь, кроме совести. Да, мне жалко сирот. Вопреки ошибочному мнению Китара обо мне, я не бесчувственный, бес, убивающий без зазрения совести. Я всего лишь умею контролировать свои чувства и четко расставлять приоритеты. Когда на кону стоит существование всего человечества, жизнь конкретных его представителей априори теряет ценность. Окажись, что князь Волков безвылазно сидит в своей крепости под усиленной охраной и за высокими стенами, я не стал бы даже пытаться его устранять. Гарантированный успех в такой операции достигается только путем длительной подготовки, а каждый день промедление для нас — лишний риск. Если неделю-другую Сердолик еще стерпит, то явись к нему Китар через месяц и более далеко не факт, что глава душегубов вообще согласился бы повторно принять так надолго исчезнувшего вопреки договоренностям человека. Как убить князя, знаю тем более. Когда нет потребности в заботе о своей безопасности, подобное дело упрощается сразу в разы. Не нужны ни пути отхода, ни скрытность. Внезапная атака с гарантированным результатом, а дальше хоть звезда не свети. Жизнь моей жертвы оборвет обычная стрела, выпущенная с относительно близкого расстояния. Выкрикнуть же, что Соболевские живы, прежде чем шум осознавший произошедшие толпы, заглушит все и вся, и тем более не проблема. С вечера выбрал подходящее место. Помост, который загодя сколотили на площади, своей задней стороной прижимается к храму Единого. С его крыши и выстрелю, благо четыре небольших золоченых купола, символизирующие ипостаси местного божества, дают возможность без проблем спрятаться наверху. Определил, как туда можно забраться снаружи, и ночью залез на крышу. С собой лук и стрелы. Ножны с мечами также прихватил на всякий случай. Мне еще делать вид, что пытаюсь отбиться, отринувшихся ловить убийцу охранников князя. Но это не оружие мага. Обычные. Те не хочется терять просто так. Есть задумка попробовать протащить их контрабандой на землю. Оставил их пока у китара. До утра продремал, закутавшись в плащ, но когда внизу зазвучали голоса проснувшихся организаторов празднества, прогнал сон и занял удобное место за куполом, откуда было можно изредка незаметно поглядывать на площадь. Пару первых часов еще шла подготовка. Потом в центр города потихоньку начал стекаться народ. Площадь все заполнялась и заполнялась. Праздник скоро начнется. Ну а вот и трубы. Звук условных фанфар возвестил о прибытии важной особы. Осторожно выглянул. Целая процессия. Там одних только конных полсотни. Через пять минут на помосте появились первые люди. Охрана. Заняли места по углам, высматривают в толпе подозрительных, но вяло, больше для вида. С момента убийства Ангуса прошло слишком много времени, и бдительность стражи успела притупиться. Окна и крыши окрестных домов тоже обведены взглядами, но не настолько внимательными, чтобы заметить меня. Ну вот и сам князь. Богатые наряды копна густых черных волос не дадут ошибиться. Описание внешности есть. Поднялся, прошествовал на середину помоста, вернулся к толпе. Ни к кольчуге, хотя та как раз может прятаться под кафтаном, ни шлема. Бесстрашный, уверенный в своей силе дурак. Никакой крепи не хватит, чтобы выпущенная с двадцати метров стрела не пробила его непокрытый череп. Под основание оного я ее и всажу. Промахнуться решительно невозможно. Не мне. Афанасий открывает рот. В тот же миг я спускаю натянутую тетиву. Все. Считай, дело сделано. Дальше только подняться в полный рост, громко выкрикнуть нужную фразу, и можно начинать имитировать попытку бегства с места преступления, которое закончится моей смертью. Дно Вселенной. Не долетев пары метров до цели, стрела резко прыгает в сторону. Какой-то дар в действии. Вот и найдена причина расслабленности. Не имея я запасного плана, сейчас мог бы провалить все дело, но он есть. Хорошо, что не нужно заботиться о сохранении собственной жизни. Меч из ножен, короткий разбег, и безумный прыжок отправляет мое доживающее свои последние мгновения тела в полет. Падать тут чуть больше секунды. Князь же пока даже не понял, что происходит. Дар прикрытия сработал на автомате. Звук плашмя, шмякнувшийся на помост стрелы, заставил Афанасия схватиться за рукоять висящего на боку меча и немного пригнуться, но откуда исходит опасность князь пока не понимает. А вот толпа уже видит падающего сверху на волкова человека. Забитая народом площадь охает на тысячи голосов. Смотрите внимательно, свидетели свершения мести. Уши тоже раскройте пошире. В дополнение к зрелищу вас ждет декламация. Порыв бокового ветра толкает меня на подлете к жертве, но он недостаточно мощен, чтобы сильно сбить с курса такую тяжелую цель. Время словно замедляется. Я вижу, как князь начинает оборачиваться, из-под черных бровей на меня устремляется испуганный непонимающий взгляд. Опускаю в синхронном ударе мечи. Шибко! Кровь! Чудовищный толчок в ноги, одна из которых с громким хрустом ломается. «Соболевские живы!» И после выкрика сразу же горлом на собственный меч. На помосте два трупа, но я успел стать свидетелем смерти лишь первого. Моя собственная, то есть тело, что я занимал, прошла незаметно. Я уже пялюсь глазами гитара на кубик Леора, который мальчишка зачем-то теребит в пальцах. Краткий миг темноты я снова в Земграде. Задание выполнено. Теперь ко второй части плана. Пропуск взять с собой не проблема. Он маленький, просто спрячешь за щеку. Полезут при обыске в рот, проглотишь, потом выйдет скалом. Может ты? Что-то не очень мне хочется ковыряться в говне. Мне нельзя. Я могу умереть. Нет полной уверенности, что барьер пропустит меня даже в теле источника. Ладно, сделаю. Хотя не особо кубик нам на Земле тот и нужен. Смысл дальше мне доль вскрывать. Может и не нужен. А может и нужен. Тут не угадаешь. Лишним точно не будет. А вот мечи однозначно хочется с собой взять. Очень качественное оружие. Мечи не проглотишь, забудь. Тоже жалко, но здесь точно никак. Тем не менее мы попытаемся. Корабль пришел. Пойдем ночью в порт. Водичка холодная, но искупаться придется. Я попробую их воткнуть между бревнами в щели как можно ближе к килю. Пусть прокатится так. Ржавчина им не страшна. Будет шанс на пороге забрать, заберем. Нет, так нет. Мы особо ничем не рискуем. Дело, говоришь. Договор. Ночью тебя призываю тогда. Ножны крепко к клинкам примотаем, а вось не отвалится. С мечами все получилось. Никто не заметил безумного паренька, решившего искупаться в ледяной воде возле пристани. Бесшумно подплыл к кораблю, нырнул и, ближе к килю, нащупав стык намертво подогнанных друг к другу бревен, воткнул в него сначала один клинок, а затем и второй. Бил, ускоряя движение, подогнанными к нужным мышцам узлами. Иначе бы получилось едва ли. Сидят крепко, не выпадут, разве что какое-нибудь морское чудовище заденет днище корабля в этом месте. Домой возвращался бегом, нужно было согреться. Впереди важный день. Не хватало мальчишке простыть. Но беда миновала. Организм у китары весьма закаленный. С утра ни соплей, ни других проявлений болезни. Позавтракали, помылись, оделись и отправились в гильдейский трактир. В приюте охотника нас встретили в меру радушно. Приказа гнать в шею пропавшего после передачи аванса заказчикам местным не поступало. Тот же самый убийца, что к нам подходил в прошлый раз, наверное, новый управляющий трактир, теперь не рискнул нас немедленно везти в главе гильдии. Ему было велено лишь взять у китара деньги, если мальчишка объявится. Пришлось ждать, пока душегуб съездит к Сердолику и вернется назад с полученными инструкциями. Не вдаваясь в подробности, китар передал на словах, что он передумал и готов к сотрудничеству. Как я и предполагал, наживка сработала. Разрешение доставить нас к главе гильдии душегубом получено. Снова едем с завязанными глазами в повозке, и зря кучер наматывает лишние петли по городу. Я прекрасно знаю, куда нас везут. Не так давно сбегал оттуда в погибшем вчеротеле. Пока все идет по плану. Лишь бы только сейчас Сердолик не начал разговор с темой внезапного исчезновения своего подручного, пропавшего первой же ночью после визита китара. Но и тут нам везет. Глава душегубов так рад смене планов юного князя, что опасный вопрос не звучит. Сердолик приписал себе эту победу. Считает, что своими словами сумел переубедить Милоша и спешит заключить договор с Соболевскими, пока мальчишка не передумал. Китар же отлично отыгрывает свою роль. Сегодня никакой самодеятельности. Все четко по выданной мною инструкции. Чтобы наверняка не пропустить нужный момент, доверил мальчишке вести переговоры и не прогадал. Сердолик сам протягивает открытую ладонь. Вот и все. Рукопожатие отправляет нас в прошлое главы гильдии убийц. Специально китар выбрал необычную красную нить, если это вышло случайно, я банально забыл обсудить с носителем этот момент, но увиденное не оставляет сомнений в правильности такого решения. Мы не в предземье. Здесь попросту не существует таких городов. Мало того, что он очень велик, так и еще и окрестности совершенно не похожи на пейзажи предземья. Убийца, чьими глазами мы смотрим на мир, стоит на вершине башни, откуда открывается фантастический во всех смыслах вид. До окружающей жилые кварталы стены километра два, но она лишь первая из тех трех, что мы видим. Расстояние до второй вдвое больше. Все пространство между ними занимают поля, разбавленные участками с разнообразными культурными насаждениями уже не зерновых видов. Повсюду блестят водой полоски узких каналов. Светлые, похоже, выложенные каменной плиткой линии дорог спицами расходятся от окружности города. Но вот сама вторая стена своими сторонами образует квадрат, что, понятно, даже не видя то его половина, что лежит у нас за спиной. То же самое с третьей, которая виднеется вдали. До той стены уже километров десять, и ее размеры определить сложно, но она точно не ниже пары десятков метров. Колоссальное сооружение. Боюсь даже представить, сколько времени ее строили местные. Все пространство между ней и второй стеной покрыто травой. Это пастбище. Мы видим стада всевозможных копытных. А вот за внешним контуром обжитого квадрата сплошной массив леса. Он простирается во все стороны, насколько хватает глаз. Хотя нет. Сердолик перевел взгляд направо. Далеко-далеко за лесами, на том краю мира, в мутной дымке, угадываются очертания гор. Еще один поворот по оси. Моя версия с квадратом верна. Круглый здесь только город. Сам же внешний периметр имеет строгую геометрическую форму с прямыми углами. С остальных сторон от анклава все тот же бескрайний лес. Окультуренный оазис километров примерно двадцать на двадцать кто-то словно воткнул в дикий край. Он здесь смотрится чужеродным и лишним. Еще одна седьмица, король под хвост. Зло бормочет убийца и делает первый шаг в сторону открытого люка, за которым начинается ведущая вниз лестница. Кстати, башен по городу разбросано много. Это одна из трех дюжин похожих, чуть ниже, чуть выше. А застройка здесь плотная. Узкие улочки, редкие площади, жмущиеся друг к другу дома. Мы находимся почти в самом центре этого малоэтажного мегаполиса. Точно. Полис. А квадрат, который мы видим, лоскут. Мы на земле. Теперь ясно, отчего окрестности города выглядят чужеродным объектом в этом царстве лесов. Только что произошел перенос, и Сердолик забирался на обзорную площадку не просто так. Хотел сразу узнать, где окажется город. Тому доказательством его слова про седьмицу перемещения здесь один раз в неделю. Какого юга ты здесь забыл? На лице показавшегося из люка человека удивление. Здесь нельзя... Это сквозняк! Бей его! Второй выглянувший в проем воин мгновенно узнает Сердолика. С шуршанием выскакивают из ножен мечи, мужчины бросаются к нам. Пока. Вскидывает в жесте прощание руку убийцы и проваливается сквозь крышу башни. Под нами комнатка с выходящими на все четыре стороны окнами. Это и есть официальная обзорная площадка башни. «Ловите его!» «Сквозняк в башне!» Звучат сверху крики. Каменный пол, на который мы только что приземлились, уходит из-под ног. Перед глазами проносится темнота, а это само перекрытие. А мы уже на винтовой лестнице. Нам навстречу бежит по ступеням, вооруженный коротким мечом человек. Быстрый выпад! И оружие воина проходит через грудь Сердолика, не причиняя вреда. Мы падаем дальше. На следующем витке пусто, едва не подворачивая ногу при приземлении и дальше бегом по ступеням. Круг за кругом, круг за кругом, а за спиной тоже топот и крики призыва ловить сквозняка. Не жалуй здесь Сердолика. Похоже, давно он на темной дорожке. Преступник со стажем. Неудивительно, что землянин в итоге удрал аж в предземье. С его отмером жить можно везде, наверняка еще и долей больше, чем у любого в Земграде. Но что-то фрагмент затянулся. Уже и так ясно, какой дар душегуба показывают. Про него ведь мы знали и так. Не уйдешь, гад? Перегородившие выход из башни люди выставляют перед собой мечи. Бесполезно. Сердолик пробегает прямо сквозь них и бросается к стене ближайшего дома. За ним! Не упустить! Нам нужны еще люди. Он так целый час может бегать. Двушка же, дар! Не целый, а всего час! Вы туда, вы сюда. Окружаем. Дар второго порядка его не спасет. В этот раз мы возьмем ублюдка. Голоса воинов от нас отрезает стена. Мы внутри. Нет, мы снова в кабинете главы душегубов. Я смотрю на китара. Мы сделали это. Одними глазами киваю мальчишке и размыкаю рукопожатие. Ну что, твоя милость, мои поздравления. Князь Волков уже, считай, мертв. Китар улыбается. Соболевские слишком долго отсутствовали. Пора возвращаться. Возвращаться в Империю, где есть лишь одна темная гильдия. Воры лишние. Определенно. Кивает мальчишка. Как и Волковы. Этот род падет вместе с гильдией ваших врагов. Все. Китар мне здесь больше не нужен. Дело сделано. Дальше все это разгребать уже настоящему милушу. Ну что же. Сажусь я обратно на кресло. Договор заключен. Ты, пока твоя милость, готовься. Через пару дней придешь в тот же трактир. На следующей встрече обсудим детали нашего плана. Пока же мне нужно кое-что утрясти кое с кем. Хорошо, сударь. Тогда разрешите откланяться. До встречи. Не обессудь, князь, обратно, пока снова в повозке прокатишься. Таковы правила. А мне и не в тягость. Киваю одному из людей Сердолика. Тот встает и шагает к двери. Прошу вашу милость, я вас провожу. Убийца уводит мальчишку. Мы остаемся вдвоем со вторым душегубом. Это один из тех двоих, что сидели здесь в прошлый раз. Поздравляю, хозяин. Созываю смотрящих. Пока нет. Прежде мне нужно провести одну встречу. Я сейчас уйду, вернусь завтра. Хорошо. Подготовить карету? Куда едем? Нет. Я один и пешком. Это будет особый визит. Однозначно долей здесь значительно больше, чем 300 по ветви. Замечательное, сильное тело. Будет жалко, если по какой-то причине барьер выкинет меня из него. Но теперь для переживаний появился еще один повод. Интересно, как на пороге отличают землян, плававших по каким-либо делам в предземье, от вступивших на путь и впервые попавших во второй пояс? Что, если именно доли и выдадут меня? Уж кто-кто, а видящие, способные проверить троерост, у них наверняка есть. Надеюсь, такая проверка не входит в разряд обязательных. Но кубик артефакту мальчишке придется забрать. За проверку же от мера, которой я смог подкупить китара, волнуюсь значительно меньше. Вероятность такого расклада ничтожна. Источников ищут в других местах. Какой смысл держать человека с таким редким даром на пристани, когда на порог попадают лишь жалкие единицы из тысяч рожденных в предземье? Таких видящих гораздо полезнее отправлять на острова. В этом плане мне ничего не грозит. Но мальчишка об этом не думает. Китар тоже понял, что Сердолик оказался землянином. Но особого значения эта информация не придал. Его больше волнует возможность усиливать дар, который, оказывается, существует на следующем поясе. «Теперь нам известно, что означает необычный цвет нити. Дар второго порядка», — так сказал человек из видения. И странно, что мы прежде не слышали про такое. Ни в школе, ни от кого-либо еще. Информация важная. Нужно будет выяснить подробности, как представится случай. Но опять же, сейчас перед нами сначала другие задачи. Покинув логово душегубов, я, как и в прошлый раз, явился к мальчишке. Там меня уже ждала другая одежда. Главным элементом которой выступал длинный плащ с глубоким капюшоном. В этот раз не хочу оставлять даже шанса кому-либо узнать, куда пропал Сердолик. И рюкзак с водой и едой на время плавания. У заранее закупившегося китара свой такой же комплект. На причал, как и в порт, мы входили отдельно, друг от друга, но одинаково прятали лица. На корабле-то уже делаем вид, что мы незнакомы. Плавание в личной каюте гораздо приятнее постоянного пребывания в пассажирской части трюма. Время тянется медленно. Я-то сумел выставить себя злым молчаном, к которому никто не подходит. А вот мальчишка, наоборот, только и делает, что болтает с попутчиками. Не осуждая. С кем-то из этих людей ему наверняка предстоит идти дальше, ведь наши дороги расходятся. Пусть наживает себе новых товарищей. С его обаянием это несложно. Безусый подросток, сумевший в 13 лет стать на путь, интересен решительно всем. В основном я не слышу, о чем с ним ведут разговоры. Но китар, бивший хортов в нашествии и на охоте, добывший хозяина леса, у всех на устах. Мальчишка дозирует правду. В этом деле он ловок, не пропадет. За него я спокоен. Но вот день, который я ждал. Заранее предупрежденный народ повсеместно притих. Каждый знает, что в отмере достаточно лет, но страх держит в молчании трюм. Барьер — это не только смерть, но и боль. Нам с китаром известно, что миг той короткий, а людям впервой переход. Звонит колокол. Я напрягся струной. Сейчас все решится. Я единственный на корабле человек, для которого переход по-настоящему представляет опасность. Китар тоже собран коситься в мою сторону. Понимает, что выбрось меня барьер. Освободившийся сердолик, если он еще жив, задаст много вопросов фальшивому князю. И, скорее всего, дело одними вопросами не ограничится. Боль! Все мышцы сами собой сокращаются. Лицевые тоже. Против воли смыкаю веки. Краткий миг, и все заканчивается. Открываю глаза. Или это китар открывает? Неужели барьер меня вышвырнул? Нет. Мальчишка сидит, где сидел. Я по-прежнему в теле сердолика. Источник прошел проверку. Мой вздох облегчения тонет в хоре аналогичных. Жалкие трусливые людишки. Чего вы-то вздыхаете, словно вам что-то грозило? Впрочем, тут больше не страх, а волнение. Дикари верят в свое божество и в сакральный путь. Здесь от силы лишь 10% банально убегают от старости, чудом дотянув свой возраст до предела предземья. Остальные идейные. Их привел сюда вовсе не страх. Ловлю на себе взгляд китара. Еле заметно киваю. Вот и третья часть нашего плана исполнена. Впереди четвертая, важнейшая. Но это уже про мой план. Дальше наши с мальчишкой замыслы расходятся. Там, где китара горчится, я только сделаю вид, что расстроен. Отныне земля для меня — лишь пространство, которое нужно побыстрее пройти. Тому, кто способен пересечь любой барьер, задерживаться на лежащих ниже вершины поясах, смысла нет. Мне жаль тебя и твою сестру, парень. Но я иду дальше. Когда нас выпустили на палубу, до берега уже оставалось всего ничего. Так вот почему к земле можно пристать только здесь. Весь берег, что слева, что справа, до самого горизонта, представлял из себя сплошной скальный отвес высотой в километр, а то и повыше. Эдакий гигантский бордюр на краю тротуара, где море — дорога. Рукотворность черных базальтовых стен очевидна настолько, что волей-неволей поверишь в Создателя. К появлению данного чуда природа никакого отношения не имеет. Перед нами же сереет постройками и зеленеет сосновым лесом небольшой полуостров, выдающийся в море всего километров на десять и имеющий ширину вдвое больше. Он, в отличие от поднимающихся за ним черных скал, лишь слегка возвышается над водой. Кусок идеальной равнины, жмущейся в горной стене, что по центру основания полуострова, раскололась на две половины. Идущая сверху донизу щель широка, километра два будет точно. И действительно, дверь и порог. Через пару минут мы причалим. На широком каменном пирсе уже ждут встречающие. Из толпы выделяются три-четыре десятка солдат в одинаковой форме. И несколько служителей храма в своих серых рясах. Вдруг корабль сотрясает удар. Еще одна глупая тварь проверила корпус судна на прочность. За время нашего плавания подобных толчков было шесть, но ни один из них так и не перерос в нечто большее. Гигантские спруты или кто это там шалил, полноценно атаковать корабли землян не отваживались. По крайней мере, нам повезло не застать нападений. Обошлось и сейчас. За бортом потянулось относительно мелководье. Сквозь гладь штиля бухты сверху просматривалось песчаное дно. Зверь отстал. Народ выдохнул. Наш путь закончен. Матросы вовсю перекидывают канаты на пирс, где их ловят и вяжут к железным столбам. Вот и трап пополз вниз. — Порог, сударь и пассажиры! Мы на месте! — зычным голосом объявляет капитан. — Это не тот, что уже привозил нас сюда. Прежде чем идти к Сердолику, мы заранее убедились, что корабль другой. Не хватало еще, чтобы гитару узнали. У меня все продумано. — Не спешим. Сходим по одному. Внизу все расскажут. — Я специально не тороплюсь. Занял место в хвосте образовавшейся очереди. Посмотрю на процедуру встречи. И сразу есть повод нахмуриться. Каждому спустившемуся с трапа жмут руку. Неспроста этот тактильный контакт. Слов не слышу, но улыбка храмовника, обращающегося к ступившим на путь, не сходит у мужчины с лица. Пока все идет гладко. Китар прошел без проблем, хотя служитель и болтал с ним чуть дольше, чем с остальными. Ну вот и мой черед. Я последний. Достаю миниатюрный артефакт из кармана. Незаметно зажимаю пальцами левой руки нужной грани кубика. Спокойствие налицо и спускаюсь. — Приветствую тебя, ступивший на путь. Протягивает руку храмовник. — Ты сделал первый шаг. Отныне ты землянин. Прими поздравления. — Жму крепкую сухую ладонь. — Так. Не понял. Исчезает улыбка с лица человека. — Почему с остальными? Где твой пропуск? — Приехали. Все-таки проверяют не доли. Но ведь он не про кубик сейчас. Представители тайной службы порога заходят на борт корабля, как исходит с него только ночью. Да и не орал бы он так, значит, речь идет о чем-то другом. — К сожалению, его нет. Меня ограбили в земграде. Вздыхаю я, не придумав ничего лучшего. Ни пропуска, ни бумаг. Ничего не осталось. — Да? — прищуривается служитель. — Бывает. Хотя и редко. — В отличие от нас тебе очень не повезло. Правила тебе известны. Мы всех предупреждаем о последствиях потери пропуска. Теперь тебя ждет участь вновь прибывшего. Считай, что ты заново ступаешь на путь. — Хорошо, что не показал ему кубик. Я был прав. Речь идет про иной пропуск, который выдают всем уплывающим в предземье. — Эх, жаль, не было возможности основательно допросить Леора. Крам-то местный, хоть и работал на тайную службу порога, он нужной информацией не владел. — Знаю, но лучше так, чем остаться в предземье. — Не скажи, — хмыкает храмовник. — Тут смотря какой тебе лоскут выпадет. Полис-полис урознь. — Это да. — Притворяться, что знаю, о чем мы сейчас говорим, то единственное, что я в данный момент могу. И кажется, все не так плохо. Отчего-то служитель храма только рад тому, что землянг остался без пропуска. — Ну, ты сам виноват, — выжимает плечами храмовник. — Возвращаться в предземье всегда большой риск. Теперь еще и в бездарих до отправки походишь. Мы вынуждены тебя задушить. Таковы правила. И, повернувшись к стоящему в нескольких метрах от нас солдату, служитель приказывает. — Давайте душилку. У нас здесь землянин без пропуска. — Ого! — удивляется тот. — Браслеты у капитана. Сейчас позову. Солдат спешит к группе воинов, стоящих возле собранных в кучу ступивших на путь. А двое других, слышавших слова служителя наоборот, подходит к нам ближе. — Оборота три таких, как ты, не было. Между делом сообщает храмовник. Или были, но не с таким троеростом, чтобы их отличить от других. Хитрят, знаешь ли. Сбегают потом. Стараются нужный полис дождаться. Сколько храм с тем не борется, а в предземье нет-нет появляются умники, кто знает, как у нас все устроено. Ты-то хоть никому не рассказывал? — Нет, конечно. — Смотри, в любом полисе достанем, если что-то всплывет. Ты правила знаешь. А тут я смотрю, процветает сокрытие информации. Что-то с этим путем нечисто. И понятно теперь, почему так мало сведений о земле находятся в свободном доступе. Думал, это обусловлено крайне малым количеством землян, приплывающих обратно в предземье, а оказывается, все дело в подписке о неразглашении, которую дают выезжающие из пояса. Этот, отправленный за некой душилкой солдат, возвращается в компанию еще нескольких воинов. Командир стражи, выделяющийся вышитым камзолом, вопросительно смотрит на храмовника. Да, землянин без пропуска. Тот-то чувствую глушь на причал опустилась. Прищуривается капитан стражи. При обнаружении положено, пожимает плечами храмовник. Ага. Значит, дар уже вырубили. Этот храмовник или кто-то из них, молча стоящих рядом других мужчин в рясах, имеет способность душителя. Разумно. Любая нештатная ситуация и магию сразу же глушит. Руки за спину. Развернись. Приказывает мне капитан. Сопротивляться бесполезно. Чувствую, кубик, который я незаметным движением уже переместил себе в рот, придется глотать. Наручники? Вот даже как. У меня на запястьях со щелчком смыкаются металлические браслеты. Веду его к бикету? Или сразу на допрос? Звучит плохо. Детектор ЛДЖ обмануть не проблема, но сработает ли моя техника в случае с человеком, обладающим соответствующим даром? Открытые вопросы. Мне ведь нечего им рассказать про себя. Придется молчать. Как бы дело тогда не закончилось пытками, боль стерпеть мне несложно, но убьют же, если расколоть не получится. Похоже, мой план провалился. О, нет! Годливо улыбается внезапно переменившийся в лице служитель. Тут не по бикету рыбка. Держите его крепко. Мы идем к тайникам. Это их клиент. И, переведя, хитрый взгляд на меня добавляет. Без глупостей и сквозняк. Без дара здесь теперь только ты. Глава первая. Порок. Получилось. Ло смог пересечь барьер. Теперь точно возьмем след Тишки. Эх, как жаль, что нельзя никому рассказать. Так и хочется с кем-нибудь радостью поделиться. Но поделиться сейчас со мной Лим. Чем? Пока неизвестно. Но гигант со своей неизменной улыбкой на пухлой мордахе уже топает к моей койке. Один из моих новых товарищей, с кем успел познакомиться, на корабле. Лим, в отличие от большинства плывущих на Землю, достаточно молод. Ему всего 37. У них в семье заведено становиться на путь как можно быстрее. Как только скопил денег на нужное число семян, так сразу же покупаешь, глотаешь и на корабль. Отец Лима уже 15 годов как уплыл. Они не охотники. Семьи заводят, даже зная, что уйдут в свое время. У гиганта моего возраста сын дома остался. И дочка на два года младше. Больше двух детей в их роду не плодят, чтобы доходов семейного дела всем точно хватило. У них цех по выделке кож. Кожемяка нашли. Так-то он управлял больше, но и тяжелого ручного труда не чурался. Да и как по-другому с такими-то лопищами? Но чистый же медведище, откормленный. С неди всякой с собой набрал, на весь трюм хватит. Хоть и говорит, что жирок у него по наследству от бати и деда. Мол, мужики все такие в семье. А смекаю, что аппетит бугая тут тоже не без вины. В Лиме дюжина пудов точно есть. И не скажешь, что больно пузатый. Он широкий скорее. И круглый как бочка. Но под жиром мышц на двоих мужиков хватит. Селище у гиганта с избытком. Впрочем, доля у него на потолке и по ловкости скрепью. Да и драться умеет. Специально уроки у мастеров брал, готовился. Очень хочется посмотреть на бугая в деле. И особенно на того его противника, кто обманется круглой фигурой, пухлым щекастым лицом и извечной добродушной улыбкой. Хотя Лим и правда добряк каких поискать. Вежливый, заботливый. Постоянно угостить чем-нибудь норовит. Ни с кем еще не поругался ни разу. Да что там ругань, я от него и резкого слова ни в чьей адрес не слышал. Полная противоположность задиристого колкова на язык Сепана. Вот охотник за словом в карман не лезет, как и за кулаком. Когда тот потребуется. Еще один мой новый приятель. Тоже молодой, если брать средний возраст всех, кто плывет с нами. Этому недавно сорок исполнилось. Сепа на соседней койке лежит, делает вид, что его боль, хлистанувшая нас сейчас, не задела. Рожа спокойная, взгляд, как всегда, ироничный, мол, я большего ожидал, а тут лишу кус комарика. Метла, как его назвал закостлявую худобую длинные нечесанные волосы Лим, еще тот позер. Держится всегда, словно напыщенный князь. Только попробуй, кто его в чем упрекнуть, сразу вспыхивает. Резкий, жуть. Даже драку уже успел здесь затеять, за что получил от помощника капитана первое и последнее предупреждение. Но нас с Лимом отчего-то привечает. Наверное, потому, что оба не из обидчивых и терпим его якобы злые подначки. Так-то он не злой вовсе. Просто шутят своеобразно и часто. К нему надо привыкнуть. В отличие от Лима, у Сепана детей нема. Как, впрочем, и сестер с братьями. Он и отца своего не знал, мамка вырастила. Давно померла уже, как и я, сирота считай. С Йона сам, но подростком еще аж на ос перебрался. Говорит, там охотиться проще. Людей мало всего одно поселение на весь остров. Какое в силу своего невеликого размера и гордом не назовешь. Набрал свои семена, даже на материк не ходя походами. Мастер-лучник, но и с копьем-топором управляется спор. Тут нечего делать особо, так что болтаем частенько. Делимся потихоньку своими историями. Я, вон, тоже понарассказывал всякого новым товарищам. Про болота и муфра, про первую нору, про дикую землю, про могучую кучку и того кабана, какого свалили с друзьями. Про храмовую школу и свой конфликт с зимородовыми. Что уж там, теперь можно. Про свой второй поход в бездну и про загадки на счет тоже поведал. Как и про свой боевой дар, что помог потом в форте от хортов отбиться. Само собой, только про беса молчу и про все, что так или иначе с ним связано. Многое опустить пришлось. Кое-где приврал даже. Есть надежда, что дальше с этими ребятами по земле нам свой путь идти вместе, по крайней мере, какое-то время, пока Лу не разыщет сестренки следы. Потому и хочу подружиться. Без товарищей, которые спину прикроют, коль что тяжело, а эти двое серьезные дядьки. Сипан даже с даром. Невысокий и худощавый, хотя Сёпе больше подходит слово «жилистый». Охотник на короткое время может превращаться в заправского силача, что руками ломает подковы, швыряет чуть ли не на полверсты камни, поднимает огромные бревна, да и попросту убивает ударом в лоб старого зверя. Способность, что позволила ему быстро подняться. С таким уж точно лучше не враждовать, а дружить. Ну, а в целом же здесь у нас одаренных немного, а еще больше тех, кто не хочет про себя ничего говорить. Из 36 человек трое вовсе ни с кем не общаются, как тот же постоянно насупленный Ло. А еще пара дюжин в разговорах поддерживают лишь общие темы. Зато знаю, чьи жены. Те четверо баб, что перед отплытием, были уведены капитаном в отдельную каюту. У некоторых богачей, а в основном тут собраны люди небедные, есть привычка тащить своих зазноб на землю. Словно оно вовсе и не путь, а простой переезд на новое место жительства. Из болтливых, кто не боится рассказывать про себя, всего несколько человек, кто запомнился. Есть один не в меру горластый барон, вечно кичащийся своим мастерством в мечном бое. Есть купец, долго тративший семена, два на год, прежде чем решил, что на втором веку жизнь в предземье ему просто наскучила. Есть не менее старый хозяин большой сыроварни, которому недавно приснился единый, пожуривший его, что тот трусом сидит, когда настоящие мужики идут дальше. Есть трактирщик, задолжавший ростовщикам столько, что пришлось все продать и на землю бежать. Благо возраст давно позволяет. В свою прежнюю бытность на Мунии представить не мог, что в предземье так много людей, разменявших свой второй век, но по разным причинам предпочитающих оставаться дома, вместо того, чтобы остановиться на путь, поедая с удвоенной скоростью семена. Труд охотника востребован, но его плодами кормятся мастера других дел. Вряд ли тут на корабле даже пятая часть пассажиров, те, кто сами добыли себе семена на охоте, они купили. И с бобами все тоже. Почти каждый плывущий со мной по всему троеросту достиг потолка. Когда деньги есть, то несложно. Понимают, что не на отдых отправились. На земле хортов нет, зато зверь опасный в таком изобилии, что только успевай бить. По той же причине большинство отучились у мастеров бою с разными видами оружия и без онова. Подготовились, в общем, но не все. Того же разорившегося трактирщика переезд на землю, который, можно сказать, застал врасплох. Этот не то, что не воин совсем, так еще и в троеросте по всем ветвям числа смешны. Знать бы еще, что нас ждет впереди. Ну, приплывем на порог. Ну, все отберут подчистую, что взяли с собой, но отправят за стену. Даже наш крикливый барон ведать не ведает, с чего начинается путь и как устроена жизнь на лоскутах. Но ничего. Скоро мы все узнаем. Что Смертик? Тоже подумал, что помер. Пробасил Лим, подойдя к моей койке. Это он меня так ласково называет. Когда знакомились, я гордо представился, как Титар Смерть. На что здоровяк улыбнулся и покачал головой. Какой же ты Смерть? Сказал он тогда. Ты Смертик от Силы. Сёпа, с которым я познакомился, первым еще посмеялся. Мол, как бы Смертик не превратил здоровячка в трупик. В тот момент мы и выяснили, насколько Лим мягкий и необидчивый. Ну, а я и тем более не дусь на Кожемяку за прозвище. Так-то оно мне даже нравится. Да не так уж и больно оно. Он, смотри, метла даже не заметил, что мы барьер перешли. — За языком следи, мелкий! — беззлобно пробурчал, всё позевая. — А то сейчас в твоей койке как вымету мусор. Для тебя, недоростка, я дядя Сепан. — Ой, прости, дядька, бесы попутали! — примирительно хохотнул я. — Так ты спал, что ли, когда барьер проходили? Чё зеваешь? — Заснешь тут. Специально перезвонами будет, чтобы не обосрался никто. Видали, как народ притих сразу? Пугали тем барьером, пугали, а делов? На раз пёрнуть! — Ну, не знаю. — протянул Лим. — Мне так больно не было, даже когда пальцы под пресс раз попали. Думал, с подсчётом ошибся, и в отмерь годов не хватает. Струхнул, да, не буду врать. — Тьф, то ты неженка просто! — скривился Сёпа. — Кто жизни успел нюхнуть, тому этот барьер ерунда. — Вон, хмурый моргнул, только и всё, морда каменная. Специально за ним наблюдал. Мы, не сговариваясь, перевели взгляды на лежащего в углу на своей койке Ло. Тот, по своему обыкновению нахмурившись, разглядывал стену. Надеюсь, Степан не заметил тот короткий кивок, которым Ло сообщил мне, что всё получилось. — Хмурый не в счёт. — Понизив голос, прошептал Лим. — Нашёл, кого ставить в пример. Этого резать будут, он глазом не моргнёт. По нему видно, что он калач тёртый. Сёпа поднялся, шагнул к моей койке и, бесцеремонно подвинув меня, усёлся рядом. — Душегуб он, — негромко проговорил охотник. — По глазам видно, что прикончить кого-то ему, что зевнуть. Вот увидите, пустит барошки кровь, когда время придёт. — Если ты его раньше не грохнешь. — Попробовал пошутить я. — Надо увести тему разговора от Ло. Сепан и так ещё с первого дня постоянно за ним наблюдает. Лучше будем по новой перемывать кости знатного, который с чего-то возомнил себя главным и вовсю же собирает вокруг себя прихлебателей. Вон сидят у противоположной стены трюм, болтают о чём-то. Надеюсь, на земле этому соколу крылья подрежут. Скорее доплыть бы уже. Морской зверь, проверивший днище на прочность, напугать не сумел. Сейчас меня совершенно иное тревожит. Вошли в бухту, стоим, ждём на палубе, вот-вот спустимся на причал, где нас уже встречают. И народу-то одних только солдат как бы не больше, чем нас. Храмовники в рясах зачем-то припёрлись. Неужели видящий, что будет от мер проверять, тоже здесь? Ло тогда заберут прямо с трапа. Но может, оно и к лучшему. Меньше мучится неизвестностью. Вдруг ошибся бес, и наш план пойдёт муфру под хвост. Корабль прижался к причалу, трап спущен. Сходить нам велели по одному. Тянемся потихоньку на выход. Я в серёдке образовавшейся очереди. Ло пристроился самым последним. Лин пошёл. Следом Сёпа. За ним я уже. Дядька в рясе внизу, что встречает всех первым улыбчив. Жмёт руку, говорит что-то. Приветствую тебя, ступивший на путь. А, понятно. Торжественная встреча. Ничего не значащие слова. Лима с Сёпой поздравили, назвали землянами. Храмовник жмёт мою руку. Ух ты! Аж три дара! Ещё шире улыбается служитель. Такой юный и такой одарённый. Много лет к нам не приплывали настолько молодые таланты. Далеко пойдёшь, парень? По лесу, что вам попадётся, с тобой повезёт. Расскажешь потом, что умеешь. Ого! Как и я, видит дар, но при этом не может его прочитать. Всё-таки немного другая способность. Вот засада. Ловить не может использовать дар. Что если попросит не только рассказать, но и показать, чего мы умеем? — Что, мелкий, удивил дядьку? Подмигнул мне Сипан, когда я, проходя мимо солдата, остановился рядом с товарищами в указанном месте. — Ха! Не ожидал, небось, старый, что эта сопля ещё и при даре. При трёх сразу, то есть. Ведь хорошо, что я не рассказывал новым друзьям всех подробностей про свой третий дар. Теперь, когда знаю, что бывает способность видеть лишь наличие дара, могу сказать, что оно и у меня так. Но как всё-таки будет выкручиваться Ло? Вон, кстати, и его черёд подошёл. Как раз жмёт руку храмовника. Что-то долго болтают. Йок! Солдат ведёт к ним командира. Кандалы? Ничего себе! Тут явно не в дарах сердолика дело. Неужели... Гля! Хмурого заломали! Я же говорил, что с ним что-то нечисто. Радость в голосе Сёпа выдаёт его страх. Охотник боялся загадочного попутчика, хоть никогда этого и не признает. А я? А что я? А я рад ещё больше. У нас получилось. Что ещё это, если не поимка источника? Ло был прав. Человек без отмера не проскочит порог незамеченным. Это мы сейчас встали на путь. Бес же встал на путь Тишки. Теперь мы точно узнаем, что происходит с такими, как Потар, Сердолик и Сестрёнка. Единый со мной. Город, по которому нас вели, одновременно походил и не походил на Земград. Такой же большой, но ни широких улиц, ни транспорта. Передвигаются все только пешком. Даже грузы катают на специальных тележках и тачках. За те полчаса, что мы шли, я не заметил ни одной лошади. Оно и понятно, они просто здесь не нужны. Куда ездить, если начинающийся сразу за городом лес очень быстро упирается в горы. Точнее даже в огромную, похожую на стену скалу, убегающую влево и вправо, насколько хватает глаз. А вот городских стен не видно. Кажись, их здесь нет. А ещё здесь нет бедных. Все встречены и богато одеты, дома вокруг сплошь из камня с яркими черепичными крышами. Ни лачук, ни хибар, ни старья. Да, словно топаем по кварталам знати, окружающим императорский дворец. Прохожие на нас косятся, но особого интереса не видно. У них тут раз в седмицу проводят группу новых, вступивших на путь. Три храмовника, четвёртый ушёл с пристани вместе сло. Как и солдаты из отряда сопровождения на наши вопросы, отвечать не спешат. Мол, всё скоро узнаете, топаете. Ощущаешь себя не то пленником, не то батраком, которого гонят хозяева к месту работы. Наконец мы прошли город насквозь. Пр отсутствие стен я был прав. Перед лесом полоска ухоженных огородов и речушка, текущая куда-то вдоль самой опушки. И вот тут уже транспорт. От края улицы, по которой пришли, начинается выложенная крупной плиткой дорога, уходящая в сторону гор через лес. По ней к городу едут гружённые самым разным товаром повозки. За мостом, через реку сворачивают влево и вправо, разъезжаясь по другой кольцевой дороге, проложенной за огородами. Одну, наполненную корзинами с какими-то фруктами телегу, как раз разгружают поблизости. Несколько же открытых повозок, с парой лошадей на каждую, судя по всему, дожидаются нас. Так и есть. Места больше, чем нужно. Рассаживаемся. Неужели вот так сразу и на лоскут? «За горами земля?» Вопрос, заданный Лимом одному из солдат, севших с нами, дурацкий. «Ты уже на земле? Там лоскут». «Какой? С городом?» Дядька, чье имя мне неизвестно, один из молчунов. Знает про землю больше, чем наш Кожемяка. «Ясный, красный. Они и все с городами. Раз в седмицу новый полис приносит. Этой ночью как раз смена была». «Ну, хоть кто-то нормальный попался. Надо пользоваться пока рядом разговорчивый местный. А то ведь мы с Лоничевым толком и не знаем про землю». «А без городов разве нет лоскутов? Я думал, в лоскутах вся земля». Все четверо сидящих с нами в длинной повозке солдат дружно захохотали. «Лоскут — это двадцать на двадцать верст», — сжалился над невеждой солдат. «Если всю землю на такие квадраты порезать, знаешь их сколько получится?» «Много. Пожалуй, я плечами не совсем понимаю, куда он ведет». «Не просто много, а очень, очень и очень много», — поправил другой порожник. «Тут сорок лоскутов, раз в седмицу меняясь, не каждый оборот к порогу причаливают. А будь их сорок тысяч, что мы бы с голоду померли, обжитые места дожидаясь, что они бы у себя в полюсах без... без вас бы остались», — добавил он после заминки. «Земля, она на месте стоит. И только лоскуты по ней скачут. Понятно теперь?» «Во как! В школе нам объясняли иначе. Или так объясняли?» «Через одно место, что даже Лонни так понял. Там и было-то знаний с мизинец. Мол, земля из лоскутов состоит, что вечно прыгают с места на место, и только порог не скачет. Я такое себе даже представить не мог. Хоть теперь может получится в голове картинку сложить». «Понятно», — осторожно протянул я. «А порог, стало быть, не лоскут?» «Хм, и да, и нет», — хмыкнул воин. «С одной стороны мы на месте стоим, с другой только лоскуты к нам и жмутся. Не бывает, чтобы за стеной новый полюс не появился. Да и нор у нас нет, как и на лоскутах». «Порог, это порог», — вмешался первый солдат. «Через нас вся торговля между полюсами идет. Они подли друг друга так редко появляются, что проще нам все продать, чем богатые, и у нас купить все, что нужно. Скоро сами увидите, как оно происходит. Тут ехать всего ничего». И действительно, всего часа полтора мелкой тряски по плиткам дороги, и лес уступил место луга, упирающемуся в еще один город, жмущийся к высокой и мощной стене. Это устроили люди. Огромные блоки, не иначе как при помощи дара, были выложены в гигантскую крепь, протянувшуюся от одного края гор до другого. Здесь как раз начиналось ущелье, которое мы видели с палубы корабля. Удивительно, но высоченная горная гряда, обрывающаяся с этой стороны идеальным отвесом, была очень узкой. Всего верста и противоположная сторона ущелья выползала из тени. Я отчетливо видел дальний край скал. Тут рукой подать. А стена стоит где-то как раз посередине. Вон две мощные башни. Отсюда не видно, наверное, там ворота. Большие, однако. Огромные просто. А город на самом деле не город. Тут жилых домов мало. В основном всевозможные склады, сараи, амбары. Тут уже больше доски. Каменные постройки редки. Теперь ясно, почему нам навстречу ехал столько груженных повозок. Все потребное для жизни порожников доставляется из-за стены, с лоскутов. Проехав между ровных рядов угловатых громоздких строений, мы остановились возле жилого трехэтажного здания с зарешоченными окнами. Тюрьма, что ли? А нам точно сюда? Да нет, точно. Вон уже очередные встречающие выстроились возле похожих на ворота двустворчатых дверей. И опять солдаты с храмовниками. Что-то мне все это нравится меньше и меньше. Что за полис сегодня? Поинтересовался наш самый болтливый охранник, у одетого в точно такую же форму одного из ждущих нас воинов, слезая с повозки. Арх приперло. Отчего-то скривившись, недовольно бросил солдат. М-м, жаль. Расстроился наш провожатый. Я надеялся, Ян-Ти прилетит. Давно не было их. Да, девчонки узкоглазых, что надо. Вздохнул воин. Чего ждем, новички? Можно слазить. Последнее было брошено нам. Народ начал спускаться. Другие, ступившие на путь, тоже принялись выбираться из остановившихся повозок, а улыбающийся круглолицый храмовник уже подзывал всех к себе машущими движениями руки. Нам, конечно, сейчас все расскажет, но любопытство сильнее меня. Тот служитель на пристани сказал мне, что по лесу, который нам попадется, со мной повезет. Тут я с ним полностью согласен, у меня ценный дар. Но главнейший вопрос здесь другой. Повезет ли мне с полисом? Этот арх плох только своими девчонками или... Сударь? Негромко окликнул я разговорчивого солдата, последним слезая с повозки. А чем арх этот плох? Тот внезапно напрягся. Видно, понял, что и так сболтнул лишнего. По лицу сразу ясно, что ответа не будет. Правдивого точно. Лим с Сипаном услышали, остановились. Тоже смотрит на воина. Плох? Фальшиво удивился охранник. Кто сказал, что он плох? Сильный полис. Вам можно сказать, повезло, мужики? Есть все шансы быстро возвыситься. Мы с товарищами переглянулись. Даже Лим хмур. Что уж говорить про насупившегося сильнее обычного Сёпу. Повезло с Лоскутом? Точно нет. Почему? Очень скоро узнаем. Ло-2 И не нужно искать, где я прокололся. Этот храмовник просто-напросто знает сердолика в лицо. Звезды, можно было сразу понять, что служитель хитрит, когда он обмолвился про троерост. Проверять его сейчас смысла нет. У землянина в теории может быть меньше трех сотен долей, он ведь сам мне об этом сказал. Они смотрят здесь на что-то иное. Наверное, с полсотни оборотов прошло, а его рожа так в память въелась, что не вытравить. Косясь на меня, на ходу довольно делился храмовник с начальником стражи. Как увидел его, признал сразу. Можно было даже на дары не смотреть. У него на пять штук один-двушка. Все на месте. Не прибавил в предземье. Видать, тихо сидел. И зачем только вернулся? Дурак! Отпустили же! Вот теперь все понятно. При сходе с корабля проверяют на наличие дара. Способность или аналогичная той, что имеется у китара, или схожая. Я не заметил, чтобы кто-то из служителей делал записи. Запомнить, у кого есть дара, у кого нет, несложно. А вот полную расшифровку способностей в голове уже не каждый удержит. Скорее, храмовник умеет узнавать лишь наличие и количество. Впрочем, про сердолика они, видимо, в отличие от меня, все и так знают. Ну и ладно. Мой план и так уже провалился. Едва ли удастся сбежать, и от них, и с порога вообще. Наручники мне сломать не по силам даже с долями носителя. Там не цепочка, браслеты соединяет цельный кусок металла. Но проблема даже не в этом. Охранников вокруг слишком много, и вряд ли число их уменьшится в будущем. Тайная служба порога — серьезная организация. Рассчитывать на халатность не стоит. Интересно, так спроси у него. Пожал плечами капитан стражи. — Только он тебе вряд ли расскажет, и уж тем более правду. — Потому и не спрашиваю, — ухмыльнулся храмовник. — Пожелают потом тайники рассказать, расскажут. Мое дело маленькое. Надеюсь, хоть наградят за поимку. — А кто он? Прямо важная птица? — Сквозняк. — Вроде что-то я слышал, а что? — Не припомню. Они разговаривали при мне так свободно, словно речь ни про какие секреты не шла. — Впрочем, так оно и есть. Я ведь все, о чем говорит храмовник, по идее, и знать должен. Но не знаю. И потому внимательно слушаю. — Так убийца же. В свое время очень знаменит был. Умудрился даже полис сменить пару раз. Тайники его у нас на пороге поймали. — принялся рассказывать служитель. — Только откупился он как-то? Или какое-то особое задание получил, про то мне неведомо. — Запихнули на корабль и велели из предземья не возвращаться. Я тогда уже занимал свое место, так что застал те дела. Давненько оно было. Давненько. Но, видишь, запомнил. Ка бы не моя память, мог бы и проскочить жук. Хотя нет, с красным даром его бы все равно на проверку отправили бы. Тогда и правду дурак развернулся. Ну, хоть идет смирно. Покосился на меня капитан. Понимает, что бежать ему некуда. — С душилкой поди, убежишь! — хохотнул один из державших меня охранников. Их тут четверо. Двое ведут под заломанные за спину руки. Еще пара топает на узкую улицу. При желании могу вырваться и дать дер. Но зачем оно мне? Однозначно поймают. Иду молча, смотрю по сторонам. План уже провалился, значит, буду извлекать из ситуации максимум. Хоть узнаю, где находится офис тайной службы порога, да и в целом соберу информацию. Умереть и вернуться в китары я успею всегда. Уж что-что, а прикончить себя — не проблема в любом положении. Способы есть. Разговорчики. Вяло, чисто для вида, рыкнул на подчиненных капитан. — Хорош уши греть. Душилка душилкой, а опытный душегуб может и без дара убить даже со связанными руками. Держим крепко, глядим в оба. Солдаты мигом напряглись. А полезны все-таки артефакты, эти наручники. В местных тюрьмах, если таковые имеются, проблема одаренных заключенных решается просто. Нацепил браслеты и маг лишен своей магии. Очень удобно. Тоже бы такими обзавестись в будущем. Городок, по которому идем, симпатичный, опрятный, но очень уж тесно здесь. Ни тебе дворов, ни широких улиц. Дома жмутся друг к другу, сливаясь в единый массив, разделенный проходами на перекрестках. Сразу видно, что на пороге земля в дефиците. Даже площадь, к которой мы вышли, в отличие от окружающих ее высоченных по меркам этого мира зданий, не впечатляет размерами. Храм единого с четырьмя увенчанными массивными куполами-башнями, вычурный, с покрытыми мозаикой стенами, выходящий сюда же фасадом дворец, не иначе резиденция местного правителя, длинный, белеющий колоннадой вдоль всего первого этажа дом с рядами широких окон поверху и самое аскетичное здание, занимающее противоположную от него сторону площади, сиреет глухой стеной лишь в десяти метрах от земли, начиная блестеть стеклами оконных проемов. К последнему меня и ведут. Похоже, тайная служба порога не является секретной организацией, раз ее офис расположен в самом центре города. По крайней мере, для местных уж точно. Впрочем, это можно было понять и по разговору моих провожатых, свободно болтавших о ней. У центрального входа охрана. Пришлось ждать, пока обладающий пропуском на объект хромовник сбегает внутрь и доложит о моей поимке. Наконец, сияющий сверхновой служитель, видно, награду ему все же выдадут, вернулся в сопровождении пары хмурых вооруженных мужчин, которым меня тут же и передали. Дальше холл, коридор, два пролета широкой лестницы и через массивную деревянную дверь меня вводят в огромный, богато обставленный кабинет. За длинным столом сидит, судя по вышитому золотом пиджаку и золотой же цепи с украшенным драгоценными камнями орденом, висящий на толстой шее бритоголового здоровяка, как бы не сам глава тайной службы. На широком лице довольный оскал. Карие глаза вперились в меня проницательным взглядом. В комнате, кроме него, еще четверо воинов, что стоят по углам при оружии. «Как я рад тебя видеть, Сердар!» произнес хриплым голосом Лысый. «Уж не думал, что встретимся. Столько лет прошло». «Сесть мне не предлагают». Впрочем, с закованными за спиной руками это было бы проблематично. На допросную кабинет не похож, уже радует. Вот решил встать по новой на путь. Просто, чтобы не молчать, выдал я. Судя по всему, мы с бритоголовым знакомы, вернее, знаком Сердолик. «Ха-ха, встанешь, встанешь, конечно!» хохотнул здоровяк. «Только не на тот путь, которым мы предземцев заманиваем. Для тебя у меня другой приготовлен». «Хоть не в бездну короткой дорогой». «Зачем?» Делану удивился порожник. «Ты ценный дар. Сам ведь знаешь, я источниками не разбрасываюсь». «Звезды». «А все не так плохо. Кажется, мой план неожиданно превратился в тот, который я озвучил китару. А не знаю, что Сердолик – источник». «Говорили же тебе, что нельзя возвращаться». Между тем продолжал здоровяк. «Я ведь честно выполнил свою часть договора. Никто тебя не искал. Ты полвека спокойно сидел». «Где ты там, кстати, сидел? Впрочем, неважно, сидел и сидел. Очень тихо, признаться, сидел при твоих-то дарах. Я уж думал, настоящий убийца императора схвачен. Думал, им хватило ума не предавать это дело огласки. И тут, нате, явился. Неужели надеялся проскочить?» «Была такая мысль». «Ха-ха, а ты не изменился!» Снова расхохотался Амбал. «Всё тот же шальной весельчак. У меня не проскочишь. Не верю, что заскучился по земле. Признавайся, собрался на твердь?» Неосознанно я попал в поведенческий стиль того прежнего Сердолика, которого некогда звали Сердаром. Но порожник неправ. Глава гильдии душегубов успел измениться. Вот только Бритоголовый об этом не знает, и потому продолжаю наглеть. «А если и так?» Лысый нехорошо улыбнулся. «Думаешь, за барьером сидят дураки? Я ведь сразу же понял, на что ты рассчитываешь. Приплыл с новичками, сошёл с корабля прямо к видящему, дал надеть на себя душилку, уже зная, что тебя раскусили. Понимаешь, чем всё закончится для тебя, но всё равно возвращаешься на порог. Ох и хитрый! Ты что же, хитрец недоделанный, решил, что так на твердь попасть проще? Ну-ну!» «Вот так новость. По сути, я уже выполнил обговоренную с Китаром задачу. Источников отправляют на твердь. Можно убивать это тело и возвращаться в мальчишку. След его сестры найден. Но он найден не весь, лишь начало. Порожник считает, что я специально явился сюда, чтобы они меня сопроводили на следующий пояс. По-видимому, они это могут, и это им выгодно. Кто-то с той стороны очередного барьера платит за источников хорошую цену. Это очевидно как день. Я не против, пусть продают. Или получится освободиться уже в следующем поясе, либо вернусь в Китару с ещё большим объёмом столь ценной для него информации. А разве кого-то волнует, что произойдёт со мной на той стороне? Решил я удостовериться в правильности своих выводов. Уж точно не меня. Мгновенно подтвердил глава тайной службы мои догадки. На тверде твори, что хочешь. Там ты станешь уж их проблемой. И чтобы Лысый на сто процентов поверил, что смог раскусить мои замыслы, нужно тему развить. У меня предложение, можно? Ну давай, продолжай меня смешить, сквознячок. Вы не предупреждаете тех за барьером, что я задумал удрать. А я, в свою очередь, вплоть до тверде, веду себя аки-кроткий ягнёночек. Принимаю, не думая. Хлопнул Лысый рукой по столу. Удрать вы хотите решительно все. Дятям тоже не нравится, когда их насильно уводят из дома и тащат непонятно куда. Только зря ты надеешься. Твердяне, ребята, серьёзные. Впрочем, слова прозвучали. Позовите Ебора. Последнее было адресовано уже не мне. Один из охранников коротко поклонился и скрылся за дверью. «Колисердар!» Откинулся порожник на спинку массивного кресла. «Тебя взяли за яйца? Или всему виной сказки про власть и могущество? Гонит страх или манит вершина?» «Конечно, второе». «Хм, я так и подумал. За три века столько таких дураков повидал, что уже по глазам вас читаю. Скучно жить. Твоё право. И не говори мне, что внезапно уверовал в заветы единого. Знаю я таких, как ты». «Не по мне жить без цели. Неопределённо пожал я плечами. Лучше попробовать и потерпеть неудачу, чем так никогда и не попытаться». «Хм, слова пацана, а не мужа», — скривился порожник. «Но ты в своём праве. Добудешь себя на отверде свободу, делай дальше, что хочешь. Обратно всё равно не вернуться, даже такому, как ты. Там ты мне не опасен. А вот в дороге твой длинный и наглый язык может мне доставить проблемы. Без обид, Серда, мне не нужно, чтобы на лоскута кто-то принялся болтать про убитого по приказу порога императора Ларта». «Я полвека молчал, помолчу ещё». Снова пожал я плечами. «М-м, помолчишь», — кивнул лысый. «Я в таких делах щепетилен. Вернёшь дар, отрасти в себе новый язык, ты же лекарь». И не успел я осмыслить услышанное, как в дверь постучали. «Можно?» — крикнул бритоголовый, и в кабинет вошёл стражник, которого посылали за неким Ебором. А второй человек, несомненно, тот самый Ебор. Невысокий, короткостриженный шатен с аккуратной бородкой. Одет не в солдатскую форму, но тоже с оружием. Серые глаза, острый нос, тонкие бледные губы. По чётким и плавным движениям видно бойца. «Дар, уверен, есть тоже». «Вызывали». Приложил левую руку к груди человека и слегка поклонился. «Проходи, Ебор», — поманил его лысый. «Знаю, твой черёд сопровождать товар не пришёл. Ты недавно вернулся, но мне нужно, чтобы ты опять сходил к выходу. Тут особый случай. Переросток. Я бы даже сказал, перестарок. Вот, знакомься, Сердар. Он же знаменитый сквозняк. Может, слышал?» «Простите, господин, не припомню». «Неуловимый убийца, в своё время наделавший дел. Но то было давно. Сейчас он товар, который нужно доставить на твердь. Обещает вести себя смирно. Но он парень опасный, так что сопровождать будешь ты. Все инструкции сейчас выдам». Не повернувшись к одному из своих людей, глава тайной службы порога кивнул на меня. «Можно уводить. Про язык-то слышал? Подбери Ебору в компанию пару толковых ребят. Тут стоит подстраховаться». «Всё сделаем», — пообещал воин. «Пошли». Шагнув к двери, поманил он державших меня охранников. «Удачи тебе на тверде, Сердар!» Иронично пожелал мне на прощание бритоголовой. «Доберёшься до вершины. Вспомни про старых друзей». «Обязательно», — улыбнулся я. «Спасибо за всё». Мне отрежет язык. Это плохо. Но сделать я с этим ничего не могу, поэтому злить порожника смысла не вижу. И с другой стороны, данная процедура гарантированно избавляет меня от любых неудобных вопросов, на которые у меня нет ответов. Было бы куда хуже решение мне, к примеру, ампутировать руки. Вдруг источникам они не нужны. Операция прошла нестандартно. Местные палачи ещё долго будут вспоминать необычного пациента, что покорно дал вставить себе в зубы распорки и не издал ни звуков в сам момент отрезания плоти. Более того, я даже не дёрнулся, когда острый, как бритва, нож прошёл сквозь оттянутый специальным зажимом язык. Боль бывает гораздо сильнее. Всё. Отныне я нем. В тесной камере за железной решёткой я провёл всего час. Успевший переодеться Ебор пришёл вместе с лекарем, который за пару секунд заживил мою рану во рту. Теперь смогу пить и есть безболезненно. Как выяснилось, глушилка нейтрализует лишь дар того, на ком надеты браслеты, не препятствуя применению магии, направленной непосредственно на объект. Что тут же и дополнительно доказал мой провожатый, совершивший надо мной непонятную манипуляцию с приложением к голове своих рук. «Всё, теперь мы с тобой связаны, сяр», — сообщил мне Ебор, убрав руки. «Буду тебя так называть, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Господин сказал, что ты когда-то был знаменит. Пусть под кличкой Сквозняк, но лучше перебдеть. Будешь сяр». Я кивнул. «Кроме жестов и мимики у меня больше нет инструментов общения. Сомневаюсь, что мне выдадут пищи и принадлежности». «Чтобы ты понимал бесполезность попыток удрать, объясняю». Продолжил Ебор. «Наша связка дала мне возможность всегда знать, где ты есть. Буду чувствовать направление и примерное расстояние. Причём я в любой миг могу обездвижить тебя. Тело просто отнимется. Вот так». Демонстрация впечатлила. Интересный дар. Дышать и двигать глазами могу, но на этом и всё. «И это ещё не всё», — сообщил порожник. «Моя смерть, твоя смерть. Если я умру, ты мгновенно откинешься тоже. Вот такая особенность дара. Снять же связку могу только я, что и сделаю перед самым барьером. Понятно?» Я снова кивнул. «Замечательный дар. Для подобной работы идеально подходит. Хорошо, что у меня нет задачи сбежать». «Ты мне нравишься», — улыбнулся Ебор. «Не болтливый, понятливый. Не дури и время, что займёт ожидание выхода, проведёшь в нормальных условиях. У стены переставим тебе даже браслеты вперёд, чтобы было удобнее. Я не изверг и не мучитель. Я просто выполняю свою работу. Хорошо выполняю. Ты обещал, что у меня не будет с тобой проблем. Держи слово, и всё будет хорошо. Пойдём». Поманил меня Ебор к выходу из камеры, где в завершении нашего разговора дожидались два хмурых солдата. «Здесь сидеть ты не будешь, есть место получше. А может и вообще сразу двинемся дальше, смотря какой там лоскут принесло». До окраин города мы добирались пешком. Шли налегке. Видимо, всё необходимое для длительного путешествия дожидается нас у прохода сквозь горы. Прозвучавшая пару раз выход намекала на то, что для перехода на твердь есть конкретное место. Видно, горная стена окружает весь кольцевой материк, разрываясь лишь здесь и в какой-то своей северной части. Как попасть туда при постоянном перемещении фрагментов поверхности суши у меня пока нет догадок. Разве что скачки лоскутов не случайны и имеют в своём движении определённую закономерность. Мир-ловушка гораздо хитрее, чем мы о нём думали. Аномальная планета с орбиты выглядит совершенно иначе. Очертания материков и океанов не соответствуют истине. Обманка. Защитная иллюзия. Мощь создателей этого чуда воистину безгранична. Неудивлюсь, если и приземлиться здесь можно исключительно в первых двух поясах, где способны жить люди. Вернее, способны плодиться. Вершина вершиной. Но в своём к ней стремлении мне нельзя забывать про Гохаров. Их здесь много. Возможно, едва ли не всё крыло ловчих в полном составе отправилось сюда вслед за мной. С этих фанатиков станется. И на земле тоже можно наткнуться на одного из врагов. Тот же Ханс, как бы тварь, захватившую его тело, не звали, уплыл сюда осенью. До него тоже, видимо, были ушедшие дальше. Да и встречу с Гохарами, сразу же очутившимися в этом поясе, если такое возможно, тоже нельзя исключать. Не в Китаре меня они тут же почувствуют, и это самый большой риск, ведь в пути я беспомощен. Но здесь только везение. Я на это никак не могу повлиять. Размышлял в основном уже сидя в повозке. Поднимавшись за рекой лес, мы проехали быстро, и к полудню уже добрались до перекрывающей ущелья стены. Прижавшаяся с этой стороны к ней промышленная зона напоминала логистический узел. Но не наличием транспортных подходов, а складской зоной, многократно перекрывающей потребности расположенного на побережье города. У них тут настоящий распределительный хаб. Пустые с грузом повозки так и снуют туда-сюда. График невероятно плотный. И где только берут фураж в нужном объеме на такое число лошадей. Впрочем, ответ очевиден. Там за стеной целый мир, полный в том числе и овса. Или чем там они кормят животных. Торговля с землей процветает. Масштабы же ее подтверждают теорию, что порог исполняет роль общего рынка. И это наводит на определенные мысли. У них тут что, каждый раз появляется полис на той стороне? Получается так. Но теория вероятности категорически против подобного. Шанс выхода в конкретную точку обжитого лоскута, а даже в предземье известно, что их ровно сорок, ничтожно мал. Вот слом всех моих прежних знаний про землю. И подтверждение выведенной мной теории я получил, едва мы въехали в складскую зону, когда Ебор окликнул правящего встречной повозкой мужчину. «Ей, уважаемый, что там за полис сегодня?» — выкрикнул мой провожатый. «Арх, сударь! Бобы с семенами рекой! Говорят, оборот у них очень удачный!» «Благодарю!» — махнул возница Ебор. И, повернувшись к нам с солдатами охраны, скривился. «Седмица на смарку! Скакать в архе к выходу? Нет, спасибо. Ждем следующий лоскут». Он сказал лоскут, а не полис. И через седмицу. Все очевидно. По каким-то причинам к порогу приносят только обжитые лоскуты. И точно так же они через время, пределом которого, судя по всему, является тоже прозвучавший только что оборот, оказываются возле искомого нами выхода на твердь. Долго странствовать, в смысле идти или ехать, нам не придется. Лоскут сам доставит на место. Этакий скачущий лайнер со всеми удобствами. Заходи на борт и спокойно жди, когда будет твоя остановка. Как все просто. Одна беда. Лайнер лайнеру розни, занявший сейчас посадочное поле арх, видимо, эконом-класса, он нам не подходит. Придется неделю ждать следующей. Ничего, подождем. Ебор знает, что делает. Сказал нет, значит, этот арх не то место, где стоит скакать по земле. Повысасываю пока из округи крохи протоэнергии. Здесь разреженность та же, что и в предземье. Раз уж я в этом теленадолго, надо заняться каркасом. Снова начинаю с узлов. «Интересно, а как там китар?» Глава вторая. В скоморохе на рынке. «Примерь-ка вот это. Это самый маленький размер, что у нас есть. Извини, слишком редко к нам попадают настолько юные парни. Обувь тоже, наверное, будет болтаться, но это все временно. Дальше в полисе уже подберут по ноге и одежду нормальную выдадут. Мы ведь так. Временное пристанище. Вы у нас ненадолго. Занимающаяся выдачей новой одежды некрасивая женщина со вздернутой верхней губой. Сунула мне в руки тряпичный сверток. Это серый бесформенный балахон с мешковатыми штанами, веревкой, подвязкой и грубым исподнем. В то же самое как раз обрежаются прошедшие передо мной мужики. Одежа паршивее некуда. И неказистая обувка туда же. Все свое мы только что сдали перед помывкой, и сюда уже вошли голышом. Даже как-то неловко, ведь все-таки бабы на выдаче. Отобрали, кстати, все подчистую, как и было обещано. Обыск тщательный. Даже в рот заглядывали. Сто пудово придется лов в своем говне ковыряться, чтобы сохранить кубик. А вот мечи, видно, так с кораблем дальше плавать и будут, пока их морской зверь не сдерет. Если еще не содрал. Да и едины с ними. Тут, чую, совсем за другое переживать нужно. Опять ничего не сказали нам толком. Приветствия, напутствие, общие слова про учение единого и путь. Загнали в эти казенные палаты. А дальше, что молчат гады, переодели в хламиды, куда-то ведут. О, трапезная. Ну, хоть пожрем, наконец. С утра маковые росинки во рту не валялось. Каша с мясом, густая похлебка, хлеб теплый еще. С едой все путем здесь. Вот только поболтать с глазу на глаз с товарищами пока нет возможности. Постоянно присмотр повсюду. И сейчас меж столов туда-сюда ходят, поглядывают. Не, ну точно за стенки, в каких айк сидел. Поди, скоро и вовсе за решетку засунут. Как-то странно начинается путь. Не того народ ждал. После обеда, или это был уже ужин, нас отвели в большую комнату с решетками на окнах и с расставленными в несколько рядов двухъярусными койками. Внутри, на боковой стене, двери в сразу два нужника. Там помимо дыр в полу рукомойники, а на каждой кровати полотенце лежит. Тут нас уже не стали разделять с бабами. Все 35 человек в одной горнице. Видимо, мы здесь действительно ненадолго. Едва успели разобрать койки, не досталось верхнее прямо над Лимом. Как явился тот самый служитель, что встречал нас на пристани в сопровождении стражников и пригласил часть из нас, в том числе меня с Сёпой, пройти с ним. Всего шесть человек получилось. Я, Сепан, Рыжий Эв, промышлявший охотой по юности, а потом проверявший полвека троерост на городских воротах, наш кичливый барон, Фёдор Рысин, и ещё пара вечно трудящихся подли него мужиков, чьих имён я не знал. Ежу ясно, что одарённых собрали. Сразу вспомнились слова храмовника про «расскажешь потом». И понятно, почему расскажешь, а не покажешь. Стоило нам по приезду сюда подойти к зданию, где мы сейчас обретаемся, когда арт тут же пропал. Или место глухое, или душитель работает. Но склоняюсь я к первому. Обратил внимание, что казённый дом стоит аккурат за воображаемой линией, соединяющей крайние точки прохода меж гор. Наверное, всё это широкое ущелье глухое. Но есть здесь дар или нет, а храмовникам всё равно надо выяснить, у кого из нас какие способности. Так и есть. Служитель привёл нас к какой-то двери, рассадил в коридоре на лавке, оставил с охраны и по одному зовёт внутрь. Вышедший первым сипан и поведал, что там про дар спрашивают. Удивительно, но на всём пороге получается, нет никого, кто бы, как и я, мог смотреть через память способности. Вон какой у меня редкий дар. Вызвали самым последним. Внутри сразу трое храмовников. Один спрашивает, другой записывает, третий, который привёл. Просто так сидит вроде. Про клинки рассказал. Покачали головами, поохали. Ценный боевой дар, говорят. Аж какого-то там первого ранга, чтобы это не значило. Потом про умение видеть нити даров им поведал, само собой не уточняя, что могу в них заглядывать. Тут служители уже меньше радовались. Не боевой, третий ранговый это, мол, совсем не та ценность. А вот по поводу своего третьего дара я крепко задумался, ещё когда сидел в коридоре. Говорить правду или придумать чего? Своим новым товарищам я рассказал, но Лим с Сёпой про людей без отмера не знают, а эти порожники, наоборот, занимаются отловом источников. Как бы меня вместо полиса на Лоскутине отправили обратно в предземье детишек по ярмаркам щупать? Но в итоге решил здесь не врать. Обязательно ведь всплывёт потом. Что потащат на службу к порожным тайникам ещё надвое, а накажут за брехнёй, это точно. Тут обманом лишь время тянуть. Сказал правду. Отмер с возрастом видишь? Зачем-то переспросил тот храмовник, что привёл нас сюда. Это дар интересный, вторую ранку же. В какой норе взял? Пади в жёлтый? В жёлтый, да. Первый дар мой. И как? Принёс пользу. Вперел служить, а в меня пристальный взгляд. Да какая тут польза? Пожал я плечами. Знать, кто стар, а кто млад, любопытство лишь тешить. Я тогда очень сильно расстроился. Едва в бездне не сдох, а награды безделка ненужная. Хм, думаешь? Ухмыльнулся храмовник. Удивлю тебя, парень. Твой дар ценность имеет. Бывало, что вместо чисел в отмере ты видел светящийся шарик? Начинается. Если проверка, сейчас я её пройду. Ло поможет. Ха, вы не поверите, отче. Только что увидел. Ну, как только что, на корабле. С нами плыл один подозрительный, больно. У него и даров была куча, и как раз такой шарик в отмере. Тот, которого на пристани сразу забрали. Неужели одержимый какой? Нет, неодержимый, прищурился храмовник, но с отметкой низверженного. Дар твой ценен не тем, что можно чужой возраст узнать, а именно тем, что теперь ты способен находить вот таких, без отмера. Повезло тебе, парень. Разбогатеешь теперь. Как раз у нас в архе нет видящего. Слушай дальше внимательно. Фух, обратно в предземье не плыть мне. Наплавался уже. Хотят в полис посадить своего человека. Мне это подходит. Глядишь, оберегать как-то будут, даже если ни одного источника для них не найду. А я не найду. Не такая я конь, чтобы людьми торговать. Вот придумали ведь отметка неизверженную. Ладно еще, потар с сердоликом, те люди гнилые. Но сестренка моя в чем повинна? И душой она у меня светла, и сердцем добра. В раке все. Для таких, как я, чтобы делали свое дело, ничуть не терзаясь. В каждом полисе и арх, куда вы направляетесь по пути, не исключение. Есть представительство порога. Понизив голос, продолжал храмовник. Найдешь кого-нибудь с отметкой, сразу ищи встречи с кем-нибудь из наших. За каждого отмеченного неизверженным получишь целую рубиновую марку. Это самая дорогая монета у нас. Ее ценность куда выше вашего золотого. Но все обязательно держи в тайне. О чем говорим сейчас ни друзьям, ни кому. Это важно. Слуг неизверженного и врагов храма вокруг куда больше, чем думает обычный народ. Узнаем, что проболтался. А мы все и всегда узнаем. Кара будет суровой. Во как. На земле таким видящим куда проще живется. Не воровать никого не надо, не вести через половину мира потом. Пальцем ткни и все дела. Но не это меня взволновало. Я внезапно осознал, что на пороге, да и на остальной земле тоже очень многим заправляют храмовники. Все у них схвачено, везде свои люди. Как бы та же секретная служба, что кубики своим выдает, не работала тоже на храм. Как можно, отче? Нагнав на лицо испуга, затряс я головой. Про такое, кто разве болтает? Ох, единое. Это что же, я с неизверженного слугой рядом плыл? Сидел рядом, спал рядом. И не сомневайтесь даже, как увижу такого, вот тотчас сообщу, куда следует. И втайне все хранить буду. Единым клянусь. Храмовников моя клятва устроила. Поправили насчет слуги неизверженного, мол, отмечено не слуга, а орудие. Даже и дети с отметкой, рожденные творить зло, когда вырастут. Среди них искать тоже нужно. Желали удачи и стойкости на пути и отпустили. Теперь я работаю на порог. Или, может быть, на храм. В общей спальне, куда нас вернули, народ кто сидел, кто лежал, но лица у всех одинаково хмурые. Оказывается, успели, пока нас не было, обсудить первый день на земле, который никому не понравился. Не знаю, кто как себе представлял порог, но решетки на окнах, куча стражей везде, всевозможные проверки, все это настроение портило. А хуже всего, что не говорят ничего. Никаких тебе объяснений, что нас ждет, что нам делать придется. Уж едва ли придем мы в тот арх, и нам тут же жилье, деньги, работа, кому какая по душе придется. Чувствую, не светит нам самим свою судьбу выбирать в ближайшее время. И неизвестность пугает. Судари, сударыни, а ну-ка, на меня посмотрели дружно? Вышедший на пустой пятачок у двери барон Рысин обвел взглядом ряды кроватей. Статный, высокий, широкоплечий, с аккуратно подстриженной бородой и усами, с прямым тонким носом, голубыми глазами, густыми бровями и вьющейся копной светло-русых волос, Федор был по-мужски красив, и даже в серой хламиде смотрелся внушительно. Взгляд, осанка, упёртые в бока руки, чуть вздёрнутый вверх подбородок, сразу видно, что знать. — А этому ещё чего надо, — пробурчал Сё, посидевший на койке Лимом между Кожемякой и мной. — У меня тут есть что сказать, — продолжил барон, убедившись, что привлечь всеобщее внимание получилось. — Вы уже догадались, что начала пути для нас лёгким не будет? Народ дружным гомоном подтвердил, что тупых и слепых здесь нет. — В полисе, куда нас не сегодня-завтра отправят, мы будем для всех чужаками, — нахмурившись, проговорил Фёдор. — А значит, нам нужно будет держаться вместе, единым отрядом, и вместе давать отпор, когда то потребуется. Все с этим согласны? — Путь у каждого свой, — пробился сквозь одобрительный гул единственный несогласный ответ. Все тут же повернулись посмотреть на решившего возразить. Один из молчунов — высокий чернявый дядька с вечно падающей на глаза длинной чёлкой и с дыркой в ухе, где совсем недавно висела золотая серьга. — Делать что хотите, а я сам по себе. — Отмахнулся он, не вставая с кровати. — Без советов разберусь, что и как. Барон Рысин пренебрежительно фыркнул. — Отбившуюся от стада овцу волки режут первый. — Есть ещё кто не с нами? Фёдор опять обвёл взглядом кровати. — Нет? — Ну и славно. Отныне мы — отряд. Или, если хотите, команда, ватага. Не суть. Теперь дальше вместе. Кто знает важное, делимся. Кто что-то узнаёт, в себе тоже не держим. Сейчас знание — главная сила, ибо быть готовым — это самое важное. И после короткой заминки барон задал первый, волнующий и меня вопрос. — За стеной полис под названием Арх. Кто-нибудь о нём слышал? — Нехорошее место. — Немедленно озвучил мои мыслили. — Не, я не слышал. — замотал головой здоровяк, когда взгляды присутствующих переметнулись к нему. — Просто солдат с нами ехал в повозке, он случайно на то намекнул. — Не повезло, значит, — задумчиво произнёс Рысин. — Тогда вдвойне не зря я затеял всё это. — Ладно, дальше идём. Барон жестом руки поманил к себе тех двоих мужиков, что ходили сейчас вместе с нами. — У меня, как у старшего, будет двое помощников. — положил Фёдор руки на плечи, вставшим по обе стороны от него мужикам. — Их слова для вас тоже приказ. Одарённых у нас всего шестеро. — Что ещё, — хотел сказать Рысин, — осталось загадкой, так как вскочивший с кровати Сепан громко рявкнул, перебивая барона. — А кто тебя старшим назначил? Тут твоя благородность всем доним этой жопы. Старшиной должен быть самый опытный. — Что? — выпучил глаза, не привыкший к такому обращению знатный... — Да я... Обогравевший барон от возмущения не нашёл, что сказать. — Ха-ха, велишь мне плетей выдать? — зло захохотал Сёпа. — В другой жизни. Здесь по праву рождения на халяву ты больше ничего не получишь. Хочешь старшим быть? А что с опытом? Ты в атаке водил? Хортов бил? Люд разбойный гонял по лесам. — Ах ты... Снова застряли у Рысина в горле слова. Но спустя миг барон всё же взял себя в руки. — Поединок! Я бросаю тебе вызов, смерть! Презрительно выплюнул из себя слова знатной. — У охотников же так принято решать споры. Кто победит, тот и главный. Вопреки моим ожиданиям, Сипан не выкрикнул тут же, согласен, а лишь иронично и одновременно с тем снисходительно улыбнулся. — Хм, я у него про опыт спрашиваю, а он на меня с кулаками. Тоже мне командир всем на зависть. По-твоему, самый сильный командовать должен? Тогда вот старшина наш сидит, Лимом звать. И подмигнув кожемяке, всё побросил небрежно. — А вызов я принимаю. Давай прямо здесь и сейчас. Не до крови только, до сдачи. Как раз и душитель не нужен. — Хм, ну так вставай, смерть! — оскалился Фёдор. — Что мне твой опыт? Пока ты по лесам лазил, я управлял целым имением. Подо мной больше тысячи душ было, понял? Много ты понимаешь, охотничек. Самый сильный я здесь головой. А раскрасить твою наглую рожу — это так. Удовольствие ради. — Хе. Смотри, Лим, как он тебя испугался. Весело пихнул всё по товарищу. Сразу начал съезжать, что-то там про голову мямлит. Встав с кровати, Сипан медленно, на ходу разминая руки, двинулся в сторону свободного куска комнаты. — Небось, лучшие мастера обои драться учили. — Улыбнулся он Фёдору. — Видали мы таких ученичков доморощенных? Настоящие драки, не нюхавших. Вот свезло так свезло. Всегда мечтал кулаки, а знатную рожу почесать. Бойцы стали напротив друг друга. Маловато места, конечно, всего шагов десять на пять, но и тут поюлить у воротами есть где. Это я на себя примеряю. Я бы с более тяжёлым противником, с таким, как этот барон. Забудь, Китя. Безло тебе здесь ловить нечего, даже не думай. Вот вернётся? Тогда можно наглеть. Пока мышкой сидим в своих неполных четырнадцать и никуда не влезаем без крайней нужды. Мал ещё взрослых мужиков без дара валить. Это если троерос только. Но у Рысина доли точно на потолке, тут без шансов. Но не успели Сипан с Фёдором сцепиться, как ведущая в коридор дверь, резко распахнулась, и на пороге возник хромовник, из-за спины которого выглядывали многочисленные солдаты. — Немедленно прекратить! — зло рявкнул служитель. — Никаких поединков! Любая драка повлечёт строгое наказание. Не у нас, вы ещё на пороге. Потерпите немного, и навыки боя очень скоро вам пригодятся. Путь это вам не прогулка забавы ради. Взрослые мужики, ведёте себя, как прыщавые отроки. А ну, разошлись по своим кроватям! Приказ хромовника не посмел ослушаться даже барон. До наступления темноты мы немного пошептались с Лимом и Сёпой, а потом, так как никаких фонарей или ламп нам никто не принёс, раньше привычного улеглись спать, как и остальные предземцы. Разговор про единый отряд так ничем и не закончился. Когда знаешь, что тебя подслушивают, а в этом больше сомнений не было, обсуждать такие опасные темы не хочется. Вдруг запретные. И последует наказание. А и нет, так всё равно лучше втайне наш сговор держать. Так-то я с бароном был согласен. Объединиться оно — мысль дельная, вот только не под началом этого спесивого знатного. В общем, ещё к этому вопросу вернёмся. Мы не так хорошо, пока знаем друг друга, чтобы правильно выбрать того, кто лучше других подходит на роль старшины. Сёпа тоже, если честно, сомнительный выбор. Характер не тот. Будем думать и будем смотреть. Кто бы дал только. После завтрака не успели вернуться к себе, как уже идём вниз. Обвели вокруг здание. Там закрытый от чужих глаз кусочек земли с воротами, навроде двора. И, выстроив в линию, заставили стоять, дожидаясь чего-то. Вернее, кого-то. Говорят, сейчас за нами придут. Хм, как в армейке на смотре, пошутил один длинноуса из бывших солдат. Ага, как на рынке, в колбасном ряду, откликнулся разорившийся трактирщик. Невысокий пузатый дядька, когда понял, что всё потерял, раскопал в себе чувство юмора, которого там отродясь не водилось, а заодно и страх выкинул. Он забавный этот, Кузьма. Ему теперь словно на всё наплевать. Ага, сейчас покупатели придут. Невесело буркнул Сепан, как обычно стоящий между мной и Лимом. Но точно товар на невольничьем рынке. Слыхал, есть такие у снежников. Меня же, кроме всего остального, волновало, как долго мы будем здесь ждать. На земле потеплее погодка, но тоже не лето пока. В одной только тонкой хламиде на майку без движений стоять зябковато. Но служители знали, когда нас выводить. Не прошло и пяти минут, как за забором послышался приближающийся стук копыт. Судя по звуку, там сдюжину всадников. Но в открытые охраны ворота вошло всего пятеро человек. Один, судя по вышивке на мундире, воин в приличном чине. Еще четверо. Нет, мечи пусть без ножен, и какие-то странные. Кривые, широкие, со сверкающими золотом и каменьими рукоятями. Висели на вычурных поясах, но одежда на солдатскую форму не походила совсем. Широченные, словно надутые ветром штаны. Просторные рубахи с такими же пышными рукавами. Длинные, свисающие до самой земли плащи. А на головах вместо шапок. Причудливые гнезда из своих же волос. Прически блестят, видимо, чем-то натертым, и держат свои странные формы, будто волосы пропитаны клеем. У одного это чудо похоже на два торчащих вверх толстых рога, у другого от лба к затылку идет мощный гребень. У третьего все это вздыблено конусом на манер островерхового шлема. У четвертого же на башке целая волосяная корона. А какие цвета! Мало того, что одежда у каждого собственной яркой окраски, так и прически все в тон. У одного преобладает в узорах, которыми вышиты что штаны, что рубаха, синий. У другого зеленый, у третьего желтый, у четвертого красный. Плащи и волосы у каждого тех же цветов. Скоморохи какие-то. Очень богатые скоморохи. Все в золоте, на шеях толстенные цепи, на запястьях браслеты, все пальцы в перстнях. На всех украшениях сверкают каменьи любимого цвета. Изумруды, рубины, сапфиры. Желтые камушки, только не знаю, как называются. Невольно вспомнились слова Сёпы про покупателей. Похоже, эти расфуфыренные богатей явились за нами. А рожи какие надменные. Наша знать отдыхает. Не иначе к нам спустились с вершины хозяева мира. Ну или хозяева земли к нам явились уж точно не меньше. Присмотревшись, я понял, что у кореглазых, гладко выбритых мужчин подведены чернью брови, а кожа на лицах подозрительно бледна и совсем не блестит. А этот сброд точно воина. Скривился мужик с красным гребнем на голове. В том году были лучше. Какие-то мелкие. Народ в нашем строю забурчал. На себя посмотри. Шут гороховый. Фыркнул Сёпа. Это кто вообще? Нашел взглядом приведшего нас во двор хромовника барон Рысин. Что это тряженый себе позволяет? Чужаки дружно захохотали. Обожаю приезжать на порог. Осклабился обладатель синих волосяных рогов. Предзы такие забавные в первые дни. Хромовник же, к которому обратился барон, громко выкрикнул, чтобы слышали все. — Вступающий на путь, будьте сдержаны. Перед вами правители полиса, где вам предстоит теперь жить. Начинается ритуал выбора. Вам потом всё объяснят. «Ох, не нравится мне всё это, смертик!» Наклонившись, прошептал мне на ухо стоящий рядом Лим. Будто мне оно нравилось. Чую, ждёт нас какая-то служба, от которой нельзя отказаться. «Господа архейцы, разрешите огласить состав данной партии!» Шагнул ближе к нам дядька в расшитом мундире, с которым приехали гости. «На тридцать пять человек всего четыре женщины и целых шесть одарённых. Трое с боевыми дарами. Два второй ранг, один первый. Из небоевых двое третий, один второй ранг. К тому же у одного с боевым ещё и два небоевых дара второго и третьего рангов. Я испугался, что сейчас меня выведут из строя и будут подробно описывать мои способности, нахваливая такой мелкий и никчёмный с виду товар. В сравнении с рынком всё настойчивее прилипало к происходящему. Но нет никаких дальнейших разъяснений на тему, кто что умеет, не последовало. Порожник в мундире, а я больше не сомневался, что этот дядька из местных принялся вслух подбивать нашу общую цену. Нас действительно продавали. Вот это начало пути. Подведём размер нижнего края пожертвования. Ставки обычные. За женщин по изумрудной марке, за мужчин без дарей по пять. Принялся загибать пальцы порожник. А дарённые с небоевым, соответственно, по сапфировой марке за третий ранг, по две за второй. Боевой дар. Пять сапфировых за второй. И рубиновый за первый. Отнимаем половину цены за вторые дары одного человека. Получаем. Можете сами перепроверить меня. Мужчина ненадолго задумался, но уже через пару секунд уверенно выдал итог. Одна рубиновая марка, шестнадцать сапфировых и сто тридцать четыре изумрудных. То есть три рубиновых, девять сапфировых и четыре изумрудных. Округлю до четырёх крови. Мгновенно заявил обладатель красного гребня. Так мелкие же, хохотнул мужик с жёлтой волосяной короной на голове. Или ты, наконец, толстяка разглядел. Даю ещё пять сапфировых сверху. На что? Продают сейчас? Лицо повернувшегося к храмовнику Рысина выражало негодование. Барон злился, но продолжал стоять в строю, как и Сёпа. Хотя у охотника рожи даже краснее. Мы все понимаем, что здесь происходит, но деваться нам некуда. Мы больше не дома. Вокруг куча солдат, даже дар, и тот не работает. Смысл бузить? Разве только, чтобы узнать, как накажут? Кто как, а я не настолько любопытный. Продают овец на базарь. А здесь храм собирает пожертвования. Улыбнулся храмовник. Лорды Арха решают, под чьё знамя вы пойдёте служить. — Даю пять рубиновых. — поднял руку доселе молчавший мужчина в зелёном. — Шесть. — мгновенно перебил его цену синий с рогами. — Придержите коней, господа. — фыркнул красный. — Шаг в кровавую марку? Не слишком ли круто? — Ледяную к шести кровавым. — поднял палец любитель жёлтого цвета с прической короны. — Уговорил. — Растенем веселье. — Семь рубиновых. — рявкнул басом рогатый. — Тише, тише, Верхан. — сукаризный посмотрел на синего-красный с гребнем. — В славном доле Альфатх мало воинов? — Нет, Мехмед. — ухмыльнулся рогатый. — Просто у нас много денег. — У нас тоже немало. — Восемь крови. — Зелёный с остроконечным волосяным шлемом на голове презрительно скривил губы. — Десять и заканчиваем этот балаган. — С видом хозяина положения пробасил синие роги Верхан. — Несчастные предзы и так уже не рады, что встали на путь. — Страх закаляет, — хохотнул Красный. — Моему дому нужны смелые воины. Десять крови и пара зелени сверху. — И забирай, — внезапно согласился рогатый. — Переплачивать глупо, всего три боевых. Уверен, ничего стоящего. — Похоже, этот Верхан специально подначил соперника, чтобы тот раскошелился. Но есть еще двое. — Слишком дорого. Я выбываю, — покачал головой зеленый. — Десять крови за барана в мешке, — фыркнул желтый. — Оно того риска не стоит. Твои. — А и правда, они же покупают, я уже смирился с мыслью, что торгуются эти странные богатей за нас, не зная, какие именно у нас есть дары. — Да и те же, троерост, мастерство в бою, опыт. Может, тут одни слабаки, убегающие от старости. — Я люблю рисковать, — ухмыльнулся красноволосый мехмет. — И нам повезет. По-твоему, почему высочайший год из года посылает именно меня за свежими предзами? У меня чутье на таланты. Среди этих, — махнул он на нас, — такой есть. Готов поставить на это еще столько же крови. А взгляды архейцев вновь переместились на нас. — Никак не пойму, — прошептал рядом Сёпа. — В батраки нас или в дружину берут, что за путь такой? На разреженных петухов спины гнуть? Но никто, кроме меня и, может быть, Лима, вопросов Сепана не слышал. Подняв глаза, я внезапно наткнулся на пристальный взгляд богача. — Не смеши меня, Мехмед. Оскладился синий. Десять крови. У тебя столько денег нет? Неужели собрался ставить марки великого дома Эрдрам? Внезапно Верхан сделал пару шагов ко мне. — Да мальчишку просто отец с собой притащил. Посмотрел он на меня сверху вниз. — В первый раз, что ли? Когда денег полно, откормить семенами любимое чадо расплюнуть? — Ответишь на ставку? — Точно так же подошел ко мне красный. — Десять крови на то, что у недоростка боевой дар. — Ты не враг мне, Мехмед? — улыбнулся синий Верхан. — Не хочу, чтобы глава дома отрезал тебе уши. Давай на одну марку. — На рубиновую. — прищурился красный гребень. — Обижаешь? — Конечно. — Лорды свидетели. — Кивнул на желтого с зеленым Мехмед. — Принимаю. И тут же обратился ко мне. — Твой отец среди этих людей, мальчик? — Нет. — Мотнул я головой и, секунду поколебавшись, добавил. — Господин, раз уж Таргиза нас выиграл красный, значит, придется работать на него или на его родню. — Как я и думал, — кивнул Мехмед. — И боевой дар у тебя. — Да? — Я кивнул. — И еще пара даров. — Да. — Какой проницательный дядька. — Все верно, господин. — Ну? — Победно вздернул подбородок Мехмед. — Чье чутье никогда не подводит. Давай Марку. — Повезло. — Недовольно пробурчал синий и полез в прицепленный к поясу кожаный с позолоченными вставками кошель. В пальцах Верхана появилась крупная монета темно-красного цвета. — Держи. — Протянул он ее Мехмеду. — Тут я проиграл, но дары это еще не талант. Ставлю еще одну кровавую марку на то, что мальчишкой трех месяцев не продержится. Вы своих боевых не жалеете. Мало немало погонят в самую бездну. — Как же я люблю гордых, а главное богатых сынов славного дома Аль-Фатх. Показал свои крупные белые зубы Мехмед. — Принимаю, конечно. — Лорды снова в свидетелях. Снова седьмица засечка. Три месяца. И добавил, похлопав меня по плечу. — Какой славный мальчик. Еще варх не вернулись, а ты уже приносишь нам прибыль. — Господа богатей, — окликнул красного с синим зеленый археец. — Закончили? Тогда давайте на выход, меня ждут на рынке. — Всех ждут, — буркнул рогатый вархан и двинулся к воротам. Одновременно с этим ожил и стоявший все это время чуть в стороне порожник в мундире. — Господа, возвращаемся тоже все вместе, прошу подождать. Сейчас лорд Мехмет рассчитается, и мы вас догоним. Красноволосый полез в кошель за монетами, а Хромовник уже подзывал нас к себе. Представление, в котором непонятно, кто из присутствующих был зрителем и кто актером, закончилось. Нас продали. И, похоже, продали задорого. Не просто же так лицо служителя сияет настолько довольной улыбкой. — Поздравляю вас, дети Создателя! — сложил руки ладонями друг к другу перед грудью Хромовник. — Вот теперь вы ступили на путь. Проявите себя. Докажите, что Единый не зря избрал вас, и Полис Арх станет для вас новым домом. Идите! — указал он на распахнутые ворота. — Да пребудет с вами удача! — И все? — Вот так просто? — Идите! — Похоже, все объяснения порожники перевалили на плечи архейцев. Достала уже неизвестность, сил нет, одно знаю. Не прав таки, сёпа. Не в батраки нас и не в дружинники взяли. Тут что-то другое. А также отчего-то уверен, что это другое никому не придется по нраву. Глава третья. Слушаем во все уши. Вслед за покинувшими двор разноцветными богатеями нас вывели через ворота наружу. О, вчерашние повозки. Ну, хоть топать своими ногами не надо, опять отвезут. — Сударь и судары, не рассаживаемся, — указал на транспорт порожник в мундире. — До границы лоскута вас доставят еще мои люди. Дальше все вопросы к архейцам. Последнее прозвучало как «не приставайте, все равно никаких ответов не будет». А три десятка вооруженной охраны это намек на «бежать не пытайтесь и в целом ведите себя хорошо». — Я передумал. Внезапно вцепился в ряс упровожавшего нас за ворота храмовника один из предземцев. — Мы с женой возвращаемся обратно. Верните нас в Земград. Я заплачу. Народ, собравшийся было забираться в повозки замер. Все взгляды мгновенно сосредоточились на отказнике. В глазах большинства людей читался понятный вопрос, приправленный долей надежды. «Если окажется, что вернуться в предземье обратной дорогой нам можно, сейчас со мной здесь останется в лучшем случае несколько человек». — Ага, размечтался, зло процедил Сепан. «Я тоже знал, что мы сейчас услышим. Даже если бы земградский богач надумал вернуться до того, как порожники получили свое пожертвование, никто бы не позволил ему этого сделать. Путь — это дорога в один конец». «О чем вы, сын мой?» выдернул край ряс из рук труса хромовник. «Где вы слышали, что выступивший на путь сходил с него и возвращался к своей прежней жизни? Бежишь ты от старости идешь за могуществом или просто стремишься жить по заветам единого и придерживаться учения? Преодолев барьер обратно в свой поезд ты можешь вернуться только с высочайшего разрешения главы полиса, в котором ты начал свой путь. И после одобрения этого шага специальные комиссии здесь, на пороге. Прошу занять места в повозке. На вас смотрят достопочтенные лорды великого арха. Не позорьтесь! Разноцветные знати действительно всей своей четверкой повернулась в нашу сторону. На отбеленных лицах кривые ухмылки. Рожи. Смесь злорадства со снисходительностью. Смотрят на нас, как на малых детей, или даже как на забавных зверят. Земградец хотел было что-то сказать, но жена поспешно оттащила его от храмовника и что-то нашептывая повела супруга к повозке. Баба, здесь нельзя. Что там дальше, не знаю, но сейчас мы невольники. Остается только ждать и молчать. И таких идиотов, как мы, раз в седмицу привозят на рынок. Пробормотал Сёп и залезая в повозку. Хорошо, у ребят дело налажено. Тише ты, цыкнул на метлу Лим. Услышит еще. И что? Огрызнулся охотник. Я же не призываю дать дёру, не дурак. Понимаю, что не получится. Ведь не получится, брат. Вопрос был адресован одному из пары солдат, сидевших в передней части повозки. Еще двое потом сядут сзади последними, а кроме них тут есть дюжина конных. Наверное, кто-то пытается все-таки убежать, раз такую охрану нам выделили. Проверять не советую, нахмурился воин. А на лускуте уж тем более. Не буду ни ссы. Сёпа уселся на протянувшуюся вдоль борта лавку и вальяжно раскинул руки. Оба-на! Петушок-гребешок надумал нам чего-то сказать. Мотнул головой на приближающегося к повозкам верхом на тонконогом вороном коне архейца в красном. Люди как раз закончили рассаживаться. В направленных наряженного богача взглядах недовольство и страх. С вызовом и решимостью смотрит только Сёпа с бароном. Я же, наверное, здесь спокойнее всех. Моё дело никуда не лезть, ни во что не встревать. Сделают бодраком, значит, буду послушно потрачить. Мне ведь главное беса дождаться. То есть не беса, а ло. Храм, как выяснилось, сплошная обманка. Может, и учение врет. Вот вернется мой могучий напарник, тогда и начнем дергаться. Пока же я ниже травы и тише воды. Наберитесь терпения, предзе. Обратился к нам красноволосый Мехмед. Скоро вы будете дома. Не переживайте, на лоскуте вам все объяснят. Пока же скажу, что вам очень повезло с Полисом. Арх то место, где возвысится проще всего. Вы же за этим приплыли на землю. Обещаю, шанс будет у каждого. Оставив нас обдумывать услышанное, Мехмед вернулся к своим и архейцев в сопровождении порожника в мундире и нескольких солдат поскакали вперед. Повозки неторопливо покатились следом. Лим с Сипаном тут же принялись строить догадки по поводу того, что нас ждет. К разговору постепенно присоединились и остальные предземцы из тех, кто был рядом. Благо охранникам было плевать. Те напоказ отвернулись, показывая, что к ним с вопросами приставать бесполезно. Я же выбросил из головы все невеселые мысли, что будет, то будет, и с любопытством разглядывал все мимо, чего нас везли. Поначалу смотреть было не на что. Сплошные склады и амбары, откуда выносили всевозможные мешки, бочки, ящики, свертки, загружая всем этим повозки, тут же уезжавшие куда-то дальше по улице. Затем впереди показались ворота, возле которых, несмотря на их великанский размер, было тесно от обилия транспорта. Минут пять ушло на то, чтобы проехать сквозь них. И вот перед нами всем ярмарком ярмарка. Почти сразу за толстой стеной начинался гигантский базар, раскинувшийся насколько хватало глаз во все стороны. Бесконечные лавки, шатры и навесы, между которых снует народ с поклажей и без, катят повозки и едут небыстро, или наоборот торопливо всадники. Среди последних нет-нет можно заметить разноцветную архейскую знать. Или кто там эти богатей с отбелеными лицами у себя в полисе. У этих у всех поголовно. Чудные прически, одежды под стати под цвет, как и у архейцев, что за нас торговались недавно. Все те же четыре. Желтый, красный, зеленый и синий. Других цветов тут нет. Тут каждый при свите. Охрана, носильщики, возницы с повозками, что сопровождают процессию. Другой народ перед ряженными расступается, не успевшие вовремя убраться с дороги, почтительно кланяются. Но не продавцы, покупатели из тех, кто попроще одет. Я, кажется, понял. За прилавками здесь сплошь порожники, а скупают у них все и вся исключительно жители пояса. Едем мимо убегающих влево и вправо широких рядов, что тянутся чуть ли не до самых стен горного разлома, в котором находится ярмарка. Наша, центральная дорога, забита народом и транспортом сильнее всего. Полверсты ползли целых десять минут, еще столько же простояли в еще одной очереди к еще одним воротам. Тут стена была уже значительно ниже всего локтей двадцать. Зато перед ней блестел водой ров. Препятствие шириной всего в пять-шесть сажений, а представляю, как сложно хортам штурмовать городьбу с глубокой канавой под ней. Хортов? Тьфу, на земле нет хортов. Тогда от кого стена? Ведь сказали же нам, что лоскут с лоскутом не встречается. От порога защита? Возможно. Те вон тоже со своей стороны все ущелье перегородили от края до края. Знать с опаской друг к другу относятся. Дружбы нет, лишь торговля. А еще ров с водой это уже точно лоскут. В трех десятках шагов до него мы как раз пересекли воображаемую линию, соединявшую края ущелья. Горы пройдены. С этой стороны скальный хребет идет точно такой же отвесной стеной. Создатель надежно огородил землю. Кроме как с порога, на нее ниоткуда не попадешь. Интересно, как люди уходят из этого огромного загона на твердь. Видно, с той стороны есть еще один порог или какое-то похожее на него место. Надо будет узнать. На этих воротах, подтверждая мои догадки, стояли стражники уже в другой форме. Не порожники, местные. Штаны в обтяжку, чудные рубахи с коротким рукавом, широченные пояса, островерхи и блестящие шлемы, кривые мечи, алебарды. В цветах одежды преобладает зеленый. Хотя по яркости оттенков служивые сильно проигрывают расфуфыренным петухам, которых мы видели. Один такой, кстати, проезжает навстречу. Он в синим, но стражники все равно поклонились. Ну, точно знать. По ту сторону стены почти сразу же начинается город. Два десятка шагов и пошли жилые дома. После богатства порога смотреть на хибары, что жмутся друг к другу без всяких дворов, неприятно. Более-менее приличные здания выстроились вдоль улицы, уходящей от ворот дальше. Чуть левее и правее, и взгляд упирается в нагромождение разномастных сараев, сколоченных из старых прогнивших досок. Вот тебе и великий арх. Сразу за воротами небольшое подобие площади. На краю свободного от постройка участка земли, дороги здесь, в отличие от порога или того же земграда, не вымощены, стоят две большие открытые повозки, запряженные огромными длиннорогими быками. Мы все дружно тотчас же уставились на чудных животных. И не зря. Тут же выяснилось, что это наш новый транспорт. Солдат с красными продольными вставками на рубахе принялся командовать, руководя пересадкой. Здесь охраны уже было поменьше. Помимо возниц всего по три воина на каждую из повозок. Знают гады, что бежать нам уже в серых однотонных хламидах. И так взгляды местных притягиваем, вон как пялится. Изо всех подворотин торчат любопытные мордочки, одетых в лохмуте детей. Малых тут немерено. Значительно больше, чем взрослых. Впрочем, день на дворе родители всей этой босоногой орды просто могут работать. «Давай, давай, залезаем», торопил наших местный солдат. «Нам еще пилить и пилить. Провозимся, до темноты не успеем». Когда все расселись, длиннорогие быки на удивление шустро, раза в два быстрее человеческого шага, затрусили по улице, таща здоровенные повозки, куда влезло бы и больше людей, чем сейчас. Мы с Сёпой, Лимом еще дюжиной наших едем в одной, барон Рысин со своими прихлебателями и остальными предземцами в другой. Солдат, что командовал посадкой, трясется с нами, усевшись рядом с возницей на козлы, но спиной вперед, лицом к нам. «Ну что, братья-предземцы, как вам начало пути?» С улыбкой поинтересовался солдат. «Не того ожидали, да?» «Ха, кидалово, как оно есть!» фыркнул Сёпа. «Продали какому-то петуху, как вшивых батраков». Остальной народ, включая Лима, одобрительно загудел, соглашаясь с охотником. «Вот-вот, закивал наш провожатый. Теперь знаете, что храм те еще крысы. Никому толком ничего не рассказывают, путь, путь, путь. А что на земле новичкам путь дерьма предстоит сожрать, прежде чем крепко на ноги встанешь? Про то, конечно, ни слова. Я ведь тоже с предземья. Охотник с Бона. Когда-то собственную ватагу водил. Оба. Наш. Вот и шанс узнать про лоскут и прополис. И что ждет нас, поди, тоже расскажет, раз начал открыто и даже храмовников кроет. Ха, земелья! Видать, подумал о том же самом Сипан. Так мы тоже охотники с мелким. Приобнял он меня за плечо. Делись, что тут за дыра? Голодьба вокруг смотреть страшно. В моей убогой деревне и то народ краше. Нам что, тоже теперь в обносках ходить с немытыми рожами, как вот эти? Ткнул он рукой в куда-то топающих вдоль обочины чумазых оборванцев. «Куда нас вообще?» Народ в повозке, признавший право сёпы говорить за всех, вытянул шеи и выпитил уши. Хорошо, что сижу самым первым напротив Кузьмы и того богача, что хотел с Джинкой убраться обратно в Земград. Русоволосая красивая баба жмётся к мужу, боясь поднять глаза на царящую вокруг бедность, воплотившуюся в целый огромный город. «Не, чумазые это не про вас», первым делом успокоил облегчённо вздохнувший народ солдат. «Это пустышки, что-то вроде батраков на всю жизнь, но с правом подняться, если очень повезёт. Они тут в самом низу, вы чуть выше стоите». «Как ты значит будем», понимающий кивнул Сёпа. «Дружинники, армия?» «Не совсем», криво улыбнулся солдат. «Я свой срок уже давно отмотал, я уже гражданин, при правах, при имени. Меня, кстати, Матвеем звать, а вы себе клички придумывать пока начинаете, а то у старикашек фантазия бурная, так обзовут, что уши от злости отвалятся. Вы в безымянной на пять оборотов, и это не только в архитаг, по всем полисам заведено новичкам отслужить. Просто где служба полегче, где тяжелее, а у нас, не буду врать, до конца ее доживать не всякий, очень сильно не всякий». Обрадовавшийся было народ снова насупился. «Целых пять оборотов?» «Нет, лично я не могу столько ждать. Ло вернется, Йокос-2, вы нас здесь удержите. Обязательно придумаем, как удрать». «В чем хоть служба?» Невесело поинтересовался Сипан. «Тебе, охотнику, понравится», улыбнулся Матвей. «Зверя бить в основном. Мы же все парни крепкие. С предземья народ в основном приплывает с долями на потолке или близко к тому. А здесь бойцов с таким троеростом не так уж и много. Есть, конечно, и посерьезнее нас, мужики. Но сами должны понимать, сколько стоит поднять такую триаду. Пустышки вон, до десяток по ветвям почти все поголовно». Махнул солдат рукой на провожающих нас любопытными взглядами оборванцев. «Куда проще порожникам гнидам за вас заплатить, чем своих возвышать? Так еще мы и с дарами бывает приходим. Я вот вижу как раз троерост. Как приедем на место всех вас посчитаю под запись». «Ты сказал «долго ехать?» Решил я поучаствовать в разговоре. «Этот арх настолько велик, весь лоскут занимает?» «Пока есть возможность, нужно выведать у прожившего здесь больше пяти оборотов предземца как можно больше полезного». «Хак стись, паря!» фыркнул Матвей. «Чтобы мы тогда жрали?» «Одной внешней добычей такую прорву ртов не прокормишь. Это мы только по внешнему городу едем, он скоро закончится. Видишь, вон уже просвет впереди». Обернувшись, указал он на действительно показавшийся невдалеке конец улицы. «Сейчас выпас пойдет, потом поля, и перед внутренним городом будем через сады проезжать. Наш лоскут очень четко поделен на зоны. Полоса вдоль всех внешних стен отдано пустым поджитье. Здесь же школа великих домов, где отобранных под это дело пустышек учат на воинов. Здесь же казармы безымянных. Здесь же собраны из вольных граждан отряды, стоящие на службе у лордов. Большая часть жителей полиса обитает на внешке, благ та растянулась по кругу на все восемь десять верст. Сколько душ тут всего никто точно не знает, но много, сотни тысяч, наверное. Во внутреннем городе, что расположен в центре лоскута, куда меньше народа. Там живут вольники, местные знати из домов, их слуги пустышки. Там арена, большие каменные дома, башни, храмы, дворец правителя. Там земград и порог отдыхают. Скоро сами увидите, издали нас не пустят, да, но нам сейчас и не надо. А куда мы тогда едем? Удивился ничего не понявший Лим. Ты же сказал, что безымянные у стены живут. У стен, я сказал, у стен, хмыкнул Матвей. Стены, они, знаешь ли, длинные и на четыре стороны света смотрят. Мы сейчас по зеленому треугольнику едем. Это вотчина великого дома Эль-Синг. Вас же выкупил у храма Великий Дом Эр-Драм, у которого на службе и я состою. Их красный треугольник напротив, с другой стороны внутреннего города. А нам ведь нужно на его дальний край. В общем, нам еще ехать и ехать. В этот момент мы как раз выбрались из внешнего города, переехав по мосту через неширокий канал. С речкой эту идеально ровную канаву, протянувшуюся влево и вправо вдоль края застройки не спутать. И перед нами открылась уходящая на несколько верст вперед равнина, покрытая обычной луговой травой, сменяющейся вдали желтыми полями пшеницы или каких-то других схожих злаков. Прямая как палка дорога, стрелой убегал вперед, теряясь за нивами в густой сочной зелени садов, за которыми, в свою очередь, поднимались высокими домами и башнями очертания далекого города. Видно, что весна здесь уже давно властвует, но чтобы колосьи успели налиться и вместе со стеблями пожелтеть, это уже ни в какие ворота не лезет. Скользя взглядом по пасущимся на широкой сверсту луговой полосе стадам и отарам, которых при таком количестве голов этот выпас никак не мог кормить в долгую, я окончательно уверился, что здесь что-то нечисто. — Шаница уже пожелтела. — Как так? — опередил меня дядька с дальнего края по воске. — Совсем рано же еще. Матвей с зевком потянулся. — Уехать нам долго, но чувствую, все равно не успею рассказать вам все, что про полис и землю знать надо. — Почему, думаете, второй пояс именно землей называется? — Потому что идет за предземьем. Тут же выдал чушь трактирщик Кузьма. Народ прыснул хохотом. Вспокойствие Матвея, так интересно рассказывающего обо всем, что не спросишь, немного расслабило напряженных людей. Я тоже поймал себя на мысли, что любопытство отодвигает тревогу. Никогда не задумывался, почему земля называется так. Неужели в названии пояса скрыт некий особый смысл? — Ха, соображаешь, дядька, поддержал общее веселье солдат. — Так и гриво лошади гривой зовется, потому что перед загривком идет. Но есть еще одна интересная штука. На земле земля втрое быстрее родит, чем у нас на предземье. Я даже сейчас не про короткую малоснежную зиму, какой на дальнем краю от порога считай почти что нет. Трава, кусты, плющ, деревья. Все растет тут с такой скоростью, что урожай по три раза на год собираем. И так оно не только с пшеницей. Любая ягода, любые плоды. Думаете, отчего на земле зверя столько, что стены вокруг всего лоскута приходится ставить. Предземье в сравнении с землей пустой тихий край. У нас жизнь здесь таким ключом бьет, что успевает только жрать. Вы таких зверей, какие тут водятся, и представить себе не можете. Вот придет следующая седмица, будет шанс посмотреть. Окрестности порога единственное место на земле, где из-за постоянного появления полисов относительно тихо. Тут живность вся круто повыбита, а представьте, закинет в глушь, где человека полвека не было, ой, весело будет. Но про весело Матвей говорил отчего-то невесело. Всего пяток дней, и придется нам поучаствовать в местной веселой охоте. Я опять погрустнел. Сразу вспомнились слова синего верхана о том, что дом красных, чудное название знатного рода, я пока не запомнил. Своих боевых не жалеют. Ох, как бы не проспорил обратно полученную красную монету Мехмед. Три месяца большой срок. Вдруг Ло долго будет отсутствовать. Без него я обычный пацан с неплохим троеростом, а незримые клинки — это лишь три секунды могущества. Чую, будет действительно весело. Ммм, говоришь, зверя много? Не проникся моими страхами Сёпа. Так-то разве плохо? Много добычи, много бобов и семян. Ммм, а еще много крови и трупов, насупившись, ответил Матвей. Не советую переоценивать свои силы. Смотрю, ты мужик не из робких, одаренный небось. Хм, есть немного. Довольно осклабился Сёпа. Кстати, дар давно уже вернулся. Стоило выехать из ущелья, как я, да и другие, у кого он имелся, понятное дело, его сразу почувствовали. Тогда сразу отдельно предупрежу, поднял палец солдат. Будь вдвойне осторожен. Не зарывайся, не гонись за богатой добычей. Что отряд, проявивший себя, что того, кто убил больно старого зверя, ждет награда, конечно. Но те крохи не стоят того, чтобы задницу рвать. Безымянным достаются такие объедки, что на них не поднимешься. Лучше срок свой перетерпеть и живым остаться. Возвышение это для вольных. Хм, ждать пять лет не настолько я терпеливый. Вызов в голосе Сёпы звучит слишком открыто. Матвей хмурится еще больше. А давайте тогда сразу к самому важному. Обведя взглядом притихший народ, произносит грозный солдат. Пять оборотов в любом случае ваши. И они ваши в архе. Нравится вам здесь, не нравится, одеваться вам некуда. Земля это вам не предземье. За границами лоскутов всюду смерть. Попадаются дураки, кто мечтает удрать. Но бежать уж, поверьте мне, некуда. И усевшись обратно, уже другим тоном. Ладно, пора уже жрать. На остановке у нас времени нет. Сейчас пойти раздам, на ходу стрескаете. И придумывайте уже себе клички. Я ведь не шутил. Кто не хочет быть ослабрюхом, кумекайте. Своё чаще всего разрешают оставить. Глава четвёртая. продолжаем слушать во все уши. А хлеб вкусный у них тут. На двоих выдали поздоровенные пышные лепёшки с хрустящей корочкой и мягким нутром. Я от нашей с Лимом отломил себе треть, кожемяке нужно больше еды. Ломоть солёного белого сыра тоже весь есть не стал, половину отдал товарищу, а вот яблоки, каких было по три штуки набрато, схрунул все, оставив от них одни косточки. Как-никак мои первые фрукты в этом году. С прошлого оборота по их вкусу соскучился. Быстро стрескали всё, что дали, запили водой, которой в повозке имелась целая, пусть небольшая, но бочка, и снова принялись приставать к Матвею. Пайка солдата, кстати, ничем не отличалась от наших. Что что кормят здесь безымянных неплохо? А откуда в каналах вода? Поинтересовался один из предземцев, когда мы проехали очередной небольшой выложенный вровень с дорогой мост, перекинутый через ещё один неширокий канал, отделяющий поля от заканчивающегося здесь пастбища. На вечно прыгающем туда-сюда лоскуте по идее не может быть рек. Куда им впадать, если каждый раз в новом месте оказываешься? Учёный подмигнул невысокому кудрявому мужику Матвей. Объясню. На всех лоскутах есть источники. Народ сам их уже направляет. Где в какое озеро заведут, где по трубам пустят, где как вархи каналов нароют. Главный наш, из которого источник и бьёт. Вокруг внутреннего города прокопан. От него четыре самых широких идут к углам лоскута. От них уже поперечные малые вроде этого. Кивнул на удаляющийся канальчик солдат. Вода во всех иных постоянно течёт, но пить её не советую. Туда нечистоты сливают. Пьём мы из колодцев. Последний же канал, самый длинный, идёт вдоль всех внешних стен. Потом карту полиса покажу, увидите, как они на лоскут легли сеточкой. Кто-то в древности шибко умный придумал. Единственное, часто чистить каналы приходится, но на то есть пустые. В полях тоже они. Махнул рукой Сёпа на длинную цепь из баб, жнущих серпами пшеницу. А так тоже. Пожал плечами Матвей. Вся тяжёлая, но при этом простая работа отдаётся пустышкам. Кто-то трудится в полях и садах, кто-то за животиной следит. Но, конечно же, большая часть пустоты в заготовке задействована. Камень, дерево, глина, песок. На Лускуте многого попросту нет. Всё приходится извне тащить. Посмотрите потом, как муравьиные бригады работают. Хэ, гля, опоздуны ползут, ткнул Сепан вперёд пальцем. Шах, прижмись к краю, попросил обернувшийся Матвей возниться. Пропустить надо. Ещё чуть правее возьми. Вот так, ага. На широкой дороге разминуться двум встречным повозкам, даже таким здоровенным, как наша, не составляло труда, ни раз уже проверялось. Движение здесь оживлённое. Но тут, как я понял, причиной нашего манёвра стала не боязнь столкновения, а желание проявить уважение к едущему впереди небольшой процессии всаднику в синим наряде с волосяным бубликом на голове. Хм, гони, гони, а то всё раскупят. Негромко напутствовал поронявшихся с нами встречных Сипан. И стоило мне заметить недовольно скривившееся лицо Матвея, как всадник в синим резко осадил коня. «Что ты там вякнул, сын шлюхи?» повернулся к нам белолицей. «Останавливай!» Приказ был обращён к сидящему рядом с Матвеем возниться. И так еле ползущие быки тотчас замерли, повинуясь сигналу натянутых вожжей. «Проси прощения, идиот!» Еле слышно прошипел сопровождающий нас солдат. «Живо все кланяемся!» И Матвей тут же подал пример, соскочив с козел на землю и уже стоя согнувшись едва ли не вдвое. Мы тоже все дружно поднялись с лавок, чтобы отвесить поклон обладающему таким тонким слухом знатному. «А что я такого сказал?» начал был Осипан, но, поймав косой взгляд Матвей, немедля добавил. «Прошу прощения, сударь, Коля случайно обидел, просто торг уж вовсю идет. Поспешать вам надо, если туда собрались». «Куда я собрался, не твое ишачье дело». Подъехал вплотную к повозке знатный. «По-хорошему надо бы тебе отрезать твой наглый язык и заставить его медленно жрать, но тебе повезло. Я спешу». «Смело стивитесь, господин», подал голос так не разогнувшийся Матвей. «Глупый прец, только-только из порога. Я лично ему всыплю плетей, когда едем». «Плетей?» задумчиво повторил белолицый. «Смотрю, в этом году дом твоих хозяев решился тряхнуть мошной. Прикупили себе свеженьких прецов. Давай лучше я заплачу сейчас выкуп и преподам урок остальным. Сколько стоит жизнь этой падали?» Я вздрогнул. «Неужели он взаправду может убить сейчас Сёпу за какое-то слово?» «Знать спей сиво. Из-за оскорбления благородного можно запросто лишиться головы и у нас, но тут никаких бранных слов не звучало. Сепан хоть молчит, но напрягся. Если в свите знатного нет душителя, Сепан наверняка заберет с собой в бездну и крашенного дурака». «Господин упред за боевой дар», извиняющимся тоном проблеил Матвей. «Боюсь, с вас, даже с учетом проступка предза, попросят не меньше двух рубиновых марок». «Боевой дар», встрепенулся знатный. «Тогда ясно, с чего такой наглый. Но ничего, это временно. И раз уж такой дорогой, пусть живет, выкидывать две кровавые марки». «Ладно, плети так плети». «Смотри, всыпь только», погрозил он пальцем Матвею. «Я проверю потом». «Обязательно, господин, извините еще раз, из-за глупого предза и за задержку». Благородный еле заметно кивнул. «Хорошо, жалобы на тебя твоему господину не будет. Продолжайте путь». Но не успел Матвей разогнуться, как знатный сорвал с седла притороченный к нему кнут, и стремительно взмахнул им. «Мать!» охнул Сёпа, хватаясь за рассеченную кончиком холостощеку. «Ты первая плеть от меня!» хохотнул знатный. «Остальные и сам выдашь». Благородный развернул коня и, махнув своим, следовать за ним, двинулся дальше. Красная кровь медленно ползла вниз по не менее красному лицу Сёпы. Было видно, что охотник еле сдерживает себя, чтобы не броситься за обидчиком. Эх, нет знати на их островке, где Сепан был лучшим охотником. Не привык метла спину гнуть. Да и я не привык, а что делать? «На, умойся!» протянул Сёпе кружку с водой Матвей. «Повезло тебе. Лорд имеет право отрезать язык даже вольному гражданину. Про безымянных молчу. Вы ближайшие пять оборотов от пустышек, которых им убивать и без повода можно. В этом прохнувший безымянный лорд должен заплатить его хозяину. «Я думал, мы только перед красными стелиться должны», пробурчал Сепан, промакивая рану намоченным рукавом хламиды. «Ефим, объясни там своим за лордов и за дома», крикнул Матвей солдату, сопровождавшему вторую повозку, которая точно так же остановилась позади нашей. «Так уже?» отозвался тот. «Что случилось-то? С чего этот фатх так взвелся?» «Потом расскажу», отмахнулся Матвей. «Едем дальше, шах, трогай». И снова переведя взгляд на нас, солдат грустным голосом произнес. «Эх, с великих домов начинать надо было, а то пашни каналы. Мне ведь за вас тоже прилететь может. Впредь только цветного увидите сразу же языки в жопу глаза в пол. Наша предземская знать, с лордами арха рядом не стояло. Тут гонор и спесь через край бьют. Если думаете, что безымянным только зверь страшен, то нет. На арене вашего брата тоже мрет предостаточно. Да и просто прикончить могут, если какого благородного разозлить. Слушая солдата, я все больше и больше хмурился. Поганое место этот арх. Здешние правители держат народ в постоянном страхе. У нас жизнь за морем тоже не сладкий мед. Но такого, как здесь, где почти весь люд в бутраках, а хозяева по поводу и без кровь своим слугам пускают, нигде точно нет. Тут лечилка нужна или зашивать придется. Прошипел Сепа, в очередной раз промакивая рану рукавом. Дай гляну, придвинулся я. Да, паршиво, да, кости прошиб, гад. Матвей дернулся. Паря, шепнул он на меня. Я чего только что говорил. Даже если их рядом нет, про лордов нельзя так. У них везде свои уши. Доложат потом, что ты недостаточно сильно уважаешь дома. Ишь, привет. В архе нужно следить за своим языком очень тщательно. Я кивнул, признавая ошибку. Великие дома правят архом с незапамятных времен, продолжал Матвей. Я уже говорил вам, что наш полис разделен на четыре части. С внутренним городом, к которому мы подъезжаем, махнул солдат на приближающиеся постройки у себя за спиной. Оно тоже так. В его центре есть так называемые кварталы знати, окружающие дворец правителя, где живут только лорды и их личные слуги. Та часть города тоже поделена на четыре равные части, каждая напротив своего треугольника. Я вам сейчас покажу. У каждого вольного гражданина на грамоте с обратной стороны изображена карта арха. Там все мелко, конечно, но понять, как наш полис устроен, поймете. Матвей сунул руку за пазуху и вытащил из какого-то внутреннего кармана плотный, сложенный в несколько раз небольшой лист бумаги. Вот, смотрите. Развернув, передал он мне цветастый квадратик. Видишь стены? А это каналы. Вот внутренний город. По рукам прогоните, пусть все поглядят. Поднеся глазам маленькую карту, я быстро ее рассмотрел и передал Лиму. Сёпа только мотнул головой. Сейчас ему не до карт. Из-под зажимающей рану руки по-прежнему течет кровь. Нет лечебного зелия. Пока карта делала круг по повозке, решил я отвлечь от рассказа солдата. Или хотя бы мази какой-нибудь. Зелье дорого, мазь, ерунда, отмахнулся солдат. Доберемся до места, лекарь быстро подправит. Уже вместе с ранами от плетей. У нас если кто с боевым даром, того всегда лечит вне очереди. Стой, влез Сипан, каких еще плетей? Ты это серьезно? Серьезнее некуда, пожал плечами Матвей. Ты лорда мать его за вымя. Выругался Сёпа. Какой замечательный день, и полис какой замечательный, и люди живущие в нем. Путь, муха сруха. Тут нужно вместо вступил на, говорит, вступил в. Рассказывай уже, давай дальше, что там нам еще надо знать. Матвей спрятал обратно в карман обошедшую круг по повозке гранату и положил на затылок руку. Так, на чем я остановился? Великие дома. Прочитали? Там каждый треугольник подписан. Зеленый дом Эль-Синх, желтый Иб-Дей, красный, которым служу я и будете служить вы, дом Эр-Драм, ну, великий дом Аль-Фатх, чей славный сын сейчас простил тебя на глеца синие. Лорда Марха в нашем полисе принадлежит все, кроме того, что принадлежит самому полису. Это как? Удивился я. Ведь на карте даже внутренний город поделен на четыре части. Во-первых, не весь город, а только квартал и знаки, поправил Матвей. А во-вторых, в самом центре еще есть и дворец правителя. Если лорды хозяева тем безымянным, с кем дом заключил договор на пять лет, и тем пустым, кто выкуплен ими у полиса, то вечному правителю Арха принадлежит вся наша остальная пустота, а мы, вольные, платим налоги именно в городскую казну, как и знать. Законы Арха сложны, но со временем вы во всем разберетесь. Если доживете, с дурацкой улыбкой добавил Кузьма. Если проживете в нашем полисе достаточно долго, согласился Матвей. Тем временем повозки почти доползли до края плывущих мимо слева и справа садов. Впереди не особо высокая крепостная стена разрывалась большими воротами, перед которыми еще один, в этот раз довольно широкий канал, дорога перебегала по длинному откидному цепями. «Вот и внутренний город», объявил солдат. «Туда нам не надо, уходим на объездную». Не доезжая моста, быки, понукаемые возницей шахом, свернули натянущуюся дугой вдоль канала по внутренней его стороне дорогу. Оставшийся справа город медленно пополз мимо. Из-за низкой, примерно в три человеческих роста стены, поднимались к небу высокие каменные здания с островерхими крышами. Между ними нет-нет мчались совсем уже в запредельную высь тонкие стройные башни. Чуть в отдалении виднелись купола храма единого. Красивый богатый город совсем не походил на те грязные трущобы, что мы видели возле внешних стен. «Ты чего-то не уходишь отсюда, раз свободный уже», поинтересовался у замолчавшего Матвея Лим. «Уже почесал ухо солдат. Только зачем? Ну, остался бы я сейчас на пороге. Ну, перебрался бы на другой полис потом. А дальше? Денег, чтобы жизнь заново начинать, я пока не скопил. А здесь у меня есть работа, есть дом. Тяну свои года потихоньку. Придет время, отправлюсь уже сразу на твердь. Храмовники это одно, единое другое. Зачем мне цель жизни тереть? Я с пути не сойду. Я охотник и воин. Достойно, кивнул один из предземцев. А в чем твоя служба? Поинтересовался продолжающий держать рану Сепан. Таких как мы возить дело редкое. Обычно чем занимаешься? На посылках узнать, улыбнулся Матвей. По полису весь день туда-сюда носаюсь. Понятно, протянул Степа. Охотник и воин. Да, ух, Сепан. И зачем свою злость на человека, что с добром к нам отнесся выплескивать? В наших бедах он не виноват. Прав тот лорд, скривился солдат. Тебе плети только на пользу пойдут. Эхо, тяжело ж тебе с таким языком вархи придется. Даже на своего будущего старшину бочку катишь. Я ведь шутканул паре. Безымянных вожу на вылазки. У меня кромя способности доли видеть еще нюх звериный и огненная пыль. Трижды в бездне бывал. Сидящий в повозке народ уважительно уохнул. Оказывается, провожатый наш не так прост. Мы-то думали, что он обычный охранник, которому поручили нас в пути рассказать, что да как здесь устроено. Оно вон что получается. Командир со своими бойцами знакомится. Извини, старшой, мгновенно повинился Степан. Туповат. Шутки плохо понимаю. Прощаю, улыбнулся Матвей. Мне тебя еще плетью стягать. Но не бойся, все тут же подлечим. Сейчас седмица такая, когда лекари один йог без дела сидят. Вот на будущее лучше безран обойтись. Куда бы не занесло лоскут, везде будет весело. Там уже к лекарям очередь скапливается. А нас что, тут же за стену отправят? С опаской поинтересовался богач, что хотел удрать с жинкой. Вот так сразу, без подготовки. Почему ж без подготовки? Удивился Матвей. А я тут чего языком без уст ремелю? Читай, как раз вас готовлю. У нас так-то еще целых пять дней в запасе. Мне главное успеть с вами познакомиться, узнать, кто чего стоит. Небось с предземья все с добрым троеростом приплыли. Оружие поди тоже в руках все держали. А у кого и дары бездны есть. Подмигнул он мне. Ну да, про Сёпу он знал, значит, и про всех остальных ему уже рассказали. В повозке одаренных нас трое. Рыжий Ф, что видит, как Матвей и Доли тоже сел с нами. Или... Внезапно я, вспомнив, как при въезде в поле с нас пересаживали из-за одних повозок в другие, все понял. Нас же специально так поделили, чтобы в каждую по три одаренных по две баба. Так мы все в твою ватагу, старшина? Уже зная ответ, спросил я. Ага, кивнул Матвей. Только не в ватагу, а в отряд. Ватаги в предземье остались. У нас слушайте, как оно все устроено. Следующие полчаса наш командир, почти не замолкая, вещал про то, как властвующие на своих треугольниках великие дома организовали обеспечение пульса всем необходимым. Оказывается, в каждой из четырех внешних стен имеется по десятку ворот, через которые народ тащит с земли на лоскут многочисленные так называемые муравьиные бригады, составленные из пустых. Но если те заняты заготовкой и доставкой различных материалов, то отряды добытчиков и собирателей, набранные из безымянных, соответственно отвечают за охоту и сбор ценных растений. Среди вольных же граждан арха тоже немало рисковых ребят, либо идущих на службу к лордам и возглавляющих как наш командир отряда безымянных, либо великому дому, с чьей стены они ходят в походы. Кстати, внешние стены знать содержит и строит сама. Лорды же, чей треугольник упирается в эту часть лоскутного квадрата, получают права на все ценное оказавшееся после переноса в их секторе. Это так называется часть наружной земли, которая оказывается между линиями, продолжающими их треугольник. Соваться отрядом других домов туда запрещено. Это важно, так как после переноса снаружи с одного стороны лоскута может оказаться, к примеру, большая река, переправляться через которую сложно и зачастую бессмысленно, а с другой будет лес или степь, куда тут же полезут отряды добытчиков. Впрочем, есть и другой риск. Перенос может запросто закинуть лоскут в такой край, где уже не самим лезть наружу придется, а наоборот, отбиваться от лезущих к нам. Земля велика и безумно разнообразна природой. Есть места, где такая дрянь водится, что на стенах сидишь день и ночь всю седмицу. Оборонять полис тоже наша задача. Про добычу отдельно скажу, сменил тему Матвей, когда мы объехали внутренний город по кругу и мимо опять поплыли сады. Никогда не пытайтесь слопать боб или единое упаси семя. С нами будут ходить глядуны, чья задача за этим смотреть. Будет пойман кто, я помочь не смогу. Наказание строгое. Пожалеете трижды. Нам по выработке платят жалование, там сложный подсчет. Причем платят деньгами. Мне побольше, конечно, вам крохи. Наградить могут, если большой куш сорвем, но там тоже смех. Ваша главная плата, уменьшающийся с каждым днем срок службы. Думайте только о времени и о том, чтобы выжить. Я специально на смерть не вожу. Мне важнее людей сберечь, добычу взять. Ясно, буркнул Сепан. Жопы не рвем, на рожон не лезем. Неверно, покачал головой старшина. Вот и кровь лить придется в любом случае. Отлынивать от работы я никому не позволю. Просто слушаем своего командира и сами ничего не придумываем. Матвей потянулся, зевнул и продолжил уже о другом. Теперь к вам. Троерост со всех сниму по приезду. Про умение обращаться с оружием и про опыт тоже всех расспрошу. Кому-то, возможно, придется пойти в собиратели. Покосился он на жену богача. Пока же давайте про дары. Рассказывайте, кто чего может. Теперь уже скрывать нечего. Мне с этими людьми через несколько дней выходить в поход. Все, что прежде рассказывал Сепи и Лиму, повторил для всех, премного порадовав Матвея, да его остальные глаза заблестели своими незримыми клинками. После моих откровений короткое рыжего эфа я доли вижу, ни на кого уже не произвело впечатление. И даже Сепи на три секунды могущества, как он выразился, описывая свою способность, вызвали у народа куда меньше восторга. Неплохо, неплохо, подвел итог по услышанному Матвей. Ефиму перевел старшина взгляд на ползущую позади нас повозку. Наверняка повезло меньше, у нас ведь совсем новые отряды. На старые других командиров поставили, теперь кроме вас у меня всего десяток безымянных из местных, но там больше опыт, чем доли. Ну и, само собой, никаких одаренных. Тут вообще с одаренными плохо. Среди вольных это очень редко встречаются. Я свои все еще в предземье добыл. А что так? Поинтересовался Сипан. Тут нор, что ли, меньше? Так на лоскутах и вообще нор нет, пояснил другу Лим. Помнишь, нам порожник рассказывал? Не в этом дело, отмахнулся от помощи Лима Матвей. Лоскут, да, но снаружи нор столько же, что и у нас. Постоянно находит их. Чуть ли не при каждом переносе, то с одной стороны лоскута, то с другой нора отыщется. Кстати, тут уже награда весомая. Кто нашел, нормально денег получит. Сколько это уже зависит от цвета норы. За красную аж кровавую марку дают. Только это уже совсем редкость. Красную? Хуром переспросила сразу несколько человек. Ага, откликнулся старшина. В предземье у нас таких нет. Там испытания сложнее, чем в черные, а смысла лезть туда тем, у кого дар нет, никакого. В красных норах новых даров не дают, только старые улучшают. Про дары второго порядка, небось, и не слышали? Там за морем про них мало кто знает. Народ отрицательно замотал головами. Я тоже. Понятно теперь, откуда у сердолика так красная нить и дар двушка. Очень сильная штука, продолжил Матвей. Лекарь, что седмицу свой дар восстанавливал после этой норы с тем же делом справляется за день. Кто минуту надарив зад ужаленным бегал, сможет целый час так носиться. Ведящие доли начинает видеть еще и от мер. Каждый дар по-своему улучшается. Случаев мало, так что всего и не знает никто. Я вот в душе не чаю, как на двушке, к примеру, мои искорки себя поведут. Так найди такую нору и проверь. Старшина повернулся к Сипану. Сейчас скажешь, что трус, но жить хочется больше, чем то проверять. Из красной мало кто возвращается. На моей памяти всего дважды такие вблизи стен находили. Один раз нора четверых лордов сожрала, прежде чем ее сам правитель закрыл. Второй лучше прошло. Драм из наших господ шел четвертым по очереди. Перед ним трое сгинули, а он справился, там ведь как заведено, в чьем секторе отыскалась нора. Из того дома лорд и пытается ее первым закрыть. Вышло, молодец. А не вышло, идет смельчак из следующего великого дома, чей треугольник по левую руку лежит. И так далее, пока круг не замкнется. Потом либо новый круг начинают, где уже любой вольный, кто больше заплатит, может рискнуть, либо правитель ту нору закроет, у него право пятой попытки, но правитель тот только на черные с красными задится. Второй круг почти всегда наш, вольных граждан. Понимаете теперь, почему одаренных в отрядах так мало? Деньги платить. Понимаем, откликнулся тот чернявый мужик, спадающий на глаза челкой, что еще на пороге заявил Рысину, что он сам по себе. Захапали себе ваши лорды все норы. Хоть пять, хоть десять оборотов тут жопу рви, а дар тебе не видать. Это были его первые слова за сегодня. И, судя по обиде, в голосе Молчун надеялся обзавестись дарами здесь, на земле, раз в предземье не смог. Верно, согласился Матвей, и поэтому от нас часто уходят те, кто на твердь собирается раньше, чем срок подойдет. По пути дальше земли без дара идти слишком короткая дорога получается. Там уже место только для по-настоящему сильных воинов. А что те доли без дара? Желательно боевого. У нас в архе с этим делом беда. Тут ведь как? Белые норы, единственные, которые сам нашедший их может попытаться закрыть. В остальные сунешься смерть. Тут закон строг. Даже если пройдешь испытания, тебя непременно казнят. Были случаи. Пока в архе про норы забудьте и думать. А правитель? Внезапно подала голос жена другого богача, что сидела с мужем на дальнем краю повозки. Норы черные, норы красные, это же смертельно опасно. Все, кто что еще хотел спросить, моментально заткнулись. Народ разом повернулся к уловившей в рассказе Матвея самой необычной женщине. Я и сам тут же понял, в чем таится подвох. Старшина слишком быстро прошелся по этой части своих объяснений, и никто, кроме внимательной бабы, не заметил касающуюся правителя полиса странность. То, наверное, потому, что уж слишком она невероятно звучала. Впрочем, я уже догадался, звание правителя вечно, но получающие его люди меняются. С хитрой улыбкой выдал я свое объяснение. И боюсь, что меняются часто. Стоит не пройти испытание бездны. Вечный правитель правит архом четыреста лет, перебил меня Матвей. У него больше сотни даров, и почти все из них второго порядка. Ты не прав, парень. Это один человек. Хотя он настолько могуч, что человеком его уже сложно назвать. «Лорды великих домов, большинство безымянных и вольных из местных, и практически все поголовно пустые, поклоняются вечному правителю как единому». «Да что там как?» «Даже я мысленно порой обращаюсь к нему. он велик». Матвей на секунду прервался и обвел нас еще больше посерьезнейшим взглядом. «У нас в архе два бога», торжественно провозгласил он. «И более почитаемого из них зовут Хо, вечный правитель Хо, если более точно». Глава пятая. Первый прыжок. Наши казармы, как назвал Матвей, длинное одноэтажное здание, сложенное из крупных глиняных кирпичей, располагались возле внешней стены, отделенной от нее только широкой дорогой по всему кругу, то есть квадрату опоясывающей лоскут. Кроме нашей пары только что созданных отрядов, занявших одну здоровенную комнату с надоевшими мне уже за последнее время двухъярусными кроватями, здесь проживало еще четыре раза по столько же народу, всего около трехсот человек. Так называемый центральный, он же пятый кулак, где каждая пара отрядов из имеющегося десятка именовалась пальцем. Мы со второй половиной предземцев, попавших под начало к Ефиму, звались средним пальцем. Всего же таких кулаков и казарм на внешней стороне красного треугольника великого дома Эрдрам имелось аж девять штук, как и ворот в стене, если не считать рак. Тут же рядом имелись столовая, прачечная, командирский дом, штаб кулака, кузня, госпиталь, склад оружейный и еще нескольких хозяйственных построек, про назначение которых Матвей не успел нам пока рассказать. Целый маленький городок, обнесенный дощатым забором. В нашем отряде, получившем с подачи Матвея гордое имя «Идущие», было ровно три десятка воинов-охотников, если не пустышек, переведенных в безымянные воли лордов, отобравших их в свое время для обучения в специальной школе. Каждый великий дом имел их по несколько штук, в смысле школ, где учили не грамоте, счету и прочему, а только оружному бою, охоте на всякого зверя и храбрости. Как назвал это Матвей, архейская лестница воина. В полисе каждый мальчик-пустышка с раннего детства мечтает о том, прочих работах на лоскуте безопаснее, чем ходить с собирателем или добытчиком. Но первое твоя вечная доля, а второе шанс попасть в вольное. Либо как бабы батрачишь до старости, либо пять лет в безымянных, и ты уже можешь повелевать своей судьбой сам. Хочешь, трудись дальше за справедливую плату на полис, копи деньги на выкуп родных, троерост, отмер, дом получше. Хочешь, переходи на порог, когда тот появится, и двигайся дальше, если считаешь, что на том лоскуте тебе больше понравится. Кстати, последнее выбирает большинство отслуживших свой срок безымянных. Внутренний город и так полон вольных, живущих там семьями многие поколения. А продолжать ходить за добычей в походы желают не все. Да и доля, что лорды арха забирают себе даже с вольных, считается высокой. Мол, в других полисах можно тем же самым заниматься с куда большим прибытком. Вот и бегут ветераны. Только лордам на это плевать. Чего-чего, а народу в Великом Архии с избытком. Пустота плодится, как кролики. Им за каждого дожившего до семи оборотов мальца выдается изумрудная марка. Огромные деньги с точки зрения бедноты. А на самом же деле совсем небольшие. Матвей, пока ехали, объяснил, как примерно переводить для себя благородный цвет на наши предземские деньги. Изумрудная марка, она же зеленая, зелень, зеленка, это где-то десяток серебряных. Сапфировая марка, она же ледяная, льдинка, ледянка и синька, примерно один золотой. Ну и кровь, как в народе зовут самую дорогую монету, она же кровавая или красная марка и рубиновая, если по-правильному, тянет аж на десяток золотых. Но то все сейчас для нас так, чтобы знать чисто. В руках кровь подержать, как льдинку или даже зеленку, в ближайшее время едва ли получится. Наши жалования пятьдесят агатовых грошей в месяц, коих даже на изумрудную марку нужно в два раза больше. За чернуху, как называют эти мелкие и темные, словно измазанные сажей монетки, что-то путное купить невозможно. В ходу гроши только во внешнем городе. Впрочем, тратить те крохи не обязательно. Кормят нас, как и поят, за так. Одежда, оружие, крыши над головой, все казенное. По утру, вторым днем, после завтрака как раз ходили на склад. Подбирать себе инструмент по руке и способностям. Топоры, луки, копья, ножи, арбалеты. Этого добра здесь в достатке. Себе взял копье с длинным широким навершием. Копья, как первое против любого зверя оружие, здесь положено всем. Небольшой топорик, какой удобно метнуть, нож и лук. У меня теперь, как и у каждого прочего безымянного, есть своя собственная ниша с номерком в общей стойке отряда. Число девять же, как и маленькая буковка И, означающая идущие, нарисовано несмываемой краской на всем, что я выбрал. Потеряешь в походе оружие, его стоимость вычтут из жалования. Сломать можно, но испорченное, будь добр, принеси с собой в полис. В общем, правил тут много, но постепенно запомню их все. Как и клички своих новых товарищей по отряду. Матвей не шутил. Безымянные из местных, кое-пять рад служили уже по три года, с большим рвением подошли к делу выбора наших новых имен. Каждому из нас пришлось вкратце рассказать о себе и озвучить ту кличку, что сам себе выбрал. Если старикам она нравилась и народ считал ее подходящей кличку, оставляли. Если нет, как в случае с земградским богачом, на удачу назвавшимся любимцем судьбы, то давали другую, выбирая ее всей толпой. Так земградец, владевший в столице империи крупным доходным домом, вместо любимца судьбы стал домовым. Его жена, в силу подогнанного по предземский потолок второго роста, оставленная в добытчиках, в отличие от второй, ехавшей с нами бабы, которую перевели в собиратели вместо послушницы, уж не веду я, отчего она так назвалась, сделалась домовихой. А трактирщик Кузьма, пожелавший так изваться трактирщиком, стал по воле стариков просто чудиком. Эта кличка родилась в силу непонятого народом желания Кузи остаться добытчиком, имея всего по десятку долей в каждой ветви и совершенно не умея что драться, что общаться с оружием. Как сказал Глист, высокий, худой, безымянный из опытных местных, прикончить себя можно проще. Вот двое из наших, которых Матвей точно так же счел слабыми для работы добытчиками, возможностью перейти в собиратели воспользовались, не задумываясь. С небольшими долями лезть в бой смысла нет. Набрать их здесь сложно. На месячное жалование, если не тратить из него ни гроша на что-либо другое, можно купить только пару бобов. То есть за пять оборотов службы, без учета наградных, с которыми не угадаешь, можно поднять троерост всего-то на сотню с хвостом. Цель такая себе, но пустышки, попавшие в школу, выходят из нее лишь с тремя десятками долей на каждую ветвь. Это нижняя планка того, что сочли лорды годным для службы. Эти копят те крохи, что им платят знать, и тратят как раз в основном на бобы. Но то местные, они, в отличие от Кузьмы, чудико драться умеют, рвутся в добытчики как раз за удвоенным жалованием. Собирателю в месяц на один боб хватит лишь тех грошей, что им выдают. Глупый предз же, полезший на землю с плохим троеростом в понимании глиста и других стариков, должен думать не о возвышении, а о сохранении жизни. Местные, как я успел заметить, и вообще очень плохо относятся к предзам, что вступили на путь, не имея хороших долей. Правда, это работает и в обратную сторону. Те из нас, кто поднял троерост в прошлом поясе к заветным трем сотням по ветви, местные уважают премного. Ни ко мне, ни к Сепану, ни к Лиму по поводу наших самостоятельно выбранных кличек у стариков не возникло вопросов. Так теперь и зовемся Метлака, Жемяка и Смертик. На удивление Сёпа не стал возмущаться, когда один крепкий мужик из отряда, рассказавший про себя вперед нас, попросил его кликать охотникам. Тот полвека в походы ходил и бил самого разного зверя премного наторев в ремесле. Дядька сильный и опытный, хоть и без дара. Ему кличка подходит, но, наверное, Сёпа похитрил, делая вид, что придуманная Лимом метла ему не по нраву. Но в целом же в нашем отряде кого теперь только нет. Рыбак, конюх, шила, ловкач, жук, косой, бык. Всех сложно запомнить. Рыжий Эф просто рыжий отныне. Молчун с челкой и с дыркой в ухе. Это Сёпа язык подложил, когда старики не приняли выбранное самим дядькой низверженный. Уж для шутки дурацкой назвался тот так или просто дурак, я не знаю, но Сепан, на мой взгляд, точно спас шутника от совсем уж поганого прозвища. Местные хоть и сильно уступают нам в троеросте, а ребята суровые, никому спуска не дадут. Барон Рысин он попробовал сходу поставить смердов на место, но тотчас получил от Ефима затрещину и минутное поучение на тему в отряде все равны, и только командир может затыкать в рты кулаком или словом, а придумывать новичкам прозвище «священное право старичков», пусть те по возрасту и годятся кому-то во внуки. Теперь Рысин вместо желаемого барона именуется унизительным с его точки зрения Рыся. Мы же следующим утром узнали, что плеть, которую Сёпа уже испытал на себе в первый вечер, используется только в исключительных случаях. Избивших ночью троих стариков безымянных из своего отряда барона с товарищами оштрафовали на месячное жалование и заставили вместо служек пустышек убираться до конца этой седмицы в нужниках всей казармы. Плеть — это раны, и зачастую их нужно лечить что-либо дорого, либо долго. Куда выгоднее и больнее для провинившихся наказать их подобной работой. Как-никак, кулак — это три сотни человек, и у каждого задница. В занимающих отдельное здание нужниках очень есть чем заняться. А еще мы отныне все меченые. Третьим днем проклеймили всех раскаленным железом. На предплечье теперь носим дату, когда начали службу, и красивую с завитушками «Д», означающую, что безымянно относится к дому «Эрдрам». Выйдет службы срок, лекарь сведет. Зато сразу всем видно, что ты безымянный. Пустота свою метку имеет. У них просто буква, без чисел. За знатного здесь себя будет выдать непросто, даже если волоси покрасишь и ружу набелишь. Хотя рукава у них длинные. Хорошо бы с закатного возгорья начать. Там на голых холмах и просматривается все неплохо, и зверья сильно жуткого нет. Мне великостей больше нравится. Сложно, да. Зворы ходят, бизоны кочуют, гиены стаями, и зато все как на ладони, и из засады никто крупный не кинется. Все по-честному там, сила на силу. Да уж, все равно, где лишь бы не в гнилое болото закинуло. И не в лес великанов. А, и не в край ста озер. Разговор ведут Глист с другим местным из старых по кличке Медведушка. Сейчас будет скачок. На рассвете о небо уже начинает сереть. Лоскут прыгнет на новое место, и народ, что весь вечер в казарме гадал, куда выкинет нас, продолжает гадать, стоя здесь, на стене. Ведь земля велика. Чего только здесь нет. Каждый раз ты не знаешь, где окажешься с новой седмицей. Миг-другой и увидим, что выпало. В руках копья, на спинах луки и арбалеты со стрелами. Может так обернуться, что придется пустить нам оружие в ход, едва лоскут прыгнет. Хорош уже новичков пугать, затыкает Матвей Бултунов. В гиблую чащу раз сто оборотов заносит, а все остальные места нам по силам. Всем отрядом стоим на стене, дожидаясь рассвета. Чуть правее сгрудились вокруг своего командира вступившие, как зовутся теперь наши спутники из второй половины предземцев. Мы с ребятами Ефима на пару не просто центральный палец, но и главная ударная человек с боевым даром есть в каждом отряде, но в наших таких сразу двое и трое. И, конечно же, трое ростом мы сильно впереди остальных. Предзов в кулаке кроме нас и наших старших больше нет. Дом Эрдрам в крайний раз выигрывал торг за вступивших на путь семь оборотов назад. Из тех сорока четырех человек в живых нынче осталось двенадцать, и то про троих нет уверенности, ибо ушли в другой полис. Из девяти же, решивших не покидать Арх, четверо вольдами гражданами осели во внутреннем городе, где заняты своим прежним ремеслом, и только пятеро, как Матвей и Ефим, возглавляют отряды добытчиков. В общем, из пяти ветеранов предзов двое с нами, а еще трое раскиданы по другим кулакам. Получается, что наш сдвоенный палец самый сильный во всех кулаках великого дома эрдрам. Но превосходим мы лишь других безыменных. Собранные из вольных отрядов, каких по одному имеется при каждых воротах, нам в трое росте и в числе одаренных не уступают, а уж как в опыте превосходят. Прознатных и вовсе молчу. Когда Матвей рассказал, что из наших центральных ворот в походы выходят собранные целиком из одних только лордов отряда, я даже не сразу поверил. Думал, шутит. Но нет. В каждом из великих домов есть четыре таких, что опасенно отправляются на землю за самую опасность добычей. Отыщись, где хозяин леса или царь зверей, как здесь называют совсем уж древних чудовищ, или крупная стая матерых хищников, знать никогда не упускающие случая показать, кто здесь истинные охотники воины, сразу же забирает себе эту цель. И сейчас один такой отряд лордов уже наготове. Вон стоят на участке стены, что проходит над створками ворот, как и мы ждут рассвета. Называются эти конкретные знатные рожи повелители крови. Если будет куда выходить, они выйдут первыми. Прыгаем! На мгновение опередив возглас Матвея, по глазам бьет яркая вспышка. Две секунды и возвращающееся зрение, постепенно открывает детали представшей перед нами картины. Кто заказывал великую степь? Да уж, слово «великая» здесь подходит как нельзя лучше. Раскинувшемуся перед нами зеленому простору конца крайне видно. Впечатляющее зрелище. И совсем ведь не похоже на травяное море предземья. Там трава высоченная, здесь, по крайней мере на ближней к нам части, которую могу разглядеть во всех подробностях, короткая, едва ли мне до колена дойдет. Ну и цвет совершенно не тот. Может, ранней весной родина хортов имеет точно такой же ярко-зеленый окрас, но передо мной она предстала в свое время в желто-сером обличье. Можно было бы предположить, что это первая свежая травка, которая вылезла из влажной земли после только что сошедшего снега. Но тут уже настолько тепло, что вовсю пахнет летом. Причина свежести молодой травки в другом, та просто не успевает вырастать. ее лопают, едва она успевает всходить. Лопают прямо сейчас. Всего в сотне шагов от стены начинается стадо каких-то огромных мохнатых быков. Начинается и не заканчивается. Их тут тысячи, десятки тысяч, а может и больше. Непрестанно колышущаяся коричневая река в ширину разлилась на версту, а длины же в ней нет, краев слева, справа не видно. Неторопливо бредут мимо полиса, выщипывая на ходу свежую травку под корень. Вот это добыча. Просто бей, не хочу. Среди и так крупных быков тут и там возвышаются ну просто огромные особи. Вон, топает вдалеке живой холм размером с двухэтажный дом. А правее верстой идет зверь еще больших размеров, не иначе хозяин леса, то есть степи. Хотя зачем хозяевам, лишенным возможности плодиться, находиться при стаде? Просто эти мохнатые звери изначально немаленькие, вот и выглядит старый зверь настоящим чудовищем. Правда чудище это не только размер. Ближе к нам прямо за каналом. В страхе, ну а может быть удивление выступает причиной странного поведения хищников, крутятся на месте несколько десятков по-настоящему жутких существ. Здоровенные головы с вытянутыми вперед зубастыми пастями удерживают толстенные шеи, переходящие в туловище необычной формы. Широкие спереди и более узкие сзади. Твари нечто среднее между волками и львами. Передние мощные лапы вдвое длиннее задних коротких. Похоже лоскут при прыжке накрыл часть их стаи, и звери никак не поймут, что случилось. Гиенами лорды займутся. Наше дело бизоны. Спускаемся. Сегодня оборонять стены без надобности. Вслед за озвучившим нашу задачу Матвеем двигаем к лестнице. Другие отряды тоже начинают спускаться. Значит бизоны. А хищники это гиены. Понятно. Сегодня нам далеко идти не придется, добыча под носом. Как брать ее только? Хэх, удачно скакнули. И не говори прямо к стаду. И стадо же прикроет от зворов. На той стороне увидел пару выходов, но с нашей нет вроде. По довольным лицам безымянных из местных понятно, что нам повезло. Внизу у ворот уже очередь. Первыми стоит отряд знатных. Сейчас лорды одеты попроще, ярких красных цветов нет как нет. Чудные прически распущены. Крашеные волосы убраны под шлемы, обтянутые серой с темными пятнами тканью, чтобы металл не блестел. Штаны и рубахи того же окраса. В руках копья, на поясах топоры. Луки с колчанами отданы слугам. Пойдут лорды пешими. Оседланные на всякий случай лошади отведены в сторону. Здесь они не нужны. А у нас их и нет. Конь привилегия знати. Арбалеты, луки скидайте, приказывает Матвей. Сегодня они не понадобятся. Пустота отнесет в оружейную. И то верно. Настолько крупную дичь стрелой и даже болтом в упор не свалить. Ну, тут если только в глаз, это оружие будет только помехой. Не потеряется? С опаской спросил рыжий Эв, скинув со спины арбалеты колчан. Нет, успокоил Матвей. А если едает, не твоя проблема, деньгой не тебя накажут. Все. Подъемные ворота перестали трещать, как и цепь звенеть. Мост опущен, повелители крови тотчас же рванули вперед быстрым шагом. Мы следующие. Обождем малость, дадим господам разобраться с гиенами, объясняет Матвей и добавляет, повернувшись к нам с сепой. Дар не тратим без повода, только если совсем уж прижмет или шибко старый зверь попадется. Работаем копьями. Мы с отрядом Ефима выходим на мост и останавливаемся друг рядом с другом. Я в первом ряду с Лимом и Сепой. Тут же глист, бровь и не уступающие кожемяки встать и медведушка. Старики безымянные будут нас прикрывать. Матвей загодя объяснил, что оберегать одаренных в походах главная задача отряда. Никакая добыча не стоит потери кого-то из нас. Мне такой подход нравится. На ловца и зверь бежит, улыбается глист, глядя набросившихся к отряду знать гиен. В стае только взрослые особи. Молодняк видно остался на замещенной лоскутом части степи. Прилично уступающие гиенам в размерах двуногие ошибочно представляются хищником легкой добычей. Шок от появления рядом стены и канала прошел. Или охотничий азарт просто сильнее всех прочих чувств. Массивный и гривастый вожак мчится первым. Ноги разной длины делают его бег необычным. Зверь трусит словно в развалочку. Хорош завистливо вздыхает глист. Но такого не жалко и чуть дара слить. И он прав. Выступающий немного вперед лорд вскидывает пустую руку. Та вдруг резко копья и пробивает грудь зверя. Хищник падает замертво, а рука одаренного уже прежней длины. Ничего так способность. Сейчас тебе ран свое облако кинет и тупо затыкают вялых. Коренастый сутулый бровь, получивший свое название за густые черные брови, что срослись у волосатого дядьки в одну, знал, о чем говорил. Видать, за свои годы службы хорошо изучил все четыре отряда Великого Дома Эрдрам. Не успели гиены вплотную приблизиться к растянувшимся в цепь охотникам, как один из лордов задействовал дар, и навстречу хищникам поползло мерцающее серое облако, в меру прозрачное, чтобы заметить, как влетающие в него звери тотчас замедляются. Мощная штука, сообщает Сипан-углист. Но пустить можно только, если по ветру идешь, иначе своих накрой ты, кобзда, празднику. Попавшие в облако гиены выходят из него, уже не выбегают, какими-то сонными. Движения хищников вялые, тут больше тратить дар незачем, уж точно не уступающие нам в троеросте лорды берутся за копья. Точные резкие выпады разят неспособных сопротивляться гиен. Стая — все. Дальше только вскрывать туши и шинковать сердца. Но этим уже займутся особые слуги знати, что пойдут по следам хозяев чуть позже. Выступаем! Наше направление прямо! Командует Матвей. И тут же ему вторит Ефим. Под копыта не лезть! Работаем осторожно, если что, текаем ко рву. Сходим с моста и, растягиваясь на ходу цепью, направляемся к продолжающему, как ни в чем не бывало, неторопливо брести мимо полиса, стаду бизонов. Слева глист, за ним лим, справа бровь и медведушка. Сёпу Матвей отодвинул чуть в сторону, чтобы, как он сказал, было от вас больше пользы. Сам же наш командир идет в центре, а мы, предзаиместные, расставлены через одного. Это загоди обговорено. Опыт с силой соседствует. У вступивших в Ефима все так же. Бегают они не особо проворно. Если на нас попрут, дергать в канал и по веревкам наверх, вода их задержит. Отступят, слезать и по новой всё. Работы нам тут на весь день. Глядя на бескрайние стадо, скорее подумаешь, что не на день и на всю седьмицу. Но кто его знает, как поведут себя эти мохнатые, когда начнем тыкать им в бока копьями. Пока в поведении ближних зверей незаметно тревоги. Трава под копытами интересует их больше, чем приближающаяся сбоку мелкота с палками. Впрочем, сейчас устроят им проверку. Устремляю взгляд влево. Закончившие с гиенами лорды в паре сотен шагов от нас приближаются к стаду. Вот и первый удар. Не копьем. Разветвленная молния бьет по крайним бизонам, заставляя нескольких копытных упасть, а еще сотню сорваться с места галопом. В рядах мохнатых зверей вспыхивает очаг к суеты, приводящей к череде столкновений и к давке. Но стадо столь велико, что волнение очень быстро заканчивается. Прочувствовавшие боль от удара на собственной шкуре бизоны просочились глубже в мычащую толпу рогачей, а не пострадавшие и не понимающие вертят огромными мордами. Цепь лордов подбирается ближе. Вижу огненный шар, но это последнее, что успеваю заметить. Мы у цели, Матвей начинает командовать. Выбираем себе зверя, бьем на три, метить в шею, выдернуть копье и назад. Раз, два, с криком три дружно ускоряемся всем отрядом и с короткого разбега бьем копьями тех бизонов, которых приметили парой мгновений назад. Часть зверей успевает отпрянуть, часть повернутся рогами к опасности, но большинство ударов достигает цели. Длинные наконечники копий входят вплоть, пробивая прочную шкуру. Кто как, а я, наплевав на советы Матвея, всадил острие свои пики в большой бычий глаз. С моей ловкостью да не попасть. Бизон сразу рухнул. Я еле успел выдернуть из рана оружие. Несколько быстрых шагов назад и только теперь принимаю решение. Мчаться к рву смысла нет. Стадо непуганных громадин отпрянуло краем, где мы на него налетели, и все. Бесчисленные рогачи идут дальше, косясь на нас и на трупы собратьев. Подранки, каких среди целей атаки значительно больше, уходят вглубь стада. Где-то там, в центре этой мохнатой реки, наверняка прячутся и самки с телятами. Разбились по парам? Дальше работаем сами. На рожон не лезть. И понятно, второй раз так легко подойти и ударить не выйдет. Зверь отныне ученый. Алим с глистом осторожно крадутся вперед. Меня же за собой манит бровь. Этот безымянный, хоть и не из былого отряда Матвея, но тоже из опытных, со вчерашнего дня трется рядом. Понимает мужик, что прикрывать одаренных мало того, что почетно, так еще и опасности меньше. Я ведь, коли припрет кого хочешь, своими клинками с рублю. Тут еще неизвестно, кто кого защищать будет в паре. Как же все поменялось. Больше звери взять малым трудом нам не светит. Для мохнатых громадин мы не какая-то мелочь, а мелочь опасная. Нас встречают, повернувшись к двуногим рогатыми мордами с угрожающим блеением. Теперь безнаказанно не пырнешь, сообщает мне бровь. Готовься текать. В этот раз будут гнать. С двух сторон приближаемся к выбранному бычку покрупнее. Тот храпит через широченные ноздри. Вот-вот кинется. Слева ему уже пыжится забодать еще более крупный бизон. Кожемяк проворнее. Краем глаза замечаю, как вдруг протыкает копьем шею зверя. Наш тоже уже обречен. Страха нет, кровь по жилам толкает азарт. Я шустрее этой туши в пять раз. До рва и стены за ним меньше сотни шагов. В любой миг могу сдернуть, и Йокос-2 меня эти рогачи переростки догонят. Краем глаза замечаю, как надо мной пролетают два человека. Один сидит на спине у другого. Незнатные и не кто-то из наших. На безымянных всего кулака одежа другая, попроще. Ребята из вольных, поясняет бровь, полетели крупняк валить. А ведь дело, меня бы кто-то так прокатил. Подлететь к той громадине, что приметил еще на стене, и незримым клинком башку чик, но, что есть, то есть, бровь замахивается на выбранного нами бизона. Тот бросается на него, опустив рогатую голову. Я подгадываю моменты, бью сбоку в мохнатую шею. Доли решают. Тот китар, что некогда промышлял козлорогов в шипучке, едва ли бы смог пробить эту шкуру копьем. Китар нынешний и зуба на броню бы проткнул. Как же приятно быть сильным. Вдергиваю копье, избрызнувшее кровью раны, и добиваю бизона еще одним точным ударом. Бросаю быстрые взгляды по сторонам. Что слева, что справа народ занят пляской с рогатой добычей. Возле наших отрядов точно так же ведут танец боя другие пальцы центрального кулака. А вот лордов и вольных не видно. Те куда-то ушли. То ли вклинились в стадо, то ли сместились подальше, чтобы нам не мешать. То есть это мы слабаки им мешаем. Впрочем, кто-кто, а я точно не самое слабое звено в длинной цепи добытчиков. Вернее, мы с бровью. Безымянный уже выманивает на себя следующего бизона. Вот йог. Сразу два рогача вознамерились западать приставучую мелочь. Необладающий моими медалями охотник едва уворачивается от парной атаки. Тут пора бы помочь. С громким криком налетаю на одного из зверей. В шею бить неудобно, достаю копьем в брюхо. Это я орал громко? Нет. Вот мохнатый раненый бык ревет так ревет и лед треснул. Коллективное терпение стада, ну или ближний к нам его части лопнул и подхватившие мычание собрата бизоны поперли на нас коричневой рогатой волной. Но теперь уже точно текаем. Смертик! У бросившегося ко мне брови на хвосте сидит один из тех двух первых быков. Безымянный хромает. Или подвернул ногу, или похоже Матвей нас расставил так, чтобы местных безымянно их сберечь, а не предзам помочь. Мы же их слабаков превосходим на три головы. В сторону! Ну, хоть хватило мозгов исполнить приказ. Бровь отпрыгивает и вылетевший из моего кулака незримый клинок входит зверю точнехонько в лоб. Смерть мгновенная. Рухнувший бизон пашет землю рогами. Ну, вот, хватит так же быстро гасить, я свои секунды нормально растягиваю. Наверное, надо про это поведать Матвею, а то не уверен, что тот правильно понял мои объяснения. У многих одаренных, как у того же Сепана, к примеру, способность можно призвать лишь единожды в день. Усилился, и пошли три секунды, пока не закончатся. И у Вепри с его яростью точно так было. Кстати, похоже, их дары друг на друга. У Сёпы могучесть мощней, но по времени действует меньше. А Бизоны не только нас с бровью решили погнать. По всей линии соприкосновения, сколько мне её видно, осознавшие, что от двуногих козявок исходит реальная опасность стада, пришло в движение. Рогатые волны с гулким топотом катят на удирающих людей. Сепан с Лимом, как и все, бегут прочь вместе со своими напарниками. И охотники быстрее зверей. Командиры прекрасно знали, что делали, выбирая тактику боя. Мы отступаем, но паники нет. Где там бровь? Пора дергать отсюда. Йок, как же больно! Я падаю! Внезапно прилетевший удар выбил искры из глаз. Голова, по которой меня приложили чем-то твердым и тяжелым, немедленно пошла кругом. Земля приближается, врезаюсь лицом в траву. Если потеряю сознание, мне конец. Уже вижу копыта передних бизонов, под которыми я найду свою смерть. Но спасибо, крепь, мир не гаснет. Перекатываюсь рывком в сторону, уходя с пути мохнатой громадины. Вскакиваю, чтобы тут же снова упасть. Толчок в спину бросает меня под другого бизона. Бровь! Эта тварь еще здесь. Хромота лишь притворство. Безымянный специально пихнул меня в спину. Он же, видимо, обухом топора, уже снова засунутого за пояса, огрел меня по башке. Вот же кунье дерьмо. Тихоря решил прикончить меня чужими руками. Вернее, копытами и рогами. Ран, оставленных оружием на трупе не будет, а свидетелей и тем более нет. В момент подлого удара наши все уже бежали к стене. Что я этому выблюдку сделал? Но раздумывать, как и любоваться сверкающими пятками брови несущегося корву нет времени. Промелькнувшие только что мысли заняли долю мгновения. Первые бизоны уже пронеслись мимо, я внутри стада. Вокруг скачут мохнатые великаны. Направленные на меня рога приближаются, а до свободного от бизонов пространства десяток шагов преодолеть их мешают косматые туши. Взмах рукой! Незримый клинок заставляет трех ближних бизонов рухнуть с подрезанными ногами, едва не накрыв меня тушами. Я вовремя успел откатиться. Резко вскакиваю. Больше жалеть дар смысла нет. Только он и поможет. Бросаю копье йог с ним с жалованием, из которого вычтут его стоимость, если потом не найду оружие. Выпускаю из обоих кулаков невидимые клинки на всю длину и размахивая руками, как обезумевший косарь, косами мчусь вперед. Кровь летит во все стороны. Вокруг падают разрубленные туши, я куницы искачу по мохнатым трупам. О! Удар чуть пониже спины отправляет в полет. Рок продрал ягодицу. Но ускорение на руку. Разваливаю надвое двух последних бизонов, загораживавших мне обзор, и стена наконец предстает перед взглядом. Прорвался. Дальше, напрочь не замечая раны, мчусь вперед со всех ног. Оторвался, кажись, до рва уже всего ничего. В воде множество знакомых голов, но еще больше наших уже лезет наверх по веревочным лестницам, что сплошной бахромой скинутой вниз со стены. Со всего разбега прыгаю вперед головой в долгожданную воду. Три грибка и совсем не широкий ров позади. Берега с этой стороны нет. Хватаюсь за веревочные ступеньки. Надо мной по соседней лестнице торопливо поднимается бровь. Врешь, не уйдешь, гад. В несколько быстрых рывков белкой взлетаю на стену. Стоять! Схваченный за руку бровь пытается вывернуться из моей хватки. Мокрое запястье скользит. Ты чего? Головой ударился? Я ударился? Ах ты тварь! Дар иссяк, но на поясе нож, выхватываю его из ножен... Тише, сильные руки выламывают мою кисть. Сёпа, Лин, Глист, все здесь. Возле брови медведушка примирительно растопырил свои здоровенные лапы. Меня держит Матвей. Ты что творишь, малый? На товарища поднимать руку и дома последнее дело. Мы же сейчас хоть и стоим на стене, по сути, в походе. Объяснись, ты висишь на волоске. Наказание будет суровым. Да он... он меня... От нахлынувшего возмущения слова встали в горле. Он ударил меня, под копыта толкнул. Брехня, его сшибли. Я пытался помочь, по башке приложила мальчишку, но глаза его гляньте, он же ничего не соображает сейчас. Бровь уже успокоился. Голос выравнивается. Подлец понимает, что ничего доказать не смогу. Это я брехун. Есть тут видящий, что проверяет ложь? Испугался гад. Дрогнули веки. Думал, наверняка обьет, а я взял и не помер. Не знал кунь паршивый, что мой дар можно по частям пользовать. Остись, смертик. Будут лорды такой ерундой заниматься. Склоки безымянных их не касаются. Извинись перед бровью и к лекарю, у тебя вся нога в крови. Истечешь. Матвей отпустил меня, но стоит рядом, смотрит сурово. Неужели уроду все сейчас сойдет с рук? Малой бы брехать не стал. Это Сёпа. Китар не такой. А это уже лим. Друзья верят. Нет здесь китаров. Еще раз услышу, пойдешь нужник драйдь. Малой, рано дрянь, заглядывает мне за спину глист. Ну, бывает, башкой приложился, показалось. Зачем оно брови? Терять одаренного. Мы же в одном отряде. Твоя смерть для всех плохо. Мир снова начинает тускнеть. Кровь уходит, а вместе с ней сила и жизнь. Не буду я извиняться. Пусть лучше упаду здесь, а дальше придумаю, как расквитаться с уродом. Здорово, Матвей! Раздавшийся голос доносится откуда-то сверху. Поднимаю глаза. На стену спускаются двое. Я видел их в небе, те самые вольные, что пролетали над нами. Привет, Хамахан. Будь здрав и ты, Коба. Старшина пожимает руки вставшим на ноги одаренным. У нас тут беда небольшая. Без обид, поболтаем чуть позже. Да, какие обиды! Отмахивается коренастый мужик, только что слезший со спины высокого широкоплечего летуна. Ох, шустрый пацан! Переводит он на меня взгляд. Нам бы тоже такой в отряде пригодился. Лечите скорее. Так мчал, так рубил. Замечательный дар. Тут я уже поплыл окончательно. Ноги подкашиваются. Спасибо, что подхватил кто-то. А крысу бы заломать лучше. Ишь, стоит, зенки пялит. Сверху-то оно хорошо все видно. Товарища из-под тишка бить. Ай-яй-яй. Настоящий сын шакала одна-то. Глава шестая. Невод. Одаренные лекари, при нашем кулаке таких было двое, дежурили возле ворот. Оба вольные, купившие в свое время право пройти испытания бездны, не прогадавшие, ибо, как рассказывал Глист, жалование у них было очень и очень серьезное. Их семьи теперь, ни в чем не нуждаясь, безбедно бездельничали во внутреннем городе. Самый лучший и здоров, и работа без всякого риска, и всегда при деньгах. По признанию Сухопарова Безымянного он и сам мечтал, когда появится возможность залезть в нору, получить там именно лекарства. Вместе с одаренными на посту в дело еще с дюжин услуг пустышек, которые оказывали раненым первую помощь обычными средствами и на специальных ручных тачках-повозках доставляли тех пострадавших, чьи повреждения могли подождать, в госпиталь. Лекари не торопились тратить медленно восполняющийся дар без особой нужды, и подавляющее большинство раненых врачевалось без их помощи либо с большой задержкой. Мне повезло. Добытчики с боевым даром шли вне очереди, если их раны оказывались достаточно серьезными, чтобы мешать работе. Таких, как я, было выгодно возвращать в строй как можно скорее, и потому моя задница лишилась лишней кровоточащей дырки за несколько быстрых секунд. А вот на полное восполнение потерянной крови лекари и это умели, для меня дар уже зажали. Вместо этого выдали специальную бирку и отправили в столовую, получать по ней особую жрачку, которая поможет мне восстановить силы уже к завтрашнему дню. На сегодня моя охота сам бы я не назвал этим словом тот забой бизона, в котором мы занимались, закончена. Матвей приказал возвращаться в казарму и отдыхать. С бровью он разберется сам. После появления вольных добытчиков, подтвердивших мои слова, подлую крысу скрутили. Что с ним будет дальше, не знаю, но Матвей пообещал выбить из урода причину такого поступка. Я терялся в догадках. Но не зависть же толкнула бровь на подобную низость. Есть другая причина, и причина весомая. Надеюсь, старшина сумеет расколоть гниду. При помощи слуги медика я добрался до столовой, где через силу набил брюхо выданной едой и влил в себя две большие кружки густого терпкого отвара. Тот же пустышка помог мне дойти до казармы и смыть с себя кровь и грязь в душевой. Он же принес комплект чистой одежды и проводил до постели. Сил не было. Едва опустившись на кровать Лима, на свою верхнюю койку мне было не влезть. Я мгновенно уснул и проснулся лишь вечером, когда меня своим шумом разбудил вернувшийся народ. Ну как ты тут, смертик? Живой? Участливо поинтересовался притевший на край кровати Кожемяка. Да вроде получше. Зевнул я, подтягиваясь. Что там, бизоны? Со стен дали слезть? И даже два раза. Плюхнулся на койку с другой стороны, едва не придавив мне ногу Сепан. Друзья, как и остальные безымянные из наших отрядов, успели переодеться в сухое и чистое, и, кажется, даже помылись. Я привстал на локтях, стараясь в тусклом свете пары масляных ламп, разглядеть заполнивших комнату людей. Взгляд выхватывал в полумраке знакомые фигуры и лица, проделавших с нами путь из предземья мужчин. Кто-то малость прихрамывал, кто-то морщился от боли, садясь на нижнюю кровать или взбираясь на верхнюю, кто-то тер синяки, но большинство вроде держится бодро. Можешь не пересчитывать, прочитал мои мысли Сипан. Четверых нет. У идущих двух местных стоптали. Не знаю по кличкам, у нас одного тоже здешнего. Попрыгун, помнишь, сутулый такой, из недавних пустышек. Еще в первый заход не добег до рва. Говорят, на пустом месте споткнулся, хотя, может, его и споткнули, кто видел? Только рваный. Бровь тоже он песней пел. Супа поманил жестом Лима, и когда тот пригнулся, продолжил уже тише. Не доверяю я местным. Какая-то мутная дрянь тут творится. Кулак, отряд, палец. Все братья, каждый спину прикроет, коль что. Все херня. Надо вместе держаться, друг за другом приглядывать. Сегодня гитары пытались убрать, завтра мне прилетит или Лиму. Сипан замолчал. К нам шел Глист. Высокий, худой, безымянный в отряде считался кем-то вроде правой руки командира. По крайней мере, все местные признавали его старшинство. Ты как, смертик, оправился? Поинтересовался охотник. Почти. Ну и славно. Завтра будешь в порядке. Я чего хотел сказать? Шагнул Глист поближе. Брофин не из моих, если что. И вообще не из нашего кулака. Ты против всех теперь плохо не думай из-за одного шакала. Мы к тебе, ко всем вам. Кивнул он на сидящих рядом со мной друзей. С большим уважением. Нам ведь это. Повезло очень, что в отряд свели с предзами. С вами проще до конца службы дожить. И богатую добычу взять проще. Уж поверьте, нам в отряде никакой выгоды нет избавляться от предзов, тем более от одаренных. А бровь? Свой отмер готов ставить на то, что этого шакала кто-то купил. Матвей постарается выяснить, кто. Сам что думаешь? Не успел нажить в архе недругов. Да откуда бы? Удивился я. Нас же сразу с торгов сюда. Хотя я задумался, вспоминая в подробностях произошедшие на дороге. В пути, правда, случилась одна неприятность. Протянул я, покосившись на сёпу. Но там я не при делах вроде. Да нет, мгновенно скривился Сипан. Тот петух бы мне мстил. Ты тут при чём? Я пожал плечами, может, спутали, сказали, худой пред с боевым даром, и бровь решил, что про меня речь. Но это совсем уже пальцем в воду, такую глупую версию даже озвучивать стыдно. Ну ладно. Дождёмся, Матвей, послушаем, что скажет. Вздохнул безымянный. Желав нам доброй ночи, Глист отправился к своей кровати. А, кто четвёртый? Вспомнил я начал нашего разговора. Ты сказал, что четверых нет. И зачем кому-то подкупать безымянного, чтобы тот прикончил меня? Только первый день службы, и уже сразу четверо трупов. Говорите, пять лет продержаться нам надо. Тут бы месяц прожить, и то неплохо будет. Если стадо мохнатых коров столько наших забрало, то что будет, когда встретимся с местными хищниками? А, четвёртый, вспомнил Сёпа. Четвёртый наш, Кузька. Ну, то есть чудик, трактирщик который. Ну вот, первый наш. Мне тотчас стало грустно. Попрыгун, безымянного толком не знал, с Кузьмой же не раз доводилось болтать, он мне нравился. Жалко. Горисно вздохнул я. Говорил ему Глист, что с такими долями в добытчиках нечего делать. Одного дня хватило бедолаги. Но Сёпа лишь хмыкнул. Ха, бедняга! Да чудик везучая рожа! Матвей сказал, что такого никогда прежде не было. Ты ведь если под стадо попал, труп железно. Этот же одной сломанной костью отделался. Ха, ещё на том первом навале упал сбитый с ног. Мы уж думали всё, а нет. Отошло стадо от рва, а он машет. Представь, смертик, решил поучаствовать в рассказе Элим. Он к трупу Бизона прижался и так и лежал, вжавшись туши под бок, пока стадо над ним проходило. И насмерть не затоптали, представь. Вот везунчик. Он теперь лежит в госпитале, подхватил Сёпа. И не знамо, сколько ещё там валяться будет. Без пока тратить силу нет смысла. Вот кто отдохнёт, так отдохнёт, пока мы будем работать. А то, что жалование пока торчит в госпитале ему не капает, так то ерунда, кормить, поить всё равно будут. А время всяко ценнее тех грошей. Вот подумываю, теперь тоже ногу сломать. Ха-ха, тебя даром подлечит, хохотнул я. Ты ценный. Кузьма, вернувшийся из бездны, куда я его мысленно прежде отправил, поднял настроение. И поведать, как будет возможность. Вдруг капля удачи притянется от него и ко мне. Без удачи мне здесь будет сложно. Отчего-то уверен, что бровь был не последним, кто попытается меня прикончить. Этот рассвет мы уже не встречали на стенах. За ночь, как нам успели сообщить, стадо бизонов откочевало от полиса, и теперь догонять его уже не было смысла. Добычи в великой степи хватало и без этих мохнатых быков. В этот раз вооружились по полной. Кроме копий и топоров прихватили кто арбалеты, кто луки. Также у каждого на спине висит легкий рюкзак с небольшим запасом еды и полезными мелочами, вроде веревок, сетей, фонарей, перевязочных тряпок и прочего. Еще тащим целыми связками факелы. Поклажу распределили по всем равномерно. Возможно, придется ночевать не под крышей. Если рядом не найдется на всех подходящей добычей, каким-то отрядом, а может быть и всем пальцем кулака разом предстоит провести в походе по несколько дней. Степь, это дело такое! Громким голосом, так, чтобы слышали все, объяснял Матвей, пока шли к воротам. Сейчас лорды глянут, что, как, и примут решение. Возможно, придется всей силой облаву устраивать. Встанем всеми девятью кулаками в единую цепь и пойдем вперед неводом. Раз бизоны ушли, так, скорее всего, и получится. Погода хорошая, дождь не льет, ураган не рвет, лорды с вольными древноту искать дернут, а нам просто округу просеивать. Выйдя из ворот, я не узнал вчерашнюю степь. От гигантского стада бизонов осталась лишь широкая полоса выдоптанной земли с редкими пятнами чудом уцелевшей травы, которую даже трупов быков нет, как нет. Туши за ночь успели перетащить в город сборщики. Бобы бабами, а мясо тоже имеет ценность. Даже мясо гиен, которые за гроши отдадут простоте. Вблизи стен только вольные сами вскрывали добычу, которую взял их отряд. Сердца же всех остальных убитых зверей, как и их содержимое, если таковое в них было, принадлежат великому дому Эрдрам. Нам разделкой заниматься лишь если зверь будет добыт в дне пути от ворот или дальше. Либо же если то будет по-настоящему ценный трофей. Семена это уже наградные. Вчера таких старых бизонов, что были способны порадовать семенами жизни, наш палец убить не сумел. Про то мне поведал Матвей сразу после побудки, когда еще по темноте перед завтраком. Отозвал поболтать без свидетелей. Говорили про бровь. Командир вытряс из гада все, что тот знал, но и другого коснулись. Глист был прав. Безымянный пытался прикончить меня не по собственной воле. Что брови пообещали ледянку, то еще ладно. Ради одних только денег он едва либо на такое пошел. Выловивший его в день нашего прибытия вольный пригрозил, что убьет всю семью Безымянного, включая двоих все кому бы то ни было. Всех членов его семьи тоже ждала смерти. Проверять твердость слова заказчика безымянной не стал. Имя общавшегося с ним вольного бровь, конечно, не знал. А описание внешности человека высокий остроносый чернявый ничего не давало. Архейцы черноволосые все поголовно, а остроносые двое из трех. В общем, знаю теперь, что кто-то желает моей смерти, но кто именно, без понятия. Матвей рассказал все Нуабосу, ему же передал несостоявшегося убийцу. Дальше под неизвестного заказчика будут копать уже без нашей помощи. Или не будут. Уверенности в том, что разбирательства будут продолжены, нет. Бровь отправят на арену, как поступают здесь со всеми преступниками, и на этом, скорее всего, все закончится. Единственное, Матвей пообещал мне, что теперь будет за мной присматривать еще тщательнее и ставить в пару, когда то понадобится, исключительно с глистом, которому командир доверяет как самому себе. Ну все, повелители крови пошли, вырвал меня из раздумий голос Матвея. Стойте тут, а я сбегаю к капитану. Командир, вместе с присоединившимся к нему Ефимом, поспешил обратно к воротам, оставив нас любоваться проезжающими мимо на лошадях лордами. Он к той дури проскачет, небось, кивнулся по наведнеющейся вдали темный холмик. Зуб даю, это зверь. Я попробовал присмотреться. Нет, расстояние слишком большое, может десять верст, может двадцать. Пади разбери тут, что в этой плоской бесконечной зеленке одинаковые до самого горизонта. — Это бугут, кивнул глист. Самый большой зверь в степи. Его даже звора не могут убить, если в силу вошел. Лорды точно за ним. Бугут та добыча, ради которой можно всю седьмицу потратить. — Ну так надо и нам, вон, правее еще один вроде. Пятнышко, на которое указывал Сепан, темнело на самой линии горизонта. Боюсь, это даже не весь зверь-гигант, а только его голова или что там у него сверху. Горб? — Слишком далеко, оценил расстояние глист. — Да и не потянем мы такую добычу. Бугут же из одаренных зверей, его так просто не взять. Нам бы попроще кого, вон, зеленые антилопы пасутся. Ткнул рукой безымянный в пятно, совершенно не отличающееся цветом от самой травянистой равнины, но немного колышущейся. Они быстрые, но если получится окружить, среди этих малявок встречаются и слушать размером. В таких точно семя найдешь. А убить их не в пример проще, чем даже мелкого звора. А на зворов что, тоже охотятся? Недоверчиво прищурился лим. Они же под землей живут. Про самых опасных хищников великой степи мы уже кое-что слышали. Это какие-то крупные многоножки, которые всю округу изрыли своими ходами и в любой миг могут выскочить из-под земли, чтобы даже не знал, куда именно закинет лоскут. С тех пор эти жуткие зворы упоминались при мне больше дюжины раз. Пора уже узнать все особенности главной здешней опасности. Ну, охотятся, сказано, громко, скривил глист свое вытянутое лицо. Убивают, нет-нет, есть такое. В прошлый раз нас в великую степь месяца четыре назад выносило. Тогда лорды, неповелители и крови, другой отряд, красные волки, матерого звора добыли. Старый зверь хоть дурным быть не может, а во встречах с людьми мало опыта. Откуда кротольву знать, что верхами только знать выезжает охотиться? На одаренных решил напасть глупый. А может вообще думал, стадо какое некрупное скачет, спутал с местной скотиной. Они же на слух все, глаза видят плохо. Днем так и вовсе звор слеп, если вылезет. Слушая безымянную, я продолжал разглядывать степь. Трава низкая не везде, есть места, где и крупному хищнику можно укрыться. Пасущиеся стада разнообразных копытных нам видно, теперь, когда лист показал, и зеленое тоже, а вот тех, кому кормом приходятся сами любители травки, как раз таки нет. Даже в голой степи умудряются прятаться. Звор же первый из хищников в этой науке. Вчера слышал от наших, что пара гигантских кротов охотилась при нас на бизонов у противоположного края стада, но сама так тех не видел. А жаль, интересно, как их нападение выглядит. В общем, выпрыгнул, коня вместе с наездником сцапал, продолжал безымянный, а его в тот же миг заморозили. Есть у волков с таким даром один, очень сильная штука. Кое-как вытянули заледеневшего из норы полностью и покромцали. Ну, а так, чтобы залезть в их ходы и специально искать это, нет, не стоит оно того, слишком опасно. Да уж, протянул Лим, если даже наверху лорда одного зора разменяли на одного своего, то, представляю, какой кровью охота под землей обернется. Не, замотал головой глист, лорд не погиб, у него защитный дар был, только лошадь. Но лорды даже такому размену были не сильно рады. Ну, их, зворов, в болото. Будем радоваться, что для кротольвов мы слишком мелкая добыча. Если толпой не идти, а по степи не ходит толпой, то на одиночку или даже на пару не кинется. Им потолок норы пробивать ради нескольких пудов мяса нет смысла. Крупняк ловит больше. Дыры ведь потом еще и заделывать надо. Дыры заделывать, удивился я. Ну да, кивнул лист. Ты вот смотришь на степь, видишь дырки? Не видишь, потому что их нет. День спустя еще можно место, где выход был, различить? Позже свежая травка все скроет. Вон, смотри. Указал он куда-то рукой. Видишь, темное пятно. Проследив жест, слегка присмотрелся. И точно, посреди и так не особо зеленой земли, по которой вчера прошло стадо бизонов, в половине версты от нас, приличных размеров участок степи длиной шагов в тридцать точно, отличался от окружающей его местности цветом. Ага, вижу. Ну вот, там как раз недавно звор вылезал. Вольных, помнишь, что помогли бровь прижать? Они вчера за одним шибко старым бизоном летали. Завалили, ага. Ночью вскрыли, когда стадо ушло. Только туша не утащить. Может, сборщики потом ногу отрезали, уволокли по одной, а может и нет, то не важно. В общем, туша осталась. Звор унюхал ее или еще как нашел. Подрыл ход и хлоп, утянул. Они и так могут. Пока слушали про зворов, вернулись командиры отрядов. К воротам на совет к капитану ходили не только Матвей с Ефимом. Миновав, мост, старшины всего кулака поспешно расходились в стороны, направляясь к своим. Не вот, да, объявил подошедший Матвей. Сейчас приказ лордов на остальные ворота передадут и начнем. Растягивайтесь пока, пойдем цепью. Расстояние друг от друга восемь-десять шагов. Предзы с местными через одного, как вчера. По команде, где нужно, сжимаемся. Помним? Один выстрел и сразу копье. В копье сила. Народ начал расходиться. Рассказ Глиста слушали не только мы трое, а Сёпа еще раз окинул пристальным взглядом степь. Норзорф, это, конечно, интересно, пробурчал метла, но меня больше нору в бездну волнует. Настолько верст вокруг все видать и ни одной норы нет. И где только лорд-арха умудряется столько даров получать. Не здесь, откликнулся всезнающий Глист. Норы в бездну не любят болтаться у всех на виду. Тут в великой степи укромного уголка, где бы могла нора прятаться, не найти. Вот в какой лес нас закинет, там будут. Только ты уж губу закатай, не про нас оно пока. Нам только наградные светят, если нору удастся найти. Помню, помню, отмахнулся Сипан. Мы грязь под сапогами владителей арха. Конечно, про наградные все мысли, о чем же еще? На это Глист уже ничего не ответил, а только проводил уходящего Сёпу неодобрительным взглядом. Может, и хорошо, что в степи нет нор в бездну. Не будет ни у кого повода поддаваться соблазну, а то, что-то я не уверен в искренности последних слов друга. Идти неводом по степи оказалось куда как спокойнее, чем набрасываться на гигантское стадо бизонов. Спешки нет. Поначалу и вовсе ползли, чтобы дать краям время уйти 20 верст эта штука не быстрая. Круг замкнется лишь завтра. Тут нет берега, как в реке или в озере. Прижать загнанную людским бреднем добычу можно только к стене, но так дольше получится. Проще немного пройти дальше в степь, окружить ее кусок и потом кольцо сжать. Архейцы так всегда и охотятся здесь, когда есть возможность. За весь день лишь единожды довелось пустить в ход оружие, когда крупный пятнистый родич Муфр решил, что бежать дальше в степь, как то делали все травоядные звери, видя приближающуюся людскую цепь, ниже его достоинства и бросился на идущего правее меня медведушку. Впрочем, мой неточный выстрел из лука сложно было засчитать за участие в битве с длиннохвостом котярой. Тот стремительной молнией пролетел отделяющий его от безымянного несколько десятков шагов и благополучно наткнулся в прыжке на копье. Вот и первые четыре баба, добытые нашим отрядом. Вскрытием занимался один из двух приставленных к нам глядунов. Эти два безымянных вчера не участвовали в забое бизонов, но сегодня отправились с нами и будут сопровождать нас до самого возвращения в пульс. По паре таких есть и в прочих отрядах. Без них потрошить звери нельзя. Они же и носят добытые. Ночью спали по очереди. Половина отряда храпит, другая стоит цепью с горящими факелами. Это не защита от хищников, весь опасный зверь еще по-светлому отогнан или прикончен. Огонь должен отпугнуть травоядных, если какое-то стадо решится по темноте прорвать сеть. Пусть видят, что двуногие, наступавшие на них весь день, никуда не девались. И задумка рабочая. За ночь не случилось ни единой попытки копытных проскочить мимо нас, по крайней мере на нашем куске великанского невода. Утром снова потопали дальше. До полудня ползем, как черепахи. Дальше нужно ускориться. К тому времени вырвавшиеся далеко вперед края должны соединиться и можно будет начинать сжимать кольцо. Носорог! Расступись! Не стрелять! Крик Матвей разносится на всю степь. Мы идем уже значительно ближе друг к другу, между каждым всего пять шагов. Что за зверь? Смесь бизона и кабана. Прет последним на нас. Здоровенный, в холке вдвое выше меня, длинны в нем четыре сожения, а то и все пять. Шерсти нет. Вместо кожи причудливый, словно слепленный из крупных кусков, серый панцирь. Лапы бревна, башка напоминает валун. Вместо носа огромный сдвоенный рог, что опущен вниз и направлен вперед. Глазки крохотные, в такие попасть очень сложно, а вся остальная поверхность тела сплошная броня. Понятно, что стрелами и копьями этого чуда не взять. Смертик, на перехват, его только даром вались. Приказ ожидаем. Я и сам уже понял, что бегущая крепость только мне по зубам. Не зря я сдержался и не вызвал клинки, когда часом раньше нашу цепь пыталась прорвать достаточно крупное стадо степных лошадей. Бил копьем, как и все. Свалил всего пару, хотя даром мог положить в пять раз больше. Несколько наших, оставленных шинковать вынутые из туш сердца под присмотром глядунов, только-только нагнали отряд. Вот теперь пришло мое время. Скидываю лук с колчаном на землю, чтобы не мешали, туда же кидаю копье и бросаюсь на перерез зверю. Тот несется на людскую цепь полусотни шагов левее. Перехватить его на краю сети мне никак не успеть, так что сразу мчусь к точке, где по моим прикидкам мы встретимся. Носорог удивительно быстр для своих размеров и веса. Сколько сотен пудов в этой туши не знаю, но земля от его топота дрожит даже здесь. Хорошо, что у меня столько ловкости. При меньших долях не догнал бы, а так уже вижу, что сдюжу обставить рогатого. Но поправку приходится брать широченную. Бегу наискось, упреждая маршрут проскочившего мимо расступившихся наших чудовища. Шагов двести, триста и мы должны встретиться. Глупый зверь, как скакал прямо так по-прежнему никуда не сворачивает, то ли не видит меня, то ли не воспринимает серьезно. Один мелкий двуногий не представляет с этой туши угрозой. А зря. Две минуты погони, я уже вижу, как мощные лапы с копытами, напоминающими прилично, это схватка один на один. Хотя схватка ли? Ускоряюсь изо всех сил. Получилось. На рывке поравнялся с гигантом, могу подкосить, срезав заднюю ногу, но зачем лишний раз мучить зверя? Еще поднажать и... Бью в голову. Взмах руки и незримый клинок рассекает вместе с черепом, кожей и мясом на скулах еще и мозг чудища. Лапы зверя подкашиваются и носорог шумно валятся на землю. Фух! Отбегался. И я тоже. Пришлось поднапрячься, устал даже малость. Взгляд назад. Далеко цепь ушла, до людской сети шагов триста, до спешащего ко мне глядуна чуть поменьше. Отдохну. Толстокожую тушу вскрывать тоже мне, тут бездар возиться весь день. Зверь могучий и старый в таком точно семя найдется, а может и не одно. Кажись, первые награды мне светят. Возвращаю взгляд снова к чудищу. Из раны на рассеченной башке льется кровь, заваленное на бок тело застыло серой скалой. В ногах правда нет. Забрался на тушу и победителем гордо уселся сверху, опираясь на локоть. Полежу так, пока глядун добежит и будем вскрывать. Пока думаю над тем, где разрез лучше сделать. И хватит ли вообще одного, по идее, сердце твари. Додумать я не успел. Внезапно подпрыгнувшая земля летит во все стороны, а я падаю вместе с мертвым носорогом куда-то вниз. Мы проваливаемся в... Да это же нора звора! А схватившие рогатую тушу короткие когтистые лапы принадлежат самому кротольву. Их тут этих лап. Вижу шесть. А еще вижу проносящиеся мимо земляные стены. Как глубоко! Пятьдесят локтей. Сто! Светлое пятно выхода на поверхность все дальше и дальше. Чего жду? Надо прыгать! Йок! Не успел! Мир переворачивается вверх тормашками. Я куда-то лечу. Миг! И удар о землю выбивает из меня дух! Падение завершилось. Кое-как поднимаю гудящую голову. Света мало, но получается разглядеть свод огромной пещеры. Чуть правее дыра, из которой мы выпали. Мы подразумеваем себя, тушу дохлого носорога из вора. Последний уже лезет обратно наверх. И действительно многоножка, вернее многолапка. Длинное вытянутое тело покрыто густым темным мехом. Голова уже скрылась в норе, так что морду не разглядеть. Здоровенная тварь не то слово, чтобы поперек обхватить человек двадцать нужно. И куда он? Сверху сыпется комья земли. Там, введущий наружу норе, зверь шуршит и скребется. Судя по начавшим тускнеть остатком и без того неяркого света, чудище заваливает выход. Я в ловушке. Что делать? Сейчас он закроет лаз и вернется. Драться? Дар еще есть. В темноте? Да такой громадине мои клинки, что булавки, если только опять достать мозг. Лежащая невдалеке туша убитого мной носорога тонет в в темноте я не справлюсь. Но что тогда? Бежать? Вытянутая гигантским коридором пещера уходит во тьму, что налево, что вправо. Куда? Да плевать! Вскакиваю с земли и бросаюсь налево. Зачем? Сам не знаю. В голове одна мысль, надо спрятаться. Я маленький, забьюсь в щелку, буду мышкой сидеть, авось не найдет. Потом, что потом, я не знаю. Ноги куда-то несут. Я едва различаю, куда наступаю. Остатки света растворяются в густой тьме подземелья. Мне страшно. Давно я не чувствовал настоящего ужаса. Мыслей нет. Что-то вертится в голове про огонь, но что именно не могу уловить. Да! Огни воскресалом! Рюкзак на спине, а не в нем. Как хорошо, что не снял вместе с колчаном, когда избавлялся от лишнего. Ха! Мы еще повоюем. Будет свет, будет шанс. Мне бы капельку времени. Сейчас отбегу. Что? Я брежу? Так сильно вцепился в свет мыслями, что он стал мне мерещиться? Свечение впереди это сон или явь? Не может быть! Я спасен! Или... Глава седьмая. Зато ловкий. Знакомый круглый контур воронки неярко светился. Вход в бездну. А для меня еще и выход отсюда. Едва ли меня снова выкинет в подземелье зворов, куда я закрою нору. Наверху куда больше свободного места. Пройду испытание и окажусь на поверхности. И цвет тот, что нужен, белый. Как же мне повезло! И задача внутри ждет попроще. Сложное я безло не готов решать, и архейцы меня не накажут. Прыгаю без раздумий. И в любую другую бы прыгнул, даже в черную или в красную. Оставаться здесь, во тьме, рядом с огромными многолапыми чудищами, это верная смерть. Испытание же, даже и очень трудное, это какой-никакой а шанс. Причем не уверен, что лорды сочли бы такой проступком. По-другому отсюда никак не выбраться. Как бы я сообщил, что нашел нору? Слава единому, здесь светло. Огромная комната без потолка. Привет вам, красное небо и черное солнце, давненько не виделись. Прямоугольник стороной шагов в сто окружают высокие гладкие стены. Это точно не лабиринт. А что у нас с демонами? Покрутил головой. Никого. Загон пуст. То есть как пуст? Чудовищ нет, зато есть три стеклянных сосуда с прозрачными стенками, что стоят редком возле самой дыры, разделяющей зал на две части. Поднялся на ноги, подошел к краю рва, заглянул в него. Дна не видно. Подозреваю, что падать туда не стоит. Ширина в пропасти все пять сожений, такую не перепрыгнешь. Зато есть подозрение, что можно перелететь. С моей стороны, возле немного приподнятого постамента с сосудами, прямо в воздухе над дырой, парит без какой-либо опоры небольшая, напоминающая формой лодку, каменная плита с круглым углублением в центре. Напротив, за пропастью, выступает из пол вытянутый прямоугольный камень с такими же выемками, которых ровно три штуки. Кажется, я догадался, что нужно делать. Постаменты на двух берегах одинаковы, а круглые углубления, что размером, что формой, идеально подходят для того, чтобы в них вставить один из сосудов. Испытание однозначно загадка. Мне нужно перевести эти банки на противоположную сторону пропасти. На это же намекает протянутый поперек рва, аккурат, рядом с парящей плитой, канат. За него можно держаться, этакий летучий паром. Подошел поближе. Так и есть. Заполненные жидкостью сосуды утоплены дном для устойчивости в круглых выемках, крышек нет. Сверху каждая стеклянная банка заканчивается выпуклым полушарием. Высота здоровенного флакона локтя три, ширина вдвое меньше, попробовал приподнять. Поддается, но держать неудобно. Стенки гладкие, скользкие, никаких ручек нет. Пуда трип в этой дури. До лодки плиты дотащу, но придется помучиться. Уронить нельзя, разобьется. А это, боюсь, станет концом и сосуда, и рукожопа китара. Осторожно опустил стеклянный бочонок обратно. Пойду гляну лодку поближе. Подошел, аккуратно поставил ногу. Не дрожит, не шатается. Под плитой словно невидимый пол. Перебрался на лодку, присел, взялся за канат, натянутый вровень с границы обрыва, потянул. Ха, скользит. И правда паром. Прокатился до той стороны и обратно. На корточках не слишком удобно сидеть, но по-другому передвигаться никак. Канат слишком низко натянут, а на плите, кроме выемки под сосуд, место есть только чтобы ноги поставить. Двух банок за раз не перевести, расчет явно на это. Но мне сразу две и не надо. Вернулся на берег, подошел к постаменту. Какой сосуд выбрать первым? Стеклянные банки заполнены одинаково доверху, но жидкость в них разного цвета. В одной серая, в другой белая, в третьей и вовсе зеленая. С последней и начну. Уж больно цвет яркий, красивый. Может, это подсказка? Ведь наверняка здесь какой-то подвох. Едва ли такое мудреное испытание, лишь проверка на силу и ловкость. Дотащить, не уронив, слишком просто. Потянул осторожно, поднял, обхватил руками, прижал к себе. Аккуратно ступай и иду. Не разгонишься тут. Неудобная банка того, гляди, выскользнет. И не столько в тяжести дел, при моих-то долях на большой вес стыдно жаловаться, сколько ткань рукавов и жирные руки скользят по стеклу. И чего они жирные, кстати? Тут не жарко, чтобы резко вспотеть. Кое-как перебрался с сосудом в руках на плиту. Медленно опустил его в выемку. Фух, это было непросто. Надо было сначала рубаху стащить. Кожа меньше скользит, чем ее рукава. Стянул, обвязал вокруг пояса. На той стороне нужно сунуть в рюкзак, а тот снять и оставить меня дожидаться. Топор тоже мешает. Придерживаясь за плотно севшую в паз стекляшку, нагнулся. Не, на корточках больше никак. Колени упираются в торчащую посреди лодки банку. До каната могу дотянуться, но только одной рукой и только усевшись назад. Обхватил стеклянный столб ногами и потянул канат правой рукой на себя. Паром тронулся с места. Поехали. Что за звук? Словно что-то забулькало. Оборачиваюсь, рискуя упасть. Вот, йог, что случилось? Жидкость в оставленных банках кипит или не кипит. Пар нет, ему ведь из глухого сосуда не выйти. Но что серая дрянь, что такая же белая рядом бурлят. Но это плохо. Наверное, нужно вернуться. Тянул лодку обратно. Уперлись в край пропасти, надо вставать. Не торопись ките, свалиться, расплюнуть. Осторожно поднимаюсь, держась за сосуд. Теперь достать банку и с грузом на берег. Видать, не стой начал. Нужно было брать серую, что стоит первой слева. Ох, ёженьки, она исчезает, в смысле, жидкость в сосудах. В обеих оставленных банках её уровень заметно упал. Нужно срочно вернуть к ним зелёнку, может, тогда перестанет бурлить. Перешагиваю с лодки на берег. Ух ты! Получилось. Стоило моей ноги коснуться каменного пола, как жидкость в сосудах мгновенно затихла. В чём фокус? Я ведь даже не вернул зелёную банку обратно на постамент. Дно стекляшки округлое, как верхушка. Стамя не поставишь. Положу пока на бок. Неудобно, конечно, дрянь хрупкая, пришлось сначала опуститься на колени, потом завалить, перехватить. Опустил аккуратно. Лучше так, чем таскать туда-сюда каждый раз. Теперь можно идти за другой. Ёк, едва отпустил банку, как-то медленно покатилась к обрыву. Пол с уклоном. С небольшим, такой сразу и не заметишь, но бочкообразной стекляшки хватает. Попробовал развернуть торцом. Нет, не хочет лежать. Придётся тащить к постаменту. Поднял. Руки жутко скользят. Само стекло жирное, видать, специально так сделано, чтобы быстро не бегали с ношей. До волок, ёк у яйцо до гнезда, осторожно опустил в выемку. Фух, стоит. Ну-ка, где там рубашка? Рюкзак, топор, прочь. За вещами потом вернусь, если что. Подошёл к серой банке, потрогал, такая же скользкая, словно чем-то намазанная. Попробую обтереть. Бесполезно, на рубашке не пятнышко. В самом стекле дело, значит, будем опять осторожничать. Хотя, чего я так тороплюсь? Торопиться мне некуда, для начала закинутки рюкзак и топор на тот берег. Ну, то есть переправлю. Вернулся к лодке, переправился. Теперь посижу, отдохну. Упёрся спиной в постамент. Камень тёплый, даже без рубашки не холодно. Через полчаса или час, кажись, сидя, даже малость вздремнул, я почувствовал, что, растраченные на погоню за носорогом и беготню во тьме, силы восстановились. Возвращаюсь к сосудам, достаю из выемки серой, тащу его к пропасти, опустив банку в углубление лодки, перебираюсь на парящую над рвом тихо. Осторожно опускаюсь назад и принимаю найденную ранее позу. Оставленные сосуды молчат, видать, ждут, когда я отъеду от берега. Так и есть. Стоило потянуть за канат, сдвигая лодку, как жидкость в стекляшках тут же ожила. Возвращаемся, быстро! И снова бурление прекратилось, едва я выбрался на берег. Переходим к третьей попытке. Если жидкость опять закипит, значит, суть испытаний в скорости, я напрасно таскаю стекляшки туда-сюда. Боюсь, что здесь просто надо успеть переправить все три, пока банки не опустили. Но мне в любом случае сейчас нести к лодке белую, так как в ней жидкости меньше всего, она дважды бурлила. Поднатужился, выдернул стекляшку из выемки и поволок ее к лодке. Чуть-чуть приноровился уже, уже меньше боюсь уронить свою ношу. В этот раз проделал все малость быстрее, берусь за канат, если снова забулькает сзади возвращаться нельзя, тогда только скорость и ловкость. Фух, все тихо, все же цвет жидкости что-то да означает. Оставленные серые с зеленой не кипят без меня именно в такой паре. Дальше справлюсь. Перетянул лодку к противоположной стороне пропасти и вылез на берег с сосудом в руках. Подошел к постаменту, в какую дыру здесь вставлять? Вдруг расположение важно. Опустил стекляшку в центральную тело так и на том берегу и вернулся к лодке. Переправился обратно, подошел к постаменту. Так, какую теперь? Ну, пусть будет серая, в ней жидкости осталось чуть меньше. Перевез стекляшку на другой берег, подтащил к камню с выемками. Левее или правее серой втыкать? Тут гадать только. Оно ведь и зеркально быть может, и наоборот, если лицом к пропасти повернуться. Вставил в левую. Есть. Ничего не кипит, не бурлит. Наконец угадал. Теперь только за зеленые сгонять и победа. С довольной улыбкой наружу перелезаю на лодку. В прошлый раз белая нора принесла мне куда, как более серьезное испытание. Эти скользкие скляночки так было в ствоп по сравнению с тем лабиринтом во тьме. Интересно мне, снова награды подкинут бобов вместе с семенем. Йок, сейчас-то и перепрыгиваю на берег. Стоит моим ногам коснуться каменного пола, как все затихает. Однако я крепко задумался. Снова здорово, а я, дурень, размечтался уже. Как на том берегу не хотели без меня оставаться вдвоем серые с белым сосуды, так и здесь такая же песня. Паршиво. Успею ли я смотаться за зеленые и вернуться назад, пока жидкость в этих не выкипит? Сомневаюсь. И что тогда? Может, я их расставил не так? Вынул серую из дыры и воткнул ее в дырку с другой стороны от белой снова в лодку и снова берусь за канат. Нет, бурлят. Возвращаюсь. Думай, Китя, тут точно есть выход. Надо было не серую банку везти, а зеленую. Ну, ошибся, бывает. Скатаюсь туда-сюда лишний раз, вот и все, это испытание на везение, что ли? Пока перепробуешь все варианты, семь потов сойдет. Ну, ладно, я сильно сдюжу. Снова вытянул из дырки сосуд с серой жидкостью, дотащил его к лодке, засунул в паз. Не, то шил на мыло выходит. Зеленые с белой на том берегу без меня оставались уже, оставались и булькали. Что им здесь помешает вскипеть, когда отправлюсь за серой? Я задумался. Только пара, зеленые с серой, не бурлят без меня. Но с того берега сюда притащить ни одно из них я не мог, пока там оставалось белое. Какой-то замкнутый круг. Может, а что, если дать сейчас жидкость и выкипеть полностью? Ну, не полностью, а так, чтобы осталось на донышке. Тогда банка станет легче и появится шанс переправить на лодке две разом. Одну в дырку, а ту, где три капли под мышку и как-нибудь... Да я еле сижу там. Куда мне еще эту здоровую и неудобную дуру? Или сам упаду, или банку сраню. Ха! Рубаха, штаны. На ремни все порежу, обвяжу имя стекляшку и на спину привешу. Перевезу, как рюкзак. Это выход. Вернул серую банку к белой, а сам снова к лодке. Чуть отъехал, сижу, жду, смотрю, как бурлят. Ну, пора. Соскакиваю на берег. Успел. В серой осталось всего на два пальца. В белой чуть больше. Приподнял первую. Вот другое дело. Теперь склянка значительно легче. Оттащил ее на паром, вернулся к рюкзаку, достал рубашку. Ткань крепкая, может, резать не надо. Обтяну банку снизу, а сверху штанами прижму. На том берегу убедился, что можно и так, но лучше наоборот. Если пояс убрать, штаны тянутся. Запихал в них стекляшку. Больше, чем наполовину зашла. Дальше начинающиеся в том месте штанины мешают. В баню их отрезал ножом и распустил на несколько крепких ремней. Те связал меж собой в два подлиннее. Теперь сверху рубаху. Отлично. Хватило с запасом. Зашла в перехлест со штанами, отчего банка полностью скрылась из виду. Рукава долой. Из них намострячу подвязок, какими стену меж собой одну часть получившегося мешка с другой. Что в штанах, что в рубахе по краю, каким они сходятся, сделал несколько дырочек. Через них пропускаю подвязки и стягиваю меж собой половинки мешка. «Теперь только лямки приделать, и можно вешать все это на спину. Закончил, попробовал. Держится». «Ну, все бездно, считай тебя, Китя надул». На время стянул с плечи рюкзак с банкой и аккуратно положил на постамент. Краем в выемку, чтобы не укатился, пока буду грузить сосуд с зеленью. Перенес значительно более тяжелую стекляшку на паром, вернулся за мешком, закинул его снова на спину и к лодке. «Ну, все, теперь самое сложное. Медленно и осторожно сажусь на край лодки плиты, придерживаясь за торчащую из выемки банку. Мешок тянет назад. Слишком сильно надавлю на стекляшку, и та выпрыгнет из дыры. Руку к тросу, тот тоже опора. Кажись, получилось. Сижу и не падаю, потянул веревку. Ползем. Медленно, потихоньку, не торопясь. Ну, вот и тот берег. Подниматься еще сложнее. Тут вставать только вместе с сосудом, за который держусь. Ох, и ловкий ты, Китя. Сумел? Смог? Ковыляю к заветному камню, из которого торчит банка с белянкой. В голову приходит мысль, что мутная жидкость похожа на молоко. Хорошо, хоть штупить эту дрянь не придется. Ни эту, ни серую, ни тем более зеленую, самую гадкую цветом. Из чего она? Из капусты? Фу, дрянь. Вставил в дырку на постаменте одну стекляшку, снял со спины свой штано-рубашный мешок, аккуратно достал вторую. Ну, сейчас все решится. Опускаю в последнюю выемку банку, на дне плещется серая жидкость. Победил. Есть! Прошел испытание. Голова отыките. Часть стены опускается вниз, за ней зал с круглым камнем-постаментом и с заветной белой воронкой. Распускаю завязки мешка. Лучше в этом рванье, чем в исподнем. Укороченные штаны и рубаха без рукавов все сплошь в дырках, но держатся. Цепляю свой пояс, подвешиваю на него топор, закидываю за спину рюкзак, теперь можно и посмотреть, чего мне там бездно подкинуло. Подхожу к постаменту. Неплохо. Все ровно, как в прошлый раз. Семя жизни и три пары бобов, по одной каждой ветви триады. Подбираю, запихиваю в уцелевший карман и с короткого разбега бросаюсь в воронку норы. Свет! Солнце, небо, трава! Я был прав, меня выкинуло на поверхность, спасен! Или... Быстро оглядываюсь. Не хотелось бы оказаться в паре верст от идущей живой сетью людей. Степь убьет меня так же верно, как и звор в подземье, просто это будет чуть медленнее. Но нет, все же точно, спасен, вижу наших, вернее, каких-то людей, едва ли это мой отряд, но сейчас меня устроят любые архейцы. До них всего пара сотен шагов. И даже то, что от шагающих цепей людей меня отделяет отнюдь не пустой кусок степи, не так страшно. Дар, которого я истратил на носорога лишь малую часть, при мне, а волков, что крутятся между мной и охотниками, не решаясь напасть на так сильно превосходящих числом их двуногих, лишь четверо. Пусть и крупные звери, а незримым клинкам их огромные зубы неровне. Бегу людям навстречу. Едва ли волков гонит голод, но на одинокого человека бросились, не задумываясь. Ошибка с их стороны. Скосил первого прямо в прыжке. Второй с третьим тоже падают грудами мяса и шерсти. Четвертый успел осознать, что я слишком опасный противник и удрал, поджав хвост. Парень, откуда ты взялся? Что с одеждой? Ты из какого отряда? По остаткам штанов и рубахи во мне сразу признают безымянного. Нора. И поспешно уточняю. Белая нора. Я из пятого кулака, средний палец, идущие. Хо, точно, смертик. Бьет себя полблодин из обступивших меня добытчиков. Одаренный прец из новичков, помните? Жаба рассказывал, что у Матвея в отряде малой аж при трех дарах. Ага, я. Ну, красавец, уважительно качает головой дядька. И нору закрыл, и волчич в капусту. Ёженьки, почему же так поздно? Озарение Йокова. Лучше бы и не вспоминал вовсе, ведь еще соплей малой Марга ту загадку загадывала, детская совсем. Китя голова. Куда там? Дурак Китя. Одно теперь знаю точно, про испытание, что сейчас в норе выпало, никому я не буду рассказывать. Никому никогда, и особенно ло, когда тот вернется. Стыдоба, стыдобище. Зато ловкий я. И красивый. Глава восьмая. Мужик. Ох, радости было, когда, пробежав вдоль цепи загонщиков, я добрался до своего отряда. И ладно, Сепан с Лимом, успевший оплакать своего юного друга, но ведь и все прочие предзо из наших, как и местные безымянные, к моему удивлению искренне улыбались, хлопая меня по спине. Наверное, всему виной мой боевой дар, столь ценный для отряда. Матвею даже пришлось разгонять обступивший меня народ криком. Облава в самом разгаре и сквозь образовавшуюся в сети дырку запросто может удрать часть добычи. Кстати, кольцо загонщиков в мое отсутствие сжалось уже основательно. Захваченные неводом звери сбились в центре в одно огромное стадо. Вот-вот начнется забой. Только хищники, вроде волков, гиен, степных, львов и прочих крупных кошачьих не хотят ждать развязки и нет-нет бросаются поодиночке и стаями на приближающихся охотников, стараясь прорвать людскую цепь и вырваться из ловушки. Некоторым это даже удается. Вон, правее вступившие Ефимы не сумели сдержать натиск нескольких пятнистых поджарых котяр, врезавшихся в людской строй с разгона. Троих взяли на копья, а двух крупных мчат дальше. Этих теперь не догнать, там скорость такая, что лошадь от зависти сдохнет. Но добыча и без этого валом. Только и успевай пускать оружие я подобрал, где оставил. У всех руки заняты, так что Матвей собирался его забрать на обратном пути. Пришлось бегать назад, благо цепь не успел отойти далеко. Теперь я снова в строю во всех смыслах. Даже дары на пару уколов или один взмах клинком есть в запасе. И оружие мне еще как пригодилось. Вторая половина дня для меня прошла не менее бурно, чем первая. Сколько зверей я в итоге убил без понятия, но счет точно перевалил за десяток. За окончательно сжавшейся к вечеру сетью охотников степь была густо усыпана тушами всевозможных копытных. К моменту, когда антилопы, газели, быки, дикие лошади и другие рогатые и безрогие травоядные начали по очереди предпринимать попытки прорыва, у нас уже кончились стрелы. Остаток же дара я очень удачно спустил на вожака стадо буйволов с размахом рогов в две сажения, совсем немногим уступавшего в размерах и в весе тому злосчастному носорогу, что достался звору. Первый мой наградной зверь, что выяснилось при разделке чуть позже. Из сердца копытного старожила Матвей, лично вскрывавший наиболее крупные туши, взял целых два семени. За каждое мне, как прикончившему трофейную добычу, полагалось по десять агатовых грошей. По столько же получал командир, а еще аж по тридцать перепадало отряду, кто бы из нас не свалил семенного зверя. Проведя в свое время нехитрый подсчет, я скривился. Щедрость лордов арха пугала своим смехотворным размером. На полсотни чернухи аккурат можно боб прикупить. Один боб. Получалось, что за семя добытчикам отдавали на всех лишь двадцатую часть его стоимости. Кстати, в архе, за другие пользы наверняка и Матвей не знает, соотношение цены семян и бобов почти что вдвое меньше, чем то было в предземье. Если дома мы меняли одно семя на тридцать, пять, сорок бобов, то здесь потребность в бобах куда выше. Лордам нужно постоянно поднимать троерост кучи новых добытчиков, бесконечным потоком, выходящим из школ на замену стремительно погибающим безымянным. Вот мы здесь еще и седмицы не отработали, а на палец уже пятеро трупов. Сегодня к троим местным, не пережившим добычу бизонов, прибавились еще один затоптанный археец у нас, и насмерть разодранный львом боец у Ефима. Последний стал первым погибшим предзом из наших. Хозяин сыроварни, которому приснился единый, закончил свой путь. Его, как и беднягу из нашего отряда по возвращению в поле заменят другим безымянным, как заменили затоптанных первым днем бедолаг. Теперь непонятно, чего нас здесь так называют. Зачем тем, кто едва ли проживет достаточно долго, чтобы по-настоящему запомниться имя? Простота хоть и стоит ниже нас, а у тех батараков шансов собственную старость увидеть значительно больше. И это я не про постоянно растущий от мер вступивших на путь. Интересно, из сотни местных сколько доживает до конца пятилетней службы? Один, два? В отличие от большинства предзов, безымянные из архейцев приходят в отряд с лобаками, а возвыситься здесь дело слишком уж медленное. Тут только если норы помогут. Самое выгодное в походах как раз их находить. Там награда повыше. Ну и белое, если сумеешь закрыть, рывок даст хороший. Добытое там все твое. Мне свои шесть бобов и семь по-другому за оборот не добыть бы. Скопишь тут при таких подачках. В деньгах это аж сапфировая марка и три изумрудных. Без наградных одним жалованием такую кучу деньжи копить больше двух оборотов. Вон как я удачно в Звор во подземелье свалился. Про нару, что закрыть удалось Матвееве и всем остальным я рассказывал уже поздним вечером, когда закончив забой, народ из огромной ненужной уже больше сети разбрелся ночевать по отрядам. До темноты мы успели вскрыть лишь малую часть туш, и командир уже порадовал нас, сообщив, что весь следующий день потратим на разделку остатка огромной добычи. Тогда мы еще не знали, что на отряд наберем сто шестнадцать бобов и девять семян, что для похода считалось весьма неплохим результатом, и принесенная мной из бездны награда казалась совсем уж подарком небес. Впрочем, таковым она в глазах местных недавних пустышек, в отличие от нас предзов, отродясь недержавших в руках кошеля с золотыми, осталась и по возвращению в полис, когда подсчитавший все наградные Матвей раздавал людям их кровные гроши. Так как число принесенных отрядом бобов служило лишь показателем нашего рвения, то каждый, не сумевший прикончить в походе трофейного семенного зверя, довольствовался всего девятью чернушками. Неудивительно, что еще до раздачи монет из уст стариков так и рвались слова про традицию угощать весь отряд после первой серьезной награды. Бобы не продавай, полез с советами Глист, когда четвертым днем мы наконец-то опять оказались в казарме. Бобы будешь есть, когда в другом каком походе прижмет. Бобы вообще никто сразу не ест. Я когда очередной покупаю в кармашек кладу, а глотаю тогда лишь когда-либо сила закончится, либо грошей на новый хватает. Тх-х-х-х-х-х, нашел кого учить, заржал Сёпа, получивший завзятые в пришибленные им на даре антилопе семя чуточку больше грошей, чем не отличившийся подобным успехом Лим. Хм, смертик тех бобов уже сожрал столько, сколько ты и не видел. Так-то соображаем немного. Я видел тысячи, обиженно нахмурился безымянный. Ты метла себе даже представить не можешь, сколько бобов проходит через руки Матвея. Хм, еще как могу. Я в предземье ватагу водил. В общаке тоже бывало немало скапливалось после похода. Хм, чужие бобы считать та еще радость, хохотнул медведушка. Как и монеты. А вот семя ты смертик продашь. Первое все продают. Угостить товарищей по отряду священной для безымянных обычаей. Раз пять уже слышал. Недовольно пробурчал я. Матвей и тот говорил. Угостить да угостить вас будто в столовке не кормят. Командир действительно, когда выдавал мне гроши, тоже с ехицей обмолвился про этот обычай. Мол, придется на выходных проставиться. Сразу два новых слова. Куда выходить, чего ставить. Хотя меня больше тогда взволновал заданный Матвеем на ухо вопрос про цвет закрытой норы. Командир намекнул, что пытаться обмануть бесполезно. Если то не белая была, все равно потом ложь всплывет. Лучше сразу сознаться. Тогда я успокоил Матвей, но переход на опасную тему отвлек меня от обыча безыменных. И теперь меня снова тыкают в нос тем, о чем я не знаю. Во внешнем городе разве трактиры есть? Чем, когда и как их прикажете угощать? Я ведь даже не имею понятия, где и кому продать семя. Хотя согласен, продавать его надо. Деньги мне сейчас нужнее, чем лишний год в отмере. Зелий бы каких «В столовке не поят», опередил медведушку рваной, подошедшей поближе, как и еще несколько безымянных, заинтересовавшихся темой разговора. «А главное не дают», заржал Глист. «Не жадничай, смертик. Я, когда белую нору закрыл, тоже отряд в дом у слады водил. Товарища из первой удачи не угостишь, навсегда ее потеряешь». «Кого потеряешь?» Не понял Лим. «Кого?» «Так удачу же!» округлил глаза Глист. «Семенной зверь, то ладно, а вот с норы, что с найденной, что уж тем более с белой закрытой, наш брат всегда проставляется. С первой по-крупному дальше уже символически. Я вот следующую нору найду, почарки всем выставлю, хоть и моей пятой то станет. Удачи не любит жматов». Само собой, жматом я не был. И портить отношения с товарищами по отряду из-за горсти монет не желал. Вчерашний разговор принес много пользы. Теперь я знаю, что при штабе кулака есть специальная лавка, где можно обменять семена и бобы на деньги по вполне себе сносной цене. Как и сделать обратное, а также купить всевозможные зелья, включая три вида лечилок, разнящиеся по своей силе и стоимости. Кроме того, я узнал, что два дня в каждом в свободное время по своему усмотрению. Чаще всего выходные нам ставят на последние двое суток седмицы, когда основная добыча в новом месте взята или на любые другие непригодные для работы в силу плохой погоды либо по иным причинам. Выбор тут на усмотрение командира. Сегодня же совпало все сразу. Степь у полиса хорошенько подчищена, поднявшийся ветер едва не сбивает с ног, а у меня появилась необходимость проставиться за закрытую нору. Последнее, как я понял, и стало решающим. Матвей объявил выходными два дня, и мы всем отрядом, возглавляемые знающим, как он выразился, подходящее место глистом, топаем по внешнему городу к одному из лучших домов у Слады на нашей стороне полиса. Зачем мы туда топаем, мне тоже уже объяснили. Наверное, я еще не дорос до таких развлечений, так как возможность покрыть незнакомую бабу, зарабатывающую на жизнь раздвиганий мног, не манит меня совершенно. Я не маленький мальчик, и знаю про любовные утехи достаточно, как-никак скоро стугнет 14. В другом месте, в другое время и при других обстоятельствах, пожалуй, я бы не против свести близкое знакомство с какой-нибудь смысливой девахой, но платить деньги за это нет, спасибо, я лучше чужие обедки из грязной миски сожру, чем такое. Матвей тоже, видно, продажными девками брезгует, так как присоединяться к походу вовнешку не стал, предпочтя уехать на эту пару дней во внутренний город, хотя, может, там подобные заведения чуть поприличнее, или у командира есть подруга из вольных, кто знает. Все остальные же наши счастливые до нельзя. Один домовой лишь остался в казарме, но там в другом дело, жена есть у дядьки, и она в этой паре за главную. Как выяснилось, домовиха весьма неплоха, что с оружием, что в кулачном бою. Серьезная баба. Во всем превосходит мужа. Не зря пошла в собиратели. Ну, вот мы и на месте. В сравнении с окружающими большое двухэтажное здание и хибарами, дом у сладок красотка выглядит еще более-менее. Застекленные окна, черепичная крыша, кирпичные стены. Видно, заведение приносит хороший доход. Хозяином здесь один вольный из бывших безымянных, сумевший после службы подняться. Внутри тоже сносно. Зал с длинными столами и лавками подли них напоминает дешевый трактир. Света мало, полы почти чистые, пахнет какими-то травами. В столь раннее время мы первые гости и нам очень рады. Не часто клиенты заваливаются такой толпой разом. Расселься. Общение с набежавшей обслугой на себя взял опытный глист. что стол заполняют кувшины и кружки. Здесь и пиво, и несколько разных наливок, и яблочные сидоры, что-то покрепче. В первый день выходных, как поведал медведушка, напиваться уместно и правильно. Второй день на плежку, потому их и не разбивают по месяцу, а ставят именно парой. Первый тост за меня. Смертик то, смертик все. Начал глист, но Сепан забрал слово. Вот сходили мы в первый поход. Издалека начинает метла. Если кто сомневался, что мелкие в отряде по праву, теперь небось косо не смотрит. По годам и по виду пацан волей, силой и духом мужик. Пьем за смертика, да не отвернется от парня единой. Народ почти дружно поддержал. Равнодушно сидит лишь молчун, тот себе на уме. Части из предзов, кто был за морем богат, осторожно принюхиваются к содержимому кружек. Хоть и сами выбирали чего себе налить, а привычку к хорошему пойлу так быстро не вытравишь. Я и вовсе для виду поднес к губам глиняный стакан с легким сидром. Вот вообще не понимаю я радости мутить голову себе пьяной бурдой. Э, нет, паря, заметил мое пренебрежение выпивка и глист. Назвали мужиком, так будь им, давай, до дна, по-мужски. Давай, давай, смертик, пей, до конца, залпом. Улетели со всех сторон подбадривающие выкрики. Мужик, он во всем мужик. Ободряюще похлопал меня по плечу Сёпа. Пей, малой, сегодня гуляем. Вот ведь учителя Йоковы отказаться теперь никак, засмеют. Но пить я эту гадость не собираюсь, у меня своя голова на плечах. Поднес кружку у губам, и, делая вид, что пью, вылил всё её содержимое мимо рта себе на подбородок. Со стороны оно смотрелось, как будто я в торопях не поспевал глотать выпивку. На самом же деле весь сидр благополучно стёк мне за пазуху по шее и груди. Лучше буду мокрым и липким, чем пьяным. Подвоха никто не заметил. Во время представления народ радостно хлопал в ладоши и подбадривающе орал всякое. К сожалению, это был лишь первый сегодняшний тост. Дальше мы по очереди выпили за отряд, за путь, за кулак, за удачу, за арх, за великий дом Эрдрамы, за вечного правителя Хо. Я, естественно, раз за разом повторял тот же фокус с проливом напитками и мрта. Через час от меня разило, как от последнего пьяницы. Дальше темп заливания в себя всякой дряни немного спал. С кухни поднесли разнообразные закуски. Теперь еда хоть немного отвлекала от выпивки, которая, впрочем, свое дело сделать успела. Народ чуть расслабился и слегка окосел. Ведущиеся за столом разговоры стали более откровенными. Люди вовсю шутили, орали и хохотали. Я же, чтобы не вскрылся обман, тоже начал пошатываться и заставил свой язык заплетаться. А не пора бы уже посмотреть на красоток? И Кнуф обвел взглядом зал рыжий Эф. Кто как, а я готов к любви. А вдруг они тут и не такие красотки? Заржал Сепан. Ты бы рыжий еще мальца выпил, чтоб наверняка. Ничего не знаю, стукнул Эф кулаком по столу. Написано красотка, значит, должны быть красотки. Там про одну красотку написано. Еще сильнее загоготал Сепа. Как делить будем? И, повернувшись к листу, охотник уже без улыбки спросил. Не, правда, где бабы-то? Тут уже пришла очередь местных смеяться. Нас тут двадцать шесть рыл. Хитро склабился глист. Думаешь, такая орава пустышек с утра до ночи торчит здесь тебя, дожидаясь? Бабы так-то при деле все. Каждая своим обычным трудом занимается. Как мы только ввалились, хозяин мальчишек послал. Нужно время, чтобы работниц собрать. Наберите терпение. Прибегут, приведут себя в порядок и явятся. Слышавший объяснение глиста Эв помрачнел. Дурацкий какой-то бордель. Недовольно пробурчал рыжий. В земграде бабы сразу редками сидят. Подходи, выбирай. Чую, в очереди постоять придется. Чур я первый. И снова местные залились дружным смехом. Вот предзе. Опрокинул в себя еще одну кружку медведушка. Какой такой земград? Вы на внешке. Тут каждая вторая пустышка за десять грошей полверсты пробежит, чтобы дать безымянному. Погодь, погодь, рыжий, еще отбиваться будешь. И действительно не прошло и часа, как в зал буквально влетела первая женщина на ходу поправляющая расчесанные кое-как волосы. Кореглазая, смуглая, как и все здесь. Невысокая, но с широкими бедрами и внушительной грудью, наряд простенький, коротенькая выцветшая платьица, подвязанная розовой с застеранными пятнами ленты, на ногах тряпичные тапочки. Мальчики, тридцать грошей и весь час я ваша. Торопливо с одышкой, словно после долгого бега, протараторила женщина и нагло влезла на колени к сидевшему к ней ближе всех молчуно. Больше пятнадцати никому не «Давай», прошептал мне Глист, «платить за все тебе, Смертик, это первое просто наглеет». «Может, ты проследишь, или я мужикам просто денег раздам и пускай дальше сами торгуются». «Проще сделаем», подмигнул мне Глист и поднялся с лавки. «Народ, Смертик платит за стол, но любовь же у каждого по пятнадцать чернушек. Надо больше докладывать и свои, у кого они есть, за деньгами ко мне подходить». И добавил мне «Выдай мне сразу монет, чтобы не дергать тебя потом больше». Кивнув, я слазил рукой в карман и выудил оттут горсть монет, в которой среди темной мелочи зеленел и несколько изумрудных марок. Сапфиру я предусмотрительно разменял еще в лавке, заранее выяснив примерный размер предстоящих мне трат. «Слезь, коза». Тем временем спихнул женщину с коленей молчун. «От тебя потом вперед, помойся, сходи». «А я чистенькая», звонким голосом возвестила о своем появлении вторая пустышка, грациозно запорхнувшая в зал. Эта женщина была на голову выше первой и гораздо стройнее. По подведенным углем глазам и черненным бровям сразу видно, что эта барышня потратила куда больше времени на подготовку. «Ай-яй-яй, хира», найдя взглядом пристыженную соперницу, покачала головой стройная. «Не помывшись к клиентам, вот она, глупая спешка. Быть первой не самое главное. Правильно говорю, красавчик?» Положила она руку на плечо Эфа, безошибочно определив самого жаждущего. «Сколько бросишь, киса?» притянул к себе девку рыжий. «Моя цена всего тридцать грошей, сладенький», лизнула женщина Эфа в ухо. «Не скупись, выжму тебя досуха». «Не позволяйте себе обдирать, храбрые воины». «Раздалось от входа». «Двадцать грошей, я утоплю вас в блаженстве». «Восемнадцать!» отпихнула в сторону загородившую ей проход хрупкую девушку мощная баба, с натянувшей явно маленькой для ее крупной фигуры платье огромной грудью. «И у меня, в отличие от этой доски, есть за что подержаться». В доказательство своих слов крупная тетка так лихо тряхнула своими пышными формами, что одна грудь вывалилась наружу сквозь разошедшийся верх платья халата. Эта наглая баба стала первой, кто смог заманить клиента. Вскочивший из-за стола при виде пышнотелой красавицы Лим, легко сбив цену до пятнадцати грошей, тут же был уведен наверх. Увидев, что зал наполняется все новыми и новыми конкурентками, худощавая киса тоже скинула пятак и утащила за собой Эфа. Дальше, перевалившие своим числом за два десятка женщины, соглашались уже и на меньшую цену. Вскоре за клиентов уже шла настоящая драка. Симпатичные и не очень девахи, нахваливая себя и ругая соседок, тянули безымянных в разные стороны. От звучавших из уст барышень обещаний у меня покраснели уши. Как же сильно им нужны деньги. Десять агатовых грошей это всего-то серебряный в предземских монетах. Даже в моей бедной деревне ни одна девка не легла бы за столько с чужим мужиком. И тут ведь почти все замужние бабы. Пока велся массовый торг, Глист успел рассказать мне, что эти женщины не работают на хозяина заведения, а просто платят три гроша за комнату в час. У большинства из них есть мужья и дети, у кого-то и внуки с правнуками. На земле зато молодуху знать можно запросто. Среди заполнивших зал женщин многим было явно меньше двадцати, а некоторые девчонки и вовсе казались едва ли не детьми. Юных выбирали охотнее. Сёпа после короткой торговли за пятнадцать грошей забрал сразу двух тощих, как и сам метла, девок. К медведушке же пристала совсем уж малявка, казавшаяся на фоне огромного безымянного дочке годится. Да хоть во внучке, отмахнулся медведушка. Шестнадцать есть, топтать можно. Хозяин здесь строго следит, чтобы малолетки не лезли. Богатыря увели. И он стал последним, так как в доме у слады закончились свободные комнаты. Я, Глист и ещё четверо затянувших с выбором безымянных остались за столом в окружении пары десятков девах, принявшихся в наглую угощаться всем недопитым и недоеденным. Интерес к нам на время пропал. Я смотрел на орущих и толкающихся тёток и всё больше кривился. Мерзкий день, мерзкий дом, мерзкий арх. В полисе, где каждый девятый батрак, жизнь, дерьмо, сегодня я это осознал в полной мере. Моя бы воля убрал себя отсюда немедленно. И где-то муло носит, я долго не вытерплю здесь. Во время, пока мест затихшей клиентов, ко мне приставали значительно меньше, чем к другим безымянным. Всего несколько раз больше в шутку, то одна, то другая из барышень предлагала мне себя, но, получив отказ, тут же спешила дальше. Меня не воспринимали всерьёз, и я был тому только рад. Хватит с меня и пролитого на себя сидра. Ещё и здесь притворяться, чтобы доказать что-то кому-то совсем не хотелось. Мой первый раз точно не будет таким. Дабы наверняка отвадить от себя приставалок, я прикинулся напившимся в зюзю. Упёрся локтями в стол, положил голову на ладони и одним полуприкрытым глазом наблюдал за происходящим вокруг. Кажется, пронесло. Глист болтает с соседями, то и дело прикладываясь к кружке. На коленях у всех безымянных повыбранной девки. Сидят, ждут, когда комнаты освободятся. Про меня все забыли. Вот же йог, даже мысленно каркать нельзя. Стоило мне порадоваться, что и не спешащие расходиться женщины и товарищи подряду перестали обращать на меня внимание, как в зал бежала опоздавшая к разделу клиентов девушка в аккуратном коротеньком платьице с невероятно длинными и стройными ножками. Её большие, словно улани, глаза взволнованно хлопали длинными ресницами. Молоденькая, лет восемнадцать-семнадцать, губки припухшие, словно специально накусанные, маленький вздёрнутый носик, округлая, где надо, фигурка, ровно обстриженные по плечи чёрные волосы блестят, будто натертые воском. Обвела взглядом зал и, заметив меня, радостно улыбнулась. На лице облегчение. Пусть и молод клиент, а, похоже, свободен. Игнорируя полетевшие в свою сторону колкости от боли расторопных товарок, заканчивающих подъедать со стола остатки нашего скромного пиршества, девушка двинулась ко мне, игриво покачивая бёдрами. И почему такой красавчик один? Я сделал вид, что сплю, даже не громко захрапел. «Не бойся, малыш!» Легла мне на шею неожиданно мягкая ладонь девушки. «Ты же только что мне подмигивал. Я всё видела». «Хе-хе, малыш!» заржал услышавшие слова хитрой девки Глист, и остальные наши немедленно подхватили хохот. «У малыша три дара!» смеясь сообщил всему залу один из безымянных. «И он только что нору в бездну закрыл!» Так как сомкнутые в притворстве веки я уже нехотя разлепил, то момент удивления девушки удалось поймать взглядом. Какое-то оно чуть запоздало и наигранное. Неужели моя слава успела докатиться и сюда? «Так может, он в штанах, малыш!» загоготала, косевшая от выпивки рваны. «Ты смерти хоть того уже с бабой был?» Вместо ответа я показал рваному неприличный жест. «Начинается то, чего я боялся». «Так и я одаренная». Грациозным движением перекинув через мои колени свою стройную ножку, уселась на меня ко мне лицом девушка. В раз превращаю любого малыша в великана. Мой подбородок и нос в момент очутились аккурат между ее небольших но упругих грудей. Нежные руки обвили мою шею, тонкие пальцы взъерошили волосы, в ухо дыхнули теплом. Что ж там, это было приятно. От девушки исходил свежий фруктовый аромат. У меня мгновенно появилось желание обнять ее в ответ, прижав сильнее к себе, но я умудрился сдержаться. «А если это малыш, то мне сильно не везло с мужиками!» Игриво воскликнула девушка, отстраняясь от меня, чтобы бросить восторженно удивленный взгляд вниз. «Еженьки, у меня же естество напряглось. Стыдоба-то какая!» «Пойдем, красавчик!» Заглянув в глаза, погладила меня по щеке кончиками пальцев девушка. «Сделаешь мне приятно. Уж поверь, я в долгу не останусь. Держись, Китя. Ты сильный!» «Нет, спасибо!» Собрав волю в кулак, отстранился я от красотки. «Мне не хочется!» И что голос, что взгляд пьяный-пьяный, для верности икнул даже. «Не ври, красавчик!» И не подумала-то сдаваться. «Еще как хочется!» Я же вижу. «Стесняешься?» «Так лосковее меня не найти. Пойдем. Просто поглажу по спинке». Безымянные наблюдающие за моим охмурением снова дружно заржали. «Хм! Смертик, ты чего?» толкнул меня в плечо глист. «Огонь, девка, бери!» «Ты мужик или как?» Поддел рваный. «Сейчас первая комната освободится и тащи ее в койку!» Остальные выкрикивали что-то в том же ключе, причем к ехидным поддевкам присоединились и женщины, сидящие у мужчин на коленях. Остальные же барышни оживились и вовсю предлагали себя вместо тощей козы, неумехи сопливой, размалеванной сучки и все в том же духе. Почуяли хищницы, что шанс дожать последнего незанятого клиента все-таки есть. И как мне теперь отвертеться? «Зачем комнату ждать?» Снова прильнула ко мне обольстительница. «Тут ведь есть одна спаленка для особых гостей. Всего десять грошиков сверху. Половину из своей цены скину. Почувствуешь себя настоящим лордом, красавчик». И в этот момент в зал из вводящего к комнатам коридора в сопровождении своих юных спутниц ввалился красный, словно из бани, сепан. «Что за ор, что за гам, сударь мои безыменные?» — громко вопросил Сёпа, слегка коверкая слова заплетающимся языком. «Кружку мне! Передохну малость и снова в бой!» «Смертик ссыт пойти с бабой в комнату!» — пьяным голосом сообщил рваный. «Хе-хе, рано мы его в мужики записали!» «Непорядок», — мотнул лохматый головой сепан. «Малый, ты перепил, что ли? Ноги отказали. Так я ж тебя донесу!» Метла отпустил девчонка довольно твердым шагом для своего состояния, направился в мою сторону. Чувствуя поддержку, девушка тут же усилила натиск. «Ну, заканчивай уже ломаться, красавчик!» Принялась она извиваться у меня на коленях, выписывая восьмерки бедрами. «Друзья тебя не поймут!» «Ты же не из тех, кто по мальчикам!» «Что?» «Я ж подпрыгнул!» «Не хватало еще, чтобы меня мужеложцем считали!» «Пусть в глаза и не скажут такое, а вдруг за спиной станут думать!» «Тьфу!» «Дрянь какая!» «Показывай, что там за комната княжеская!» Поднялся я с лавки и держа на руках обвившую меня ногами девушку. «Мужик, он во всем мужик!» И, показывая, насколько я пьяный, тут же уронил красотку задом на стол под одобрительный хохот товарищей по отряду. «Хотят мужика!» «Я им всем сейчас покажу!» «Мужика!» Глава девятая. За щукой. Комната, куда меня затащила красотка, в отличие от всех остальных номеров, располагалась на первом, а не на втором этаже. Не знаю, как там в других, а в этой для особых гостей обстановка сводилась к кровати, маленькому столу и двум стульям. Внутри было чисто. Наверное, за чистоту постель тоже выглядела неиспользованной. И бралась повышенная плата. А может быть, на стоимость влияло наличие окна, завешанного прозрачной, но пропускающей часть света шторой. «Располагайся, мой господин», подтолкнула меня к кровати красотка. «Я сейчас вернусь». Послав мне воздушный поцелуй, девушка выпорхнула за дверь, через которую мы только что вошли. Куда это она? Впрочем, и хорошо, будет мне лишнее время на то, чтобы собраться с мыслями. Едва ли, получив деньги, девка откажется мне подыграть. Ей нужен не я, а монеты. Но слова все равно нужно подбирать очень тщательно. Мне не нужно, чтобы она потом все разболтала товарком. Так слухи могут и до ребят из отряда дойти. «Почему мой красавчик еще не в кроватке?» поинтересовалась проскользнувшая сквозь приоткрывшуюся дверь девушка. Так вот, куда она бегала. В руках по небольшому стакану, причем по стеклянному, каких на стол не подавали, с некой розовой жидкостью. Ох, хитрющее! За напитки опять мне платить. Кстати, девушка до сих пор не назвала свою цену. Развод перепившего юнца продолжается. «Это что?» Вместо ответа кивнул я на стаканы. «Это то, что пьют щедрые и успешные мужчины, вроде тебя, красавчик». Игриво проворковала девушка. «Настоящее вино. Поверь, нам захочется пить». Осторожно поставив стаканы на стол, обольстительница резко шагнула ко мне и прижалась всем телом. «Позволь раздеть тебя, мой господин». Прошептала она мне в ухо, и ловкие пальчики скользнули ко мне под рубаху. «Пора начинать, а то уже мурашки накужат ее пальчиков. Протяну, могу сдаться и буду потом очень сильно жалеть». «Мы не будем сношаться». «Юженьки, что за слово я выбрал? Как же гадко звучит». «Чего?» Отстранилась от меня девушка. «Ты опять начинаешь? Друзья же тебя засмеют». И поспешно добавила, «За комнату и вино все равно придется платить». «Да заплачу я!» Отмахнулся я. «Сядь, послушай». Потянул я ее за собой на кровать, куда плюхнулся задом. «Мне денег не жалко, у меня эти... принципы». Последнее слово я еле выговорил. Главное, не переиграть, перетворяясь пьяным. «Какие еще принципы?» фыркнула девушка. «Подружка есть, что ли?» «Так это не страшно. Наоборот, научу тебя сейчас кое-чему. Покажешь ей потом. Обещаю, подружке понравится». «Не», — мотнул я головой. «Платить за любовь, позор. Я из княжеского рода. Сболевский не платит за... Ну, ты поняла». Брови девушки подпрыгнули вверх. В глазах мелькнул страх. Рот слегка приоткрылся. Ну вот, напугал пустышку. Пусть благородным ее клиент был лишь в предземье, а в архе настолько боятся лордов из великих домов, что одно только звучание слова «благородный» вгоняет батараков в ужас. «Короче, не надо ничего делать», — продолжил я заплетающимся языком. «Посидим просто тут. А время пройдет, вернемся, как будто закончили. Сколько ты там просила монет? Заплачу, словно все было, а с тебя подыграть. По рукам». Бледность испуга сошла с лица девушки. «По рукам, господин», — снова заулыбалась она. «Никому ничего не скажу, можете не сомневаться. Наоборот, расхвалю вас перед вашими друзьями. И так сейчас стонать буду, что даже в общем зале услышат. За все про все с вас всего одна марка, конечно же, изумрудная. Здесь уже и вино, и особая комната». «Обдираловка». «Но не к лицу, князю за гроши торговаться. Репутация важнее той мелочи, что отдам этой хитрой лисе». Молча выудил из кармана зеленую монету и отдал девушке. Та с поклоном приняла и тут же подхватила со стола стаканы с вином. «Это дело нужно отметить, мой господин», — настойчиво всунула мне в руку стакан красотка. «За ваши принципы». Легонько стукнув своим стаканом обмой, девушка жадно припала к напитку. «А чего они только находят в этой кислой бурде? Мне хватило коснуться жидкости кончиком языка и губами, чтобы понять, что вино разделит сейчас участь сидра. Не нужен мне этот пьяный компот». Снова сделал вид, что залпом опрокидываю в себя содержимое стакана, сам же якобы часто глотая пролил все в рубашку, которую уже успел разок выжить в зале, пока никто не видел. «Кто же так пьет вино, господин?» Захохотала девушка, глядя на мой пустой стакан и мокрый подбородок. «Им нужно наслаждаться». «У нас нет вина», — икнул я. «Мы пьем пиво». «Ох, господин», — покачала головой красотка, — «да вы же весь облились. Давай все же снимем рубашку». Не дожидаясь моего согласия, она принялась стягивать с меня одежду, приговаривая. «У нас тут на целый час. Чего сидеть? Лягте, полежите. Штаны тоже снимем и сапоги снимем. Вот так?» «И правда, чего нам сидеть? Разговаривать я с ней не хочу, пускай стонет, как обещала, а я отдохну, поваляюсь». Через десять секунд я уже лежал на кровати, уткнувшись в подушку лицом. Специально перевернулся животом вниз, чтобы сармату спрятать. Девушка же приняла такую мою позу за приглашение. «А я ведь не шутила тогда про спинку погладить?» Прошептала красотка. «Расслабьтесь, господин. Сейчас я доставлю вам удовольствие по-другому». Ее нежные руки легли мне на спину и начали бегать по коже туда и сюда. Как приятно. Мне от плечи проходятся вдоль хребта костяшками пальцев, растирает поясницу. Тут даже если не хочешь, аж расслабишься. Я непроизвольно зевнул. «Правильно, правильно, господин. Воздремните». Прошептали мне на ухо. «Вы уже столько выпили, что поспать сам единый велел. Я потом разбужу вас». Заманчиво. Но на стуле висят мои вещи, где в кармане помимо оставшихся денег два флакончика с зельем. Не для того я половину наградных на лечилке спустил, чтобы эту козу порадовать. Боюсь, этот сон может дорого мне обойтись и так уже на лишнюю изумрудную марку попал. За этой длинноногой хитрюгой нужен глаз да глаз. Но следить можно и ушами. Через пару минут я окончательно сомкнул якобы потяжелевшие веки и притворился, что сплю, начав ровно сопеть. Какое-то время девушка продолжала гладить и мять мою спину, потом прозвучал осторожный вопрос. «Господин, вы спите», на который я решил не отвечать. «Если полезет теперь по карманам, поймаю за руку и тем самым дополнительно защищу себя от распространения слухов, мол, проболтается кому. Я тотчас сообщу хозяину дома у слады, что длинноногая обворовывает клиентов и ее сюда больше не пустят. Тем временем красотка, не удовлетворившись моим молчанием и сопением, решила меня потолкать и подергать за руку. Вот это уже интереснее. Так-то меня рановато будить. Я, конечно, сплю пьяным сном, но не настолько же он крепкий, чтобы не проснуться от такой грубой проверки. Но девушка отчего-то уверена, что я не проснусь. А поила? Какое-то сонное зелье? Похоже на то. Я мгновенно напрягся, не мышцами. Приоткрыв до тонюсенькой щелочки левой, не упирающейся в подушку глаз, я принялся незаметно наблюдать за воровкой. Сомнений больше нет. Этой хитрой заразе мало одной марки. Обчистит напившегося юнца и поди потом докажи, что не сам потерял. Но нет, мои вещи на стуле не заинтересовали красотку. Девушка направилась к окну и нырнув за отведенную в сторону штору, скрылась за ней. Послышался щелчок щеколды и следом за ним до меня донесся скрип открываемой створки. Удрать вздумала. Зачем? Но я снова ошибся. С минуту за шторой было тихо, затем я услышал взволнованный шепот девушки. Давай скорее. Залезай, пока тебя никто не заметил. Опа. Это еще что за гость? Неужели? Подмешала. Спит? Произнес хриплый мужской голос. Спит. Почему не сказал, что этот мелкий предс благородный? А я знал, что ли? Огрызнулись в ответ. Да и бездна с ним. Кем он там был в предземье, неважно. Сейчас он обычный безымянный. За обычных поледянки не платят. Тащи его отсюда скорее. Сейчас утащу. Мешок, видишь, как вы подогнали. Сюда и два таких пацаненыша влезет. Прикончу только сначала. Из-за откинутой шторы вышел мужчина в обычном рванье простака. Кому-то я сильно мешаю. Второго убийцу же подсылают. Он и нож уже достал гад. С бровью пообщаться не вышло, но с этой парочкой я обязательно поболтаю. Пора выяснить, кто стоит за начатой за моей головой охотой. Сдурел? Как я кровь объясню? Вцепилась в руку подельника, выскочившая из-за шторы девушка. Он же будто бы сам удрал. Тащи спящего, а прирежешь уже у заказчика. После зелья его хоть по земле волоком тут недалеко. Справишься. А если все же очнется? Послышал сестрак в голосе мужика. Отдаленный же. Попробую ему лучше шею свернуть. Это дело бескровное. Ага, свернешь ты. У него ж долей, как у лорда. Тут только ножом. Давай в мешок его, помогу. Ну, хорошо. Согласился мужик. Давай попробуем засунуть. Сначала надо одеть. Проклятый малолетка едва недорогото наклюкался. Вся шмотка мокрая. Нельзя его такого на кровать было. Пришлось с него одежу стащить. Некогда. Одежу тоже в мешок. Потом выкину. Найдут в труселях, подумают, горбанули. Дай только карманы обчищу. Дурак. Кому нужны шмотки безымянного? Совсем тупой. Их же не продашь. Стаскивай его на пол. Оденем по-быстрому, а с карманами я сама разберусь. Пойди, обманешь еще. У мелкого госта с монетой только нору закрыл. Пересчитать надо. Девушка направилась к стулу с моей одеждой. Мужик же, пробурчав себе, что-то поднос двинулся в сторону кровати. Пора заканчивать это представление. Я уже услышал все, что мне нужно. Пора идти в гости к заказчику. Уверен, что это тот же самый вольный, который подкупил бровь. Сейчас подойдет поближе и вскочу. Справиться с парой пустышек для меня не проблема. Главное, все проделать бесшумно. Из их разговора понятно, что нанявший этих двоих человек находится где-то поблизости. Если в доме у Слады начнется переполох, он может удрать. Мои пьяные товарищи по отряду мне сейчас только помеха. Попробую справиться сам. Подельник красотки наклоняется, чтобы взять меня за руку. Но уж нет. Волочиться в мешке по земле мне не хочется. Быстрый поворот кисти и выскочивший из кулака незримый клинок пронзает голову несостоявшегося убийцы. Тело пустышки падает на кровать, но меня на ней уже нет. Вскочив, прыгаю к девке. Не убивай! Зажрав шею бабы между плечом и предплечьем, рывком разворачиваюсь, прикрываясь ее телом. Прозвучавшие только что слова выкрикнула отнюдь няна. Голос мужской. Она нужна живой! Вот ты где! Тень в углу комнаты ожила. В месте, где только что никого не было, внезапно возник человек, которого по приличной одежде я тут же записал в вольное. Невысокий, худой, с узкими плечами и огромный, особенно на фоне тщедушного тельца, покрытый пышными черными кудрями головой, он не выглядел опасным, но внешность часто бывает обманчивой. Замерла! Рыком приказал я красотке, зажав ей ладонью рот. С перепугу или у девки хватило ума мгновенно понять, что сопротивляться сейчас бесполезно, но пустышка послушалась, застыв в моих руках трясущейся теплой куклой. «Кто такой?» Полушепотом прохрепел я, глядя на незнакомца. Первый испуг, вызванный внезапностью появления мужика, прошел. Будь новый гость убийцы, я бы уже лежал трупом. С его даром кого-то прикончить, расплюнуть. Как долго он находится в комнате? Как он сюда попал? Если что, на выпаде достану клинком, даже если опять отведет глаза, но мне кажется, что до этого не дойдет. «Свой я», поднял пустые руки мужчина. «Меня Ахмадар зовут, я Матвея, друг. Командир твой попросил за тобой присмотреть, он тоже тут недалече». Теперь все понятно. Матвей оказался умнее меня. «На живца рыбку ловите?» «Соображаешь?» ухмыльнулся археец. «И клев неплохой». «Тут согласен». Пришла моя очередь улыбнуться. «Но пока только плотвичка попалась. За щукой придется сходить. Благо тут недалеко, говорят». Я перевел взгляд на в ужасе хлопающую глазами красотку. «Ха, а ты хорош смертник!» между тем хохотнул одаренный. «Даже я поверил, что ты задрых, а он еще и не пьяный, оказывается». «Талант лицегея», — пожал я плечами. «Давно ты здесь, Ахмадар?» «Так с вами зашел. Я умею бесшумно ступать». И, переходя к делу, одаренный кивнул на девушку. «Дадим шанс красавице сохранить свою жизнь». «Почему бы не дать? Отведет сейчас к щуке и пусть плывет куда хочет. Ты же отведешь, милая? Отрезать такие красивые ножки не хочется. И так уже всю комнату кровью уделали». Убрав ладонь со рта девушки, я медленно провел пальцем по коже на ее шее. Лоу успел научить меня многому, в том числе и пугать. «Он ждет Рихана в пустом доме на конце улицы». Покосившись на труп подельника, торопливо зашептала побледневшая красотка. «Вольный, придарь. Он пригрозил, что убьет мою мать и братьев». «Знакомый подход». «Но точно тот самый, что раз уже пытался прикончить меня чужими руками». «Хм, какая умничка!» похвалил Ахмадар. «Пойдем, покажешь, где точно». «Если не врешь, отпущу», — добавил я. «Не-не-не», — затрясла головой девушка. «Он узнает меня, там все видно из окон. И тебя тоже узнает», — покосился она на меня. «Я могу на словах объяснить. Дом приметный». «Не бойся», — осклабился одаренный. «Нас никто не увидит. Троих мне укрыть не проблема. Давайте через окно, так получится проще». Я быстро оделся. И вот мы уже по очереди вылезаем через окно в проулок. Девушка вроде смирилась с ролью проводника. Я предупредил пустышку, что любой лишний звук или тем более попытка удрать обернется для нее болью, кровью и почти наверняка смертью. Невидимые мечи вылетают мгновенно, а у меня еще и в ловкости три сотни долей. Тут нужно быть больше, чем просто дурой, чтобы попытаться меня обмануть». «Так и где сейчас Матвей?» — поинтересовался я шепотом у Ахмадара. «Следить за входом в дом у Слады. За ним долго ходить, сами справимся». На улице, куда мы вышли из тупичка переулка, было много людей. Пустышки всех возрастов и обоих полов топали по своим делам, не обращая на нас внимания. Дар отведения глаз для меня не в новинку. Довелось путешествовать в компании одного такого умельца. Для окружающих мы невидимы, пока не столкнемся с кем-то или не выдадим себя чересчур громким звуком, например, криком. Единственное, чего я сейчас боялся, это того, что наша провожатая внезапно заверещит. Конец улицы близко. Нас может заметить тот, кто не должен. «Вон тот дом», — прошептала девушка, тыча пальцем на довольно приличное двухэтажное здание, выглядывающее двускатной крышей из-за нагромождения холуп бедноты на противоположной от нас стороне перекрестка. «Там раньше лавка была, хозяин из вольных, разорился. Лорды дом выкупили, а что делать с ним, пока не придумали. С обратной стороны еще вход есть, мы туда заходили». «Веди к нему», — приказал Ахмадар. «Там закрыто, но если вы разрубите дверь...» «Тебе он откроет». Девушка вздрогнула. «Ну, что я скажу? Может, лучше...» «Не лучше», — перебил одаренный. «Скажешь, все сделано. Скажешь, пришлось убить в комнате. Остальное не важно. Мне лишь бы открыли дверь. Какой у него дар, говоришь?» «Он в темноте видит. Мы когда с Риханом...» Но Ахмадар уже не слушал ее. Схватив нас за руки, одаренный поспешно втащил меня с девушкой за выступающий угол ближайшей холупы. «Все отменяется», — торопливо зашептал он. «Сейчас в первый же переулок и возвращаемся кружным путем к дому Узлады. Находим Матвей и... Пожалуй, придется ваших из отряда привлечь. Окружим дом». «Да что случилось-то?» «Не выдержал я. Сам же говорил, что мы справимся». Одаренный насупился. «Он увидит». Недовольно пробурчал Ахмадар. «Так ему глаза не отведешь. Хорошо, что Прадар спросил, прежде чем к дому подошли. Так еще есть шанс, что не сдернет, пока мы туда-сюда будем бегать». «А если сдернет?» Нахмурился я. «Время уходит. Если ее дружок погасил сия на девушку, не объявится в течение часа, тот гад заподозрит неладное. Успеем?» «Не знаю». Покачал кудрявой головой Ахмадар. «Вот же засада». «Отступать, когда я так близко подобрался к своему врагу? Неужели нельзя простой силой вломиться в дом и схватить, ублюдка?» «Не знаю, меня не устраивает», твердо заявил я. «Надо просто идти и хватать его». «Сбежит», — скривился Ахмадар. «Вдвоем не поймаем. Тем более, что от меня мало толку без дара. Я по рождению вольной в добытчиках не служил. Отец норов выкупил в свое время и меня туда силой загнал. Повезло, загадка досталась. Как видишь, прошел испытание, но это мой единственный подвиг. Я умею только бесшумно ходить и из тени бить». «А еще ты трус. Ну, вслух я этого не стал говорить». «Ладно, сам справлюсь». «Мм, не справишься». Покачал головой Ахмадар. «Он тебя еще на подходе заметит и сдернет. К тому же его живым надо брать. Твои резалки здесь не помогут. Пошли за Матвеем». «Но я уже настроился на другое. Если нельзя силой взять, возьмем хитрости. Не хочу потом постоянно трястись, каждый миг ожидая удара в спину». «Как тебя зовут?» Внезапно повернулся я к девушке. «Исиль». Настороженно произнесла та. «Гони мою марку, Исиль». Протянул я к ней руку. «Хорошо, хорошо». Вернула она мне монету. «Не заработала ты ее. Но шанс заработать есть». Девушка и одаренный непонимающе уставились на меня. «У нее же талант, лицедейки похлеще моего», — пояснил я Ахмадару. «Выманим, гада». Так как отказа я не принимал, уже через пять минут мы шагались из Исиль по другой стороне улицы к интересующему меня дома. Темные окна второго этажа, на первом их не было, смотрели на нас глазами моего врага. Он наблюдает за подходами к своему логову, тут можно не сомневаться. Наверняка уже заметил гостей. Удерет или нет. Я надеялся на последнее. Если и вторая попытка убийства провалится, жертва станет себя вести вдвое осторожнее. Потом меня достать будет еще сложнее. Сейчас же я доступен, как никогда. Пьяный вдрызг, еле бреду, повиснув на ведущей меня девушке. Ноги заплетаются, на лице дурацкая счастливая улыбка. Грех не воспользоваться таким шансом, даже если задуманное пошло не совсем по плану. Свернув в заканчивающийся очередным тупиком переулок, Исиль потащил меня к заднему входу в дом. Вокруг беспорядочное нагромождение дощатых хибар, идущих сплошной стеной. С любой другой стороны к логову заказчика моей головы не подобраться, разве что по крышам, но те просматриваются еще лучше, чем улицы и переулок. «Потерпи, красавчик, почти пришли», — громко сообщила Исиль. «Эти слова не для меня». Затаившийся в доме услышит. Невнятно проблеил что-то в ответ и попытался поцеловать девушку. Та со смехом отпрянула. «Не на улице же!» — игриво промурлыкала красотка. «Мы уже на месте. В этом доме я снимаю комнату, здесь нам никто не помешает». И, постучав в закрытую дверь кулаком, Исиль выкрикнула. «Рахин, открывай! Я с клиентом!» Ну вот и миг истины. Клюнет рыбка. Или гад уже сбежал через какой-то от норок. Для надежности прижимаюсь лицом к груди девушки и что-то мычу. От меня так разит выпивка, что из-за двери можно почувствовать. Давай, щука, хватай приманку. Полудохлый живец прямо у тебя под носом, тебе нужен мой труп или нет. Щелчок самострела заставляет меня рвануть в сторону. Он не в доме. Вспоровший рубаху и оцарапавший кожу болт прилетел со спины. Халупа напротив. Бросаюсь туда. Йок. Второй болт, выскочивший из темноты незастекленного окна, пробивает мне грудь. Но не сердце, я жив. Хлипкая дверь из прогнивших досок разлетается щепками под моей ногой. Тут всего одна захламленная комната. Вижу его. В одной руке моего врага длинный нож, в другой небольшой сдвоенный самострел, который тут же устремляется к моей голове. Уворачиваюсь от броска и призываю удар. Вовремя. Убийца знает про мою способность. У него даже мыслей нет про то, чтобы добить раненого. Швырнув, бесполезный теперь самострел тут же ныряет в окно головой вперед. Еще миг и ушел бы. Но мои руки быстрее. Вырвавшийся из моего кулака незримый клинок успевает скосить ноги гада в самый последний момент. В раздавшемся снаружи крики столько боли и ужаса, что мне становится страшно. Вдруг сдохнет. Брошенный взгляд на упавший на пол по эту сторону оконного проема ботинки заставляет вздрогнуть. Маленький болт в груди — это ерунда. Вот выйти из дома без обуви, забыв за одной стопы. Это да. Это больно, наверное. Уже не спеша выхожу на улицу. Лишившийся части ног человек в муках корчится на земле. Он больше не опасен. Где там моя лечилка? Достаю пузырек, открываю. Теперь выдернуть из раны болты все зелье в дырку. Ах, как же, мать его, больно! Шипение глушит вопли безногого, но потянувшийся вверх от раны зеленоватый дымок успокаивает. Настоящее, а то вдруг подделку подсунули. Ведь не самое дорогое брал зелье. Это второе по цене, по две изумрудные марки, которые. Не лекарь, дар! Уже видно, что на месте дыры не останется гладенькой кожи без шрама, но кровь идти перестала мгновенно. Мне это и нужно. Быстрый взгляд по сторонам. Исиль так и стоит, вжавшись в дверь дома напротив. В глазах девушки столько ужаса, что можно не переживать, не сбежит. Вход с улицы в переулок забит людьми. Пустышки беспрестанно галдят, но ближе подходить не спешат. Скоро здесь появится стража из вольных. А вот и Ахмадар. Протиснувшись сквозь толпу, бежит к месту событий. Крышку со второго флакона долой и скорее к пытающемуся в вое куда-то ползти укороченному. Ловлю за ногу. — Зрелище просто ужасное, но мне нужно остановить кровь. Половину пузырька на рану и размазывай по срезу. Откуда у него только силы взялись так брыкаться? — Держи его! — ору другу Матвея, пытаясь прижать воющего мужика к земле. — Ахмадар еще то брехло. Беспомощный он без дара своего, ага. Так врезал безногому по башке, что тот мигом обмяк. Теперь мне размазывать остальную часть зелья по второму обрубку ничего не мешает. — Хм, будет жить! — радостно скалится Ахмадар. — Я бегу за Матвеем. Страже скажешь. Все делалось по приказу капитана Аббаса. Пусть ведут разбираться в расположении кулака. Я киваю. Неужто мы сделали это? Щука поймана. Очень скоро узнаем, на кой этому мудаку моя смерть. Теперь смогу жить спокойно. Ахмадар делает пару шагов по направлению к улице и исчезает. Теперь стража его не задержит. У меня же осталось одно неприятное дело. Я обещал сохранить жизнь, красотке. Исиль, конечно, еще то дерьмо, но я дал ей слово. Если ее схватят, судьба девушки решится без моего участия. Пустышки не нужны на арене. Девчонку точно казнят. Оборачиваюсь. Там, где она стояла всего пять секунд назад, уже никого нет. Похоже, я сохранил свою изумрудную марку. Глава десятая. Через кровь к ненависти. А ведь я мог и догадаться. Этот сын шакала не умеет проигрывать. Никакого достоинства. Эх, Верхан, Верхан. Всегда знал, что Великий дом Аль-Фатх ставит цель выше чести, но чтобы так низко пасть. Мой старый знакомый из дома Эрдрам укоризненно покачал головой с красным гребнем. Стоило нам вчера узнать имя заказчика покушений, как капитан Абос лично умчался во внутренний город, докладывать хозяинам красного треугольника прослучившееся. Противостояние Великих домов — это уже не нашего ума дело. Думал, нас, или, по крайней мере, меня, срочно вызовут следом, но лорд Мехмед решил всех удивить и сам явился на внешку. Рубиновая марка, конечно, серьезные деньги, — нахмурился капитан Абос. Но так подставляться из-за всего одной. Господин, вы уверены, что причина в том споре? По мне так ставка не стоит того. — Естественно, дело не в деньгах, — скривился лорд Мехмед. — Верхан опозорен на торге запредов и теперь хочет смыть свой позор победой в нашем споре. Он запросто потратит на найм убийц больше, чем стоит на кону. — Так, может быть, убрать парня из отряда на эти три месяца? Спрячем где-нибудь и пусть себе сидит, пока срок не выйдет. — Отличная идея, поддерживаю капитана всеми руками. Я не против любой дары, даже тюрьма подойдет. Мне без разницы, где ждать ло. Жаль только, что товарищей по отряду подставлю. Без меня им сложнее будет. — Исключено, — разбил мои мечты лорд. — Если юный талант не ходит за стены, то пропадает суть спора. Я не позволю Верхану избежать унижения. Я хочу видеть его глаза, когда я потребую свой выигрыш. Это произойдет на приеме, устраиваемом нашим домом. Там будут все. Этот синюшный шакал побелеет, когда я притащу туда того безногого, которого он посылал разобраться с мальчишкой. Специально сохраню ему жизнь. Молодцы, что поймали. — У нас не было выбора, господин, — развел руки Матвей. — Нужно было узнать, кто стоит за всем этим. Надеюсь, исчезновение отвечающего за устранение парня-слуги будет правильно воспринято лордом Верханом. — Верхан не отступится, — покачал головой лорд Мехмед. — До истечения срока приказываю следить за мальчиком день и ночь. Никаких больше выходов за пределы расположения кулака. Выходные пусть проводят в казарме или возле нее. За стенами уже никакого геройства. Я пойму, если отряд будет брать меньше добычи. Лучше ищите норы, а не старого зверя. — И смотри, малыш, — повернулся красноволосый ко мне. — Даже в белый больше не лезь. Ты мне нужен живой. — Хорошо, господин, — кивнул я. — Думаю, тебе понятно, — перевел лорд Мехмед взгляд на Матвея, — что в походах моего мальчика надо беречь как себе самого. — Это само собой, господин. Глаз с него не буду спускать. — Этого мало. Приставлю к таланту одного из своих охранников. Пусть немного походит опять в безымянных. Там как раз подходящий дар. — Добавление лишнего одаренного в и так сильный отряд будет тяжело объяснить остальным командирам, — нахмурился капитан Аббас. — А ты не объясняй, — отмахнулся от него лорд Мехмед. — Пусть и в вашем отряде не знает, что новичок одаренный. Может, ему и не понадобится применять дар. Мой юный талант, как я понял, умеет за себя постоять. Да, малыш? На последнем вопросе благородный положил мне руку на спину и провел пару раз по рубахе ладонью вверх-вниз. — Умею, господин. — Вот и замечательно, — улыбнулся красноволосый. — Ты мне нравишься, мальчик. Не дай себя убить в эти три месяца, и твоя служба здесь на этом закончится. Я округлил глаза. — О чем это он? — В моей власти досрочно перевести тебя в вольное. Выживешь — пойдешь служить мне. Такому талантливому и красивому мальчику не место в обычных добытчиках. Рука лорда коснулась моих волос. Снова гладит. Сыновей у него, что ли, нет? — Все. Я сказал, что хотел. Вы услышали. Не подведите меня. Шапка не выделялся ни ростом, ни статью. Во всем средний, с невыразительным обычным лицом, с короткими черными волосами и с полным отсутствием отличительных черт, за которые можно было бы зацепиться, описывая его внешность. Молчаливый, угрюмый и замкнутый, он за весь первый вечер не проронил и десятка слов. Или по жизни такой, или его так расстроило новое назначение. Сидел себе спокойно при лорде во внутреннем городе, бед не зная. И нате вам. Иди в безымянное, охраняй какого-то мальчишку. Знать бы еще, как он собрался меня охранять. Вопрос в лоб заданный, когда я его подловил по дороге в Нужник, ничего не дал. Пробурчал, что защитный дар есть, и на этом все. Мол, больше у тебя знать не надо. Не хочет, чтобы я расслаблялся, зная, что в любой момент... Может быть, он и прав. Не буду пока его дар смотреть. Нужно только на свои возможности полагаться. А то еще дурную службу сослужит. Утро выдалось радостным. Произошедший на рассвете прыжок перенес полис в холмистую местность, называющуюся закатным взгорием и считающуюся среди безымянных одной из самых безопасных областей Земли. Через седмицу я полностью разделял это мнение. В походе, который продлился шесть дней, нам ни разу не встретился по-настоящему опасный зверь. Как и в степи, отсутствие пышной растительности не позволяло достаточно крупному хищнику устроить засаду. А зворов здесь не было. Мелочевку же вроде шакалов, волков и пятнистых котов мы били легко. Правда, чаще те и не пытались на нас нападать. Отряд из трех десятков охотников может представляться добычей лишь совсем уж огромной стаи. Такие здесь попадались, но редко. Всего дважды хозяева травянистых холмов пытались нас проверить на вшивость. Один раз посреди бела дня волчья стаи в полсотни голов окружила отряд в котловине, зажатой сходящимся в том месте увалами. В другой, уже ночью, на лагерь налетели шакалы. Сколько их было неведомо, но утром мы насчитали почти сорок тушек. Несерьезный противник. Оба раза мы справились в легкую. Среди нас даже не было раненых. Сарапины, синяки и укусы не в счет. Единственные, кто представлял здесь опасность — пернатая родня орлов, что встречались в холмах сразу в нескольких разновидностях. Из-за них нам весь день приходилось следить за небом. Но и тут обошлось без жертв, так как один молодой одаренный хорошенько набил руку в долине аргаров, охотясь на птиц. Но все это помеха, а не добыча. Семена, бобы в холмах брали не из сердец мелких хищников. По долинам и склонам здесь бродили стада диких кос, лошадей и баранов. Среди этих копытных нет-нет попадалось такое старье, что не всякий охотник осилит. В одиночку. Толпой же мы справлялись со всеми, кого удавалось поймать. Теперь знаю, что облаву возможно провернуть и всего тремя десятками человек. Кто-то на забое, а большинство загоняет. Каждый день приходилось призывать клинки не по разу. Ну, а самым ценным трофеем закатного взгория, если не считать нор в бездну, которых нам встретить не довелось, по праву считался мечезуб. Огромный желтый котяра с клыками в локоть длиной. Сильный, быстрый, а главное, очень выносливый. Если выбрал жертву, конец ей будет гнать хоть весь день. Жаль, живет одиночка и оттого не рискует нападать на людские отряды. Одного лишь взять вышло. Да и в целом добычу с той, что взяли в великой степени, сравнить. Наградных курам насмех. Но зато потерь нет, и еще одна седмица долой. От заветных трех месяцев я шестую часть продержался. Прав был лорд, мне сейчас безопаснее за пределами лоскута. Отдохнем один вечер, ночь поспим на кроватях и снова в поход. Что нам новый рассвет принесет? Это где мы? Нахмуренные брови глиста, как и сам прозвучавший вопрос, совершенно не радуют. Мертвый лес? Нет. Там деревья погуще стоят, и пониже они. Зато мох один в один тамошный. Это что ли медведушка называет мхом эту паклю? Разве же это мох? Свисающие из древесных ветвей огромные зеленые тряпки, похожи на рваные паруса. Вся округа в такой красоте. — Командир, узнаешь места? — Неа, — сознается Матвей. — Может, какая окраина гнилых болот? Может, такая часть мертвого леса, куда наш лоскут, не заносила при мне? — Ждем, что капитан скажет. Он пошел уже к лордам. Совет будут держать. Ожидание тяготит. По ту сторону канала подлинно другой мир. Начиная от вида высоченных, по три-четыре сотни локтей деревьев и заканчивая долетающими до нас звуками и запахами, все чужое, незнакомое, непривычное. Причем не только нам, предзам. Местные безымянные тоже хмурятся, не узнавая странного леса, обступившего польс. А вон и первые обитатели здешних мест показались. К краям толстых веток, срезанных переносом лоскута, от стволов подбегают мохнатые, длиннохвостые звери. Какая-то родня хортов с более темным мехом и меньших размеров, но с сильно выступающими вперед челюстями, делающими их морды похожими на волчьи. Средняя особь размером с меня. Волосатые недочеловеки молча скалятся, подтверждая, что и зубы у них под стать серым хищником. И зверей все больше и больше. Уже облепили все ближайшие ветки. Огромная стая. Некоторые ветки-обрубки торчат в нашу сторону, немногим выше уровня стен. Оттуда есть шанс перепрыгнуть сюда. Про верхние ветви и вовсе молчу. «Чего ждем, командир?» Матвей косится на ворота, над которыми кровопийцы, так называется, отряд знати, какому выпал черед промышлять за стеной в эту седмицу. И глава кулака спорит о чем-то, сопровождая свою речь частыми жестами. Через миг капитан поворачивается в нашу сторону и делает руками движение, словно натягивает тетиву. «Бей! Стрелять по готовности!» Командует Матвей и сам тут же выхватывает стрелу из колчана. Приказ нашего командира немедленно подхватывают старшины соседних отрядов, и тот уносится по цепочке все дальше и дальше. С другой стороны ворот те же самые слова вылетают из уст Ефима. Миг, и стена оживает. Треньканье луков, щелчки арбалетов. Стрелы роем уносятся к веткам с хартятами, как я для себя обозвал длиннохвостых зубастиков. Расстояние слишком мало, чтобы мазать. Облепившее ближние ветки зверье начинает валиться вниз. Вот это я понимаю охота, и ходить никуда не надо. Но я рано радуюсь. На деревьях поднимается вой такой силы, что хоть воск в уши лей. В вышине на ветвях мохнатых хартят еще больше, чем здесь. Сквозь прорехи в зеленых парусах мха видны сотни и сотни зверей, продолжающих скапливаться на растущих возле стены деревьях. Присмотревшись, я замечаю, как там дальше, в глубине леса, от крон к кроном стремительно перелетают многочисленные темные пятна. И это не просто прыжки. Слишком уж велико преодолеваемое за один присест расстояние. — Копья в руки! Крик Матвея на долю мгновения обгоняет настигшее меня понимание. А секунда и спустя небо над нашими головами заполняется сотнями прыгнувших сверху хартят. Йоковы белки-летяги замедляют падение растянувшимися между лапами перепонки, заодно управляя полетом. Часть из них метит прямо на стену, другие нацелились спланировать дальше, нам, за спины. Успеваю бросить лук под ноги, бью копьем в опускающегося мне на голову зверя. Нанизал, как навертел, но следующего хартенка приходится уже рубить сорванным с пояса топором. Их так много, что на каждого человека нападает по три-четыре летуна разом. Своих я кое-как раскидал, но не всем из наших хватает проворств осилить подобное. Слева кто-то, облепленный мохнатыми тварями, летит со стены в канал. Справа рваный, посмертно подтвердив свою кличку, падает с разодранным горлом. Еще дальше схватившая два топора домовиха безуспешно пытается отбить мужа у заваливших его на доске на стилах хартят. Зверей слишком много, и устоять под таким натиском защитником полиса позволяет лишь дар. Вернее, дары, какими народ, у кого они есть, уже вовсю пользуются. Все попрет кабаном по стене, тупо скидывая мохнатую погонь в ров пачками. Кусок в дюжину шагов он расчистит. Я на этом краю вовсю режу, кромсаю, колю летунов, до которых могу дотянуться. Не мешали бы товарищи по отряду, кого могу случайно задеть, косил бы тварей клинками, что косами, их тут как в поле колосьев. У ворот настоящая свистопляска с громом и молниями. Лорды в легкую выбивают свою долю врагов. Уж кому-кому облагородным ничего не грозит. С этой мелочью, пусть и такой многочисленной, они справятся запросто. Между тем, к беснующимся на стене хартятам все продолжает и продолжает пребывать подмога. Здешний лес полон мохнатой погони. Видать, лоскут прыгнул прямо к гнездовьям этих хищных зверей. С верхних веток все падают и падают летуны. Внезапно у нас над головами. Из ниоткуда появляется целый рой светлячков. Разлетевшись квадратной сетью на десяток сажений, огоньки размером с кулак остаются висеть в воздухе. Это искорки Матвея. Командир тоже призвал свой дар. На прикрытом участке стены становится сразу полегче. Цепляющие огоньки летуны свизгом падают вниз. Искры бездны насквозь прожигают, что перепонки, что лапы, что туловище с головами. Мой дар весь вышел. Рублю хартят топором. С копьем здесь не развернуться. Зря я смеялся над шапкой, таскающим на поясе две широкие короткие сабли. Да, они для охоты на крупного зверя оружие, но сейчас самый раз с ними отплясывать. Приставленный ко мне лордом охранник бегает за мной хвостиком. Я не против, спина постоянно прикрыта. Мужик бьется куда лучше меня. Кроме добрых долей у него, в отличие от простого ловкого малолетки, еще имеется и мастерство с опытом. Что у шапки за дар мне неведомо. В холмах не было повода его применять, но сейчас в любой миг способность моего охранника может понадобиться. Хартят не становится меньше. Мы бьемся и бьемся. Руки по локоть в крови. Когда уже эта погонь закончится? Помогите! В паре десятков шагов от меня в центре куча из разрубленных тушек крутится с двумя топорами в руках кожемяка. Рубах Лима разодрана в лоскуты. Здоровяк весь в крови. Прикрывавший его безымянно из местных по кличке Квашня лежит рядом без признаков жизни. Нужно срочно помочь. К спине друга прицепился Летун. Когти лап впились в кожу. Пасть пытается отодрать кусок мяса чуть ниже загривка. Бросаюсь к Лиму, но меня опережает Сипан. Метла тоже выжит. Но он и без дара способен на многое. Длинный нож входит зверю в живот. Сёпа сдергивает Хартёнка со спины друга свободной рукой и швыряет через зубчатый парапет вниз. Ну и ну! Наш Кузьма настоящий везунчик. Живой и здоровый, карабкается на стену по сброшенной лестнице. Видать, упал в ров еще в самом начале. Вода его и спасла. Дожидаюсь трактирщика, помогаю перебраться через край. Держись меня! Чудиком пролечили, пока мы шарахались по холмам. Не дам труду лекарей пропасть зря. Слобосилок подбирает копье. Польза от мужика ноль без палочки, но мы с шапкой и сами справляемся. Кстати, Летун и перестали валиться на голову. Сеть Матвея? Да нет, искорки давно выдохлись. Неужели звериная стая имела конец? Очень похоже на то. Мы отбились. Раненых вниз! На всю стену орет командир. Все вниз! Это уже капитан. От ворот к нам бегут воины в разной одежде. Это вольные. Кто в порядке, все в город! На ходу раздает приказы Абус. Чистить улицы! Быстро! Разбегутся по внешке, замучаемся отлавливать! И действительно, я совсем забыл про тех хартят, что перелетели через нас. А ведь их было больше, чем тех, что упали на стену. Сотни, если не тысячи хищников шустрых, способны устроить такую резню, что кровь зальет улицы от края до края. Соскальзываю вниз по сброшенной кем-то веревке. За ранеными уже бегут слуги-пустышки, тут справиться без нас. Матвей уже на земле и криками собирает отряд. Это все. И двух десятков ведь нет. Фух, еще бегут. Вижу рыжего, молчуна, домовиху. Что с мужем? Заглядываю в сухие и собранные глаза женщины. Я вдова. И ни слез, ни предательской дружи в голосе. В этой паре на путь становилась она. Мне жаль. Все потом. Отталкивает она мои руки. Нежелезная все же таки шмыгнула носом. Работаем группами по три человека. Торопливо начинает Матвей. Наш отряд берет шесть улиц справа от осевой. Двигаемся от стен, пока не перестанут встречаться мохнатые. Потом разворачиваемся и в обратную сторону. Все, пошли, пошли. Встречаемся здесь же. Нахожу взглядом Кузьму. Надо взять с собой, а то сгинет еще. Но меня опережают. Чудик, давай с нами. Тянет трактирщика за руку Сёпа. Будешь делиться удачей, везучая морда. В тройке с метлой и медведушкой дядька не пропадет. А что Лим? Здоровяк весь в крови, но где там своя, где чужая, поди, разбери. На ногах стоит твердо. Те раны, что нанес кожемякий ледун, для него ерунда. С другом глист и лупата из новеньких. Возьму рыжего. Эф пока не решил, с кем идти. Эй, давай сюда. Машу одаренному. Третьим ясное дело, со мной идет Шапка. Мы одни из последних. Остальные уже убежали. Выбираю направление. Трусим вдоль стены к дальней улице, из указанных командиром. Во внешке они идут часто. На квартале, между двух крупных до десятка поменьше. По дороге срубаю хартенка, попытавшегося броситься мне на голову с крыши одного из домов. Смотрим вверх. Не все на земле. Но внизу тварей все-таки больше. Внешка тонет в душераздирающих воплях. Стоит отвернуть от стены, как в узких лабиринтах хаотичной застройки начинается бездна. Пустышки. В основном дети и женщины куда-то бегут, не разбирая дороги. Хартят и повсюду. Здесь у них нет противников, только жертвы. И зверей гонят явно не голод. Напрыгнуть, загрызть и на поиски новой двунугой добычи. Хозяева леса истребляют пришельцев, явившихся к ним вместе с домом, накрыв им часть дома чужого. По крайней мере, другого не приходит на ум. Ох, сколько здесь трупов. Особенно детских. Я мгновенно зверею. Среди маленьких растерзанных дел мне мерещатся ваш, зу и фока. И остальные сиротки, кого я оставил в предземье. Их дара нет. Но и топоры. Второй я подобрал еще на стене. При моих долях замечательно рубят ненавистную мохнатую плоть. Взмах. И хруст звериного черепа мгновенно сменяется чавканьем. Еще удар. Из-за распоротого брюха тварюки выпадают кишки. Я быстрее уродцев. От меня не уйти. И одному хартята не представляют опасности для сильного воина. Шапка с рыжим тоже вовсю крошат хвостатую погонь. Мы медленно, но уверенно продвигаемся по узкой лестнице, очищая ее от зверья. Шли бы быстрее, да постоянно приходится врываться в дома бедноты, откуда доносятся крики и звуки борьбы. На моем счету уже под две дюжины тварей. Мне мало. Кровавая пелена смыла разум. Бесчисленные детские тела будут сниться мне до конца жизни. Я стараюсь не смотреть, не заглядывать в лица, но это не помогает. А хуже всего то, что я ничем не могу помочь раненым. Ни зелени, ни мази, ни умения. В этом плане я совершенно беспомощен. Рыдающие, хрипящие, скулящие малыши лежат в лужах крови, пытаются куда-то ползти. Умирают на руках матерей, сестер, братьев. Мне кажется, я и сам умер. В голове одна мысль. Быстрее, быстрее, быстрее. Каждый миг эти твари убивают кого-то еще. Я несусь все вперед и вперед. Рублю, рублю, рублю. Снова рублю. Я не чувствую боли, когда тот или другой летун достает меня когтем. Я не слышу обращенных ко мне слов товарищей. Я отпихиваю пытающегося до меня докричаться шапку. Я Акара. Я смерть. Я возмездие. Нет. Я спаситель. Мне нужно спасти всех слабых и беспомощных в этом городе. Я спасаю. Спасаю как могу. Сею смерть. Бью топором. Бегу дальше. Бью снова. Глупые звери не пытаются прятаться от меня. Они тупо кидаются на любого, кто находится рядом. Им не важно, мужчина то, женщина или ребенок. Нет. 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 В хриплом вое старухи вся боль мироздания. Дряхлая бабка. Во внешке немало таких. Сидит на земле, прижимая к себе лежащую перед ней девушку с разодранным горлом. Сам того не желая, выхватываю взглядом покрытое кровью лицо. И Силь. Вот и подарил жизнь убийце. Мне жаль ее. Мне всех жаль. Я плачу без слез и бью, бью, рублю. Мне кажется, это никогда не закончится. Проклятый путь. Проклятая земля. Проклятый ненавистный арх. Навстречу нам, перекрыв живой стеной улицу, шагают воины с выставленными вперед копьями. Пустые из ближайшей школы, готовящиеся стать безымянными. Ведет их вольный в шлеме городского стражника. Оставшиеся недохорты зажаты в клеще. Минута, и последний из хищников падает замертво зарубленный моим топором. Хорошая работа, безымянная. Кивает нам вольный, оценив количество мохнатых трупов за нашими спинами. Возвращайтесь к стене. Переулки мы сами зачистим. Вам срочно надо к лекарям. Меня дергают за руку. Оборачиваюсь. В глазах шапки страх. Но боится он в этот раз не за меня, а меня. «Очнись, псих! Возвращаемся! Ты не в себе!» Где Эв? Сердце продолжает колотиться в груди, но разум начинает медленно возвращаться. «Кто?» «Рыжий!» «Рыжий вот давно загрызли, ты даже не заметил!» «Очнись, мелкий псих!» «Жалко!» «Тебя пожалей, ты сейчас упадешь!» «Я весь дар на тебя спустил!» «Посмотри на себя!» Я опускаю голову и словно со стороны смотрю на покрытое бесчисленными ранами голое тело. Почти голое. Под поясом еще кое-где остались покрытые кровью обрывки штанов. Рубахи нет вовсе. Как и не хватает мизинца на левой руке. Я даже не заметил, как его мне отгрызли. Я не смог спасти. Оставшиеся пальцы до хруста в костяшках сжимают скользкие рукояти топоров. «Пошли уже, псих!» «Рыжего не вернуть!» Я про них. Киваю я на разбросанные по улице в большинстве своем маленькие тела. «Пустота!» Отмахивается вольно играющая роль безымянного, каким был когда-то. «Бабы еще нарожают!» А ведь еще раньше он и сам был пустым. Гнилой народ. Гнилые люди. Сплошная гниль. Ненавижу арх. Ло-3 Ебор не соврал. Ожидание следующего лоскута проходило для меня во вполне сносных условиях. Одиночная камера с зарешоченным окном напоминало гостиничный номер. Нормальная кровать, стол, стул, шкаф. В последнем мне хранить было нечего, но спал я как человек. Они на полу или лавке, и приносимую регулярно обильную пищу, ел в комфортных условиях, наловчившись управляться ложкой и вилкой со скованными руками. Благо, браслеты мне переставили, и теперь я носил их перед собой, а не за спиной. За шесть дней я не видел Ебора ни разу. Подносы с едой сквозь окошко в двери подавал мне какой-то молчаливый амбал. Он же забирал пустую посуду. Сам же проводник объявился лишь в начале новой недели, чтобы порадовать меня. Появившийся за горами лоскут нам подходит. Некий полис со странным названием «Гор» ждет нас. Сегодня же отправляемся дальше. Держи. Протянул мне Ебор что-то маленькое, когда я вышел из комнаты. Как пользоваться, по идее, ты знаешь. Я кивнул. Кубик-пропуск, маскирующий троерост. Значит, находиться в полисе будем инкогнито. Пугать своими долями нам, народ, не стоит. Пусть будет около полусотни по ветви. Смотри, не чуди. Я опять кивнул. С остальным проблем не возникнет, продолжил Ебор. Дар они не проверяют на входе. Нужные бумаги нам справили, а душилку тебе мы заменим. Походишь в раздельных браслетах. Последним мы тут же и занялись, спустившись в маленькую мастерскую, где под присмотром охраны Ебор лично снял с меня кандалы и вместо них защелкнул на моих запястьях металлические браслеты, которые легко прятались под рукава. Теперь можно и к выходу. В этот раз обошлись без повозки. Шли пешком. Нас с Ебором сопровождали двое здоровяков при оружии, но в гражданской одежде. Впрочем, будь они даже в солдатской форме, увидеть ее все равно помешали бы длинные плащи с глубокими капюшонами, которые все мы набросили на головы, едва выйдя из здания. «Не хочу, чтобы тебя кто-то узнал», — объяснил необходимость подобной одежды Ебор. «Ты ведь некогда был знаменитостью, сяр». Заборотами кипела торговля. Новый полис спешил поделиться своими плодами труда и набрать, сколько сможет чужих. Первый день из семи, раскинувшийся в ущелье, рынок кипит. И понятно, единственная неделя в году, когда жители данного лоскута могут сдать свой товар и пополнить запасы. Груженные тем и этим повозки следуют в обе стороны по центральному ряду бесконечным потокам. Пешим приходится пробираться по краю дороги в медленно ползущей толпе. «Свежих предзов подвезли», — кивнул Ебор на обогнавшей нас повозки с людьми. «Им больше повезло. Товарная очередь не в пример быстрее движется. Ты, по сути, хоть и тоже товар, а придется с переселенцами заходить в полис. Таких много будет. Гор богат. Ну да ты и сам знаешь, за полвека тут ничего не поменялось». Люди, в проехавших мимо повозках, были мне незнакомы, а значит, это уже пассажиры следующего корабля. Те, с кем я приплыл на порог, получаются, отбыли раньше. «Китар в полисе под названием Арх. Это плохо. Раз Ебор не хотел в нем скакать к выходу, значит, там или слишком опасно, или некие местные законы препятствуют комфортному пребыванию в городе даже порожников. Надеюсь, мальчишка сумеет приспособиться к жизни в том негостеприимном полисе. Хотелось бы быть уверенным, что мне есть куда возвращаться, если что-то пойдет не так. Кто знает, что происходит с источниками, переданными на твердь. «Может статься, что я окажусь в безвыходном положении. У меня всегда должна быть возможность удрать, убив это тело». «Звезды, это гора впереди?» Так увлекся разглядыванием огромного рынка, что на поднимающуюся за выходом из ущелья громадину обратил внимание только сейчас. Островерхий скалистый пик занимает собой все пространство, сливаясь со стенами горного разлома, по которому мы идем. Если бы не снежная шапка на вершине, можно было бы и вообще не заметить, что впереди начинается новый хребет. А ведь он выше гор, окружающих Землю. Присмотревшись, я определил для себя высоту пика в два с небольшим километра. И он там не один. С видимой мне стороны к великану жмется пара горок поменьше. Ну а стоило нам продвинуться ближе к краю ущелья, как обзору открылся весь бугристый массив. На лежащем впереди лоскуте сбилось в кучку больше дюжины гор разной формы, высоты и лесистости склонов. Скалистый пик в центре, а края расползаются от рогами в стороны, постепенно снижаясь. «Не был, что ли?» Поинтересовался заметивший мой интерес к пейзажу Ебор. Я отрицательно затряс головой. «Зря. Приятный лоскут. В верхнем городе даже летом не жарко. И так место подобрано, что весь дым идет мимо. А озеро в центре. Водичка-хрусталь. И зверье никогда не тревожит. Видел стены какие». Тут он прав. Я уже обратил внимание на поднимающуюся впереди крепостную стену, сложенную из каменных блоков. Серьезное сооружение. Высота метров тридцать. Даже та, что оставили за спиной, уж насколько велика и надежна, а эта и уступает во всем. Массивные башни с какими-то громоздкими механизмами на вершинах, бойницы, зубцы, здоровенные цельнометаллические ворота. Причем, что видно, даже отсюда не распашные, а раздвижные. Края створок торчат из утопленных в стену них с двух сторон от широкого, в пару десятков метров, проема. Просто чудо технической мысли по меркам здешней отсталой цивилизации. И несмотря на ширину ворот, у входа в поле с огромной очередь. Сразу две даже. Зона проезда разделена на четыре неравные части. По паре широких полос, отгороженных от двух узких выносными барьерами из досок, в обе стороны едет транспорт. Пожмущимся к краю проема проходом идет пеший народ. Хотя идет громко сказано. Если из города люди выходят спокойно, то на вход толпа ползет еле-еле. Ебор прав, но по воске попасть внутрь можно гораздо быстрее. Увы, мы здесь не по официальному делу. Похоже, торговля источниками секрет и для землян тоже. Встав в очередь, Ебор прекратил даже те редкие реплики, которыми обращался со мной по дороге, а затеваемые соседями по толпе разговоры пресекал на корню, отмахиваясь от людей жестами. Точно так же вели себя и амбалы-охранники. Зато народ вокруг от безделия охотно молол языками, так что немного информации за два часа ожидания у меня получилось собрать. В основном тут собрались переселенцы, решившие поискать счастье за пределами родного полюса. Причины у всех были разные, но большинство людей банально стремились к более высоким доходам. Горжа как раз считался местом, где можно хорошо зарабатывать безопасным трудом, то есть не требующим выхода за стены. Впрочем, охотников и добытчиков в толпе тоже хватало. Вроде как промысел здесь тоже налажен неплохо. Все по уму, все по-честному. В общем, жить можно неплохо, и потому народ, просидевший на пороге и месяцы, больше сейчас валит в гор толпами. Очередь пешая, но у многих с собой тележки, нагруженные всяческим скарбом. Идут целыми семьями. Некоторые переселенцы по виду бедны, другие в одежде получше. Также разницу в достатке хорошо видно по качеству оружия, каким тут обвешаны многие. На земле жизнь не сказка, но ее долгий срок позволяет начать все сначала, если будет желание. Кто-то здесь из тех полисов, где упор сделан на сельское хозяйство или охоту, кто-то из мастеров, чьи услуги востребованы везде. Одни хотят в корне поменять свою жизнь и вид деятельности, другие планируют заниматься привычным трудом, но за большие деньги. Секрет же богатства гора просто прозрачен. Этот лоскут единственный из всех сорока, где имеются залежи железной руды. Добывать ее за пределами полисов невозможно, по понятным причинам. А возить из предземья невыгодно. Горы здесь испещрены шахтами, и в промышленных районах круглый год звенят кузни и чадят предприятия углежогов. Торговать сырьем менее доходно, чем изделиями из него, так что чуть ли не половина всех жителей полиса заняты в железном секторе производства. Труд тяжелый, но по меркам земли безопасный, а главное, неплохо оплачиваемый. На воротах пункт пропуска, где стража переписывает всех явившихся в полис и берет входную пошлину. По зеленоватой монетке с носа. Ебор тоже выложил четыре таких, как и на правах старшего предъявил документы на всех. Моя, оказывается, семья. Отец с парой сыновей, его младший брат, коим выступил я. Ожидаемо, меня зовут Серв. Прибыль же мы из некого Веста в поисках работы. Про наличие даров на воротах и правда не спрашивали. В то, что в полисе нет подходящего видящего, я не верю. Скорее, как и в предземье, на лоскутах земли нет системы учета одаренных и контроля за онами. В документах, удостоверяющих личность, записаны лишь текущие доли. Про свои же магические способности, если таковые имеются, человек и так расскажет при приеме на работу, ведь это сильное конкурентное преимущество. И вот ближе к полудню мы миновали ворот и оказались непосредственно в полисе. Начинался лоскут. С кладской зоной и тремя расходящимися в разные стороны дорогами. Две убегали влево-вправо вдоль стен, одна, самая широкая, шла прямо, начиная пологий подъем через три сотни метров. Перед первыми зданиями имелась приличная зона незастроенного пространства. На ней толпился народ. Стояли большие столы, к которым тянулись людские очереди. Дожидались своих пассажиров, запряженные лошадьми, мулами и ослами повозки. Над площадью висел гул голосов, разбавляемый громкими выкриками. Переселенцы, выходя из ворот, тут же попадали в живой коридор из галдящих зазывал, представляющих ту или иную ватагу, квартель, кузню, фабрику, шахту. Были здесь и государственные вербовщики, предлагающие службу в различных структурах полиса, и люди из постоялых дворов и доходных домов, и просто советчики, обещающие за десяток грошей рассказать, что тут в горе к чему. Один такой, до нашего появления стоявший чуть в стороне, завидев четверку мужчин в капюшонах, внезапно заинтересовался нами и полез сквозь толпу к потенциальным клиентам. Высокий, прилично одетый, с аккуратно подстриженной бородой, с собранными в хвост не так давно мытыми волосами, он выделялся из общей массы других, зазывал, как внешностью, так и поведением. «Почтенные?» протиснулся к нам поближе мужчина. «Рад приветствовать в горе. По вам видно, что вы люди серьезные. Шахты, кузни, строительство, это все не про вас. Позвольте узнать ваш род деятельности. Возможно, вы те, кто мне нужен?» «Не интересует», отмахнулся Ебор. «Но ведь вы даже не знаете, что я предлагаю», продолжал нас сопровождать мужчина. «Отвяжитесь, любезный», ускорил шаг мой провожатый. По молчаливой команде Ебора амбалы охранники вежливо, но весьма демонстративно оттиснили своими широкими телами от нас настырного зазывалу. Но тот не сдавался. Пробежал сквозь придевшую уже в этом месте толпу и пристроился к нашей компании сбоку. «Таких условий, как предложу я, вам никто не предложит. Пройдемте». «Неинтересно». «Позвольте, я просто угощу вас обедом». «Нам некогда». «Я настаиваю. Вы упускаете такую возможность». «Изводчик!» Вскинул руку Ебор, завидев впереди собравшихся в кучку возле нескольких разноразмерных повозок мужчин. «Куда прикажете, господин?» Мгновенно ринулся нам навстречу один из кучеров. «Вас пятеро? Еще вещи есть?» «Нас четверо». Несильно отпихнул Ебор за зывалу. «В новошахтный подбросишь?» «Хо-хо-хо!» Встрепенулся извозчик. «Не ближний путь. Это на ту сторону клыка с ночевкой придется. Что платите?» «Господа, отвезу вас задаром». Тут же в лес зазывало. «У меня экипаж. Только вы слушайте. Я представляю у господина фонда. Это...» «Нам неинтересно!» Зло перебил мужчину Ебор. «Вы зря тратите время». И повернувшись к извозчику, премного порадовал того. «Платим справедливую цену, какую вы он и сочтете. Куда нам садиться?» «Вот сюда, господа», — расцвел кучер. «Прошу, прошу. Три изумрудных марки и едем». Он подталкивал нас к запряженной парой мулов открытой повозки с откидной крышей, что по случаю солнечной погоды была сейчас сложена. «И все-таки позвольте...» Что еще, хотела сказать, обнаглевший в конец зазывало, осталось неведомо. Ибо внезапно схватившего меня за руку мужчину, Ебор со всей силы отпихнул прочь, опередив замахнувшегося уже было на хама амбала охранника. Человек отлетел на несколько шагов, но, вопреки моим ожиданиям, не упал. «Поехали». «Ненормальный какой-то». Ебор торопливо забрался в повозку. Я тут же повторил его действия. «Прошу упростить меня, господа, перегнул, да сопутствует вам в горе удача». Но напутствие зазывало уже никто не слушал. Повозка тронулась с места, и послушные молы часто зацокали копытами по выложенной мелкой плиткой дороге. «Совсем обнаглели», посочувствовал нам извозчик. «Не понимают, слово нет. Уж насколько господин фонд богат, а его люди туда же. Но странно. В первый раз вижу, чтобы представитель такого серьезного человека так неподобающе себя вел. Видно, новенький. Не помню его по прошлому году». «Странности — это плохо. Я не верю в случайности и совпадения». Зазывало. «Гахар». Специально дежурил у ворот, проверяя вновь прибывших. Почуял меня, но кто именно из нас, четверых, ему нужно определить не смог. Поэтому и не напал сразу. Промах дал бы мне шанс защититься. Он бездарь. По крайней мере, способности, позволяющей быстро прикончить сразу несколько человек, у него нет. Иначе бы он пожертвовал собой, не задумываясь. «Моя смерть в его понимании того стоит». Но все может оказаться и проще. Этот зазывал или как-то узнал Сердалика Сердара, или ему знаком почерк тайной службы порога, и он связан с людьми, охотящимися за, к примеру, источниками. Хотя те обычно помладше. Возможно, есть и другие причины, заставляющие Ебора так рьяно блюсти конспирацию. Впрочем, я могу ошибаться, и некому господину Фонду просто срочно понадобились крепкие парни. Вероятность такого расклада мала, но он тоже возможен. Надо как-нибудь намекнуть Ебору, что пристававший к нам субъект не тот, за кого себя выдает. Но придумывать способ намека мне не потребовалось. Едва мы немного отъехали от приворотной площади, как мой провожатый обратился к извозчику. «Новая шахтная отменяется». Подавшись вперед, негромко проговорил Ебор. «Мы едем в верхний город, но вези по кружной дороге через закатный». Кучер зацокал языком. «Так это даже кружной будет ближе. Зачем вы так со мной, господин? Я те три марки уже, считай, в карман положил». «И они твои», успокоил порожник извозчика. «Разница в цене замолчания. Если кто спросит, ты нас в новую шахтную отвез». «Ага, понимаю». Довольно улыбнулся мужчина. «Будьте спокойны, не из болтливых. Просите, сделаем». Разумным непровожатый достался. «Теперь, если сразу в погоню не броситься, этот гахар или кто он там отправится по ложному следу». Я оглянулся. Дорога забита повозками, но зазывало не видно. Пока добежит до своего экипажа, пока встроится в поток, похоже, мы оторвались. Будет нас искать в новую шахтную. Вернее, не нас, а меня. Я уверен на 90%, что только что встретил именно Гахара. Контакт, произошедший, когда он схватил меня за руку, позволил ему точно определить, кто из нас четверых его цель. Но тут деваться мне было некуда. Он дотронулся бы до меня в любом случае. Только что Гахару даст это знание. Мое лицо скрывал капюшон, да и едва ли я буду праздно шататься по пульсу. Наверняка еборт меня снова запрет в какой-нибудь камере. Но камеры, которые бы сдавались в аренду в верхнем городе, к моей радости не нашлось. Как и какого-нибудь сырого подвала без окон. Как и каменной кельи и затхлого чулана. Вместо всех этих подходящих для длительного содержания опасного пленника мест мне досталось пусть и не слишком просторное, но чистая и светлая комната во флигеле, аккуратной башенкой прилепленного к крыше трехэтажного здания. Более того, я свободно перемещался по ней, а не висел, к примеру, прикованный к вбитым в стену скобом. Наша сделка с Ебором оправдывала себя в полной мере. В ответ на хорошее поведение ко мне относились по-человечески. Нормальная еда, как и раньше доставляемая амбалом-охранником три раза в день, чистая постель, постоянный доступ к воде, свежий воздух и замечательный вид из окна, на котором в этот раз даже отсутствовала решетка. Но дело здесь не в том, что Ебор настолько мне доверяет, что полностью расслабился. Флигель немного выпирает вперед, наподобие балкона, что не дает перебраться с него ни на крышу, ни на нижний этаж. К тому же мой провожатый верит в свой дар в плане умирать. Выпрыгивать в окно это верная смерть с его точки зрения. Я мог бы поспорить, но смысла не вижу. Дом стоит на краю горной расщелины, по которой к озеру стекает одна из местных речушек. Под моим окном пропасть глубиной 20 метров. Внизу скачет по камням мелководный поток, а противоположный склон, хоть и не отвесный, но тоже крутой. К тому же до него не допрыгнуть. Точнее, не допрыгнуть до его верхнего края. В общем, сбежать через окно крайне сложно. Да и смысл. Даже имея я такое желание, удрать от ебора, связавшего нас своей магией, практически невозможно. А даренный, мало того, что мгновенно узнает о моем побеге, где бы ни находился он в этот момент, и точно определит направление, в котором меня нужно искать, так еще и тотчас обездвижит меня. В одиночку такое не провернуть. Путы сцепки надежнее любых кандалов. Тем не менее, браслет и душилки на моих руках снова сцеплены вместе. И для меня это единственный элемент дискомфорта. За месяц, проведенный во флигеле, я привык к кандаламу и не обращал на стесненность движения и внимания. Целыми днями сижу у открытого окна и любуюсь видом на утопающий в зелени городок, раскинувшийся внизу. Мне не чуждо прекрасное. Ткать элементы силового каркаса из высасываемых из округи крох-протоэнергии, а больше здесь заниматься мне нечем, приятнее, наслаждаясь прекрасным видом и дыша свежим воздухом. Сугубо промышленный полис в силу особенностей ландшафта гористого лоскута сумел сохранить часть своей территории в первозданно-девственном виде. Верхний город, расположившийся в окруженной отрогами главного пика долине, служил местом проживания для здешних элиты, потому шум, дым, грязь и все прочие спутники низкотехнологичного производства в нем напрочь отсутствовали. Хвойный лес, хрустально-чистое озеро, бурливые речушки с порогами и водопадами, вымощенные плиткой дороги и тротуары, каменные добротные дома в большинстве своем не лишенные архитектурных изысков. Неудивительно, что Ебор предпочел этот полис другим. Я с большой долей уверенности предполагал, что мой провожатый каждый день, кроме самых дождливых, устраивает затяжные прогулки по живописным окрестностям. Пару раз я замечал его вдалеке, неспешно идущим куда-то. Дом, в котором мы жили, стоял на отшибе. К центру города нужно было идти через мост, переброшенный через расщелину в трехстах метрах отсюда. А за нашими дверьми начинался сосновый лес, отличавшийся полным отсутствием зверей опаснее енота и белки. Сами звезды велели гулять по такому. Впрочем, по обществу Ебора я не скучал, как и по любому общению, и мои конвоира разделяли со мной эти чувства всецело. За прошедший месяц я не видел никого, кроме здоровяка, приносившего мне еду. А ведь в доме, который, как я понял, принадлежал де-факто порогу, и только де-юре, приютившему нас хозяину, из местных, кроме меня проживало целых шесть человек. Помимо пришедших со мной, еще трое мужчин, двое из которых выполняли роль слуг при владельце недвижимости, были замечены мной в первый день. Никому я не нужен. И хорошо. Тишина и покой — идеальная пара, когда речь идет про длительные ожидания чего-либо. Выход на твердь может появиться не скоро, а так как на это я повлиять не могу, смысла переживать о бесцельно потраченном времени нет. Размышляю о разном и занимаюсь узлами каркаса. Единственное, что не дает воспринимать мое нахождение здесь как полноценный отдых, присутствие на лоскуте Гохара. Я знаю, что он ищет меня. Разбросанный по горам и холмам полис велик, ложный след увел моего врага не в ту сторону, дом находится в тихом укромном месте, моя комната расположена высоко, и Гохару при всем желании меня не почувствовать, просто проходя мимо. Но вероятность того, что враг отыщет меня, хоть и крайне мала, но присутствует. И потому мне нельзя расслабляться. В своем нынешнем положении я беспомощен. Если Гохар найдет меня, я не исправлюсь с ним. Этот день ничем не отличался от предшествовавших ему 38 проведенных мной в заточении, но лишь до обеда, когда этот самый обед не явился ко мне на подносе в привычное время. Пунктуальность в этом вопросе была непреложным фактом, так что я моментально насторожился. Перемены имели значение. Какое? Ответа на этот вопрос я не знал, но сразу же предположил худшее. Гохар все же нашел меня. Он в доме. Люди Ебора мертвы, а мой Каенваир, как обычно, где-то шатается. Что я могу предпринять? Шуметь, колотить в дверь ногами не стоит. Если я прав этим, я только дам Гохару понять, что знаю о нем. У меня нет оружия. В пустой комнате за таковое можно принять только стул. От глиняного кувшина и то больше пользы. Тяжелый. Если попасть таким в голову, эффект будет. Как минимум, оглушу и дезориентирую. Но главную ставку на этот план делать глупо. Уж очень сомнительный. В наручниках мои шансы победить Гохара в прямом столкновении ничтожны, это не местный боец. Подготовка уловчих на очень высоком уровне. В долях же он вряд ли мне уступает в разы. Плюс противник весьма вероятно имеет дары или дар. Драться глупо. Спасение в бегстве. Все. За дверью шаги. И это шаги не охранника. Крадущиеся, едва различимые. Я был прав. Если сильно оттолкнуться, то с подоконника можно допрыгнуть до противоположного склона расщелины, пусть и ближе к его нижней части. Да, удар будет сильным. Скорее всего, я переломаю себе руки и ноги, но высокая крепь даст шанс выжить. Я знаю, как правильно падать, чтобы сберечь позвоночник и голову. Лучше позволить Ебору узнать, что я не могу использовать дар, если тот позже решит дать мне себя излечить, чем погибнуть. Гакхар вряд ли последует за мной тем же путем. Побежит искать спуск в расщельну. Тогда у Ебора, который мгновенно узнает, что я покинул дом, появится возможность найти меня первым. Он знает здесь все тропы. Риск колоссален, но других идей нет. Связка с пленником не единственный дар моего провожатого. Наверняка у него есть еще боевой. И у него есть оружие. Шансы Ебора прикончить Гахара значительно выше моих. Ключ в замке. Охранник бы просто отодвинул заслонку. С тех пор, как меня сюда привезли, железная дверь не открывалась ни разу. Вся связь с внешним миром осуществлялась исключительно через небольшое окошко. На цыпочках подхожу к подоконнику. Едва ли Гахар резко вломится в комнату. Руки с кувшином вскинуты вверх и отведены назад на замахе. Главное не упустить подходящий момент для броска. Сквозняк, это я. Я спасен. Тихий голос за дверью определенно принадлежит тому зазывали. И он не Гахар. Кувшин опускается на подоконник. Дружище, я знал, что ты жив. Старый друг сердолика сердара бросается ко мне с разведенными для объятия руками. Улыбка на лицо и два шага навстречу. Ничего, ничего, скоро снимем душилки. Бросает взгляд на наручники прижавший меня к себе человек. Они думали, я не узнаю лучшего друга под капюшоном? С моим даром-то? Ха, идиоты! Я мочу в ответ с интонацией радости. Язык? Вот же твари! Ну ничего, снимем эту дрянь, отрасти в себе новый. Пойдем, сквознячок, пойдем. Я тут всех усыпил, но не ровен час вернется с прогулки их главной. Друг сердара тянет меня проще с комнаты. Значит, спят. У моего спасителя много даров. Хорошо, они тебя спрятали. Продолжает болтать на ходу человек. Целый месяц искал, потом несколько дней пас, изучал режим и все прочее. Тоже, видимо, профессиональный убийца. Нож на поясе напоминает стилет. Меча нет. Если выйдем из дома, Ебор сразу же это почувствует и обездвижет меня. Что тогда станет делать мой спаситель? Потащит на спине? Так нас быстро догонят. Нас догонят и найдут в любом случае. Что если тогда друг сердара прикончит Ебора? Его смерть станет и моей смертью. Размышления проносятся в голове за ничтожную долю мгновения. Выбор здесь очевиден. Молниеносным движением выхватываю из-за пояса ведущего меня человека нож и всаживаю ему его в печень. А сквозь за что? За... Схватившийся за бок мужчина валится на пол коридора ведущего к лестнице. Он еще жив, но уже не жилец. Не повезло. Обознался. Бывает. Глава одиннадцатая. Ошибка. Лес лесу рознь. Если в прошлый мы даже не стали входить, то этот заполнился народом мгновенно. Светлый бор. Так назывались места, куда наш лоскут закинулся этим рассветом. Опасный, как и любая точка земли, дикий край. Но после замшелой чащи, такое название Дома летучих харти отдали лорды, здесь все тихо, мирно. Под дню даже ловкая кунья родня боится нападать на снующих внизу людей, а на ночь мы уходим за стены. Не работа, а отдых сплошной. Были охотниками, стали охранниками. А все потому, что стройные гладкоствольные сосны — первейший строительный материал, который для полиса важнее бобов и семян, какие мы здесь можем добыть. С утра и до позднего вечера возле стен на всем протяжении ионах жужжат пилы и стучат топоры. Пустота из муравьиных бригад валит лес просто с бешеной скоростью. Дерево не успевает упасть, как его тут же облепляет народ с инструментом. Верхушка долой, ветки, прочь, ствол на бревна. Не успеешь оглянуться, разделанную сосну уже тащат к воротам. Жаль, недолго пришлось любоваться работой трудяк. Вторым днем, когда местного хищника удалось отогнать окончательно, поступил приказ идти дальше. Кулакам подлей стен слишком тесно. Разделились на отряды и скорым шагом, чтобы побыстрее миновать взбаламученные окрестности полиса, двинулись вперед, постепенно расходясь в стороны. Сегодня еще не охота. Здесь дичь распугана напрочь. Просто быстро идем, а вот завтра уже будут шансы наткнуться на трофейного зверя. Поход за добычей, но никакого азарта не чувствую. Плевал я на семена и бобы, как и на положенные за них наградные. Меня только время волнует. Три месяца и для меня начнется новая жизнь. Но лучше было прежде срока вернулся. По несколько раз в день призываю напарника. Пока нет его. Жду. Как появятся все проблемы взвалю на него. Сло мы быстро придумаем, как убраться из проклятого арха. В безымянных, да и в вольных прикрашенном петухе целый оборот ходить нет желания. Не верю, что с лоскута удрать, кроме как обратно на порог невозможно. Пока же сосредоточился на единственном, что по-настоящему важно. На своей безопасности. После нападения на поле слетунов и того накатившего на меня безумия, что едва не отправило меня в бездну, без всяких нор, стараюсь держать разум в холоде, подальше от пылкого сердца. За малым тогда не прикончили. Кабы не шапка со своей защитной способностью наверняка разделил бы судьбу Эфа. В тот день, кроме рыжего и дымового, наш отряд потерял еще пятерых безыменных из местных. Сейчас уже новичками пополнен состав, но два предза в седмицу потери огромные. Не удивительно, что начальство решило не лезть в тот проклятый лес. Всю седмицу простояли на стенах, отбивая атаки твердо вознамерившегося истребить себя под корень зверья. Сколько тех летунов порубили в итоге, не сосчитать. Очень много. Большую часть в первый день, но и после, те силы набрав еще трижды кидались. Хорошо хоть что только по-светлому. Ночь не их время. С темнотой в дебрях замшелой чаще просыпались другие хозяева. Малочисленные, но значительно более крупные. Сухопутные спруты, как назвал этих чудищ один из ефимовских предзов, в свое время ходивший на пароме матросом. Без проблем забирались что на великаны деревья, что на наши в сравнении с лесными гигантами невысокие стены. Отвратительный зверь. Голова с двух бизонов размером. На ней пасть, куда человек залезает на раз. Из десяток похожих на огромных склизких червей лап хваталок. Таких только даром бить. Тут лордам и вольным спасибо. Ночами на стенах дежурили. Без их помощи было бы тяжко. Но тот лес поганый уже в прошлом. Раны мне лекари свели, пальц вырастили. Пришлось, правда, денек пострадать, пока из внутреннего города одаренные врачеватели прибыли. Наш это при кулаке, которые себя выжили полностью еще после первой атаки. Госпиталь до сих пор полон нашего калеченного брата, кто ждет своей очереди. Из пустых же, простого люда, от ран померло столько, что за ворот возами тела вывозили в конце седмицы. Так в архе в последний путь провожают. Выкидывают перед скачком с лоскута вместе с мусором. Перенос все почистит. На кострах только лорды уходят к единому и те вольные, у кого на то деньги есть. Ненавижу, арх. И хозяев его ненавижу, пусть один из них и заботится обо мне из-за известного спора. Да, без шапки я уже мертв был бы, но Томихмед не меня защищает, а свою честь и поставленные на кон монеты. После той атаки летунов и своего припадка я бросил маяться дурью и тут же посмотрел дар своего охранника. Теперь знаю, что на пяток секунд шапка может набрасывать хоть на себя, хоть на кого, кто с ним рядом невидимый плащ, словно бы обволакивающий еле заметным мерцанием человека с головы до пят. Пока защитный покров накинут, ты полностью неуязвим, но в отличие от схожего дара того же бочки можешь при этом двигаться. Очень удобно. Жаль, что способность нельзя призывать на короткие мгновения, как мои клинки. Один раз воспользовался и жди сутки, пока восстановится. Вот бы себе такой дар. За речушкой, что одолели вброд, лес погуще пошел. К соснам, безраздельно властвующим на той стороне добавились осины, березы и клёны. Пусть нет-нет стал преграждать молодняк, заполняющий небольшие поляны, образовавшиеся вокруг поваленных неведомой силой деревьев. Ни душитель вьюн, ни стихия, ни какой-нибудь жук-вредитель. Здоровые с виду деревья тут и там с корнем вырваны из земли по одному или сразу по несколько. Словно зверь-великан тут шалил. Одно радует, было то не вчера и даже не месяц назад, так что идем дальше смело. Кто бы тут не буянил, его уже нет здесь и нет очень давно. Впрочем, вскоре нам пришлось убедиться в обратном. Хозяин леса, а никем другим зверь таких размеров не мог быть, не покинул своих охотничьих угодий. Гигантский медведь, чей костяк мы нашли на одной из подобных полян, мог при жизни выдергивать с корнем деревья, но нашлась и на эту громаду управа. Кто-то зверя убил и сожрал, или, может, плоть просто сгнила со временем. Разглядывая череп, превосходящий по высоте человека и ребра по несколько сожений длиной, я с легкостью представлял себе чудище, какое когда-то бродило по этому лесу. Не хотел бы я встретить того, кто этого мишку прикончил, озвучил нашу общую мысль Сипан. Не встретишь, лоскуты ближе, чем в двух седмицах пути друг от друга не появляются. «Думаешь, люди убили?» Недоверчиво покосился Сёпа на нашего старшину. «Ха, так кто же!» пожал плечами Матвей. «Хозяева леса друг с другом не бьются». «Хозяева нет, а вот царь...» Все взгляды мгновенно переметнулись к медведушке. «Не, а что?» развел руки в стороны безымянной. «Царь лес на своей земле никого не потерпит, а вдруг хозяин случайно забрел? Я слышал, бывает такое». «Случайно не мог», не согласился с товарищем Глист. «Что цари, что хозяева свои земли метят?» «Если только хозяин не шел царю вызов бросить». Снова забрал себе слово Матвей. «Не дурите, царей на всю землю по пальцам. Шансов встретить ноль с хвостиком. Охотники вроде нас постарались. Ну, может, не вроде нас, посильнее чуть. Я бы вас на хозяина не повел. Это к лордам и к вольным». В общем, спор так и остался неразрешенным. Мы топаем дальше. Дело к вечеру. Скоро лагерем вставать. Что нам ночь приготовит? В лесу ночевать, каким бы тот лес тихим не был, на земле мне еще не доводилось. Тут одних факелов уже мало. Нужен костер и побольше. Ночь на удивление прошла совершенно спокойно. В свою смену я слышал, как некие звери бродили вокруг лагеря и над ним по ветвям, но напасть на нас никто не решился. Утром протопали еще несколько верст походным строем, то есть кучной гурьбой, и только потом уже приступили к охоте. Красться, выслеживать, ставить ловушки, это все не про нас. Таким способом дичь добывать у отряда времени нет. Растянулись полумесяцем в загонную цепь и идем себе вперед, стараясь захватить в этот небо трофейного зверя. Пока таких нет. Два оленя, некрупный лось, молодой косолапый, барсук, три енота. Кому дали удрать, кого подстрелили из луков. Медведя, решившего сдуру напасть, пришлось взять на копья. В итоге вскрыть за весь день довелось лишь одного кабана, принесшего пару бобов. Не лес, а дырявая торба. И чем дальше идем, тем меньше добычи становится. Так пусто, словно и не земля вовсе, а какого-нибудь островного поселка окрестности. Не солна хлебавши обратно? Спросил Сёп вечером старшину, когда мы встали лагерем на ночевку. Может, завтра повезет больше? Хмуро бросил Матвей. Предстоящий день будет крайним, что можно на охоту потратить. Седмица коротка, а нам еще возвращаться. Если и другие отряды придут без порожняк, чтобы там господин Мехмед не пел про не лезть на рожон, а вернемся с пустыми руками, командиру прилетит крепко. А это мне наплевать на трофеи. Матвей уже провальный поход, однозначно аукнется. Но и следующий день начинается плохо. Лес совсем опустел. Даже мелкого зверя не видно. Да что зверь, птиц не слышно. Словно вымерла округа. Тишина. Только ветер шуршит по кустам и по кронам. Глист не выдержал первым. Командир, не пора возвращаться. Мертвый лес, не к добру это. Не к добру, согласился Матвей. Капитан точно добрым не будет, когда пустым вернемся. Йоков хозяин. Хорошенько подгадил нам Мишка. Сколько времени прошло, а звери хозяйских владений до сих пор сторонятся. Его это земли. Медведь видно выходил незваных гостей встречать. Там за границей логово, где нынче валяется, его и прикончили. Уже месяц другой, как подох, а запах меток вокруг чащи Мишкиной держится. Уверен, не встретим мы тут никого. Давайте часок еще для очистки совести и назад поворачиваем. «Да...» Грустно протянул Сёпа, как и мы с шапкой шагающей в центре Нева до полумесяца, рядом с командиром и другими сильнейшими бойцами отряда. «Сходили в поход. Лучше бы остались у полиса пустоте помогать. Там среди сосенок хорошо было, не то, что здесь в галуши этой...» Тут он прав. Лес здесь совсем не тот бор, что остался у стен. Буреломы, кусты, разнодревья. Над головой крона смыкаются в сплошную зеленую крышу. Настоящая чаща. Прямой видимости от силы на тридцать шагов. Мрачное, неприятное место. Но у таких потаенных мест есть и хорошая сторона. Не прошли мы и двух сотен шагов, как справа, с самого края загонного невода прилетел радостный крик Кузьмы. «Нашел! Нашел!» Орал чудик, позабыв, что мы на охоте и должны себя вести малость тише. «Я первый! Вон она! Вон!» Командир, я за ним и все мы припустили к трактирщику. Окруженный соседями по цепи Кузя радостно приплясывал на месте, победно потрясая копьем. В десяти шагах от него большим желтым глазом из-за толстого ствола от дерева выглядывала нора в бездну. «Муха-сруха! Чудик нору нашел!» Зависливо прицокнул языком Сёпа. «Вот везунчик! Не красная, конечно, нора, но и за желтую две изумрудные марки дают. Проставляться Кузьме!» «И толку сейчас с той норы?» скривился Глист. «Да лоскута двое суток пути. Если бегом бежать, глотая бабы, всё равно день уйдёт. Не успеть потом лордом сюда и обратно. Забудь про награду!» «И ведь не поспоришь! Всё правильно говорит. Слишком поздно нора отыскалась. Слова Глиста и Матвей подтвердил. Рано Кузя обрадовался». «Если лордом уже не успеть, может, кто из нас закрыть сможет?» Клим наивный. Была бы лазейка в запрете, Матвей бы о том рассказал. «Укачал головой командир. Только белые наши забыли? Как докажешь потом, что нора отыскалась, когда не успеть к ней?» «Непрактично», скривился Сепан. «Лорды собственную выгоду не видят. Содарённого безымянного больше проку, чем с бездре». «От живого больше, чем с мёртвого», подал голос один из сопровождающих нас, глядунов. «Сколько из вас в бездне сгинет, прежде чем кто-то пройдёт испытание?» «Лорды знают, что делают». «Говорят старину, когда вечный правитель Хой ещё не ввёл закон, запрещающий в нору кому ни попади лезть. Народ целыми отрядами пропадал». «Ладно, вы предзы с долями за три сотни. А что нашим архейцам ловить в той норе при в троеросте?» «Не неси чушь, метла». «Нет, так нет», отмахнулся Сепан. «Яд в бездну так и так не полез бы. Мне одного раза хватило. И дара одного пока тоже хватает. Просто обидно, что совсем без добычи». «Обидно, то да». Одно радует, другие отряды тоже не все с добычей вернутся. Что вступившие Ефима, что шальные Фибрата из указательного пальца почти наверняка точно так же попали в пустые окрестности логова поверженного хозяина леса. Одни идут справа от нас, другие слева. Разойтись мы в стороны за эти дни разошлись, но не так, чтоб сильно. Порвешь до соседей всего. Интересно, идут еще дальше или назад повернули, тишина испугавшись. Они-то в отличие от нас труп медведя великана не видели. Наверняка думаю, что во владение хозяина леса попали. Живого, не мертвого. Впрочем, тем командиром лорд Мехмед не велел осторожничься. Взять такую добычу отряду по силам. Небось, страх и с азартом в штанах под завязку. Готовиться к бою. Ну-ну. Мы же топаем вперед без особой надежды. Лица у соседей по цепи, кого могу взглядом достать, хмурые. Наград не видать нам. Лишь зря время потратили. Ближе к полюсу хоть был шанс нору в бездну найти, за какую платят. Да и зверь там какой-никакой попадался. Час, озвученный Матвеем, еле тянется. Тишина вокруг мертвая. Даже ветер стих. Стой! Ага. И мне показалось, что кто-то кричит вдалеке. Слышите? Вот теперь нет сомнений. Орут. Что орут, не понять. Далеко. Зато кто орет, сразу ясно. По левую руку от нас указательный палец. Стало быть, у шальных бой идет. Это что у них там? Прогремел в тишине вопрос Слима. Добыча у них. Пробурчал молчун с завистью. Хоть кому-то повезло. И добыча хорошая, кивнул Чудик. Загоняют похоже, вон, орут как. Слишком сильно орут. Судя по мрачному взгляду, Матвей не разделял чувств, обсуждавший хор предзов. Все ко мне, возвращаемся. Да. Расстроился командир. Небось, один трофейный зверь на весь лес, а и тот мимо нас. Что трофейный, то всякому ясно. Только старый и сильный зверь рискнул бы зайти во владение хозяина леса, найдя его труп. У других бы ума не хватило понять, что метки, страшный запах которых гонит их прочь, оставлены именно этой дохлятиной. Да и не орали бы безымянные так, будь там мелочь какая. Кстати, ор прекратился. Видать, взяли звери. Командир, может нам пробежаться? Вопрос, как и тон вопрошающего, мне совершенно не нравится. Задавший его предз по кличке Охотник в два прыжка провнялся с Матвеем возглавляющим отряд. А давай, неожиданно легко согласился старшина. Все за мной! Выкрикнув приказ, Матвей рванул вперед со всех ног. Вот же йог! Не охотники зверя убили, а звери их. Или звери, или дело в другом. Что случилось? Дернул я на бегу Сёпу за руку. Что, что? Ошибся, Матвей! Жопа нам! Разъяснил Куней хвост, только еще больше страха нагнал. Смертик! Обернувшись, Матвей подзывает к себе. Нагоняю. Само собой шапка рядом. Хотя рывок вольным удался с трудом. Далей ловкости у меня явно побольше. Держись рядом! Готовься нестись во всю прыть! Если появится, бить не пытайся! Твой дар не поможет! Только бежать! Только выйти за грань! За границу! Вот он какой! Страх Матвея! Впервые вижу командира испуганным. Глаза здоровенные, голос дрожит, дышит часто, и как будто запыхался. Кто появится? Но ответ дает шапка. Царь! Произносит мой охранник то слово, что застряло во рту командира. Ох, еженьки! Быстрее! Быстрее! Торопит народ, тоже понявший, в насколько глубокую задницу мы угодили медведушка. Сам торопит и сам отстает. Ужас гонит нас прочь из владения чудовища с такой силой, что каждый против воли начинает выжимать из себя все, на что он способен. Предзы сразу отрываются от архейцев, но не все. Кузьма чудик по понятным причинам пыхтит самым последним, стремительно отставая от группы. Я жду шапку, которого просто-напросто глупо бросать, его дар может не пригодиться. Матвей здесь же в середке, что странно. Все послимом оглядываются на меня, но уже оторвались прилично. Он далеко, он далеко, он далеко, шепчет на бегу командир, сам себя успокаивая. Я согласен с Матвеем. Параверст очень даже приличное расстояние. Здесь не степь, чтобы кто-то мог быстро убрать эту разницу. Царь или не царь, а в лесу, особенно в такой чаще, скакуном не поносишься. Тем более, что зверь, одолевший такого медведя, должен быть просто огромным. К тому же мы загоди услышим его приближение. В топку ужас. И не из таких передряг выбирался с живым. Братья, тише! Куда ломанулись? Не бросаем своих! Кричу я, почину надо бы Матвею. Старшина он у нас или кто? Не поможет! На выдохе хрипит командир. Мы царю, что букашки, вся надежда на ноги, пусть хоть кто-то спасется. Если что, беги, ни на кого не оглядывайся, помрешь, мне Мехмед яйца отрежет. Ну, теперь все понятно. Кабы я не отстал, Матвей бы уже вовсю сверкал пятками впереди. Меня ждет. А я? Я жду шапку. Йокас-2, я всех жду, очнись, Китя. Если там царь зверей, ты издаром никому не поможешь. У этих чудищ свои дары. На царей не охотятся, а царей убегают. Эти твари непобедимы. Наоборот, плохо, что мы кучно бежим, надо в разные стороны. Малой, поднажми! Это Сёпа. Друзья не бросают, замедлились. Другие предзы далеко впереди. Вижу ланью летящую дымовиху. Рядом с ней охотник. А кто это в сторону забирает? Молчун вроде. Остановиться бы и прислушаться, где там погоня и есть ли она, но страшно время терять. И услышать страшно. Води громадина несётся, деревья ломает. Ладно, начнёт настигать, всяко не прозеваем. Мать! Что это было? Бегущего рядом чесотку сбила мелькнувшая тень. Миг, и безыменного нет. Позади в кустах что-то свистнуло, и секунду спустя чей-то вскрик, чей-то не вижу, ещё один. В стороны! Но народ с перепугу по привычке сбивается в кучу. Человек спина к спине, собрав круг. Копья выставлены вперёд. Глаза бегают, ноги, руки напряжены. Ёженьки, вот так куница! Или то соболь, окрас непонятный! Ох, ёк! Это ласка! Но только размером с корову. Это сколько же ей лет? А скорость отнюдь не коровья. Движения настолько быстры, что глазу не уследить. Вот зверь приподнялся на задние лапки, показав нам гребёнку острейших зубов, и вот он уже с другой стороны от охотников выплёвывает чью-то откушенную целиком голову. Сам бросок я заметить не смог. Копья же в руках безымянных даже не дёрнулись. Царь как будто прошёл сквозь них. Рубануть бы незримым клинком, да как тут попадёшь, да ещё так, чтобы своих не задеть. Чего встал? Бежим! Шапка дёргает меня за руку. Замерли! Это Матвей не нам, а тем семерым, то есть уже шестерым, кто предпочёл бегству бой. И предупреждение к месту. Возглавляющий смелую кучку медведушка едва не бросился на остановившегося на мгновение зверя. Тут бы ему и конец. Между нами и ласка и стена огоньков. Командир успел выпустить свои искорки, но тварь слишком хитра, обойдёт. Нет! Бросайся прямо в защитную сеть! Получи, тварь! Ячейка мала, а сейчас вся будешь в дырочку! Куда там? Словно и не было ничего на пути. Неогненных искр, ни копий. Пронеслась размытой тенью сквозь строй безымянных и сплёвывать на той стороне чью-то голову. Смотреть дальше не стал, бегу за Матвеем. Нет, надо в сторону. Я мелкий, за мной погонится в последнюю очередь. Ха! Против воли оглядываюсь. Шапка у твари в зубах. Не весь башка только целиком вошла в пасть. Зубочудище силится откусить голову, но защитный дар вольного не даёт это сделать. Тело шапки мотыляется из стороны в сторону. Несчастный орёт, он пока ещё жив. Звук доносится из звериной пасти. Не могу стерпеть. Клинки на всю длину и крест накрест бью-бью-бью. Я попал! Я не мог не попасть! Мечи раз за разом врезались в защитный «Чего же зверь жив?» Твари хоть бы хны. Клинки проходят сквозь ласку, словно сквозь воду, сквозь тень, сквозь туман. Бежать! 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 Куда-то несусь, не разбирай дороги. Позади крики, они удаляются. То есть я удаляюсь, не погналась. Лечу птицей. Действительно, царь, эту тварь не убить. Спасение только в ногах. Но что мои ноги, когда зверь так быстро? Если зверь выберет меня, я пропал. Шанс один. Добежать до границы владений чудовища. Для него мы всего лишь дичь, не враги. Если ласка убила всех в отряде фибрата, то мяса ей хватит с запасом. Зачем тебе столько, проклятая тварь? Изгони нас, дурных, со своей территории и перуй себе в сласть. Где граница? Где эта незримая линия? В каком месте мы сделали этот ошибочный шаг? Вижу спину. Впереди бежит кто-то из наших. Мы прилично промчали по лесу, как бы ни версту или две, тут не разберешь в панике. Молчун. Хорошо бежит, шустро. И линию гнет так уверенно, будто знает, куда ему надо. Так и есть. Проходили мы здесь. Узнаю места. Отвяжись, малой, ты не видел меня. Но повернувшимся, чтобы бросить мне это сквозь зубы лице, злость, не думал. Дурак, мы же оторвались, не надо. Я сам разберусь. Даже если закроешь, тебя может выкинуть прямо к ней, прямо в зубы. Я рискну. Лордам наплевать, если выживем один, йог. Отвали, ты не видел меня. Догнать, свалить с ног, он же не в себе. Не успею. Вот уже и нора, секунда, другая. Молчун прыгает. Может он и прав, может это спасение. В предземелье я долго не думал. Может надо было самому? Без зло сложно, но желтую я уже закрывал, сам закрывал, а нора все висит. Молчун сгинул. Не прошел испытание бездны. Решено, к йогу все. На спине рюкзак, еды и воды есть немного. Копье давно брошено, но на поясе топор в ножных нож. Дара тоже осталось чуток. Тот десяток шагов, что служили отрывом молчуну, одолел за мгновение. Мысли в голове пронеслись, когда делал лишь первый. Быстро я, что-то ласка, прыгаю и падаю на землю. Не на каменный пол, на обычную землю, покрытую прелой листвой и вьюном. Он закрыл ее. Глава двенадцатая. Одна буква. Больше часа я бежал, не оглядываясь, пока даже моя повышенная в силу высокого троеростовыносливость не показала дно. Давненько так себя не изматывал. Съесть что-ли боб? Нащупал в специальном кармашке один, достал, проглотил, миг и я снова свеж. В ту хоть сторону бежал, вроде в ту. На деревьях мох, что в предземье, что здесь, на земле, с направлением не даст ошибиться. Сколько верст за спиной? Десять точно осилил. Раз живой, до сих пор, значит, земли лесного царя позади. Удрал. Справился. Очень хочется верить, что не только мне удалось из ловушки спастись. Теперь надо своих искать. Или даже чужой отряд подойдет. Хоть пустой лес вокруг. А чем дальше от логова ласки, тем выше шанс встретить зверя. На земле в одиночку бродить слишком опасно. Покричать, что ли? Нет, пока боязно. Вдруг внимания того, кого надо к себе привлеку. Лучше сам постараюсь прислушаться. Бесполезно. Вокруг тишина. Побегу-ка я дальше, но уже осторожно, трусцой. Пять минут остановка, еще пять, вновь прислушиваюсь. Впереди птичьи трели, теперь точно выбрался. Перешел на шаг, чтобы не проморгать нападение, если таковое случится. Но еще час долой, никто меня съесть не пытается. Хорошенько тут звери распуганы. Может, дальше пока не идти? Скоро вечер, если до темноты никого не дойду, лучше здесь ночевать. Приняв решение, свернул в стороны, не желая удаляться от царских владений, двинулся поперек своего прежнего курса. Нужно выбрать себе дерево для ночевки. Наверху свои хищники, но хоть от тех, кто по веткам не лазает, в кроне укроюсь. Полчаса поисков и вот подходящий клён найден. Старый, разлапистый. Как раз вовремя. В лесу рана темнеет. Наверх в лес уже в сумерках. В лес и тут же спускаюсь обратно. С высоты разглядел огонек. Нашлись наши. Или не наши, но люди из арха. Костер снизу не виден, но направление я приметил. Бегу. Вскоре впереди показался искомый огонек. Загодя перешел на шаг, и чтобы стрелу не поймать, еще стрельнуть на звук с перепугу, громко назвался, не доходя полусотни шагов. Хвала Создателю! Первым выскочил мне навстречу Матвей. Услышал мои молитвы. Смертик, дружище, живой! Сепан с Лимом отстали от командира всего на пару шагов. И я рад, что вы живы. Кто еще отвечать мне не требовалось. В свете костра я и так видел всех, кто поднялся меня поприветствовать. Спасибо единому многие здесь, но и нет тоже многих. Из архейцев тут только глист, третька из новеньких. Предзов больше. Не вижу лишь рыбакалов, кача и жука. Даже чудик, что чудо само по себе машет мне, улыбайся. Но главное чудо живой и здоровый молчун. Этот хмур, но довольным он в принципе никогда не бывает. Боится, что я заложу его. Делать мне нечего. По очереди обнимая товарища обошел по кругу костер. Интересное дело, струну дара вижу, а способность, что выпало дядьки, узнать не могу. Путянул к себе нить, а не тянется. Наверное, молчун еще не успел дара пробовать, я ведь только воспоминания вижу. Ну, ничего, позже выясню. Пока же просто успокоил мужика, шепнув, что не выдам его. Ночь прошла хорошо, даже очень. Костер своим светом притянул еще одного потеряшку из местных. Бык божился, что видел, как ласками тнувшись за кем-то в погоню, проскочила сквозь дерево. Как такого зверя убить? Да никак. Но все в прошлом. Утром в сторону полиса нас шагало ровно два десятка человек. Отряд выжил, хоть и сильно уменьшился. Считай, каждого третьего из нас забрал царь. Трое предзов, девять безымянных из местных, и один глядун навсегда остались в этом проклятом лесу. Светлый бор, говорите? Да какой же он светлый? Матвей позже сказал, что лоскут наш на край того бора закинуло. Так-то сосны на много дней пути тянутся. До самых полуденных гор доходя, какие можно с высокой башни увидеть. Стены низкие слишком, деревья обзор закрывают. Хотя еще пару седмиц и проблема бы эта решилась. Когда вторым днем мы добрались до полиса, лес на триста шагов отступил от канала. Поле пней, что торчат тут и там из вороха обрубленных веток. Хорошенько пустота потрудилась. Не то, что мы, горе-добытчики. Матвей долго не возвращался от капитана Аббаса. Нам-то лишь штраф из-за потерянной оружия, а командир наш попал по-крупному. Едва не отстранили его от командования за то, что к царю нас завел. В итоге наказали только монетой, но сильно. Сказал, пару месяцев будет работать за так. По мне, справедливо. Ошибка Матвея стоила Йокову дюжину жизней. Если бы не потери шальных, что сгинули всем отрядом, одними деньгами наш командир не отделался бы. А так получается, большую часть своих людей смог спасти. Но случай со встречей царя он настолько особый, что последствия он и оценить очень сложно. Послушать пролазку размером с коня к нам в казарму сначала нагрянули вольные, а затем и вернувшиеся из похода под вечер багряные пики. То есть лорды, конечно, внутрь не заходили. Наоборот, нас вызвали наружу. Ох, и злости там было. Это для нас найти лугово царя зверей неудача. Охотники великого дома Эрдрам сочли бы такое подарком небес. Эти безумцы помешаны на смелости. Наверняка бы полезли бить ласку. Проклятие от них мы наслушались на три оборота вперед. Почем зря себя лорды ругали за то, что, ища лес поживее, сильно в сторону в своем походе забрали и мимо царских угодий прошли. Теперь уже назад не вернешься. На рассвете очередной скачок, а в другой раз лоскут в этих краях неизвестно, когда окажется. Попробуй потом. Найди это место. Да и древний зверь уйти может. В общем, про битву с царем можно смело забыть. Чудаки эти крашеные. Я бы радовался на их месте. Мало им, что ли, добычи попроще. Зачем лезть на рожон? Уж кому-кому а архейской знать и торопиться нужды никакой. На твердь раньше, чем сто лет накопить богачам не проблема, но так у них принято. Первый век служишь дому и по лесу. Дожил. Заслужил сделать шаг на следующую ступень, ведущую к могуществу лестницы. Как ни странно, а лорды, как и другие архейцы, верят в путь и в вершину. Просто в их понимании начинается дорога наверх не с земли, а именно с тверди, где воины ждут настоящие испытания. Как потом рассказал мне Матвей, все мужчины в великих домов ходят срок в отрядах добытчиков. Тоже подневольные люди, если задуматься. Каждого сызмальства учат на война, каждая, как восемнадцать лет стукнет, становится в очередь на желтую нору. Если бездна не сгубит, будь добр, сходи еще в бурую. С двух попыток не взял бы его и дар, иди в третий раз в бездну, в четвертый, в пятый. В общем, пока не получишь. Тогда уже и в отряд вступить можно. На черные и на красные норы, потом своя очередь, уже только из опытных бойцов состоящая. Там еще дольше ждать. Но и лишь когда все цвета ворот в бездну собрал, покидаешь добытчиков. Только далеко не у всех эту дорогу пройти получается. В народе даже присказка есть, мрут как лорды. Через все круги бездны пробирается лишь каждый десятый. Зная, что только прошедший путь истинного архейца лорд получает право завести семью, уже не видишь ничего удивительного в традиции местной знати брать себе сразу трех жен. Наследников им нужно побольше, причем мальчиков. От лишних дочек в великих домах принято избавляться. Подробности не знаю и знать не хочу. Может, при рождении душат, может, тайно в сиротские дома отдают. На внешке такие есть. Арх жесток, и родиться здесь лордом не манна небесная. Лучше вольным, а еще лучше и вовсе в каком-нибудь другом полисе. Мой знатный покровитель в свое время все эти этапы прошел. Пять даров у Мехмеда, один из них двушка. Сброшенного мной взгляда на нити в груди лорда и начались позже мои расспросы Матвея, принесшие все эти знания. Красноволосый ведь снова приехал. Прямо посреди ночи. Командир разбудил меня и вместе пошли к капитану. Ох, Мехмед и орал, думал, молниями Матвей шарахнет. Это тот дар, что я успел подсмотреть, когда лорд тряс меня, объясняя, как я ему важен. Он, как Чопрь, умеет из рук бить разрядами, только молнии дальше летят. Не на локоть, как у моего друга охотника, а на целую сожень. Потом как-нибудь выясню и другие способности лорда. Среди четырех не красных наверняка тоже есть хоть один боевой. Опасный Мехмед человек. И поживший немало, девяносто один наоборот уже от роду. Зря я думал, что у дядьки нет сыновей, точно есть, и скорее всего не один. А уж их сгинуло в бездне. В общем, впредь далеко мы не ходим от стен. День пути и самый край. Наше дело прочесывать округу лоскута, искать норы. Пока спора срок не истечет, старый зверь не про нас. Матвей жизнью за меня отвечает. Теперь его яиц лорду мало. Наорал на всех, потрепал меня по щеке и уехал. Извините, друзья и товарищи по отряду, но наградных нам следующие два месяца не видать. Норы в бездну под каждым кустом не висят, да и шанс, что ребята из других пальцев от полиса уходя их пропустят весьма невелик. Единый как будто услышал молитвы Мехмеда. Утренний скачок вынес полис в такие места, что не только нам, вообще всем, кроме разве что лордов и вольных, кого летуны переправят, предстоящую седмицу не грозит умереть в зубах зверя. Если в воду, конечно, не лезть. Там поди водится чудище, каким схарчить человека расплюнуть. К реке лоскут вынесла, к широкой, глубокой и отрезающей нашу сторону арха, от покрытой нечастыми рощами зеленой равнины. От стен до высокого берега всего пара верст. Какие тут норы. В первый день всего зверя, что с этой стороны реки отыскался, повыбили, и все шесть остальных помогали пустышкам таскать волокушами глину. Она тут отборная, и ее здесь дайока. Дом эрдрамы запасы пополнит и соседям излишки продаст. Хоть какая-то польза от неудачного для наших хозяев переноса. Но семь дней миновало, и новый скачок вновь закинул нас в лес. На земле лесов много, каких только нет. Этот сплошь дубы, а под ними малинники. Ягоды поспела как раз. Тут все зреет раньше, чем у нас за морем в предземье. Кабанов, оленей, медведей, волков, зайцев, косуль, муфров, рысей полно. Даже нам, ограниченным днем пути от стен полиса добычи досталось немало. И трофейных зверей была пара, и три семьи не взяли. И опасности для нас никакой. Так, царапины. С удовольствием бы и дальше пошли, но Мехмеда приказ не дает. Ночевали всего в дюжине верст от лоскута. Лес, хоть столько отрядов прошло по нему, все равно полон зверя. До самого рассвета пришлось поддерживать здоровенный костер, что только и удерживал хищников от нападения. Утро тоже задалось. Не успели охоту начать, как попался трофейный олень. Мог уйти, но Матвей перед ним свои искорки кинул. Зверь в прыжке сам себя и прикончил, пробив насквозь грудь. Остановились для разделки, и вот они молитвы Мехмеда. Пока командир под присмотром глядунов вскрывал зверя, чудик сунулся в подвернувшийся рядом малинник. Так-то половина отряда на ягоде пастись принялась. Пока время есть, но Кузьма полез в заросли и пожалуйста. Дар трактирщика бездаря снова сработал. Нашел, нашел! Тонеслось из кустов. Тут уж все наплевав на колючки ломанулись вглубь. Мать честная, не просто нора. Самый лучший цвет какой есть. Красная попалась везунчику. И где нужно попалась, тут и долоскута близко, и седьмица в самом начале. Лучше любых даров бездны такая удача. В этот раз наградные дадут. Считай, целую рубиновую марку наш чудик нашел. Все, охота закончена. Матвей тут же погнал половину отряда обратно в полис. Глист знает, что делать. Доложит капитану, тот тут же прикажет поднять красный флаг над воротами. Это сигнал такой. Во внутреннем городе на башне дежурит такой одаренный, что зор Чарла. Его дело как раз замечать эти флаги. Едва углядит, как четверо лордов по одному от каждого великого дома, чья очередь закрывать нору этого цвета, помчаться к воротам, с которых подан сигнал. Очередные всегда на готове. Двух часов не пройдет, как прискачут к воротам, а дальше глист с нашими, кто ушел сейчас с ним, отведут лордов к нам. Наше дело же просто стеречь нору. Считай день, а то и все два без охоты. Зато выпал шанс поглядеть на самого знаменитого Хо. Нора красная, так что вечный правитель арха по закону имеет право не всегда он приходит, но дар до двушки поднять даже для этого небожителя перспектива заманчивая. Матвей предупредил, что если правитель объявится, нам ближе, чем на десяток шагов подойти к нему смертью грозит. И правило это касается всех. К вечному Хо даже лордам нельзя приближаться без его позволения. И понятно, убить оно можно любого, печется о своей безопасности, гад. Я как узнал, что нынешние порядки в архе дел рук Хо тотчас возненавидел правителя, превратившего ненавистный мне полис в ту ботрачью тюрьму, какой стало это мерзкое место. Прикончить бы эту древнюю тварь. Да самому помирать неохота. Да едва ли оно и получится. Небось, многие пытались за эти века, что он правит архом. Пока ждем, косим топорами малинник, чтобы расчистить подходы к норе. Представлению, какое здесь намечается, нужно много свободного места. Вольные, которые сбегаются к норм других цветов. Вдруг появится шанс выкупить себе право закрыть после лордов. Красные не пойдут, тут им нечего делать, но четверку знатных счастливчиков обязательно будет сопровождать целая группа поддержки. К полудню освободили поляну от лишней растительности, чем сильно огорчили матерого мишку, явившегося попастись к облюбованному малиннику. Чем земля хороша? Здешний зверь зачастую встречается с человеком лишь единственный раз в своей жизни. Дичь не пуганная, сама в руки идет. Огорченный медведь с ревом бросился на двуногую мелочь и упал рассеченный незримым клинком. Жаль семян нет, но четыре боба тоже дело. На обеде подсел к молчуну. Все послимом ушли с глистом в поле сболтать не с кем. Но ей не для разговора. Хочу еще раз попытаться дар дядьке ведь вскроется все равно. Не дураки же они здесь. Раз придумали правила в нор и не лезть, значит, как-то потом проверяют. Невзначай, будто бы дотронулся локтем. Вижу нить косым взглядом, тянусь. Опа! Смотрю глазами молчуна себе на ногу. Та, само собой, тоже его. Вокруг мертвые и умирающие кабаны. Как раз вчера били стадо. Узнаю это место. Сейчас пустота, небось, отыскала уже, то был всего в паре верст от стены. И туши утащены. Мясо там сотни пудов. Один боров так вообще был хороший, с него семя взяли. Причем молчун и свалил того зверя. В прямой сшибки насадил на копье. Откинул кабан тогда предзасажение на три. Мы думали, крепко досталось охотнику, но нет, синяки только. Поднялся, отряхнулся и пошел вскрывать тушу. Никто и не заметил, как молчун писать. А сам растянутый голеностоп подлечил. Лекарен теперь. Второй раз при мне желтая нора эту, пусть и не боевую, но всеми желанную способность человеку дает. Айк вон тоже заветный дар из воронки такого же цвета принес. Повезло молчуну. Лекаря, небось, не пустят в расход. На арену в один конец путь. Кто же будет такими полезными батраками разбрасываться? Узнать бы еще какое испытание дядьке досталось. Но не скажет молчун, можно даже не пробовать выведать. Демон или загадка? Точно не лабиринт. В край измотанным прец не выглядел, ну и ладно, мне главное не как дар добыл, а какой. Теперь знаю хоть чего от новоиспеченного одаренного ждать. Молчун он себе на уме, может запросто что-нибудь выкинуть. Загадочный больно. Поночи лорды узнали, что Нара рядом, то сразу расслабились. Какой смысл им торопиться, когда можно выспавшись, поутру к Наре двинуться? Как никак тяжелейшее испытание знатных ждет. Или одного из них, или двух, или только троих, это уже как свезет. В общем, прибыли ближе к полудню. И прав был Матвей, говоря, что приедут не одни. С каждым лордом явилось по паре десятков благородных мужей соответствующего великого дома. От ярких нарядов и пышных причесок сразу же зарябило в глазах. Наших красных особенно много. Эрдрам, как хозяевый сектор, где найдена нора, отправляют своего представителя в бездну первым. Мехмед тоже здесь. Не поленился, как и прочее знать, приехать верхом, не в повозке. Подзывать к себе Матвей не стал. Дела наши тайна для посторонних. Но мне подмигнул, поймав взгляд. Сегодня набеленный петушок гребешок всем доволен. Отправил нас нора искать и нашли, да еще какую, самую лучшую, красную, как одежда и волосы четверти знатных зрителей. Только сам испытуемый от великого дома Эрдрам не наряден. Облачился в обычное для лордов охотников пятнистое платье. На голове обтянутый тканью хорошо подготовился. Впрочем, как и все остальные, кому идти за ним следом. Выглядят лорды все четверо бодро и собрано. Не то, что мои товарищи по отряду из местных, у кого троерост пониже. Глисту, Сёпе, Лиму и прочим, видать, пришлось бегом бежать, путь указывая. На, казалось бы, просторной поляне в момент стало тесно от зрителей. Нам доверили истеречь лошадей, но с этим и местные безымянные справятся. Предзов все же таки в лесу, а не в полисе. Хотя, кого тут охранять? Сотни одаренных в разноцветных нарядах, такая сила, которой никакой зверь не страшен. Я даже наглости набрался, залез на дерево, чтобы вроде как следить за окрестностями. А на самом деле отсюда, с ветки. Мне, низкорослому, только нору и видно. Любопытно же посмотреть на то, как они закрывать ее будут. Не понял? Зачем это лорд пустил сейчас в небо огненный шар? В кронах вокруг поляны никакой зверь не прячется. Да и мимо ветвей он пульнул. Наверное, сигнал подает. Кому? Ты чего тупишь, Китя? Понятно, кому. Не все еще зрители съехались. Один самый важный запаздывает. Впрочем, кто сказал, что запаздывает? Наоборот, вечный ждал, когда все соберутся. Ему долететь, я уже догадался, что правитель арха примчится по воздуху, всяко быстрее, чем остальным добираться верхами. Через десять минут в небо отправился еще один огненный шар. Неужели от самого полиса к нам летит? За один присест? Сильно. Крам так не мог. Расстояние-то приличное. Я думал, Хо где-то поблизости ждет, на каком-нибудь дереве, куда загодя добрался, зная примерное направление. Видать, нет. И второй сигнал стал последним. Не прошло и пяти минут после подачи сигнала, как в небе над поляной появился одетый в черный человек. Сплошной закрытый костюм обтягивал мускулистую фигуру. Вместо куртки, развивающейся на ветру, длинный плащ. На широком с серебряной бляхой поясе два меча в узких ножнах. Другого оружия нет. На голове черный же глухой шлем с опущенным маской-забралом, заканчивающийся снизу кольчужной сеткой, не спадающей на шею сверкающим вортом. Народ внизу тут же принялся расширять круг. Пара секунд и от центра поляны крайних зрителей отделяет полтора десятка шагов. Правитель, видать, ждавший именно этих маневров, резко спикировал вниз, сбросив скорость лишь перед самой землей. Невысокий, но и не низкий. Роста в нем локтей шесть. Не худой, но и не особо плечистый. Обычный, средний в размерах мужик. Переодень его, сними, шлемы из толпы выделяться не будет. Зачем он скрывает лицо? Безымянные из местных рассказывали, что вечный правитель на публике всегда появляется в маске. Опустившись рядом с норой, Хо поднял руку вверх. Мои приветствия достойным сынам великих домов, не менее великого арха. Громовым басом, не вяжущимся с обычной фигурой отнюдь не гиганта, вылетело из-под шлема так громко, что даже я без проблем смог расслышать слова вечного правителя Хо. Как будто это не его голос. Специально басит. Занявшая края поляны знать дружно согнулась в поклонах. Со слов местных все лорды почитают правителя арха безмерно. Четверо испытуемых так и вовсе опустились на дно колена с опущенными головами. «Слава вечному правителю Хо!» грянул хор голосов. Само собой, наши тоже орали приветствие и тоже припадали к земле. Один я наглой белкой сижу. Мне на ветке поклон не отвесить, так что пришлось притвориться немым. Один йог, никто на меня не смотрит. «Красная нора!» кивнул на воронку правитель, когда поляна затихла. «Не каждый месяц удается такую найти. Большая удача и большая опасность внутри. Сегодня одному из вас, надеюсь, это будет достойный сын Великого Дома Эрдрам, предстоит завершить путь истинного архейца. Последнее испытание бездны для вас на земле. Не подведите свой полис, свой дом и себя. Прошу первого испытуемого приблизиться. Лорд-очередник из нашего Красного Дома кивнул своим провожатым и уверенным, быстрым шагом направился к правителю и к норе. «Ты знаешь традицию, достойный сын Арха!» обратился Хо к остановившемуся в двух шагах от него одаренному. «Первый испытуемый при входе в Красную Нору получает от меня помощь. У тебя будет тридцать секунд. Если там демон...» кивнул на нору правитель. «А такую сходу половину минуты ты будешь неуязвим. «Спасибо, господин!» поклонился лорд. «Я готов!» «Удачи!» «Будь храбр и мудр!» Протянув вперед руку, Хо коснулся плеча испытуемого и тот резко бросился в Красную Воронку. «Так вот оно что! У правителя дар, как у шапки!» «Перед тем, как лорд скрылся в норе, я успел разглядеть окутавшее его тело мерцание. Защитный покров! И не на пять секунд, а на целую половину минуты!» «Видимо, этот дар у Хо двушка!» «Неплохой подспорье!» «Теперь ясно, почему за Красную Нору нам такие наградные отваливают!» «Дом, где она найдена, получает серьезное преимущество!» «Следующий лорд, если этот не справится, пойдет в бездну уже без подарка правителя!» «Сожалею!» Громовой голос Хо потонул в поднявшемся шуме. «Вот ведь йог!» «Красный лорд не прошел испытания, нора продолжает висеть!» И подаренная защита не помогла бедолаге. Я внезапно поймал себя на мысли, что мне жаль сгинувшего. «Ты чего, Китти? Тебе же на этих крашеных петухов наплевать!» «Просто общему азарту поддался!» «Представляю, что сейчас чувствует следующий испытуемый. Теперь очередь нырять в бездну переходит к синему лорду из великого дома Альфатх. Жаль, что в нору убийцу лезть не тварь и верхану. Моего врага среди зрителей нет. Вот его бы я с радостью в бездну загнал!» «Ясно же, что сегодняшнее испытание настолько сложное, что нырять в эту нору почти верная смерть». «Вечная память достойному сыну великого дома Эрдрам!» пробасил Хо. «Он был смел. Прошу приблизиться следующего испытуемого». Короткий поклон своим, и вот к вечному правителю Арха подходит второй одаренный. «Тебе будет сложнее, достойный сын Арха». «Что?» Внезапный удар удлинившейся руки испытуемого обрывает речь правителя. Превратившийся в острие копья кулак пробивает грудь Хо и выныривает у него из спины. «Сдохнило!» Выкрикнувший эти слова лорд бросается в нору. «Убил!» «Нет!» Правитель Арха не падает. Взмах рукой и несостоявшийся убийца распадается на две половинки. Верхняя, начинающаяся от середины груди, летит в бездну. Нижняя, с животом и ногами, заливая все кровью, шлепается на землю. Кишки вываливаются наружу. Обалдеть! Ухо среди даров и незримые клинки, как у меня есть. А еще некая способность имеется, что не дала ему сейчас сдохнуть. И не в лекарстве дело, там же сердце пробито. Он и правда бессмертный. Кстати, рана в груди уже вовсю зарастает, объятая зеленым свечением. Это сколько же у него даров? Его отца ко мне! По голосу слышно, что пробитое легкое еще до конца не срослось. Господин, не губите! Дом Альфат к этому не причастен, клянусь! Упавший на колени лорд уперся лбом в землю. Эту позу все синие дружно приняли мигом раньше. Знать же других домов, наоборот, обнажило оружие и направило его на возможных предателей. «Где его отец?» Рана на груди правителя полностью затянулась. Вторая, что на спине, наверняка тоже. Сквозь оставшуюся на покрытой кровью одежде дыру видна розовая свежая кожа. «Три оборота, как ушел на твердь, господин, я его дядя!» «Жду тебя с главой дома к себе, чтобы вечером были». Последнее произнесено с таким холодом, что даже у меня по спине побежали мурашки. «Да, господин». «Продолжайте», бросает Хо зрителям. «Пусть следующему испытуемому повезет больше, чем первому. Дальше без меня». Сказав это, вечный правитель арха резко возмывает в небо. Миг, и его уже нет. Вот так представление. Ни одного меня кое-кто очень сильно желает прикончить. Этот ход тоже чья-то желанная цель. Интересно, чья? И лишь долей секунды спустя до меня доходит. Ох, еженьки, одна буква, но какая важная. Ло. Он назвал его Ло. Глава тринадцатая. Темнолесье. Стоило правителю покинуть поляну, как лорды из дома Аль-Фатх запрыгнули в сёдло и поскакали в сторону полиса, избавив себя от расспросов и хлынувших со всех сторон обвинений. Случившееся, как я понял, из гневных выкриков знать я не лезла ни в какие ворота. Нет, покушения на Хо не были редкостью. Раз, в несколько лет обязательно находились безумцы по разным причинам решавшиеся попытаться прикончить собственно потому и старался не подпускать к себе людей лишний раз. Но что бы на небожителя поднял руку благородный археец, такого не было с последнего бунта, когда больше века назад несколько лордов из дома Ибдей пытались захватить власть над полисом убивхо. Но многого мне с ветвей само собой услышать не вышло, да и первые гневные выкрики очень быстро сменились более подходящими в окружении такого количества лишних ушей перешептываниями. Впрочем, я и не вслушивался. Голова была другим занята. Убийца назвал его Ло. Почему? Неужели мой лживый напарник нашел способ избавиться от нашей с ним связи и теперь сам без моей помощи вселяется в нужных ему людей? Маска маской, но фигуры рост не дадут усомниться, что под личиной правителя арха не скрывается высокий худой сердолик. Или Ло сменил тело, или напополам лорда вселился один из врагов колдуна, я уверен. Почерк их. Эти психи, чтобы прикончить Ло, готовы рискнуть чем угодно. Прозвучавшее ими железное доказательство. К тому же эти твари как-то чувствуют присутствие колдуна, в чьем бы теле он не сидел. Кроме моего, конечно, когда я не выпускаю беса. Тьфу, снова в мыслях называю его бесом. Давно ведь решил для себя, что к слугам низверженного хоть к прошлым, хоть к нынешним колдун не относится. Как и эти пришельцы Гохара. Убийца не мог ошибиться. Созвучное имя и сила здесь ни при чем. Это Ло или... Внезапно меня осенило. Или Архам уже сотни лет правит точно такой же колдун из другого мира. Вдруг Хо вовсе не Ло. Это многое объяснило бы. Не ошибку Гохара, ощутившего искомую силу не в том человеке, и использование даров бездны, какие не были подвластны моему напарнику, и нежелание захватившего тело правителя Арха с союзника вытаскивать меня из безымянных. Он ведь согласно нашему договору должен искать сейчас тишу. Если вернулся, то значит нашел. Ох и путаница в голове. Ло? Не Ло? А проверить как? Пока мыслей нет. Не просить же капитана Аббаса или даже Мехмеда устроить мне встречу с правителем полиса. Будут долго смеяться, да и повод какой. Ты поди, придумай причину, зачем оно тебе надо. А такая встреча мне точно нужна. Надо будет придумать, как привлечь к себе внимание Хо, кем бы он там на самом деле ни был. Враг моего врага. Хотя так-то гахары враги не мои, им Ло нужен. Так может пусть и дальше идут по ложному следу, направив все силы на попытки добраться до правителя арха. Нет, лучше пока нарожен мне не лезть. Кто сказал, что другой колдун станет мне помогать, узнав про мой союз со своим земляком? Оставлю откровенный разговор с этим Хо на случай, если у меня все совсем будет плохо. Пока дальше жду лой момента, когда Мехмед заберет меня под крыло. Полстрока уже позади. Три месяца отхожу в безымянных и здравствуй, свобода. Не настоящая, конечно, останусь все равно батраком, но в вольном отряде или в охране у знатного подбезопаснее, чем скакать по лесам среди бездарей. Да и убийц ко мне подсылать пропадет всякий смысл. Глядишь, и товарищей пуще смогу подтянуть. Все по Слимам, серьезные бойцы Мехмеду пригодятся такие. Тем временем в нору полез третий лорд. Ожидаемо зря. Сожрала его бездна, как чуть позже и последнего испытуемого из дома Ибдей. Серьезное там испытание в красной-то. Четверых одаренных как не было. Вдвойне удивительно, что когда знать уехала, Матвей объявил нам, что теперь весь остаток седмица, наше дело стеречь эту нору убийцу. Приказ, мол, встречать всех желающих попытать счастье и мзду брать. Но с вольных. Лордам ход теперь в сектор закрыт. В смысле всем. Наши красные тоже не могут теперь по закону пробовать эту нору закрыть. Неужели найдутся желающие? И нашлись ведь. На следующий же день к поляне, на которой мы встали лагерем, предусмотрительно оградив нору неказистым плетнем, начали приходить сорви головы, как назвал этих отчаянных ребят Матвей. Являлись, что и понятно, небольшими отрядами по несколько человек. В одиночку по земле вне лоскутов не ходят. Само собой большая часть проводить, поддержать, посмотреть и, коли выгорит дело, найти потом своего удачливого товарища в окрестностях закрытой норы. Из бездны частенько возвращаются полуживыми. Лабиринт измотать может так, что не сможешь ходить, да и раны, вдруг не хватит лечилок. Лорды воины могучие, и даров у вчера сгинувших в бездне хватало. Но и многие вольные им не уступают. Попытаться аж красную нору закрыть приходили лишь только серьезные мужики из бывалых, ни раз и ни два проходившие испытания прежде. И немало их было. Случаи из ряда вон. Нора этого цвета вархи простому люду не отдают. Правитель, если знать не справлялась, всегда закрывал их. Хочешь двушку дар, либо полис меняй, либо воспользуйся шансом, что выпадает раз в жизни. И даже высокая плата в рубиновую марку народ не останавливает. Что деньги, когда твоя жизнь на кону? В первый день шестерых на раз съела, во второй четверых. Дальше отчаянные безумцы в числе поубавились, в третий день лишь один шагнул в бездну, а в четвертый мы из десяток оставшихся у Норы зрителей так и не дождались желающих попытать счастья. Могущество манит, но есть же разумный барьер, перешагивать через который не стоит. Тут и Лобот три раза подумал прежде, чем лезть в Нору, сгубившую столько народу. Так и ушли мы в итоге, оставив красный глаз бездной висеть над поляной. Нора победила, но толк все равно от находки имеется. Жадность лордов принесла великому дому Эрдрам целых одиннадцать марок, обмененных на столько же жизней. И правда кровавые марки. Я бы в эту Нору убийцу после гибели четверых одаренных никого не пускал бы. Но я не они. Ненавижу Арх. И опять без охоты седмица. В смысле у нас. Половина отрядов пошла дальше в горы, половина осталась охранять пустоту, что посменно трудилась за стенами, даже ночью долбя серый камень окружающий холоскут древних скал. Белогорье так назывались места, куда в этот раз перебросило полис. Не то, чтобы дичи здесь мало, но известняк для строительства материал подходящий, и добывать его не в пример проще, чем те же гранит или мрамор. Наши стены из него сложены, и не только они. Кирками глыбы народ отколупывает, и на волокушах по щебню их тащит к воротам. Обтесывать в блоке уже будут в городе. Мы же день и ночь звери бьем, что за легкой добычей со всей округи сбегается к полису. Тут и горные волки, и барсы, и медведи пещерные, что размером обычных превосходит в два раза. Про орлов и подавно молчу, но те больше кошмарят лоскут, унося скот и людей прямо с выпаса и с полей. С ними стражи воюют, но самый опасный зверь здешних мест — это змеи. Тут их тьма среди скал. Здоровенные, серые, светом с камнем сливаются. Не заметишь, пока не метнется, особенно ночью. Есть в длину и по десять сожений. Человека такая мгновенно проглатывает. Двух здоровых я лично струбил. Что в сердцах там не знаю, про сделывать гадин утащили в полис. У них кожа ценная, портить нельзя. Потом Матвей рассказал, что лорды, которые дальше всех уходили, в каком-то ущелье убили змею и с какой взяли сразу десять семян. Татушу уж точно осталось лежать, где тварюшку прикончили, такую не притащить. Всех, кто с походов вернулся, хорошее. Богатые земли. Но опасные, что уж там. Даже мы, охранявшие пустоту муравьиных бригад, потеряли двоих новичков, из тех безымянных, кого нам прислали после встречи с царем. И ясное дело, нор нет. По округе особо не лазили, топтались под ближними скалами. Может, в новых местах повезет. Тем более, что опять лес за стенами. Пойдем в него через два дня, выходные у нас. То есть, у меня отсыпные скорее. Народ из отряда отправился вовнешку прогуливать наградные кузьмы. Я валяюсь на койке в казарме. Мне наружу нельзя. Целый день ел и спал. Второй все то же самое, но в компании перепивших на медне товарищей. Отдохнули, пришли в себя. И работать. Нам опять лишь округу прочесывать. Благо, что остальные отряды успели подальше уйти и мешать нам не будут. Утром вышли за стены и двинули в чащу. Ну и темень же здесь. Сразу ясно, отчего места эти чернолесьем назвали. Белогорье мне больше нравилось. Нет особых высоких деревьев, но так густо растут, что просветов над головой нет как нет. Кроны тесно смыкаются, переплетаются ветками. Наверху просто крыша из листьев. Душно, сыро. Дождь льет третий день. И не скажешь, что лето. А то началось уже. Каюсь, за датами давно следить перестал, в голове только срок мой трехмесячный. День рождения свой прозевал, уже больше седмицы, как четырнадцать мне. Совсем взрослый, сказала бы Вея. Да где уж взрослее. Столько всего за плечами, что на несколько мужиков уже опыта хватит. Вот бы в подгнилье очутиться сейчас, да показать деревенским, каким Китти стал. Народ бы мне одаренному да могучему поди в ножки бы кланялся. Я теперь настоящий охотник. Замечтался, едва не прозевал нападение. Странный зверь, нечто среднее между барсуком и куницей бросился на меня из ветвей, где скрывался в листве. Резкий шаг в сторону и копьем прямо в пузо. Насадил, как навертел, топором добил в голову. Все, застрявшее в туши оружие можно вытаскивать. Тридцать человек идет цепью, растянувшись по лесу, а этот дурында прыгнул именно на меня. Вечно оно так. Глупый хищник выбирает себе жертву поменьше. Я кажусь им самой легкой добычей. Ошибка ценой в жизнь. Зверник крупный едва тяжелее меня. Небось думал загрызть и обратно на ветки следите за кронами. Наверху сидят. Предупредил соседей и зову жестом к себе глядуна. Надо вскрыть. Незнакомый зверь. Не понять старый нет. Достал пилку, вспорол брюхо от дырки до ребер, закатил рукав, полез рукой внутрь. Зря пачкаешься, это кунь и волк, молодой совсем, они взрослые вдвое крупнее. Как шапки не стало, Матвей вечно держится суть. Главное, что сильнейший охотник при мне за охранника. Я не против такого соседства. Не мог раньше сказать. Кстати, ты говорил, что они звери стайные? После каждого скачка, перед выходом отряда за стены, командир нам рассказывает про места, куда лоскут занесло. Про опасности, про зверей, что здесь водится, если знает, конечно. Здесь он был уже прежде, так что справку, как он называл эти речи, мы утром прослушали. Так а то ж, сам не знаю, чего тут забыл одиночка. Может, изгнанный? В стаях такое бывает. Тем не менее, Матвей громко свистнул, что было сигналом для сбора. Сейчас мужики порвут цепь и сбегутся сюда. Видно, думает, что стая этих древесных волков где-то здесь же поблизости. Хищник хитрый, как сам старшина говорил. По ветвям скачет ловко, сидит в кронах тихо. Я снова метнул взгляд наверх. Не, не видно, сплошная зеленка. А уж пробовать услышать и пытаться не стоит. Дождь как лил, так и льет, шурша листьями. Из всех звуков в лесу шелест капель. Нет, теперь еще топ от бегущих прибавился. Раз зовет командир, тишину, блюсти, смысла нет. Я шагнул ближе к дереву, на котором сидел глупый зверь. Берегись! Выкрик Матвей запаздывает. Я и сам не слепой. Зеленый потолок оживает, и искронно на меня бросается сразу несколько куньих волков. Эти гораздо крупнее того, что прикончил. И как только их ветки выдерживают. Но на лишние мысли нет времени. Тут обычным оружием мне не отбиться, роняю на землю копье, призываю клинки. Зря. Матвей с перепугу выбрасывает вверх свои искорки. Сеть из огненных звездочек мгновенно разворачивается над нашими головами. На командира тоже летят атакующие, видно всей стаи звери. Но боится он не за себя. Моя смерть, его смерть. Прожженные насквозь туши хищников падают смердящие горелым дохлятиной. Тут уже драться не с кем. Но то здесь, а вокруг. Крики, виск, вой, рычания. В стае под две дюжины тварей. Восьмерых Матвей даром прикончил, остальные сейчас бьются с нашими, кто с одной стороны был поближе к нам с командиром, а с другой не попал под защитную сеть. Глиста сбили с ног. Лима пытаются завалить сразу два вцепившихся в него хищника. Бык без признаков жизни лежит на земле с разодранным горлом. Все поярится с двумя топорами в руках, тоже свою силу призвал. Дальше еще кто-то бьется, но подробности не успеваю разглядеть. Большая же часть отряда еще не добежала до места событий. Эх, Матвей, надо было сразу свистеть. Зря я нашего командира непогрешимым считал. Опыт опытом, они в первый раз нас подводят бывалый охотник. Подлетаю к той твари, что силится завалить Лима, вцепившись зубами бедняги в руку, и рассекаю зверя на две части клинком, то есть почти на две части, слегка не дорезал. Тут в общей свалке нужно своих не задеть, так что мечи нельзя длинными делать. Бросаюсь ко второму древесному волку и тоже рублю его. Кожемяка спасен, но на раны страшно смотреть, больше Лим не боец. Левая рука кровавой лохмотья, бок разорван, с головы содран кусок кожи вместе с волосами. Друга срочно нужно доставить к лекарю или он умрет. Но сначала добить эту погонь. Кидаюсь к следующему зверю, что ко мне ближе всех. Разваливаю его и к новому древесному волку. Главное оружие этих хищников длинные когти передних лап. Если пропустишь удар, запросто выдерут кусок мяса. Убиваю еще одну тварь. Дар закончился. Топор в руку. Ищу взглядом следующего зверя, но этот был последним. Мы справились. Сбежавшиеся к месту битвы охотники быстро перевернули ее исход в нашу пользу. Пятерых, семерых стая смяла бы, но на тридцать серьезных бойцов пары дюжин волков маловато. Держись, братик! Все пораньше меня вспоминает пролим. Скидывая на ходу рюкзак со спины устремляюсь к лежащему на земле другу. Одна лечилка, пусть и самая слабая, у меня есть в заначке. Но метла вновь быстрее. Уже льет из флакона кожемяки на бок свое зелье. У него средние силы. С такого толку чуть больше, но эту ужасную рану заживить полностью его хватит едва ли. Разойдись, разойдись, еще можно спасти! Это сбоку кричат. Там народ тоже глиста обступил. Чудик пыжится сквозь толпу пропихнуться. Быстрым взглядом обегаю округу. Ох, еженьки! Двое насмерть, еще четверо живы, но раны такие, что до полиса не донести, и это я без лима считал. Сейчас, сейчас, дружи, сейчас полегчает. Сёпа вытаскивает вываренные тряпки, что мы с мазями краном прикладываем. Чего я жду, тоже есть в рюкзаке? Но сначала лечилка, голова подождет, там кровит, но дыра в боку хуже. Выливаю свое зелье туда же. Кожемяка хрипит, их на руку не хватит, что с такой с ней теперь? Рубить надо, и огнем прижигать. Понимает, о чем я задумался Сёпа. Не дотащим, иначе кровью изойдет. Еще есть, все отдам, нате, нате. Стоя перед своим рюкзаком на коленях, Ого! Это же самые дорогие лечилки, которые по сапфировой марке за штуку. Чудик тут же отдает их товарищам, что немедля бросаются к раненым. Да откуда так бобов взял по двадцать всего? Принимается объяснять Чудик. А все, что не прогуляли, вот, на зелье потратил. На шесть штук аж хватило, как знал, что нужнее, чем тот троерост. Вот так щедрость. Хороший человек наш, Кузьма. Теперь спасем раненых. Сюда хватит, туда лей, нет, дай я сам. Матвей руководит излечением. У самого командира нет одного рукава, и видно, что тоже на плечо зелье лил. Пятно чистой розовой кожи размером с ладонь. Приличный кусок мяса зверь вырвал. Да и у многих других тоже есть раны, но не такие, что сгубят. Тот же Сёпа весь в мелких и средних царапинах. Видать, пока на даре ярился, успел нахватать. Вроде всё, будет жить. Поднимается Матвей с корточек. Что, косой, идти сможешь? Прец при помощи товарищей пытается встать. Ай! Заваливается он обратно на землю, едва наступив на повреждённую ногу. Бездно! Больно же как! Донесён! Успокаивает то ли друга, то ли командира конюх. Чудик, есть ещё зелье? Нет, это последнее было. Йок! Алиму промухали. Командир, скажи мякой, что делаем? Сипан жестом подзывает Матвея. Ох, низверженный, а чего вы молчите? Видел, что зелье льёте, и тряпки, мази достали, думал, что сами справляетесь. Как тут справишься? Указывает на руку стонущего Лима Сипан, от которой ниже локтя, кроме костей, почти ничего не осталось. Лекарь, новую вырастет, если отрубим сейчас. Тут без зелья уже не спасти. Вырастет, грустно вздыхает Матвей. Только вот за сколько подходов. У нас так-то принято добивать таких раненых, но раз прец, да на таком троеросте. А прижечь чем? Внезапно я понимаю, что весь мокрый. Дождь, зараза, усилился только вокруг ни одной сухой ветки. Вот бездна! Матвей тоже понял. Ладно, руби, кивает командир Степи. Культю замазать хватит. Достает он из кармана полупустой флакончик. Последняя лечилка, думал на крайний случай оставить. Двоих больше нет, троих на носилках несем, еще двое бредут, опираясь на плечи товарищей. А взамен семян, пара и десяток бобов, вот тебе и сходили в поход. Хорошо, хоть до пульса не больше десятка верст. Но сегодня с охотой завязываем. Интересно, погонит нас капитан завтра снова на стены? Или даст денек отлежаться? Так-то раненых больше, чем пятер. Да ядар у всех троих подчистую слит. Через сутки теперь только пополнится. Утром бездарь имеет тени охота. Бреду, чавкая прелый размяк шелествой. Вроде как опасность высматривая, а на самом деле весь в мыслях. Вот не будь чудик чудиком, купи на все деньги бобов, как советовали, и не вытащили бы мы еще четверых с того света. Одного бы Матвей поднял на ноги. Как выяснилось, командир тоже две лечилки потратил, что ему на отряд выдают и одну свою личную тоже. А дальше? Что бы тогда Малчун делал? Смотрел бы, как умирают товарищи? Поздно я про его тайный дар вспомнил. В суматохе мозги другим были заняты. Вмешался бы, помог бы товарищам. А что я? Не достань чудик зелья, сдал бы я одаренного. Заставил бы спасать раненых? Да, конечно, заставил бы, все равно ведь всплывет. Ну, за что? Чего больше во вздохе Матвея, усталости или обиды? Так сразу и не скажешь. К бою! Проклятое темнолесье! И чего нам так не везет? За что так с нами единый? Миг назад притворившийся деревом зверь устал ждать в засаде, толстый бугристый ствол, якобы дуба внезапно ожил, изогнувшись дугой и проворно пополз в нашу сторону. То, что было корнями, теперь задние лапы, ветви лапы передние, и что тех, что тех больше двух. Это кто? Леший, ты же говорил, что он редкий. Так и есть, повезло нам. Вот же йог, со слов Матвея этот зверь в темнолесии опаснее всех. Только даром и бить, а где дар? Нету дара. Шкура там, что кора. Копьем ранить почти невозможно, топором только, и то, тем, что потяжелее моего маломерка. С ранеными назад, остальные ко мне, рубить лапы, копьем только в глаз. Вот и дело по мне. Я из всех самый шустрый. Попробую ослепить чудище. Глазья мелкие, их целых четыре, по одному на каждой из сторон, сидящей на толстой шее башки. Леший может и на задних лапах ходить, но быстрее перемещается, если на все упадет, как сейчас. Ох, и мерзкая тварь! То ли толстая змея с ножками, то ли гигантский жук-палочник. Длины в нем сожжений четыре, толщины два обхвата. А вот лапки в сравнении с телом короткие. Оттого и не быстро бежит, как бы раненые могли бы, пожалуй, удрать. Разошлись! Не кучкуемся! Только выполнили приказ, как зверюга уже рядом с нами. Ого! Оно прыгать умеет! Распрямившиеся разом конечности бросают живое бревно на три шага вперед. Выбранный для атаки шило едва успевает отпрянуть. У бывшего хозяина ткацкой артели долей под завязку. С предземья с потолком уплывал. Из местных бы кто мог попасться, а так сразу три топора обрушиваются на передние лапы чудовища. Есть! Из ран выступает густая, почти черная кровь. Не такой он и страшный. Сейчас изловчусь и... Попал! Один глаз долой! Лешива аж скрутила всего. Выгнулся к гусенице и поднявшись на задние лапы затряс, напоминающий пень с дырой пастью башкой. Осторожнее! Поздно! Сдуру сунувшаяся к чудовищу Редька не успевает отпрыгнуть. Толстое живое бревно резко падает на бедолагу архейца и придавливает беднягу к земле. Тут без шансов, он мертв. Хруст от сломанных ребер перебил прочий шум. Получай! Сёпа всаживает свой здоровенный топор в подставившуюся переднюю лапу зверя. Та уже была сраной. Теперь до кости дыра. Леши быстро разворачивается на месте, чтобы броситься на обидчика. Бью в подскоке копьём, но удар не доходит до цели. Хитрый гад чуть крутнулся вдоль собственной продольной оси и наконечник оружия клюнул кожу броню. Не подлезать под него! Наши силы в проворстве! Зверь мечется среди деревьев, пытаясь поймать Сипана, но куда там? Метла прячется за стволы петля и с зайцем. Леший никак не может подобрать момент для атаки. Мы все тоже кружим рядом с тварью, стараясь достать его в выпадах. Народ рубит, я клю. Оно не так просто, как мне показалось сначала. Живое бревно постоянно в движении, поди, подберись к морде. Тут разве что сам подставится. И вот подходящий миг. На время забыв про Сипана, зверь бросается на Матвей, удачно рубанувшего одну из его задних лап. Черный глаз, оказывается, повернут ко мне. Я не мешкаю, клю в длинном выпаде с двух коротких шагов. Половина долой. Только дальше что? Оба буркала, что остались у зверя, смотрят под очень неудобным углом для атак. Одно вверх, другое вниз, расположившись на соответственно верхней и нижней частях здоровенной башки. Ему самому-то что видно теперь. Народ тут же воспользовался ущербностью зверя, подлетев с боков. Ага, как же. Леший просто повернулся вдоль тела и глаза из прежних, верхнего и нижнего, моментально превратились в новые, левые и правые. Один безымянный, из местных по кличке Носок, не ожидал от живого бревна такой хитрости и на миг растерявшись, не успел вовремя отпрыгнуть. А как и планировал, рубанул топором лапу зверя, пусть и не ту, в которую метил. Эта ошибка стоила ему жизни. Леший дернулся в сторону человека и схватил его своей дырой пастью, не имевшей привычных двух челюстей, а усыпанной по кругу клыками, словно вставленная в жерло бочки пила. Две секунды. Три резких рывка и откушенная половина человека скрылась в зеве чудовище. На! Злость заставила прыгнуть. Проклятая тварь! Копье мало того, что вошло четко в глаз острием, так еще и пробилось вглубь на ладони застряло. Меня бросило в сторону. Зверь мотнул головой, а я вместо того, чтобы отпустить копье, попытался его сдуру вызернуть. Зря! Короткий полет аккурат привел меня в ствол головой. Сполз по дереву. Где клятый леший? Вот йог! На меня опускаются не отпрыгнуть уже! Толчок вбок! Лечу в сторону. Позади хруст и крик. Кувыркаюсь по земле, тут же вскакиваю и нахожу взглядом зверя. Ослеплен! Предс по кличке Охотник завершил мое дело. Вместо последнего глаза дыра с черными потеками крови. Теперь чудище не опасно. Добьем! Только кто это? Ёженьки! Вот кто вытолкнул меня в крайний миг. Матвей! Командир оттаскивает от беснующегося вслепую чудовище. Рубаха и тело под ней разодраны сверху донизу, грудь в крови. Рана страшная. Как же так? Мгновенно забываю про Лешего. Семена, бобы и все пустое, пусть тот бесятся, пока не подохнет от голода. Огибая ревущую тварь, чусь к Матвею. Командир меня спас! Да, по воле Мехмеда возможно, но отдать свою жизнь не позволю ни так, ни сейчас. Жив! Барсук с домовихой, оттащивший в сторону раненого, смотрит с грустью. Сейчас отойдет. Молчун! Где он? С Лешем не бился. Вспомнил. Он и Шила тащили носилки. Лима местным не потянуть, сил не хватит. Далеко ушли. Нашел взглядом. Молчун! Быстро сюда! Тут полсотни шагов. Дождь, рев лешего, крики товарищей, старающихся добить ослепленного зверя, дорубив ему лапы. Неужели не слышит? Но ведь видит же, пусть попробует только. Бежит. Понял, чего я хочу? Лучше бы да. Уговаривать времени нет, сейчас буду приказывать. Лечи! Живо! Помрет ты за ним! Чего? Это Барсук удивляется. Молчун-то как раз вмиг все понял. Он ту нору закрыл, что нашли возле царского логова. Охотник, метла, все ко мне! Эх, глиста рядом нет, его бы все сразу послушали. Но и меня тоже слышат и слушают. Бросив танцы вокруг ослепленного чудища, народ бегом несется сюда. Лечи! Живо! Иначе... Дар найдут! Все равно найдут! Не дает мне закончить змей. Один из местных и после глиста самый опытный. Змей знает, что говорит. Раз в полгода проверка. Торопливо бубнит безымянный. Троеросты, дары смотреть будут. В лавке тоже записано все. Кто что брал. Доли лишние, то ерунда. Нет, накажут, конечно, но дар. За нору бойцы на арену. Спасай их, командира, тебе терять нечего. Ты дурак? Крутит пальцем у виска домовиха. Матвей единственный, кто тебе может помочь. Чего ждешь? Достучались. Молчун принял решение. Одаренный падает перед умирающим на колени прикладывает обе руки ладонями к ране Матвея. Свет зеленый. Сколько раз такой видел. Пошло дело. Это тебе не лечилка. Края раны начинают затягиваться. Кровь не хлещет уже. Давай, давай, еще чуть, еще. Лежи. Первое слово Матвея. Командир пришел в себя, будет жить, а Молчун? Молчун тоже. Все сделаю, чтобы помочь. В крайнем случае к Мехмеду пойду на поклон. Лежий где? Повторяет Матвей. А вот Лежему смерть. Тут без выбора. Глава четырнадцатая. Цепочка событий. Ослепленного зверя мы смогли окончательно обстругать лишь минут через двадцать. Вот теперь, без отрубленных лап, он точно живое бревно. Жаль, что гибкое. Извивается короткой и толстой змеей. Нравит цапнуть пастью. Что с ним дальше придумывать, один йог знает. Караж, курни, рубец, пробовали в пасть копьем тыкать, только сломали оружие. В итоге решили оставить как есть. Слепым и безлапым обрубком далеко леший не уползет, а местному зверю он даже в таком состоянии не по зубам. На время, пока бились чудищем про Молчуна и про его поступки, было и сегодняшнее, все как будто забыли. Матвей молодец, сначала надо дело доделать, а потом уж разборки чинить. Народ тоже с пониманием, что не к месту в бою отвлекаться. Леший даже без глаз продолжал оставаться опаснейшей тварью. Со слухом, хоть у шеи нема, у него все в порядке, на звук кидался, зараза. Не до разговоров нам было. После уже, когда все закончилось, тут слава единому уже без ошибок прошло, и мы вернулись к дожидавшимся нас под присмотром глядунов и немногих охранников раненым, я, видев, что все воды в рот набрали и на меня только косятся, мол, сам начал, сам и дальше, давай, обратился к присевшему на корточке возле бледного Лима Матвею. Ну так что, командир? С Молчуном теперь как? Еженьки, по взгляду все ясно. Так ведь он не смекнул, что к чему. Видать, сразу не понял, что его даром вылечили. Решил, что о дерево головой приложился и просто сознание потерял, а рана на груди ерунда. Зверь только рубаху продрал да слегка царапал в толчке. А что, Молчун? Покосился напред за Матвей. Он цел вроде, а вот Кожемяка совсем плохой. Видать, слишком много крови потерял. Вот теперь и до Молчуна дошло, что командир не помнит случившегося. Предс тотчас же замотал головой, как бы говоря, мне не надо, не надо. Но разве же теперь, когда весь отряд его тайну знает, такое скрыть можно? Да и очухается немного, Матвей, полезет царапины смотреть, а подлохмутями, окровавленными, кстати, сверх меры, чистая, свежая кожа. Не дурак, Жон, в самом деле. Тут молчать смысла нет, тем более, что... Да, дар остался. С надеждой взглянул я на Молчуна. Кожемяку бы еще подлечить. Тот только скривился в обиде. Какой еще дар? Вы про что? Матвей резко раздвинул обрывки рубахи и уставился на свою грудь. На лице понимание. Брови так и подпрыгнули вверх. Пустой я. Все на командира спустил. Так, шагнул ближе, Матвей. Рассказывайте. По порядку. Тут мне слово. Я начал, я и закончил. Наскор поведал, что было их главному. Тут ведь видишь, командир, как все обернулось. Как я прежде от звора, так и молчу над царя спасения в бездни скал. Не задаром прыгал, от смерти бежал, не поймут разве лорды. Не знаю, вздохнул командир. Не было прежде такого. По крайней мере, я не слышал про то. Подставили вы меня, мужики. Ох, и крепко подставили. Я тебя так-то от верной смерти спас. Вот-вот, поспешил я поддержать молчуна. Кабы не его дар, лежал бы ты уже сейчас хладным трупом. Чем подставили-то? Тем, что сразу не сказали. Вот именно. Командир, проглядевший такое, тоже виноват. И чего молчали? Все равно ведь всплыло бы. Лучше сразу бы с повинной пришли. Мне перед хозяевами было бы проще оправдываться. Теперь даже не знаю. Так, может, не станешь рассказывать? Подался вперед молчун. Лечилками себя поднял на ноги. Никаких даров. Змей говорит, раз в полоборота сверяют. Давай, до того срока дотянем. Угу, от лекаря в отряде всем польза. Согласно, закивал я. Вернее, начал кивать и застыл, наткнувшись на взгляд одного из двоих, кто уж точно в секрете держать все не станет. Дураки мы с молчуном. Даже если товарищи по отряду согласятся не выдавать нас, гляду нам рот, увы, не заткнешь. И Матвей понимает это лучше других. Нет, покачал командир головой. Только и хуже будет. Спасибо, что не дал помереть, но хозяев я не собираюсь обманывать. Последнее точно для глядунов сказано. Так и что, его на арену теперь? Возмутился даже недолюбливающий молчуна Сёпа. После того, как командир отряда спас. Как хозяева решат, пожал плечами Матвей. Наказание за такой проступок арена. Но учитывая все обстоятельства, в общем, от себя могу слово дать, что все силы приложу, чтобы наказали иначе. Так-то лекарство дар особый. Лекарей губить на арене дюж расточительно. Почти уверен, что при кулаке оставит. Не горюй молчун, будешь лекарем трудиться, пока срок службы не выйдет. Может даже жалование безымянного оставит. Вот было бы здорово, если все так обернется. Губы против моей воли растянулись в улыбке. Только про наградные забудь. Со смешком, который тотчас все поддержали, добавил командир. Ты так уже при награде, какой на все пять оборотов хватит. Ну и повезло же тебе. С первой попытки и сразу дар лекаря. Другие за ним по пять раз в бездну ходят и все бестолку. Расскажи хоть, что за испытание выпало. Загадка. Надо было воду переливать по трем банкам так, чтобы доверху сосуд один заполнить за раз и лишка не плеснуть. Интересно, приподнял Матвей одну бровь. Но давай все потом. Сейчас надо в полис спешить. Мне-то грудь залатал, а других еще лечить и лечить. Кожемяк вон до сих пор без сознания. Все, народ, привал окончен, потопали. Не припомню, чтобы капитан Абус заходил к нам в казарму. Не почину ему. Если что, кого нужно ведут в его кабинет, а тут вон наоборот вышло. Не успели мы вернуться с ужина, как в дверях появилась четверка городских стражей, сопровождаемая самим главой кулака. Коренастого усатого дядьку, не снимающего свой блестящий островерхий шлем, даже ложась спать, как шутили безымянные, нельзя было с кем-либо спутать и в полумраке, заполнившем комнату. Где он? Обвел взглядом казарму Абус. Кого ищет, понятно. За молчуном пришли. Вон, кстати, и Матвей, что ушел к капитану, как только мы вернулись за стены, протискивается внутрь следом за своим начальником. Молчун, подойди. Голос грустный, как лицо командира? Не получилось. Арена. Я здесь, господин капитан. Ну, хоть не дерзит. Того прежнего хмурого грубияна с серегой в ухе, что плыл с нами к порогу, нет больше. Изменил его арх. Даже челку, которая закрывала глаза, он подрезал. Надеется на прощение? Ты нарушил закон безымянный, холодно произнес капитан. Наказание за закрытую нору известно. Лекарь ты, летун или боевой какой дар получил, нам нет разницы. Правила едины для всех и не в моей власти менять их. Одевайся, молчун. Ты отправляешься на арену. Вот вам и особый случай. На миг в казарме повисла тишина, которую тут же нарушил обиженный возглас. Командир, ты же обещал! Скривился обманутый в ожидании их пресс. На рассвете отправлюсь во внутренний город, произнес Матвей, отводя глаза от молчуна. Попробую поговорить с господином Мехмедом, он близок к главе дома. Если лорд Рауф сочтет необходимым изменить нагазание, кивнул капитан Абас, ты узнаешь об этом. Это только в его власти. Молчун натянул на себя куртку и его увели. Капитан тоже вышел со стражниками. Сейчас я ничего не мог поделать. Словно бы извиняюсь, развел руки Матвей. Вся надежда на завтра. Капитан ведь тоже ничего не решает. Он следует правилам. И утром на поздний завтрак, на ранний нам, не идущим сегодня за стены вставать по темноте смысла не было, командир не явился. Не врал. Спазаран курванул во внутренний город. Все у него получится. Мехмед не откажет, он дядька практичный и рассудительный. Сегодня я уже не сомневался в успехе затеянного Матвеем дела. Волшебство солнечного света. С вечера настроение дряни, а проснешься, поймаешь лицом лучи солнышка, и на душе сразу радостно. Пожрали? Давайте к командирскому дому, капитан вызывает. Принесший приказ пустой был одним из посыльных Аббаса, отчего считал себя чересчур важной птицей. Жрем еще, зло зыркнул на мужика Сепа. Э, смутился пустой, все равно идите, капитан ждать не будет. А ногой спрашиваешь тогда? Сплюнул под ноги посыльному недожеванный кусок мяса Сепан. Идем, мужики. В отсутствие глиста невернувшегося пока из госпиталя, где остались и Лим с Касым, Метла самолично командир. Змеи с охотником, куда больше подходившие на эту роль, против не были. Один йог не отряд мы сейчас, а два десятка безымянных, сидящих за стенами, когда другие все наши в походах. Тут без разницы, кто за главного. И чего нас капитан вызывает? Неужели вернулся Матвей? Нет, так быстро не мог. Аббас встретил нас на маленькой площади, где, бывало, собирали народ, чтобы объявить нечто важное. Капитан был один, стоял, думал о чем-то, ждал нас. Не отряд, а беда. Укоризненно покачал он головой, когда мы построились перед ним в шеренгу. Хорошо начинали, а чем дальше, тем все хуже и хуже работаете. Если бы не красная нора, что нашли, норму по прошлому месяцу вам бы не вытянуть. И потери большие. Даже возле полиса умудряетесь в неприятности вляпываться. Мы молчали, так-то ответ за работу отряда перед капитаном Матвеев держать. И чего Аббас хочет? А уж это седьмица. Отдохнули вон вроде, должны были сил набраться. А в поход только вышли, и на тебе, одного на арену, троих в госпиталь, пятерых на тот свет. Не отряд, а сплошные убытки. И это при трех боевых одаренных. Аббас грустно вздохнул. И Матвей так не вовремя во внутренку рванул. В общем, я это все к чему. Мне приказ пришел сверху, поменять командира отряда. Не прямо сейчас. Остановил он поднятый рукой моментально родившийся гомон. По концу седьмицы, если норму по добыче не выполните. И совету плевать, что вас сами знаете, кто возле полиса держит. Проблема одного лорда это не всегда проблемы всего великого дома. Господину Мехмеду одно подавай, совету другое. Хотите себе нового командира. Одного архейца из вольных, что раньше Ибдеем служил, предлагают. Капитан прервался на пару мгновений, чтобы послушать наш недовольный ропот. И тут же продолжил. Вот и я не хочу. У меня к Матвею претензий нет. Сложилось так просто. Полоса неудач бывает такое. Но мы это исправим. Сколько верст, говорите до того лешего, что вы вчера бросили? И десятка не будет? Мгновенно отреагировал Сёпа. Совсем рядом здесь. Но раз рядом, так сходите. Со слов вашего пока еще командира, там дура в четыре сожжения. Это старый зверь. А слежих всегда берут много. Одним им сможете норму седмицы выполнить. Фух, гора с плеч. Не хотелось бы вместо привычного и заботливого Матвея тем более, что командир он наш, прец. С ним и нормально всегда поговорить можно, и сам он никогда своей властью не кичится. Вот вернется сейчас и пойдем валить лешего, то есть убивать и вскрывать. Звалить-то мы его уже завалили. В общем, собирайтесь и на выход. Матвей ждать слишком долго, только к вечеру может вернуться, а то даже и завтра. Топоры потяжелее возьмите, и веревок побольше. Обвяжите его осторожно. Меж деревьев растяните, чтобы не дрыгался сильно, и рубите, пока шкура не треснет. С лешими затягивать не стоит, что лапы, что глаза, они быстро отращивают. Уползет не найдете. Сделаем, господин капитан, за всех пообещал Сёпа. Разрешите идти? Идите, кивнул Абус, а ты смерти Костанция. Вот ведь Йок, он ведь про топоры как сказал, так я сразу же догадался, что меня не пускает со всеми. Прямо замкнутый круг. И меня беречь надо, и ходить далеко нельзя, и добычу им при этом подавай, как у всех. Господин капитан, с моим даром за минуту того лешего вскроем. Но упреждение начал я, стоило моим товарищам по отряду уйти. Без тебя справятся. Лешего можно и обычным оружием вскрыть, хоть то дело и не быстрое. Не могу я тобой рисковать. Случись, что господин Мехмед не с Матвея, а с меня спросит. Останешься здесь? Я знал, что он скажет, и потому уже придумал ответ. Один риск против другого. Пусть Абас сам решит, какой его больше пугает. Они справятся наши тогда, что? Господин капитан, вы уверены, что новый командир сможет меня защитить, как Матвей защищал? Вчера ведь, прежде чем на лешего наткнуться, мы со куском дохлятины. Сразу несколько зверей на меня сверху кинулось, а до срока ведь еще целый месяц. Да и вам с новым командиром отряда срабатываться. Попал. Моя наскоро состряпанная в голове речь заставила капитана задуматься. Всего десять верст, размышляя вслух пробормотал он. Эх, послать с вами некого. Туда пару часов то и топать всего. Подтолкнул я капитана к решению. Как раз дар восстановится. До темноты уже в полисе будем. Ладно, иди, сдался Абас. Но чтобы туда и обратно, никакой лишней охоты. И метле мой приказ передай. Раз за главного нынче с него и спрос коли что. Будет исполнено, господин капитан. Ждите с добычей. И пока дядька не передумал, я бросился догонять остальных. Подбежал к оружейной, выходит как раз. «Зря такую бандуру потащишь», подмигнул я Сипану, взвалившему на плечо двухпудовую фекиру. «Я с вами иду, хана лешим». Народ, слышавший мои слова, радостно зашумел. «Ха-ха, тогда в пение», развернулся Сипан. «Сдам обратно». «О, косой ковыляет», заметивший товарища шило, улыбаясь, указал на торопливо хромающего в нашу сторону, опираясь на костыль, предза. «Чего выперся, недобиток?» шутливо окликнул он друга. «В госпитале удобные койки, я проверял». «Беда, братья». Не поддержал веселого тона косой. «Кожемяка, того». «Отошел». «Ёг!» «Ёг!» «Как же так?» «Что?» Выпавший из рук Сипана секир, гулко ударился об утоптанную землю двора. Лихорадка сожгла. Потупил взгляд косой. Он за ширмой лежал в уголке, без сознания же. Пустота госпитальная говорит, что в горячке всю ночь простонала. С зубов волчьих, зараза. Глубоко в кровь ушла. Мазим уже не вытянуть было. «Ох, единый!» Прижал колбу руку метла. «А что, лекари? Куда, гады, смотрели?» «Так у лекаря дара нема». Оправдываясь, будто в чем-то был сам виноват, развел руки косой. «С той седмицы не восстановился еще. Ждем как раз, когда нас с глистом подлечить теперь смогут. Толку с них без дара, сам знаешь». «Даже не попрощались!» С горечью в голосе простонал Сепан и в сердцах лупанул ногой по стене оружейной. Я шагнул к другу и прижавшись к его плечу лбом, крепко сжал его руку в своих. Слов ненужных ни вообще хоть каких-нибудь у меня не нашлось. Грусть сожрала их все. Постояли секунды три молча, беззвучно рыдая в душе и на этом все. Жизнь жестока. Жизнь в архе, тем более. Безымянного жизнь и не жизнь вовсе. Коротка, что у бабочки. За два месяца столько товарищей потеряли, что и клички не вспомнить. Тоска, боль, обида. Пойдем, тихим голосом произнес Сёпа. Леший ждет. Вернемся, вечером лима помянем. Кожемяку? Переспросил змей, в отличие от метлы, решивший не сдавать обратно здоровенный топор, что держал на плече. Его лимом звали. Сквозь зубы прорычал Сёпа. Смерть нам имя хоть возвращает, или так и к единому с кличкой. Лим, он был моим другом. Полису шагаем молча. Настроения болтать нет. Хочется поскорее сделать дело и вернуться обратно. Никаких цепей, идем кучно. Всё, по которому я передал приказ капитана за главного, с ним и со змеем быстро топаем впереди. Замыкают охотник и шило. В центре глядуны с новичками. Дождя нет, звери тоже, мелочевка, на которую время не тратим не в счет, только птицы в ветвях пересвистываются, что само по себе знак хороший. Значит, рядом серьезной опасности нет. Пернатая мелочь, а из крылатого крупника в темнолесии лишь совы, что днем спят по схронам, завсегда предупредит. Если бы вчера не лило, как из ведра, всяк бы насторожились, проходя под стаей куньих волков. А вот леший, что где-то внизу шебуршится обрубком, птах едва ли спугнет. Потому глядим в оба. Скоро место, где мы его оставили давеча. Вдруг навстречу прополз, упростив нам работу. Но нет. Вон останки товарищей, что вчера здесь остались. Безымянные не уносят тела. В походе погиб, превратился в сыть падальщиков. Забираем лишь ценные вещи, оружие, по возможности отводим глаза, смотреть на обгрызанные костяки неприятно. Это бренная плоть. Людей нет здесь, их души ушли. Ищем след недобитого зверя. А вот и он. Канавку, оставленную в мягкой земле, дождь размыть не сумел. Нет, как змея у живого бревна не выходит зигзагами виться. Леший мерил лес гусеницей, все прямо и прямо. Интересно, насколько за сутки успел уползти? Те прошли как раз, дар у нас со Степой восстановился уже. Верста, две, ох и прытки, без лап-то. Стой! Поднял руку Сепан. Слышите? Все прислушались. Люди, предположил змей. Похоже на то. Рубит что-то. Ну, точно. Глухой звук, что до нас долетел однозначно, удар топора. Вот ведь гадство! Ругнулся мгновенно все понявший Сепа. За мной! Побежали. Тут меньше версты. Шум полису гуляет не так далеко, как в горах. Совсем рядом отряд. Пять минут и ноги приносят нас к спуску в неглубокий овраг. На дне журчит невеликая речка. Скорее, ручей. Перед ним, возле намытого половодьем коряжника, лежит леший, ну, как лежит, вяло корчится, изгибая свою длинную тушу. Силы зверя покинули. Видно, пыжился доползти до известного схрона, каким бы для него стал завал из сбившихся в кучу мертвых деревьев. Отлежаться хотел, да не вышло. И как только без глаз отыскал. Сам ли он не дополз, или ему помешали, неведомо. Теперь точно уже не дадут зверю спрятаться. Обступившие лешего охотники удерживают живое бревно на месте длинными жердями, втыкая их концы под него. Одни мешают ползти, другие пытаются рубить топорами. Последний выходит пока так себе. На теле зверей защитимых ран, лишь успевшие затянуться смолистой коркой обрубки лап. Мужики, хорош мучиться, это наша добыча. Сепан первым сбегает по склону оврага вниз. Это наша из среднего пальца, ребята Ефима. Узнаю предзов, что с нами плыли на землю. Только где командир их? А здороваться не учили? Вскидывает на очередной замах топор рыся. Здорово вступившие, исправляет оплошность Сепана охотник. А Ефим где? И мало вас что-то. Вас смотрю тоже что-то не густо. Откликается один из баронских подпевал, с каким Рысин некогда драйл нужник. Мы неполным отрядом. У Матвея дела. Нам вчера хорошенько досталось. Эта тварь троих наших убила. Вновь влезает Сепан. Оставляли бревно полежать на денек, пока дар восстановится. Дайте место, сейчас смертик дел доделает. Сами справимся. Отскочив после очередного удара от Лешего, с вызовом заявляет барон. Теперь это наша добыча. Ты вконец обнаглел. На обрубке взгляни, это наша работа. Говорят, тебе троих положили по кола, порубили и глази выкалывали. Где Ефим? Не тебе решать, чья добыча. Пока спор, наши всем составом успевают спуститься во враг. Мужики из отряда вступивших, кроме нескольких, кто с жердями в руках не дают обессилевшему зверю сдернуть в коряжник, тоже бросили наскакивать с топорами на Лешего и выстраиваются за спиной у барона. Вот тяна. Хм, а точно куница, не рысь? За словами следи, вспыхивает барон. За такое в предземье я б тебя плетьми запорол. Смерть. Что? Смерть добавить забыл. Рысин вмиг багровеет. Пошли вон, это наш зверь. Если и вы вчера били, то добивать надо было. Теперь наша очередь. А не пойдем, если? Шагает ближе к барону Сепан. Силой прогонишь, а хватит силенок. Сёпа зол, очень зол. Еле сдерживается. Вмешаться? Тише, тише, мужики, давайте миром решать. Подается вперед охотник. Змей рядом, остальные наши тоже подходят. Правда, за нами и потому отдавать ценную добычу вдвойне неохота. А вы чего молчите? Поворачивается домовиха к глядунам. Кто здесь прав? Не мы, разве? Что мы? Выставляет перед собой руки открытыми ладонями вперед старший в паре. Наше дело следить, чтобы семена бобы в карманах не осели. Если спросите, кто лешего вчера бил, да, идущие били. Я медленно бочком смещаюсь в краю толпы. Если броситься к лешему, пока все заняты спором, и развалить его клинком на две части... Да сказано же вам, рычит рысин. Не важно, кто зверя бить начал, важно, кто закончит. Вот я сейчас и закончу. Все, достал, ревет Сёпа, прочь с дороги, или к Йоку с мету. Разъяренные метла надвигаются на барона. Сепан сегодня потерял друга, он может наделать глупости, и надо ускоряться. Куда лезешь, мелкий? Хватает меня за руку безымянно из чужого отряда, когда я, подобравшись почти к самому краю их строя, уже был собрался бросаться к Лешему. Сметёшь! рявкает барона и вскидывает перед собой руки. Не успел. Началось. Сепана вместе с ним и нескольких находившихся к нему ближе всех безымянных из наших отбрасывает назад волной воздуха. Рысин он ветродуй, его дар всем известен. Неужели метла это сделал специально? Нарочно довёл вспыльчивого барона до белого коления. Что творишь? Орёт кто-то из наших. Стойте! Нет! Всех проливших кровь на арену! И слава единому крик глядуна люди слышат. Оружие как поднялось, так и опускается тут же. Но Сёпе не нужно оружие. Я не прав, тут нет умысла. Нам сейчас бы давить на преступника, ударившего даром по братьям, но метла вместо этого подскакивает с земли, куда рухнул и бросается на обидчика. Миг! И он подлетает к барону. Ни копья, ни топора в руках нет, да они ему и не нужны. Попытавшегося ударить противника кулаком рысина, видно, дядька сам испугался того, что совершил и решил больше даром не бить, как метла и обещал, сносит с ног. Тут полет еще лучше, чем прежний. Призвавший дар сепа толчком рук в грудь обидчика отбрасывает барона на полдюжины сажений. Кувыркаясь, тот несется назад. Проломившись сквозь своих, пролетает над лешем и врезается в тот самый коряжник, куда хотел удрать зверь. «Это наша добыча!» ревет разъяренный Сепан. И несогласных с ним нет, совсем нет. Тот, был, висит кровоточащим куском мяса на ветке, торчащей обломком из кучи коряг. Нанизался, как поросенок навертел. Он мертв. Еженьки! И что теперь будет? Я знаю, что тут без шансов. Глава пятнадцатая Повышение ставок Четыре семени и двадцать восемь бобов. Вот цена одной потерянной жизни и одной загубленной. С того света не возвращаются никогда. С арены почти никогда. Это я еще не считаю троих наших товарищей, погибших вчера в битве с Лешим. Вопрос, стоило ли оно того? Ответ нет. Точно нет. Когда вскрыв проклятого зверя, мы вместе со вступившими вернулись в полис, Сепан сразу же пошел к капитану. Не знаю, о чем они говорили. Кроме метлы, были там лишь один представитель второго отряда и глядуны из обоих, как непредвзятые свидетели произошедшего. Но обратно мой друг уже не вернулся. Позже нам сообщили, что прямо из кабинета Аббаса Сепана забрала стража. Иного никто и не ждал. Убить человека даром только для лорда простительно. Отправили метлу на арену. Обоих друзей я за день потерял. Арена, оно та же смерть, только на время отложенная. Будешь биться на ней с другими преступниками, развлекая знать, пока тебя не убьют. Как устроено все там в подробностях мне неизвестно, знаю только, что возвращаются назад единицы. Чтобы заслужить прощение, вроде как нужно добиться победы в каком-то турнире, что сложно безмерно. Но шанс есть, как бы не был он мал, так что Сепу оплакивать я не намерен. А вот Лима в казарме мы помянули. Не выпивкой, словом. У безымянных так принято, товарищ погиб, говорим о нем вечером. Хоть каким он был, чем нам нравился. И про ушедшего только хорошее. Вчера нескольких ребят поминали за раз. Сегодня один из нас отбыл к единому, но добрых слов Лим собрал даже больше, чем те безымянные. И понятно. Погибшие вчера все из новеньких, а кожемяка с отрядом два месяца. Прощай, друг, я тебя может и правы те, кто стараются ни с кем не сближаться. Вон, домовиха по мужу не сильно печалится. Видать, тот силком держал бабу в семье, а после смерти его никого привечать не спешит. Хотя девка видна, статью княжна. Матвей тогда сразу сказал всем, что кто станет неволить, без хозяйства останется, по любви, если только. Но тут проще гроши скопить и снести в дом услады, чем добиться взаимности. Пытавшиеся давно отказались от этой затеи. Домовиха, товарищ и воин, не баба. Мы все здесь товарищи. Друг с другом в друзьях теперь ходит лишь шило с косым. Глист со змеем, и то, пусть вместе и служит уже ни один оборот, так называться не могут. У архейцев не принято близко сходиться. Это к предзам. Но нас слишком мало и с каждой седмицей все меньше и меньше становится. Молчун тоже того, не сумел Матвей для него иной доли добиться. На арене наш лекарь теперь. Командир прибыл лишь другим утром после нашей прогулки за Лешем. Мехмед долго не принимал его, а как принял, то лишь рассердился, что к нему с таким делом пришел. Мол, совет принимает решение и закон един для всех. Лекарь ценность, но порядок ценнее. Если всякий будет знать, что полезный дар может помочь избежать арены, но мне жаль молчана. И не столько как человека, от него я добра, кроме спасения командира, да и то из-под палки не видел, а как сильного воина, какой был полезен отряду, и лекаря. Мы и так потеряли двух лучших. Капитан, как потом передали, сказал, что метла одним толчком лишил палец двоих боевых одаренных. Но отряд сохранен, и Матвей даже с нами. Того вольного, что метил на его место, поставили командиром вступивших. Ряды наши снова пополнены новичками. Темнолесье все. Ждем с рассветом скачок. Но куда принесет лоскут мне без разницы? Не добудем норму, так пусть Мехмед сам решает, что делать. Матвей за мной будет присматривать или еще один шапка, коль командира заменит. Мне теперь наплевать, мое дело пережить один йоков в месяц, и я дохожу свой срок ни во что не встревая. Мне на все наплевать. Я жду Лес, холмы, берег крупного озера, очень сильно помешавшего общей охоте, отрезав наш сектор от прочих угодий. Три скачка позади, три седьмицы долой. Конец срока близок, и теперь я уверен, что смогу до него дотянуть. С уходом Сепана наша черная полоса сменилась не белой, но серая это то, что мне надо. Идет месяц, тихо и ровно. Потерь всего три человека, и все молодые архейцы, которых во внешке без счета. Школы плодят безымянных быстрее, чем те умирают за стенами. Я стал равнодушным. Отчаянный, впечатлительный китя ребенок забыт. Китар взрослый, практичен, на чувство скуп черств душой. Горит огоньком только тишка. Желание отыскать сестру то единственное, что живо во мне. Все обдумав, решил, что даю Луаде наоборот. Не знаю, пока, но придумаю. Сейчас главное получить назад имя. Служить лорду работа поди безопаснее, чем походы за стены. Бесконечная охота уже в печенках сидит. Одна смена угодий и все. Распрощаюсь с отрядом. Что рассвет принесет? Вот бы выпали земли, где для полиса есть что-то нужное. Материал, что по ценности в данный момент превосходит семена и бобы. Не хочу лес топтать ища гонять или даже таскать волокушек, помогая муравьиным бригадам. Болото? Родной гнилостный запах не спутать ни с чем. Мы стоим на стене, как всегда при скачке. Перед нами подернутый дымкой тумана простор. Тут и там из клубов низкой хмарь выступают верхушки невысоких деревьев, словно темные островки в море серости. Не сплошная топь, пройти можно. И это нора! Быть не может. Снова чудик заметил, то есть выкрикнул первым. Так-то черное жерло воронки увидели все. Вот удача. Висит всего в сотне шагов от стены возле ветки корявого дерева прямо напротив нас. Я нашел, я нашел! Закати губу, наградные тут не за что брать! Успокоил Матвей пустившегося в пляс Кузю. Ох и принесло нас! пробурчал от чего-то помрачневший лицом глист. Вот йог угораздил же в последнюю седмицу в какое-то поганое место попасть. Что за край? Поинтересовался я убывал его безымянного. Гнилые болота, скривился тот. Добыча тут добрая, но взять ее сложно. Опасные места. В том обороте наш отряд здесь аж восьмерых потерял. Тяжелая седмица нас ждет. Смотрите, капитан! Все повернулись на возглас косого. И действительно в нашу сторону по стене от ворот быстрым шагом поспешал командир кулака. Интересно, чего ему надо? Какие-то особые указания даст? Матвей! Подходя, окликнул капитан нашего старшину. Это же кто-то из твоих первым нору заметил. Да, господин капитан. Чудик выкрикнул первым. Но разве... Правила не мною придуманы. Перебил его капитан. Нашедший не белую нору отряд обязан ее охранять до закрытия. Отправляй пустоту за досками. Сколотите побольше щитов, чтобы сухой путь к островку положить. Лестниц притащите подлиннее, чтобы к приезду лордов все было в лучшем виде. Задача ясна. Так точно, господин капитан. Будет сделано... Вот тебе и закати губу. Не знаю, как с наградными для чудика, но как для меня ценного оградить от опасности хотя бы на день другой капитан придумал. Поход вглубь болот на время откладывается. Замечательно. Эта топь, по крайней мере, в той своей части, что оказалась у стен, мало походила на родной мне гиблую гниль. Никакой воды, только густая, покрытая травянистыми кочками жижа, куда более плотная, чем та, по которой я ползал на ползанках. По ней внимательно путь выбирай. Безымянно из других отрядов соврать не дадут. Уже утопали все, кроме нас. К башмакам примотались широкие плоские досточки, чтобы меньше проваливаться. Обвязались общей длинной веревкой, позволяющей быстро вытянуть из трясины товарища, если кто-то завязнет. Копья вместо шестов, путь прощупывать. И спокойно по болоту идут вереницей. Давно все уже скрылись из виду, обогнув ближние, покрытые густыми зарослями кусочки твердой земли, каких по болоту разбросано превеликое множество. К одному из таких островков и мы торим путь. Дорожка из прямоугольных дощатых щитов наискось протянулась от ворот к клочку тверди, на котором растет то корявое дерево с повисшей возле ветки норой. Шагов триста выложили, еще сотни примерно осталось. Доведем переход до одну длинную, высоты там локтей пятьдесят, негоже знатных господ заставлять по веревочной лезть. А вот дощатый настил мы, оказывается, ведем к островку не с той целью, что я думал сначала. Нет, запачкать в грязи обувь лордам тоже не хочется, но важнее другое. Главная опасность гнилых болот — огромные хищные черви, что ползают в жиже под кочками. Схарчить неосторожного человека для них, что раз плюнуть. Эти черви хоть и поменьше степных зворов размерами, зато без заранее прорытых туннелей обходятся и потому могут гораздо быстрее переместиться в любую точку топий, кроме разве что слишком твердых для них островков. Но привлекает червей как раз чавканье, производимое идущим по болоту, хоть человеком, хоть зверем. Дорожка из досок мешает тем звукам рождаться. Что сами мы на ней в безопасности, что лорды, которые скоро прибудут, спокойно пройдут к островку. Наши красные уже прискакали к воротам. После обеда и остальные подтянутся. Вольных сорвиголов тоже ждем. Господин Мехмед привез весть, что правитель в этот раз не объявится, так что в случае неудачи знатных очередников у неблагородных смельчаков будет шанс попытать счастье в черной норе. Надо же, твой юный талант снова прозябает у полиса вместо того, чтобы хозяев леса искать. Только этого гада здесь не хватало. Синерогий урод в этот раз решил лично явиться к норе в группе лордов из дома Эльфатх. Отыскав меня взглядом, Верхан мерзко оскалился, но издевка не для меня. Что ему мелкий прец? Это он поддевает Мехмеда. Где ты видишь лес? Мы в болоте, буркнул мой будущий хозяин. Ты понял, о чем я? Прищурился Верхан. Разговаривали лорды негромко, но очищенный нами от лишней растительности островок был столь мал, что продолжающей подходить по настилу знати приходилось тесниться, деля доступное пространство с выстроившимися вдоль кромки берега безымянными. Что поделать, дорогой брат, этот отряд лучше всех ищет Нора. О, это было сложно найти. Не сложнее, чем продержаться три месяца. Срок еще не истек. Да, но эта седмица последняя. Ваш знаменитый спор, господа, вмешался в разговор заинтересовавшийся им лорд в зеленом. Этот юноша тот одаренный? Да, кивнул Мехмед. Очень талантливый парень. Собираюсь его выкупить в личное пользование. Симпатичный, улыбнулся зеленоволосый петух с бледной рожей. Уроды, говорят обо мне, словно я вещь какая. Чтобы все четверо знатных подохли в норе, ненавижу арх. Господа, господа, громким голосом привлек к себе всеобщее внимание незнакомый мне лорд из дома Эрдрам. Все собрались, пора начинать. Первым в бездну отправляется наш испытуемый. Пожелаем воину удачи. Фух, слава единому. Разговор на неприятную мне тему закончен. Теперь им не до меня. Верхан отвернулся, сегодня он мне не страшен. На глазах у стольких свидетелей убивать меня хоть своими руками, хоть чьими-то он не решится. Синероги петух понимают, что проиграл этот спор. Оттого и цепляет Мехмеда. То есть почти проиграл. Несколько дней мне еще предстоит продержаться. Но как-либо повлиять на его исход мой враг не в состоянии. Внедрять убийцу в отряд уже поздно, а поцелать кого-то, чтобы прикончил в походе, в болоте такое провернуть невозможно. Тут даже засаду устроить едва ли получится. И вот первый лорд с рюкзаком вверх по приставленной к дереву лестнице. Последнюю мы сколотили на совесть. Качается и поскрипывает, но развалиться ей не грозит. Лишние ветки обрублены. Подъему, как и обзору, ничего не мешает. Головы зрителей задраны вверх. Все. Лорд на месте. Оглянулся, победно тряхнул копьем. Снизу к нему устремляются возгласы, желающих смельчаку удачи знатных братьев по великому дому. Качается с лестницы на ветку, подбирается для прыжка, прыгает. Тишина. Ждем. Ждем. Вздох разочарования. Но то красное. Остальные лорды только делают вид, что расстроены. Вот и снова на раз забирает при мне жизнь благородного архейца. Теперь очередь синих. Дом Аль-Фатха идет следующим в круге. Вот бы сам Дверхан и полез. Но нет. Это рогатая гадина свои испытания бездны на пути истинного архейца уже завершила. Он здесь только как зритель. В прошлый раз красный нарез какать поленился. «Это близко». Решил развлечь себя зрелищем. Хотя он скорее явился, чтобы поддеть мех меда. Небось, доложили уроду, что именно мой отряд приставлен охраной к норе. «Господа, почтим память храбреца из великого дома Эрдрам». Торжественно произнес тот же лорд, что и объявлял начало испытания прежде. «Прошу». Договорить он не успел. В сером обложенном небе над верхушками деревьев соседнего островка, располагавшегося двумя сотнями сажений дальше от полиса, появилась огромная птица. Журавль. Я сразу узнал длинноногую тварь, некогда пойманную мной на другом, куда меньшем, чем это болоте. Да и зверь сам размером гораздо поболе той птахи. Размах крыльев, сажений семь, восемь, один клюв только в рост человека. Посоревнуемся в мягкости, господа. У верхана ну прямо слабость какая-то ко всяческим спорам и состязаниям. Нет, радость на лице Синерогова всем понятна. Глупый зверь сам летит на убой к толпе одаренных, которых гигантская птица ошибочно сочла легкой добычей. Но азарт на набеленной роже написан куда более яркими красками. Значит, у верхана имеется боевая способность из дальнобойных. Почему бы и нет? Мгновенно подержал лорд в зеленом. Единственный из всех присутствующих здесь знати, щеголяющей блестящей лысиной, отринув привычную благородным архейцам пышную фигурную шевелюру. Только не вспугните, попросил другой лорд. Подпустите поближе. Только не слишком близко, не хватало еще, чтобы эта туша упала нам на головы. Пусть падает, потер руки лорд в желтом. Я не прочь забрать семена, что в ней есть. Они точно есть. Старый зверь. У дядьки явно нет ничего дальнобойного. Но про старого зверя я с ним соглашусь. Очень старый. Едва ли хозяин леса, но семена в таком журавле точно есть. Чем ближе подлетает, тем лучше понятны размеры чудовища. Конечно, не тот орел, которого я тогда утопил в озере, но тоже серьезная птаха. Первым не выдержал лысый. Огнеплюй он, как Гога. Надул щеки и как дохнул пламенем, что я шослеп на секунду. Вот это я понимаю шар. Солнце целое, в полсажение кругляк, не иначе дар двушка. Полетит-то как быстро. Но мимо. Подобрав одно крыло, журавль качнулся всем телом, пропуская огненный снаряд над собой. Увернулся и тут же поймал грудью сосульку размером с копье, только толще. «Готов!» — радостно захохотал сваливший птиц ударом верхан. «Сразу насмерть!» — объявил кто-то в толпе. И действительно, пораженный журавль падал вниз мертвым камнем, огромным пернатым комком с повисшей на длинной шее головой, с распрямленными лапами и задранными вверх потерявшими силу крыльями. Три быстрых секунды, и труп зверя с шумом шмякнулся в грязь в полусотни метров от нас. Влажная земля чавкнула, но само собой не проглотила огромную тушу. «Поздравляю, брат. Меткий бросок. Только в голосе Мехмеда нет радости. Будем надеяться, что твой сын столь же удачлив». Вот теперь в словах моего покровителя куда больше эмоций. И первым в этом букете злорадство — это что же, испытуемым от дома Эль-Фатх сегодня в бездну идет сын Верхана? Тогда понятно, отчего этот гад приперся к норе. Может, он и не знал, что я здесь. Дело неудачи, брат. Мерзко осклабился Синерогий. Мастерство, силы, смелость — все важно. Последнее, так на мой взгляд, важнее всего. И резко повернувшись ко мне, Верхан крикнул. «Эй, парень, давай, сбегай к птичке. Твой дар лучше нет, чтобы туши вскрывать. Для иного небось и не пользуешься. Принеси, что там есть». Вот же. Я напрягся не знаю, что делать. Плюнуть на приказ лорда, из какого бы дома тот не был нельзя, но лезть в топь, как бы этот шмяк не привлек тех самых червей. Вдруг один из них ползал где-то поблизости. «Подожди», остановил меня жестом Мехмед. «Эти безымянные служат не твоему дому, уважаемый брат», сообщил он Верхану. «Извини, брат», растянул губы в фальшивой улыбке Синерогий. «Прикажи своему одаренному вскрыть мою добычу. Не хочу пачкать ноги». «И руки». «Нет, не отстанет. Похоже, придется мне таки лезть в болото». «Матвей, подтащите тушу птицы к острову», нашел взглядом Мехмед, командир отряда. «Только быстрее». «Звук такого падения они за три версты услышали». «Кто они, и так ясно». «О червях речь». «Смертика не берите с собой, пусть здесь ждет». И не успел Матвей кивнуть, подтверждая, что приказ понят, как над островком загремел громкий хохот Верхана. «Ха-ха-ха-ха, талант, тоже мне!» давя смех, прохрепел синерогий. «Тебе прямо сейчас отдать марку?» «Какая радость победить в споре, когда победа добыта нечестно. Нужно было тебе эту марку в тот же день и отдать. Как с хрустальной вазой с ним носишься. Мало что сопли мальчишки не подтирают. Талант!» Над островком повисла тишина, нарушаемая лишь частым чавканьем ног моих кинувшихся бегом к убитой птицы товарищей. «Обвинение на грани оскорбления. Как ответит Мехмед?» «О чем говорит уважаемый Верхан?» Ледяным голосом спросил непонятно кого из двоих спорщиков лорд с красной волосяной пирамидой на голове. «О нечестной игре», опередил синероги Мехмеда. «Все три месяца, что длится наш спор, мой оппонент всячески ограждает малолетнего предза от присущих работе безымянных опасностей. Его отряду запрещено уходить от Лоскута дальше, чем на день пути. Командир же вместо исполнения своих прямых обязанностей занимается охраной мальчишки. Да, да. А прежде к пацану был тайно приставлен вольный с защитным даром. Это к предзу с тремя сотнями долей по всем ветвям, что сам боевой одаренный. Не думал, что в славном доме Эрдрам кто-то может переступить через совесть и честь ради победы в пустяковом шуточном споре. Ты говоришь мне про честь? Фыркнул покрасневший, что не могли скрыть даже белила Мехмед. Ты дважды подсылавший убийц к объекту этого пустякового спора? Клевета! Да ну! Хитро улыбнулся Мехмед. Я могу доказать. Докажи! Не сейчас. Мой свидетель во внутреннем городе. А свидетелей твоей трусости много, и все они здесь. Обвел Верхан жестом руки собравшихся на островке лордов. Кто из вас больший трус? Ты или этот мальчишка, что с радостью прячется к мамке под юбку? Это было уже за гранью дозволенного. Я бросаю тебе вызов, Верхан Эль-Фадх. Сталь на сталь. Твоя кровь смоет нанесенное мне оскорбление. Принимаю. Ты умрешь на арене, трус. Господа, слова сказаны и услышаны. Воздел руки вверх лорд в зеленом, и остальная знать одобрительно загудела, подтверждая свое согласие с произнесенным. Но прежде спор, снова рявкнул Верхан, его срок не вышел. Если ты не трус, разреши мальчишке доказать, что он истинный талант, безымянный это не навсегда. Как ему потом жить с таким позором, когда имя вернется? Ну чего ты пристал? Разбирайтесь между собой, спорьте, ругайтесь, убивайте друг друга, я-то тебе чего сделал, петух ты набеленный? Чего ты хочешь? Твою добычу уже тащат сюда. Я метнул быстрый взгляд на болото. Привязав к лапам журавля плевать, скривился Верхан, та же мне подвиг, пусть свершит нечто по-настоящему достойное, да вот хотя бы пусть нору закроет. Что? Какую к йоку нору? Он совсем ошалел? Что? В той моим мыслям удивился Мехмед. Боишься потерять Марку? расхохотался Верхан. Закроет нору, признаю его талантом, и, соответственно, досрочно проиграю наш спор. Здесь трусишь? Даже теперь, когда терять уже нечего, когда впереди поединок. Ты принесешь извинения. Что? Пришла очередь Верхана гневно вскидывать брови. Что слышал? Если мальчишка закроет нору, ты здесь и сейчас принесешь мне свои извинения, Верхан из дома Альфатх. Островок вспыхнул шумом. Лорды в синем негодующе загудели, их противники в красном наоборот разразились громкими возгласами одобрения, представители двух других домов загалдели в радостном предвкушении. Сегодняшнее представление внезапно переплюнуло все ожидания публики и обещало стать еще интереснее. «Я поднимаю ставку до десяти кровавых марок!» Зло добавил Мехмед, которому терять и правда уже было нечего. Или... Внезапно я все понял. Он же так заставляет Верхана согласиться. Наверняка рогатый лорд куда более сильный боец, и Мехмеду нужны извинения, чтобы не потеряв лицо избежать поединка. Теперь ясно, почему Верхан так настойчиво нарывался на вызов. Он хотел, чтобы его ему бросили. «Принимаю!» Повелся. «Вот йог!» «Не хочу я лезть в нору!» «Отказаться?» «Я могу отказаться?» «Нет, не могу». «Опозоренный Мехмед меня тогда сам прикончит, возможно, даже прямо сейчас». «Тогда дело за малым. Испытуемый должен отказаться от попытки в пользу безымянного». «Это законом позволен», кивнул лорд в зеленом уже вызвавшийся чуть ранее блюсти церемониал. «Отказаться в чью-то пользу возможно, в чью именно не уточняется». «Глупый Хо!» «Он, когда законы придумывал, не мог, что ли, учесть этой мелочи?» «Мой сын», выделил голосом эти два слова Верхан, «с удовольствием уступит свою очередь юному таланту». «Так ведь, сын!» тихо стоявший все это время у подножия лестницы испытуемый из дома Эль-Фатх торопливо прижал руку к груди и кивнул. «Лицо камень. Что у него там творится в душе? Неизвестно. Рад, что опасное испытание отложено на длительный срок? Злиться, что ему снова придется ждать? Вот я точно не рад. Но выбора у меня нет, и потому на лицо напускаю улыбку довольства. Играть я умею. Пусть видят, что я не боюсь. Умирать так достойно. Хорошо. Спор сейчас разрешится. Единственное, на мгновение замялся Мехмед. Юноша не готовился к испытанию. Отправляться в бездну с пустыми руками, думаю, все согласятся, что будет неправильно. Передав безымянному свою очередь, отдать ему и припасы. Еда, вода, зелье, бобы. Рюкзак у него свой. Просто переложить содержимое. Оружие ему не отдать? Процедил сквозь зубы Верхан. Оружие у него есть свое. Неужели откажете? Пусть забирает. Плевать. Тогда все. Можем начинать. Птицу свою вскроешь сам. Мехмед нашел меня взглядом. Подойди, смертик. Черви! Раздавшийся крик мгновенно заставляет всех повернуться к болоту. Ох, еженьки, дождались. Излопнувшие здоровенными пузырями земли наружу выныривают сразу три безголовых змеи, заканчивающиеся зубастыми воронками пастями. Толщина два обхвата. Длина неизвестна. Одна тут же хватает кого-то из наших, отнюдь не видно кого. Две других вцепляются в журавлиную тушу. «Моя добыча!» ревет верхан и швыряет ледяное копье. Поздно. Труп птицы с бульканьем скрывается в жиже. Утянули. Как и кого-то из наших. «На берег!» доносится до нас приказ Матвея. Верхан вне себя от злости. Лицо перекошено. Взгляд рогатого лорда находит меня. «В нору! И чтобы сдох там!» «Я постараюсь, господин!» низко кланяюсь я и разогнувшись обратно добавляю с улыбкой «Не сдохнуть!» Глава шестнадцатая Выжить Поднимаясь по лестнице, я в которой уже раз за сегодня попробовал призвать ло. Это действие давно уже стало привычкой. Увы, мой могучий союзник по-прежнему пребывал в другом теле, надеюсь, что в том же самом. А жаль. Сейчас я как никогда желал уступить ему место. Черная нора, какой бы вариант испытания мне не выпал, это невероятно сложно. И пусть лучше мне достанется демон или на худой конец лабиринт. Загадку я не потяну. Не с моими мозгами. Я и ту белую нору, в какую прыгал недавно и то еле закрыл. Чем я силен? Только ловкостью. Вся надежда на дар. Незримые клинки помогут одолеть любую тварь, какая бы мне не попалась. Но и лабиринта я не сильно боюсь. Из рюкзака сына верхана в мой переместилось много полезных вещей. Железный разлапистый крюк, какой можно легко привязать на конец тонкой прочной веревке, которой есть целый моток. Огниво фонарь, запас масла к нему, мелки двух цветов, отрез плотной ткани и прочие полезные мелочи. А вот еды нет совсем. Ее заменяют бобы. Два десятка досталось от лорда. В кармане еще своих несколько. Здесь на земле потолок подолям убежал вверх на лишнюю сотню по ветви. Больше трех недель, если что, спокойно продержусь без еды и при силах, что можно каждый день восстанавливать. Воды же сразу пять полных фляг. Одна из них, что своя, уже наполовину пуста, но пить, когда постоянно глотаешь бобы, тоже хочется меньше. Из оружия все, что было с собой. Копье, топор, нож. Лук сегодня не брал, не в поход же шли, но он в бездне едва ли понадобится. Мое главное оружие это дар, хоть бы демон мне выпал. Не подведи меня, долетает с земли. Это мне так желает удача, Мехмед. Эх, жаль, Хо нет сегодня. Был бы шанс броситься в ноги к правителю арха, прося позволения перекинуться наедине парой слов. Если мои догадки про то, что он колдун со звезд вроде делу верны, то он бы не отказал. Я давно уже придумал, как привлечь его внимание на людях, не выдавая секреты его личины. Крикнул бы, я знаю про Гохаров, они уже здесь. Такую наживку бы он заглотил. Не хочу я в нору. Шанс ее закрыть, у меня половина от целого. Да кого я обманываю, даже меньше. Тут дураком надо быть, чтобы за любую соломинку не схватиться, подвернись она вдруг. Только нет ее. Так что взмах рукой на прощание, это не лордом своим, что все, кроме бедняги усача, уже вернулись на островок. И прыгаю. Ну привет, бездна. Два месяца не виделись. Я соскучиться не успел. А как ты? Кувыркнувшись по каменному полу, вскакиваю на ноги. Плохо. Но может он ждет меня за поворотом? Я в помещении. Над головой в трех десятках локтей вместо черного неба и красного солнца ровный каменный потолок, тускло светящийся, как и поднимающийся к нему с боков стены. Какой-то коридор. Ширина трисажения, длина раз в пять больше. Заканчивается крутым поворотом. Что дальше не видно, так что с выводами торопиться не стоит. Сначала загляну за угол. Осторожно подхожу вдоль стены к краю, высовываю голову. Похоже, я в лабиринте. Ни демонов, ничего либо намекающего на загадку. Еще один точно такой же коридор, только длинный. Тупик перед очередным поворотом еле виден вдали. Фух, не худший из вариантов. Поборемся. В темноте я уже один раз прошел. Неужели не справлюсь по-светлому? Достаю мелки и рисую белую черточку на стене за углом. Так-то не перекресток, но вдруг тут подвох какой. Может, после откроется проход и в другую сторону. От бездны всего можно ожидать. Мелки в карман и быстрой походкой направляюсь дальше. Сил волом, может, на трусцу перейти, кто знает, сколько лик мне предстоит одолеть, блуждая по лабиринту. И только об этом подумал, как позади раздается шипение. Ох, еженьки! Подгонялка! Хотел пробежаться? Пожалуйста! Отрезавшая обратный путь стена пламени, поднявшаяся от пола до потолка на всю ширину коридора, ползет в мою сторону со скоростью чуть быстрее моего и так быстрого шага. Уговорили. Бегу. Пока медленно, силы нужно беречь. Боб на сутки один. Знаем мы их, была у нас сло такая стена подгонялка, когда по столбам скакали задачки решая. Пусть и не огненная, а догонит конец, спихнет вниз. Та постепенно разгонялась. А как себя это поведет? Может тоже начнет, а может так с одной скоростью и будет ползти, как то было у Айка с его шепчущей тьмой. До поворота трусил две минуты. Развилки нет, путь снова один. За углом очередной длинный прямой коридор. На всякий случай черчу мелом метку и дальше, пока на лабиринт не похоже. Проверка на выносливость. Буду сутки напролет бежать и бежать? Это можно, бобов у меня много, тут разве что отскоки помрешь. Вот йог, скучно ему стало. Накаркал. Глаза меня не обманывают, потолок начал медленно опускаться по всей длине коридора. Ускоряюсь, тут уже не до сбережения сил. До поворота, надеюсь, за ним смогу выдохнуть, очень даже не близко. Несусь вовсю прыть, а мне точно нужно копье. Бросил, йог с ним. Бежать сразу стало гораздо удобнее. Сто шагов позади, двести, триста. Какой же он длинный, зараза. А до потолка уже всего десять локтей, не успею. А это что еще за подлянка? Впереди не широкая дырка в полу. Перепрыгиваю. Там всего половина сожжения. И до дна столько же, что особенно странно. Думал пропасть, но нет, не разбиться и даже ногу не сломать. Внизу ровный пол. Видно фокус в том, что узкий провал очень сложно заметить. Провалишься время потратишь, а потолок все ближе и ближе. Скоро уже еще немного и придется на карачках скакать. Уже и так в кочергу согнулся. Что за гадское испытание? Да тут и самому быстроногому не успеть. Будь у меня хоть четыре сотни долей ловкости, а больше на земле не бывает, все равно бы не добежал до угла. Расплющит меня в кровавый блин. Хуже смерти придумать нельзя. Стой! Какой же ты дурак, Китя! А ну быстро обратно! Разворачиваюсь и бросаюсь навстречу стене огня, что слава единому прилично отстала. Быстрее! Быстрее! Опускающийся потолок заставляет упасть на четвереньки. Скачу на четырех лапах, а ты зверь какой! Рюкзак на спине начинает скрестись о камень. Успел! Чуть ли не на брюхе ползком соскользнул в ту дырку в полу, которую до того перепрыгивал. Вот в чем хитрость. Нельзя пробежать весь коридор в раз. Остановка нужна. Сейчас потолок в полу прется и обратно наверх поползет. Вот для чего нужна эта квадратная ямка. Пересижу здесь и дальше рвану. Либо я ошибаюсь и променял одну смерть на другую. Вместо быстрой выбрал медленную. Помру здесь от жажды и голода. Считай, сам себя замуровываю. Последние пять. Щель сужается. Все. Потолок с полом сомкнулся. И хорошо, что с тем полом, что остался там наверху, а не с тем, на котором сижу. Я в ловушке. Сейчас все решится. Фух. Я был прав. Ползет вверх. Несколько секунд и уже можно выглянуть одним глазом. До огненной стены шагов тридцать. Нормально. Дождался, когда щель между полом коридора и потолком позволила в себя протиснуться и, просунув перед собой снятый со спины рюкзак, вылез из ямки убежищем. Ползком, ползком, на четвереньках. Все. Бегу. Поначалу согнувшись, потом распрямляюсь. Руки в лямки и возвращаю на спину рюкзак. Так его нести проще. Мчусь со всех ног. Хотя видно, что успеваю с запасом, потолок все еще только заканчивает подъем. Поворот не развилка. Сомнений больше нет, это не лабиринт, передо мной очередной коридор непомерной длины. Дальний край еле видно. Бегу. Эх, забыл мелом метку поставить. И ладно. Чую лишнее это, тут не блуждать, тут бежать. Проклятый потолок снова ползет вниз. Принимаю волевое решение, топор из петли и отбрасываю. Вес в нем не так много, но на поясе мешает движением. Через десять секунд оглянулся, огненная стена уже завернула за угол, но подгоняет здесь меня не она. Потолок скоро проделает половину пути. Где там дырка в полу? Должна быть. Ага, вот она. Подбегаю, запрыгиваю. В этот раз я ученый. Сейчас отдохну, подожду, когда потолок доберется до пола и на обратном движении вылезу. Зря так быстро бежал, времени еще две телеги. Сидеть буду долго. Тьфу ты, как же я не заметил. Огненная стена в этом коридоре ускорилась. Как бы раньше сюда не пришла, чем я вылезу. Но что делать? Вот йог, впереди где-то в сотне шагов еще дырка. Рано спрятался. Раздумывать некогда. Выскакиваю из ямы и несусь со всех ног дальше по коридору. Пригнувшись, согнувшись, на четвереньках, ползком. Успел. Еле-еле протиснулся. Кьёк, рюкзак едва не прикончил меня. Сбрасываю со спины, вытряхиваю содержимое на пол и пока есть время, торопливо распихиваю по карманам все то, что не готов бросить. Бобы и зелья. Одну флягу на пояс. Все, хватит. Уверен, что здесь не пойдет счет на дни. Доставшийся мне испытание про другое, про ловкость, выносливость и про смекалку, пожалуй. Остался бы в первой яме конец мне. Коридор длинный. Нужно будет рассчитывать, в какой момент сказать «хватит». Наверняка впереди в полу еще несколько дыр. Все, пора. Вылезаю из ямы и все по новой. Я уже приловчился передвигаться по-всякому. На четвереньках не хуже волка, как о воскачу. Как и ожидал, дыр в полу впереди предостаточно. По провалу через каждую сотню шагов. Одну перепрыгнул, другую, на третий понял, что до следующей могу не успеть добежать. Доползти, то есть и так уже пригнуться пришлось. Выбор правильный. Стена огня до меня не дошла трех сажений. Теперь до поворота то, что опять неразвилкой доберусь за единый присест. Добежал стоять. Не хочу сразу за угол лезть. Только сунусь в очередной коридор, как там сразу же начнет потолок опускаться. Даже выглядывать не стану, пока время есть. Передохну лучше. Ну вот, отдышался. Посмотрим, что нам приготовила бездна в очередном коридоре. Заворачиваю за угол. Тупик. Всего в десяти шагах от меня глухая стена. И сама комната уже меньше в три раза. А что потолок? Неужели здесь опускается? Задираю голову. Опа! Дыра! Это выход. Только до него локтей двадцать. Зачем же я выкинул крюк и веревку? Теперь все пропало. Стены гладкие, по ним никак не залезть. Да прыгнуть тоже никак. Сейчас как огонь доползет. Что это? Потолок опускается? Да нет. Поднимается пол. Это видно по выходу из соседнего коридора, откуда я только что пришел. Ползем медленно. До дырки вверху секунд двадцать дороги. Встал под ней. Жду. Проем ширины воршин где-то. Пролезть не проблема. Перегородка между каменными этажами достаточно узкая. Всего три вершка. Не дотерпел. Подпрыгнул. Ухватился за край. Подтянулся. Еще одна комната. Ширина та же самая. Потолок вверху тоже с дырой. Только та расположена на другом краю. Перешел под нее. Пока просто. Сейчас пол предыдущего этажа доползет. Ага. Так и есть. Закрыл с собой предыдущую дырку и подтолкнул вверх уже пол этой комнаты. Теперь вместе ползут. И быстрее, как будто бы. Тоже не стал дожидаться. Когда самовол в дырку вытолкнет, подпрыгнул, подтянулся и сразу же на другой край комнаты к новому выходу, что пробит в потолке. На следующем этаже задача чуть хитрее. На полпути к потолку в этой комнате, прямо над дырой, в которую я залез, торчит каменная плита, перекрывающая все от стены до стены. Отбежал вбок, дождался, когда пол подвезет малость выше и запрыгнул на эту ступеньку. Выход прямо над ней. Ожидаемо плиту тоже сдвинуло с места, и она вместе с полом понесла меня к новой дыре. Зато и что-то новенькое. Потолок куда выше, зато торчащих между стен каменных ступеней аж целых четыре. Расположены так, что по всем пробежаться придется. Перепрыгивая с одной на другую, к дыре наверху придешь раньше, чем тебя пол довезет. Причем только так ты не дашь раздавить себя об последнюю из плит, что висит аккуратно над проходом на следующий этаж. Она слишком широкая, чтобы успеть добежать ее края до дырки, пока пол не вожмет ее в потолок. Но все это я понял лишь после. Вроде просто. А оступишься где? И уже не успеть удрать. Пол теперь не ползет, а несется. Потолок следующей комнаты сразу не видно. Перекрывающие тут и там путь наверх плиты заслоняют обзор. Их тут много, сразу и не поймешь, на какую нужно перепрыгивать. Одна чуть ниже, другая чуть выше, влево, вправо, влево, вправо, мечусь из стороны в стороны горным козликом. Тут уже на раздумье нет времени. Из-под плиты, об которые пол все время пытается меня раздавить, уже еле выпрыгиваю. Йок, напутал! Нужно было влево бежать, а мне показалось, что удобный проход наверху справа. Не успею обратно. На плиту, что стремительно приближается, отсюда никак не забраться. Раздавит же! Есть, что туплю. Руку вверх и поспешно рисую ей круг. Тут же резко дергаюсь в сторону. Последнее проделываю, уже согнувшись в три погибели, но ловкости хватило. Вырезанный в плите незримым клинком кусок камня, круглой блямбы, падает рядом со мной, и я тут же ныряю в образовавшуюся дыру. Просто? Беру свои мысли обратно. Без дара бы мне тут конец. Еще дважды, запутавшись в лабиринте ступеней, вырубал норы в плитах. В последний раз еле выдернул ногу из щели. Пол несся вверх так, что мне приходилось метаться из стороны в сторону обезумевшим зайцам. Какое подумать? В конце направления я уже выбирал наугад. И в отличие от красного лорда мне повезло. Только большая удача позволила выбраться на последний этаж, где пол наконец прекратил свой стремительный бег и застыл, как ему и положено. Фух. Выжил. Дадут передышку? Куда там? Слева вспыхивает стена огня. Побежали. До поворота недалеко. Это что еще за недостроенный мост? В трех сожжениях от меня начинается пропасть, в которую обрывается пол коридора, возвращаясь обратно лишь в далекой дали. От края провала в сторону его противоположного конца протянулась каменная полоска воршин шириной. Длины в этом мостке без перил шагов двадцать. А нужно во столько раз больше. Подхожу к краю пропасти, заглядываю вниз. Дна не видно. В паре сотен локтей клубится красноватый туман. Понятно, туда падать нельзя, но что делать тогда? Расставив руки в стороны для устойчивости, все-таки узковат, ступаю на обломок моста. Ох, едва не упал. Каменная полоса, едва я на нее встал, оторвалась от края и полетела вперед. Благо медленно. Вот и переправа. Длинный узкий паром перевезет меня на ту сторону пропасти. Присяду-ка я лучше, а то еще как ускорится. Уперся в теплый камень руками. Ладони на края, пальцы за углы. Держусь крепко, не скинет. Но скорость пока не меняется. В чем подвох? Вот в чем. Внезапно передняя часть мостка начала изгибаться дугой. Каменная полоса, наплевав на законы природы, превратилась в какую-то гусеницу. Образовавшийся на ней холмик высотой локтей в пять покатился ко мне. Сбросит. Срочно бросаюсь навстречу и прыгаю. Залетел на вершину и тут же вместе с ней опустился. Волна ушла дальше. Пара секунд, и хвост гусеницы в вельну в поле с каменной змейки под пузо. Образовавшийся изгиб приближается, заставляя меня торопливо ползти вперед. Бывшая голова гусеницы уже рядом. За ней пустота. И что дальше? Ага, понял. Дожидаюсь момента, когда хвост внизу выползет из подсогнувшегося в петлю мостка и спрыгиваю на него. Каменная змея словно бы развернулась и теперь летит задом наперед и вверх тормашками. Я, получается, теперь у нее на пузе. Впрочем, без разницы, от спины она ничем не отличается. Тот же гладкий камень. Ох, йог, очередной поворот. Только теперь нос змеи пополз строго вверх. Хорошо, что я рядом. Успеваю подпрыгнуть и ухватиться руками за край вставшего торцом мостка. Подтягиваюсь, забираюсь на квадратный срез. Тут площадка оршин на оршин. Очень вовремя. Голова каменной гусеницы вновь поворачивает. В этот раз назад. Продолжал бы висеть, соскользнул бы сейчас. А так просто перепрыгиваю на верхнюю часть. Змея ползет подо мной. Я не торопливо иду в противоположную сторону. Не хочу оставаться у края. Что-то подсказывает мне, что дальше каменная гусеница повернет вниз. Так и есть. Видимо, собралась нарисовать квадрат в воздухе. Сейчас сделает круг и опять полетит к дальнему краю провала, что должен быть целью нашей поездки. Ага. Угадал. Еще один поворот под прямым углом, и голова змеи оказывается подо мной. Хвост, по которому я иду, движется мне навстречу. Как закончится, спрыгну. Фух. С высоты в почти два десятка локтей падать на камень не очень приятно. Но не сильно отбитые ноги то ерунда. Главное, что на узком мостке удержался. Летим дальше. Половина пути позади. Так. Теперь нос змеи загибается вниз. Быстро пяческ, я пячусь к хвосту и смотрю, как мосток поведет себя дальше. Э. Ты будешь вообще сворачивать? Опускается и опускается. Двадцать локтей, тридцать, сорок. Слишком высоко. Если ногу и не сломаю при приземлении, то могу не удержаться на узкой полоске. Но пока прыгать некуда. От хвоста всего три шага осталось. Ясно. Никаких прыжков. Бросаюсь к приближающемуся концу гусеницы, падаю на живот, перегибаюсь через край, достаю руками нижнюю кромку среза. Сейчас этот бок станет верхом. Опа! Мир развернулся. Подтягиваю ноги. Змея превратилась в медленно летящий вниз столб. Я сижу на его верхушке. К невидимому дну пропасти нам не надо, значит, скоро начнется обратный путь наверх. Только что я буду делать, когда гусеница развернется? Прыгать вниз слишком уж высоко, разобьюсь. Если не насмерть, то или ногу сломаю, или не удержусь на узком теле каменной змеи, ждать пока хвост, на торце которого сижу, опустится пониже, тоже не выход. За это время голова гусеницы успеет подняться слишком высоко, и до нее я уже не допрыгну. Все получится, только если змея после первого поворота хотя бы пяток сожжений проползет прямо. Точно. Наверняка так и будет. У испытуемого должен оставаться шанс. Мое дело правильно определить момент, когда спрыгивать. Потороплюсь, расшибусь о мосток или не удержусь на нем. Промедлю. Не успею потом зацепиться за уползающую вверх голову гусеницы. Жду. Готовлюсь. Ага. Повернула. Сейчас. Сейчас. Что? Да как же так? Рано ведь. Уже ползет вверх. Прыгать вниз слишком высоко, а не прыгну, тогда не успею перебраться на голову. Погодь, Китти, без паники. А вот же оно решение лежит на поверхности. Нужно просто дождаться, когда поднимающаяся голова каменной змеи поравняется с опускающимся хвостом и перепрыгнуть с одного торца среза на другой. Тут всего-то пара сожений. Смогу. Перебрался на самый край, уперся в него подошвой левого ботинка, эта нога толчковая, вцепился в него же руками. Голова змеи приближается, долететь долечу, сложнее будет удержаться на невеликом квадратике среза. Пора. Прыгаю. Обе ноги соскользнули, но, извернувшись, вцепился руками в края и вжался животом в камень. Есть! Я смог. Теперь едем наверх. Не промухать момент, когда гусеница начнет поворачивать, и считай, дело в шляпе. Наловчился. Те несколько следующих поворотов, которые проделывала каменная змея, для меня не стали проблемой. Вот уже и край пропасти. Не устал, но вспотел, оно больше от напряжения. Страшно, что уж там говорить. С облегчением соскочил с остановившегося мостка парома и зашагал дальше. До огненной стены, что все это время провожала нас с гусеницей, еще далеко, но ее дожидаться нет смысла. Заворачиваясь за очередной угол, весь внутренний сжался. Что еще приготовила бездна? Не верю, что это конец испытания. И я не ошибся. Никаких постаментов с дарами и нор, через которые можно вернуться обратно в протянувшемся передо мной коридоре не было. Зато было очень много всякого разного и пока непонятного. Во-первых, в десяти шагах от меня начинался очередной провал, длиной на вскидку сожжений пятнадцать. За ним поднимался над пропустей небольшой островок, состоящий на нем странной штукой, похожей на накрытый сетчатый с катертью в стол. Дальше снова шла пропасть, заканчивающаяся еще одним выступом. Потом снова провал. Чередуются в общем. Во-вторых, с потолка на каких-то гладких веревках между каждым из островков вниз свисали различные хитрые... даже слово подобрать не выходит. Палки, кольца, короткие бревна с сучками, какие-то ящики с торчащими и стенок наростами вроде древесных грибов, сети с крупной ячейкой. — Понял. Мне же по ним ползти хортом. Это путь. Там везде есть за что зацепиться. У меня руки сильные, сам не тяжелый. Справлюсь. Подошел к краю. Ага, вот и огненная подгонялка. Осторожничать мне никто здесь не даст. Спешить надо. В воршине от меня висит тонкая палка, закрепленная между двух длинных веревок. Протягиваю руку. Достал. С виду гладкая, а на деле шершавая. Это хорошо, пальцы не соскользнут. Дальше в паре сожений еще точно такая же. Надо раскачаться. Задрал палку повыше, даже встал на носочки разгонудля. Прыгаю и ногами вперед. Мах помог, долетел. Отпускаю руки и хватаюсь за следующую. Тулу сразу же несет на веревках дальше. Но до подвешенного в двух сожениях кольца не достать. Тут с одного захода никак, возвращаюсь обратно. Ну точно качели, какие на празднике в граде выставляют на площади. Изогнулся, закинул ноги назад и тут же выбрасываю их обратно. Лечу с ускорением, спрыгиваю, схватился за кольцо. Это уже не на веревке, а на жестком штыре. Не качается, не прокручивается. Все просто, нужно подтянуться, перехватиться за верхний край и с ногами залезть. Колечко немаленькое, легко помещусь. И тогда уже до точно такого же, что чуть выше и дальше подвешено можно будет достать. Их тут аж пять штук. Идут лесенкой и упираются в сучковатое бревно, направленное в сторону островка. По нему на руках проползу, цепляюсь за те самые сучки. Потом хватит разглядывать. Огненная стена ждать не будет. Лезу. Пока очень просто, но оно везде поначалу так. Добрался до островка. Что тут дальше? Еще одна палка лежит на каких-то полузьях, что наискось уходит вниз к веревочной сети. Но слишком высоко. Не допрыгнуть даже с разбега, на которой здесь места нет. И с невысокого столика, что стоит на краю островка и тому самому разбегу мешает тоже никак не допрыгнуть. Зачем он, кстати, здесь? Ну-ка, залезу на него. Ух ты! Какой он упругий. Это не скатерть на нем. Это так ловко натянутая сеточка вместо столешницы. Подпрыгнул немного, опустился ногами обратно. Ого, как подкидывает! Тогда все понятно. Слезаю, отхожу, разбегаюсь и сегаю сюда. Дальше меня так подбросит, что достану до палки. Или не достану. Лорд, скорее всего, не здесь сгинул. Он значительно выше меня, ему проще. И ждать снова нельзя. Разбегаюсь, подпрыгиваю, опускаюсь на столик, лечу. Долетел. Палка сдернулась с места и помчалась вниз по полозьям. Сейчас те закончатся, и нужно соскакивать. Снова лечу. Сетка. Вцепляюсь в нее. Фу! Теперь сползти вниз, перебраться на ее другую сторону и подняться до ящика с грибками наростами. Там таких несколько в ряд. С одного на другой буду лезть, и быстрее, и быстрее. Огонь гонится, стена пламени уже близко. Преодолел, что задумал и к очередной палке, что снова катится вниз. С нее спрыгиваю на второй островок. Думать некогда. Бегу дальше. С разгона допрыгиваю до кольца, насаженному на длинную жертв с выпирающими из нее сучками. Каждый всего свершок, но мешают кольцу скользить дальше. Нужно всякий раз останавливаться и рывком подтянувшись перебрасывать кольцо через выступ. Жертв закончилась, дальше лестница. Только подвешенная под потолком вдоль него и уж очень большущие промежутки между ступенями-перекладинами. На каждой приходится раскачиваться, чтобы в прыжке дотянуться до следующей. На обратных махах уже чувствую ногами жар. Слишком медленно прохожу эту хортью тропу. Нужно быстрее, иначе меня спалит к Йоку. Третий островок стал спасением. Пробежав по нему, немного оторвался от огненной стены. Теперь узкий коридор между каменных плит. Только пола в нем нет, приходится упираться ногами, руками в противоположные стены и ползти так вперед. Что-то я подустал. Пора глотать боб. На очередном островке сунул руку в карман, и второй едва себя полбу не стукнул. Вот ты, китя, дурак! Тут на ловкость проверка, а ты столько долей грузом носишь. Торопливо выцадил из жмени все бобы нужного цвета и разом запихал в рот. Все, на восемь долей теперь ловкости больше. И усталость долой. Несусь дальше. Обмозговывать каждый новый маршрут уже времени нет. От островка к островку скачу, прыгаю, постоянно ползу на руках почему-то. Конца края этому издевательству нет. Бесконечное испытание. Огонь дышит в спину. Пару раз уже подбирался так близко, что волосы на затылке начинали трещать от жара. В какой-то момент я уж был решил, что конец мне. Кабы не безумная спешка, я бы все эти лазалки смог пройти бы, но раз ошибешься и все, твоя смерть на дне пропасти. Пару раз уже пальцы соскальзывали. Еле-еле справляюсь. От отчаяния, что едва не сломило, меня спас тупик, который в какой-то момент показался вдали. Десяток островков и пропасть заканчивается некой горкой, на вершине которой виднеется моя долгожданная цель. Черную воронку нары не спутать ни с чем. Пьедестал с семенами, бобами отсюда не разглядеть, но и он там, под ней. Только мне сейчас эти богатства даю-ка. Мне бы выжить. Даже безнный дар, что достанется, не так манит, как просто возможность спастись. Не за ним сюда шел. Надежда прибавила сил. Душевных, в первую очередь. Отогнав безысходность, с удвоенным упрямством понесся дальше. На руках поди вздуются волдыри. Даже с моей крепью такие нагрузки на грани возможны. Плевать. Жар и тот перестал волновать. Ну, печет и печет. Не расплавлюсь, небось. И стоило лишь позабыть о стене подгонялки, как начал невольно от нее отрываться. Забыл про боль, про усталость, про время, про ноющие мышцы и соднящую кожу. Сам не заметил, как спрыгнул на последний островок с очередного сучковатого бревна. Впереди та самая горка и все. Наверху дожидается выход из бездны. Впервые за долгое время позволяю себе оглянуться. Ха! С запасом! В стене пламени еще ползти и ползти. Выдох, вдох и, сорвавшись с места, стрелой мчусь вперед. Ровный пол через десять шагов начинает плавно загибаться вверх, постепенно превращаясь в отвесную стенку. Высотой в той десяток локтей. Выше, выше! Толкаюсь! Вот, йог, не достал! Скатываюсь по горке обратно. Не рассчитал. Ничего, сейчас еще раз попробую. Время позволяет. Возвращаюсь обратно. Быстрый взгляд за спину и начинаю по новый разбег. На изгибе оскальзываюсь, упираюсь в покатую гладкую стенку руками и пытаюсь на четвереньках скакать, словно зверь. Бесполезно. Сползаю вниз. Что же делать? Огонь уже рядом. Третья попытка точно станет последней. Думай, Китя, думай. Скольжу. Точно. Долой башмаки. Сдергиваю обувку и бегом к краю островка. Пламя уже там. Обжигаюсь. Волосы трещат. Вот-вот вспыхнут. Голые пятки сжет, словно на печку залез. Помчали. Как вовремя я догадался. Босые ноги куда лучше. Подошв башмаков держится на гладкой стене. Вбегаю значительно выше, чем прежде. Прыжок! Пальцы вцепляются в край. Подтянулся, забросил ногу на край, рывком втащил себя полностью. Я наверху! Получилось. Передо мной круглый каменный пьедестал с кучей бобов и двумя семенами. Торопливо сгребаю все это в карман. В другой черной норе, где лоб прыгал по столбам, было больше. Может, дар возместит эту разницу? О чем вообще думаю? Я живой, это главное. О, как хочется увидеть сейчас рожу верхана. Стоит прыгнуть в воронку и висящую ветки на рано, то мусор ведь тут же закроется. Мехмед будет счастлив. Но как счастлив я? Стена пламени напомнила о себе жарм. На выход! Шагаю в черное око бездны. Вот йог! Глава семнадцатая. Быстрее мысли. Провалился в грязь по колено. Да еще с громким чавком, а здесь чавкать нельзя. Ничего мне не закинуло в пояс. Две версты от норы это много. Мог как за стенами очутиться, так и еще дальше от них. Вышло явно второе. Вокруг болото, покрытое редкими кочками. До ближайшего островка с несколькими кривыми деревьями шагов двести. Вот только как здесь шагать. Земля в разы мягче, чем та, на которую мы бросали щиты. Продолжаю проваливаться в трясину. Срочно на живот. Распластался по поверхности, раскинув в стороны руки и ноги. Последние в отсутствие башмаков легко выскользнули из грязи. Сразу вспомнилось детство. Сколько раз я месил так зловонную жижу родной гиблой гнили. Дальше только ползти. Направление по солнцу уже определил. кочку, а там разберемся. О, зайцы. Пока смирно сидели, не замечал их. Темно-серый с коричневыми разводами мех идеально сливается с поверхностью топи. А ведь их тут целая стая, больше трех десятков навскидку. Только это не зайцы, а какие-то похожие на них длинноухие зверьки. Не прыжками передвигаются, бегают, причем шустро и как по-сухому. Широкие перепончатые лапки легко держат грызунов между кочками объедаясь последних траву. На меня почти не обращают внимания, видать, сочли не опасным, уж больно я медленный. Это плохо. Нужно как можно скорее убираться от места, где я нашумел. Я уже видел, что такой болотный червь. Это смерть, там даже с даром не отбиться, попросту не успеешь. А я незримые клинки теперь смогу призвать только завтра. И даже оружия, кроме ножа, никакого. скольжу по муляке лягушкой, загребаю руками, ногами отталкиваюсь, почти плыву. Кочки приходится огибать, сейчас они только мешают. Скоро выберусь на твердую землю. До поднимающегося у меня на пути островка два десятка сожений осталось. Большой, кстати, целая рощица на нем уместилась. Может, с другой его стороны даже полис увижу. А нет, так на дерево заберусь, нужно расстояние стенам, кто знает, какие хищники выходят тут по ночам на охоту. Пока удачи со мной. Минут пять уже ползу, а черви так и не появились. Или не было рядом, когда я выпрыгивал из норы, или одиночный звук не привлек их. Но сильнее я сейчас боюсь даже не этих чудовищ. Наибольшую опасность для меня представляют болотные птицы. Журавли и цапли, аисты. Это если снизу глядеть ползущего по грязи меня издали сложно заметить. А сверху так легче легкого. Подумал об этом и тут же крутнулся с живота на спину. Надо со всех сторон измазюкаться, чтобы лучше сливаться с землей. И почему сразу не сделал, Дурак. Ползу дальше. До берега всего шагов двадцать. Чего это они? Внезапно пасущиеся между мной и островком зайцы резко прыснули в разные стороны. Мигом позже из зарослей выскочило еще три ушастых, тут же бросившихся прочь от берега. Вот ведь! И не успел я мысленно ругнуться, как тот, кто их гнал, вынырнул из высокой травы. Ящерица. Только огромная, длинная в ней вся пара сожений. Не панцирник, у тех может более вытянутая, но тоже зубастая. Более длинная, чем у моих старых грибнистых друзей, перепончатые лапы намекают на то, что зверь не только плавает, но и бегает быстро. Ящер на миг застыл, видно решая, за каким из зайцев погнаться, но тут взгляд его желтых глаз упал на меня. И похоже, я зверю понравился. Тварь оскалилась, противно зашипела и неторопливо двинулась в мою сторону. Осторожничает, пока присматривается, я для нее что-то новенькое. И хищник прав, спешить ему некуда. Удрать я при всем желании не смогу. Нож уже в руке, но толку от него против такой громадины. Эх, жаль, не дополз я до берега. На твердой земле мы бы с этой хвостатой уродиной поплясали бы. Да и на дерево залезть можно было бы. Вдруг она не умеет. А здесь я без помощи, натолкнуться толком не отчего. Вся моя ловкость к корове под хвост. Ситуация дрянь. Хоть сквозь землю проваливайся. Я представил, как с головой погружаюсь в жижу. Когда-то был готов утонуть, лишь бы не попасть в зубы к муфру, и вот опять та же песня. Ничего, ты уставился на меня. Лови зайцев. Меня здесь нет, показалось тебе. Просто странная кочка. И зверь словно услышал. Снова замер. Высунул из щели между зубов длинный красный язык и принялся дергать им взад вперед. Глаза тварей забегали, секунда другая. Ящер резко круднул головой влево вправо и, определившись с выбором добычи, бросился за одним из успевших не так далеко удрать зайцем, шустро перебирая лапами. Это что сейчас было? Я что ли получил дар от бездны глаза отводить? На звере оно тоже работает? Вот же здорово. Возвращаю нож в ножны, поднимаю руку с грязи, чтобы протянуть ее к поясу. Что? А где рука? Ее нет. Чувствовать чувствую, а видеть не вижу. Зато след от нее в жиже есть. Неглубокое продолговатое углубление как раз начинает затягиваться. Тю! Не только руки нет, меня всего нет, плечо тоже не вижу. Это не отвод глаз, это что-то другое. Ладно, хватит девиться на чудо. Надо валить отсюда, пока ящер не вернулся. Он уже учесал куда. Быстро бегает. Торопливо пополз вперед. Наверное, со стороны странно смотрится. Жиж будто сама расступается. В отличие от меня самого, мой след видно отлично. Выбрался на островок и скорее в кусты. Кто его знает, как долго моя новая способность продержится. Под первым из деревьев остановился, прислушался. Рядом вроде нет никого. Наверх еще успею залезть. Сначала сбегаю на ту сторону островка. Опа. Руки вернулись. Я снова стал видимым. Всего-то минута. Обидно, слишком уж короткий срок. Но грех жаловаться, как-никак эта новая способность спасла мне только что жизнь. Очень полезная штука. Смогу теперь и всегда удрать от кого-нибудь и незаметно подобраться к любому. Осталось проверить, как долго этот дар восстанавливается. сейчас, когда новую способность опробовал, дальше уже сразу почувствую, что ее снова можно призвать. В прошлые разы у меня также было. Я особенный. Другие люди всегда тут же узнают, какой им дар от бездны достался, стоит только из норы выпрыгнуть. Думаю, это так из-за ло. Сам того не желаю, колдун что-то во мне изменил, когда влез ко мне в голову. Фух, до полиса всего полверсты. Вижу стены. Между ними и мной не сплошная топь. В пути мне местами для передышек послужат несколько маленьких островков. А того, где над веткой висела нора, в поле зрения нет. Правее или левее остался, но к нему мне и не надо. Доберусь до стены, свистну, чтобы веревку вниз сбросили, и потом уже поверху добегу до ворот. Интересно, дождутся меня лорды? Едва ли. Жаль. Самое интересное пропускаю. С удовольствием послушал, как Верхан будет извиняться перед Мехмедом. Отменят теперь поединок? Скорее всего, да, на это и был расчет. Но спешить все равно надо, мои товарищи по отряду непременно будут меня искать, не дай единой еще, кого червь сожрет. Лучше завтра все вместе в поход. Седмица только началась, однозначно за стены отправят. Теперь возле полиса топтаться уже смысла смерть больше не грозит Мехмеду позором. Дохожу с мужиками последние дни и прощай служба. Надеюсь, Мехмед не откажется от своего обещания. Так-то я ему сильно помог. До полиса получилось добраться без происшествий. Ворву наскоро вымылся и на стену влезал уже не сплошным куском грязи. Бегу поверху. Впереди над воротами что-то высматривая за пределами лоскута стоит капитан Абус. Заметил меня, радостно помахал рукой подзывая. Так и знал, что сам раньше найдешься, чем они тебя сыщут. Везучий ты парень. Скажи, боевой хоть дар. Не совсем. Ладно, потом все расскажешь. Беги к острову, где висела нора. Там у твоих место сбора, а я пока прикажу просигналить. Пусть возвращаются, пока далеко не разбежались. Потом все вместе сюда. На сегодня с вас хватит. Я кивнул и бросился к лестнице. На островке уже пусто, лорды ушли. Это я разглядел еще, когда бежал по стене. Но дощатые мостки и щитов все на месте. По ним за минуту домчусь. Но зачем торопиться, я и шагом своих обгоню. Протяжный сигнал трубы прозвучал только-только. Обдумаю лучше пока кое-что. В голову одна интересная мыслишка пришла. Тут ведь никто не умеет узнавать суть даров, только видит количество. Я, когда свои перечислял, тоже про нити, что вижу в груди одаренных, сказал, а про то, что могу к ним тянуться и в память заглядывать, нет. Тогда на всякий случай схитрил, и сейчас схитрить можно. Зачем архейцам знать про мою невидимость? Сдам им лучшую способность, что в прошлый раз утаил. Оно менее важно, а новый дар пригодится как козырь. Оставался бы и дальше в отряде, был бы смысл открыться. Невидимка для общего дела полезен. А раз к лорду иду, обойдется мехмет и клинков ему хватит. Все же в них моя главная ценность. Решено. Прибрешу чуть, мне не впервой. Через двадцать минут ожидания на близком горизонте появились первые люди. Еженьки, что же их так мало-то? Фу, с другой стороны еще топают. Матвей просто разделил отряд на две части. Пересчитал по головам вроде все. Неторопливо идут вереницей один за другим, осторожно опуская в грязь ноги. Заметили меня, машут руками. Какой же ты смертик, ты живчик! Восторженно прокричал командир, первым вступивший на берег. Хм, еще какой! Усмехнулся я. Испытание досталось на ловкость. Видели бы вы, каким я там живчиком носился. А я ведь с тобой уже мысленно попрощался, когда ты на лестницу лез. Что за дар, смертик? Что взял? Перебивая, Матвей дружно заголосил выбирающийся на берег народ. Оно и понятно. Про испытания уже потом будут спрашивать. Всех прежде интересует, какую способность из бездны принес. Ребята не знают, что через несколько дней их покину. Про обещание Мехмеда только командиру известно. Ох, и расстроится, когда время придет расставаться. После Матвея я самый полезный в отряде. Не боевой? Матвей. Грустно опустил я глаза. Чужой дар узнавать могу, человека коснувшись. В походе от такого нет пользы. Тю, обиженно протянул чудик. В черной норе и такая ерунда бесполезная. Не скажи, возмутился Матвей. Это нам здесь от такого нет пользы. А проверять на воротах въезжающих в город, когда снова к порогу скакнем, с таким даром сам единый велел. Да и в великих домах понизил командир голос. Друг про друга знать, кто на что способен, небось, тоже найдутся желающие. Думаешь, лорды все свои способности напоказ выпячивают? Некоторые свои дары втайне держат. Часть даров так уж точно. Хитер Матвей. Вон как быстро зауслышанное ухватился. Готовит почву для моего ухода, мол, забрали лорды, ибо больно редкий и ценный дар выпал. Это да, согласился Шило. Смертику от такого дара нет толку. А кому из лордов он очень даже бы пригодился? Считай, дважды того синего с рогами обидел. И у сына его народ отобрал, и его самого десятка рубиновых марок решил. Да что марки? Перебил друга косой. Ты его рожу видел, когда тот перед нашим красным извинялся? Вот где настоящая обида. Я бы на твоем месте, смертик. Понизив голос, пригнулся ко мне долговязый прец. Теперь еще пущий бы переживал. Спор то свой синий лорд проиграл, но прикончить тебя у него теперь еще больше поводов. А то я совсем дурак. При первой же возможности обозленный верхан, если до Мехмеда дотянуться не сможет, отыграется хотя бы на мне. Придется и дальше постоянно ждать нападения. А что с поединком у лордов? Решил я сразу узнать главное. Поединка не будет, ответил вместо косого Матвей. После извинений лорд Мехмед забрал брошенный вызов. Ладно, мужики, болтать будем в казарме. Нам еще дорожку разбирать. Идемте. Последний берет крайний щит и передает его дальше. Первый тащит к воротам и так по цепочке. В общем, как строили, так и ломаем. Следующий разговор у меня состоялся уже за стеной. Капитан Абос хотел послушать в подробностях про мое испытание и узнать, что за дар мне достался. Тут уже пары слов отделаться не получилось. Попросил показать, как работает. Пришлось заглянуть в прошлое дядьки и подсмотреть, что помимо орлиного зрения, про этот его дар и так каждый знает. Он еще сразу может сказать, сколько в звере семян и бобов, лишь взглянув на него. Но как именно узнал его дар, объяснять я не стал, мол, дотронулся и все сразу вижу. Один йог путешествия в прошлое происходит мгновенно. Сколько бы ни длился подсмотренный мной кусок памяти, здесь и глазом моргнуть не успеваешь. Надеюсь, и дальше смогу всех обманывать. Мне не нужно, чтобы потом тот же Мехмед заставлял меня копаться в чужих головах. Кроме дара, ведь в чужом прошлом можно и тайну какую случайно подглядеть. Вон, Абос еще тот трус оказывается. Будучи в вольном отряде, обманул своего командира, сильно преуменьшив добычу, что ждала в сердце зверя, удравшего от них на охоте. Там грызун был из редких. Такой, каких в отряде никто прежде не видел. Настолько здоровый, что многие его сочли очень старым. Проскользнув сквозь цепь загонщиков, зверь прыгнул в болото. Как бы где-то в этих местах то и не происходило как раз. И нужно было срочно решать бросаться за ним в погоню или плюнуть и возвращаться в полис. Там время поджимало. У тополя от лоскута далеко, а седмица уже на убыль пошла. Аббас сказал, что всего шесть бобов, пусть бежит. А про два семени жизни решил промолчать. Боюсь, капитану бы не понравилось, реши я пересказать тот момент его жизни, да еще при Матвее. Но первая часть нашего разговора была лишь началом. Закончив расспросы про бездну и дар, Аббас перешел к делам более важным. Ну, парень, хлопнул меня по плечу капитан, помог ты сегодня господину Мехмеду. Очень сильно помог. Там ведь у них с тем эльфатхцем накануне только деньги стояли. Тебя этой благородной кухней не понять, там все сложно у лордов. Но знай, что свой перевод в внутрянку ты честно заслужил. Считаете, господин сдержит свое обещание? Осторожно уточнил я. А что тут считать? Господин Мехмед обещал завтра утром вернуться с разрешением главы дома. Уж ему-то его точно дадут, можешь не сомневаться. Как-никак второй по могуществу лорд в Эрдраме. Радуйся, что такой человек на тебя внимание обратил Смертик. Если нос не станешь кривить, далеко пойдешь. Он своих фаворитов всегда продвигает. Прокривить нос я не понял, но второй человек всего великого дома. Я и не знал, что Мехмед настолько важная птица. Небось, за службу и платит неплохо. Мне деньги понадобятся, когда придет пора дергать из арха, значит, завтра уже. Буду вечером прощаться с товарищами, нет, не буду, вдруг сорвется. Нельзя раньше времени. Распрощавшись с Аббасом направился в казарму. Перед ужином мне надо переодеться и вымыться. Матвей отчего-то решил меня проводить. Слушать про твое испытание и поминать усача будем вечером. Остановил меня на половине пути командир. Сейчас про другое хочу сказать, пока мы одни. Насчет предложения господина Мехмеда. Ты ведь можешь и отказаться. Понимаю, что в кулаке шансов выжить немного. Пять оборотов у нас протянуть едва ли один из десяти умудряется. Но ты же парень способный при боевом даре. Я бы и дальше тебе помогал по возможности. Уверен, что оно тебе надо. Не по-нашенски это, не по-предземски, я бы даже сказал, не плюцки. У них здесь на такие дела взгляд другой, вполне нормальным считают. Но так ты же не археец. Уверен, что сможешь сам с собой жить в мире. Стоит ли того безопасность и сытость? Он возвысит тебя, тут сомнений нет, но таким путем пробиваться... Матвей замолчал, потому как слова подбирал и глаза отводил, сразу ясно, что тема для него неприятная. Понимаю, бросаю товарищей. Со мной шансов у них выжить больше, и так ли ему уже не сберег. Все посчитай, тоже сгинул. Косой Шила Охотник Кузя Чудик Домовиха. Жалко Предзов с кем на порог в свое время приплыл. Да и Глистук Змею и прочим архейцам успел привязаться. Через столько вместе прошли. Но чтобы не говорил командир выбора у меня нет. Если бы просто по пути шел одно дело, но ведь я сестру ищу в первую очередь. Не по силам мне помогать всем, с кем сводит судьба. Совесть колет, конечно, но вытерплю, меня тишка ждет. Нельзя время терять. Знаю, быстрый путь наверх не всегда самый легкий. Вздохнул с грустью я. Ты прости, командир. Самому тошно, но деваться мне некуда. Не могу я тут пять оборотов сидеть. Матвей снова отвел глаза. Ну, что же, это твой выбор. Тихо пробормотал он. Боюсь, будешь жалеть. Я должен был попытаться. Утром мы распрощались. Отряд отбыл в поход. Я же по приказу капитана остался в казарме ждать вызова. Все прошло очень быстро и скомканно. Сообщили уже на стене. Едва руки успел всем пожать, прежде чем Матвей их увел. Даже пары слов мне не дали обменяться с товарищами. Удивление, непонимание, грусть и обида. Последней в глаза безымянных было больше всего. Почему? Как? За что? Никто не стал объяснять им причину моего перевода во внутренний город. Я ведь тоже не знал, что уже поздним вечером к Абусу прискакал конец от Мехмеда. Мой вопрос решен. Скоро явится и сам лорд. В кабинет капитана меня вызвали уже ближе к обеду. Абус убрав некую бумагу в ящик стола, кивнул мне и вышел оставив нас с Мехмедом одних. Ну вот и все, мальчик, улыбнулся мне лорд. Забираю тебя. Разрешение получено. Отныне ты вольный. Осталось только одно. Подписать трехлетний контракт на службу. Тебе сколько лет? Недавно исполнилось четырнадцать, господин. Замечательно, хлопнул в ладоши Мехмед. Даже ждать не придется. И трех лет вполне хватит. Я не держу Перестарков. Жалование ледянка в месяц, но моя щедрость будет зависеть от твоего старания. Я люблю делать подарки, я своих подопечных забочусь. Заслужишь, уйдешь от меня богачом. Перестарки? О чем это он? Но следующий вопрос сбил с мысли. Умеешь писать? Да, господин. Тогда пиши свое имя. Указал Мехмед пальцем на угол бумаги, лежащей перед ним на столе. Тебя как зовут, кстати? Китар, господин. Китар, повторил лорд. Мне нравится, как звучит твое имя. Готов стать моим другом, Китар. Даже так? Видать, я и правда очень сильно помог ему в их конфликте с Верханом. Этот знатный архиец на добро отвечает добром. У дядьки есть принципы. Это честь для меня, господин. Мехмед шагнул ближе и, положив руку мне на спину, приобнял меня. Я не ошибся в тебе, мальчик, потрепал меня по волосам лорд. Мне неинтересны пустышки и вольные таковыми родившиеся. Я люблю только воинов. Твоя сила влечет. Я не кривил душой. Ты настоящий талант. Ты из тех, кто прорвется на твердь, и я в этом его кончик в чернильницу и старательно вывел все буквы моего имени. Надо же, еще помню, как пишут. Читать поди тоже не разучился. Глядишь, оно мне на новой службе. Понадобится. Путь от внешки до внутреннего города я проделал в седле. Сам лорд ехал в карете. Кроме меня, конными Мехмеда сопровождало еще несколько человек в одинаковой форме. Личная охрана. Небось, все одаренные. Проверить пока возможности не было, воины от чего-то не проявили ко мне интереса. На мое приветствие ответили только кивками и всю дорогу пресекали мои попытки начать разговор, отворачиваясь. То ли на службе нельзя болтать вовсе, то ли новичку, прежде чем стать своим, нужно сначала себя проявить. Скорее, последнее. Между собой мужики нет-нет перешептывались, подъезжая друг к другу так близко, что лошади начинали тереть собаками. Внутренний город ничем не уступал Зимграду. Такие же широкие улицы, такие же узкие переулки, здание сплошной камень, под ногами тоже повсюду плитка, лавки, едальни, цирюльни, дома у слады. Каких вывесок здесь только нет. Одна с пузатыми деревянными кружками, каждая высотой локтей в десять, меня особенно поразила. Полис — это же не какой-нибудь город-предземья, где бывает проезжий народ. Кого тут завлекать? Местные небось и так знают, что здесь им пиво нальют. Хозяева петейные просто с жиру бесятся. Богат арх, чего уж там. Ну, то есть не весь арх, а внутренний город. На внешке-то беднота одна. Мне, только-только оттуда приехавшему, разница режет глаз. Но это я еще кварталов знать и не видел. Стоило проехать ворота в разделявший город на вольные окраины и центр стене, как дома по обеим сторонам улицы превратились в обвитые плющом дворцы, окруженные кованными оградами, аккуратно подстриженными рядами кустов и ухоженными деревьями. Не город, а парк, утопающий в зелени. Портят вид лишь поднимающиеся впереди каменные громады цитадели правителя арха, напоминающие своими строгими формами имперский форт, да высокие стены, отделяющие слева и справа сектор дома Эрдрама таких же соседних. Центр внутреннего города невелик, но и жителей здесь очень мало. Пока ехали, только прислугу встречали. Вот и наш дом, то есть дом лорда Мехмеда. Трехэтажный, с ажурными башенками, балконами, куполами и шпилями. Огромные окна, подстриженные кусты и газоны, редки невысоких хвойных деревьев, прозрачная решетчатая ограда, нарядные ворота с причудливым рисунком ковки. Не крепость, каменный терем. Хозяева никого не боятся. В квартале своего великого дома местное знать в безопасности. Охранную роль на себя берут внешние стены сектора. Да и какие враги могут угрожать лорда Марха? Каждый из этих ряженых петухов могучий воин при нескольких дарах бездны. Въехав в предусмотрительно распахнутые ворота, карета остановилась возле ступеней центрального входа в дом. Нас же встретили расторопные конюхи, что увели лошадей. Выбравшийся наружу Мехмед поманил меня. Сейчас тебя вымоют, переоденут, накормят и после проводят ко мне. Я кивнул. Начинается служба. Место он и мне нравится. Похоже, буду еще одним личным охранником знатного. Меня это более чем устраивает. Если бы не исходящая со стороны верхана угроза, можно было бы и вовсе расслабиться. Присматривать за лордом, который и внутрянку-то небось покидает не каждый месяц, это вам не за стены в походы ходить. Теперь уж точно дождусь, Ло, не подохну. Доброго дня, молодой человек. Поклонилась мне миловидная служанка, вышедшая мне навстречу из дома, едва Мехмед скрылся в дверях. Прошу за мной. Хозяин еще утром предупреждал о вашем скором приезде. Вам уже и комната подготовлена. Надо же, отдельная комната. Хорошо, у Мехмеда живут охранники. И вам доброго дня, я китар. Меня зовут Фелисий, господин. Еще раз поклонилась служанка. Очень рада знакомству. Ничего себе, я еще и господин. Вон как сильно охранники лорда подняты над обычными слугами. Или это потому, что я теперь вольная женщина из пустышек? Фелисий проводил меня боковым коридором в обход огромного хола с уводящими наверх широкими лестницами к умывальне, где меня уже дожидался наполненный теплой водой здоровенный ушат. Служанка показала мне мыло с мочалкой, пододвинула стул с полотенцем и, прикинув, какой мне размер подойдет, ушла за одеждой. С удовольствием вымывшись, безымянных теплой водичкой не баловали, я закутался в полотенце и в ожидании женщины принялся разбирать свой рюкзак. Старый, грязный, поношенный. Его наверняка у меня сейчас отберут, как лежащую на стуле одежду. Надо переложить свои ценности. Две лечилки, два семени, шестьдесят семь бобов. Это сколько в монете, если продать все? А надо ли? Деньги у меня теперь будут, а доли ценнее, когда они у тебя, они лежат по карманам в бобах. Ну-ка, сколько здесь крепи? Пересчитал, двадцать три, более чем с запасом. Два десятка оставлю, остальное все в рот. Запивай водой из умывальника, проглотил все в несколько заходов. Ну, вот теперь обедать не надо. Тем не менее, когда служанка отвела меня в комнату, где на столе в двух тарелках дымилось горячее, а еще в одной плоской лежали хлеб, сыр и овощи, я отказываться от пищи не стал. Безымянных в столовой таким не кормили. Запах просто чудесный, вкус, как я убедился, не хуже. И к одежде с обувкой у меня нет претензий. Село все замечательно, словно на меня шили. Но не для охоты наряд. Просторная белая рубаха со свободными рукавами. Красная в цвет дома эрдрам-жилетка, коричневые штаны, хоть и в обтяжку, а позволяют любые движения. Широкий кожаный пояс, к которому легко прицепить и ножны, и кошели, и что хочешь. Мягкие и короткие сапоги с отворотами, очень удобны. И действительно, господин. Дома в предземье сошел бы за сына купца или даже за молодого дворянчика. Воины, с которыми сейчас ехал из внешки, были одеты попроще. После ужина на улице как раз стемнело. Все та же служанка вернулась за мной и отвела меня к кабинету лорда Мехмеда. На мягкой лавке возле массивной двери сидели двое охранников из тех, с кем мы приехали во внутрянку. Короткие сабли с широкими лезвиями, ножи, как простые, так и метательные. Скорей бы и мне выдали. Без оружия, а все казенное пришлось перед отъездом сдать, я чувствовал себя полуголым. Хорошо хоть, восстановился дар, клинки снова при мне. И что вдвойне здорово. Я уже пару часов как почувствовал, что снова могу стать невидимым. Пусть всего на минуту, зато пользоваться способностью смогу теперь каждые сутки, а не как те же лекари всего раз в неделю. Охранники одарили меня теми же пренебрежительными ухмылками, которые прежде натягивали на лица, когда я пытался заговорить с кем-то из них в дороге. Но ничего, я еще научу вас себя уважать. Один из них встал с лавки и постучал в дверь приделанной к ней специальной железкой. Дождавшись еле слышного разрешения, похоже, Мехмед находился достаточно далеко, заглянул внутрь и громко доложил. Хозяин, юноша прибыл. У меня имя есть. Нахмурившись буркнул я. Представлялся же им еще там на внешке, когда выезжали. Ухмыляются они, видишь ли, нашли пацана. Надо будет кому-нибудь рожу набить, чтобы уважать начали. Ишь, носы задирают, да я в свои четырнадцать столько всего свершил, что этим домашним воякам и всей толпой не переплюнуть. Небось, и далями никто из них рядом со мной не валялся. Иди, указал на приоткрытую дверь охранник. Разрешение Мехмеда как раз только что донеслось до нас. Гляк, как морду воротит. Вот ему и набью ее. Еще потолкуем, пообещал я охраннику и шагнул в комнату. Дверь позади меня тут же закрылась. Не похоже на кабинет. Шкафы, кресла, стол, куда больше подходящий для трапезы, чем для работы с бумагами. Мягкий пушистый ковер на полу, огромное окно на половину стены. Сквозь распахнутые арочные створки виден кусочек соседней комнаты. Это что там, кровать? А, так вечер же. Лорд уже спать собрался. Я у него в спальне. Быстро расскажет мне про мои новые обязанности и на боковую. Заходи, мой мальчик, донеслось из соседней комнаты. Я заканчиваю. Я шагнул к арочному проему. Вот это у него кровать. Всей бы нашей сиротской семьей уместились. Как там Вея? Уже родила, Паде? Эх, не судьба мне увидеть малютку китара. А как младшие небось выросли. Зуи с Фокой не ляльки уже. Важик вытянулся, халаш возмужал. Скучаю по роднулькам своим мочи, нет, но я сам сделал выбор. Подожди минуту. Лорд стоял спиной ко мне возле зеркала, расчесывая мокрые красные волосы, утратившие форму гребня. Без своей высокой прически он казался куда ниже, чем прежде. Но точно уже спать собирается. На ногах мягкие тапочки, короткий халат, едва прикрывает колени. Хм, какой красавец! Повернувшись, улыбнулся он мне. Совсем другое дело. Ну, уйди сюда. Я сделал несколько шагов, остановившись в аршине от лорда. Угу, хорошо сидит, обвел взглядом Мехмед мой наряд. Повернись, крутнул он повелительно пальцем. Я послушно повернулся к нему спиной. Шикарно! Какая упругая попка! И в этот момент мне на задницу опустилась рука, пальцы лорда сжались. Ох, йог! Я мгновенно все понял. Какой же ты, китя, дурак! Какая же мразь этот крашеный! Муж и ложец! Гнусный, мерзкий ублюдок, предпочитающий девочкам мальчиков, причем именно мальчиков! Перестарки! Так вот, в чем здесь суть! Ему нравятся только молоденькие! Но больную тварюку не тянет к обычным мальчишкам! Ему подавай сильных воинов, одаренных талантливых! Йог, я же сам согласился! Эта мразь уверена, что я готов с ним лечь ради спасения и возвышения! Готов стать подстилкой ублюдка, лишь бы получить волю, лишь бы перестать ходить за стены! Я не понял ни Абоса, ни Матвея, ни самого Мехмеда! Какой же я дурак! Мерзкий арх! Гнилой арх! Ненавижу арх! Хозяин, у вас все хорошо! Говорят быстрее мысли ничего нет на свете! В рот! Не успели первые крохи понимания раскрутиться в моей голове, как руки уже воплотили решение, которое приняло подсознание! Размышляя над собственной глупостью и над мерзостью арха, я стоял застыв статуей, а в это же самое время половинки разрубленного незримым клинком ублюдка брызжа кровью падали на пол! Мгновение длиною в жизнь! Но Мехмед успел вскрикнуть, и охрана услышала. Срочно действовать! Думать потом! В несколько стремительных шагов перебегаю к двери спальни и замираю, спрятавшись возле проема. Разваленного напополам трупа не видно из второй комнаты. Охраннику придется зайти. Ты будешь умирать, кот! Резко оборачиваюсь. Ох, еженьки! Верхняя половина Мехмеда, волоча за собой окровавленный хвост из выпавших внутренностей, цепляясь, единственный уцелевший рукой за ковер ползет в мою сторону. Выпученные в гневе глаза стараются прожечь меня ненавидящим взглядом. Из перекошенного в злобном оскале рта толчками выплескиваются алые струйки. Больше года! Он не мог выжить, но он жил. Хозяин! Из выставленной вперед окровавленной руки вылетает сноб молний. Спасает меня лишь реакция. Догадавшись, что означает начавшееся движение конечности лорда, я успел прыгнуть прочь. Брать живым! Но приказ лорда некому слушать. Вылетая из комнаты, я заранее выпустил клинки на всю их длину, охранники даже не поняли, что их убило. Но в коридоре уже слышится топот. Ты знаешь, сколько стоит жемчужина? Ты знаешь, как ее сложно достать? Очередной пучок молний врывается в комнату. Думать некогда. Быстрый взгляд за спину и бросаюсь к окну. Стекло выбито, я лечу вниз, второй этаж ерунда, но что дальше? Знаю только одно, больше всего на свете мне хочется убраться отсюда. Последнее, что я увидел там наверху, выползающий из спальни мехмет, успевший то ли отрастить себе новую руку, то ли прирастить мной отрубленную. И это было по-настоящему страшно. У этой мрази нет дара лекарства. Я знаю, я все посмотрел. Ничего, что позволило бы ему пережить мой удар. Но он жил. А я долго ли проживу теперь я? Конец пятой книги. КОНЕЦ